Ну вот и пришел наш час разнести в хлам IT YouTube, не только русскоязычный, но и в целом мировой, скорее всего, да, потому что такого проекта нигде еще не было, это легендарный проект, о котором вы все давно просили, ну вы видите подлительность данного ролика, что проект вышел реально сочным, такой проект обычно обычный блогер выкладывает как платный контент, вот, я это делаю для вас абсолютно бесплатно, более того, в первый раз в жизни нашего канала исходник для большого проекта будет доступен абсолютно бесплатно, то есть вы его сможете перейти в Telegram и скачать, да, но при определенном условии. Сейчас перейдем еще к демке, да, но это чуть дальше в ролике, но я хотел сначала бы сказать, почему важна поддержка этого ролика, потому что этот проект, он очень тяжелый, он, как и любой большой проект на канале, он делался там 2-3 месяца условно, чтобы мне не выгореть, нужна большая поддержка, иначе будет как с Amazon часть 2, часть 3, который я тоже разрабатывал очень долго, не тратил на него много времени, потом получил там условно 5000 просмотров, да, и я просто максимальное расстройство, скажем так, да, и на полгода выпал из этой вот истории больших проектов. Поэтому, если вы хотите, чтобы я продолжал радовать вас крутыми большими проектами в канале, то, конечно же, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Это вот три основных условия, которые невероятно важны. Если этот ролик реально залетит, наберет много просмотров, а это невозможно, потому что проект крутой, да, важна только ваша поддержка, то у нас открыт полный путь, и мы дальше будем продолжать делать большие проекты. Так что поддержка невероятно важна под этим роликом. Давайте, ребят, по классике, заспамим реакциями все комментарии, пусть там хейтер пишет, что это боты, но мы с вами знаем, что это не боты, ребят. Ставьте реакции, любые там огоньки, не знаю, молнии, ракетки, там, стрелочку вверх и так далее, что угодно ставьте, эти комментарии должны быть заряжены успехом. И давайте наберем 2500 лайков, мне кажется, спокойно можно это набрать количество за какое-то время, да, и после набора этого количества лайков я выпускаю следующий большой проект. Вполне адекватные условия для такой большой работы. Итак, ребят, по поводу исходников, где их взять, смотрите, мы должны набрать в телеграм-канале 6200 подписок. Да, если мы набираем, там осталось буквально 200-300 подписчиков, это очень мало, и вы получите доступ абсолютно бесплатно к такому большому проекту, как RedPlaner. У вас бесплатно будут исходники выложены и так далее, все ссылки в описании я обновлю. Если, допустим, вы хотите получить прямо сейчас доступ, да, что вам нужно сделать? Оплатить премию подписку на сайте, получить крутое образование, и кроме этого, получать доступ к эксклюзивным материалам. В том числе за 5 дней примерно до выхода этого ролика, а может быть даже и за большее количество времени, ребята из премиум-аудитории уже увидели данный исходник. То есть, если вы хотите также следить за всеми эксклюзивами, то, конечно же, подписывайтесь платно на наш html.ru, нашу платформу. Но есть еще, например, ништячки для тех, у кого будет премиальная подписка. Вы также получите еще схему инсомни абсолютно бесплатно, вы также получите начальный исходник для самостоятельной практики. То есть, у вас не просто будет исходник готового проекта, а также будет исходник для самостоятельной практики. И изображение дизайна, то есть, что вы могли сами все делать с нуля прям. То есть, такой как бы комплект для практикующего человека. Еще раз, бесплатно, бесплатно, да, я отдам абсолютно исходник. Все, забирайте абсолютно бесплатно, да. Ну, чтобы определенные плюсы дать тем ребятам, кто плата нас поддерживает, да, на нашей образовательной платформе, мы дадим такие ништяки вот в виде самостоятельной практики. У вас будет конкретный архив, который вы можете взять и начать самостоятельно писать тот же самый проект, практиковаться. Мне кажется, это самое лучшее решение, которое можно было только придумать по разделению платное на бесплатное. Итак, ребят, где же скачать исходники? Смотрите, исходник, как обычно, мы выложим в наше хранилище на нашем сайте, html.ru, абсолютно бесплатно. Итак, ребят, ну что, с лайками разобрались, с мотивацией разобрались, давай теперь с вами разберем, почему я именно такую систему планирования буду строить. В нашем проекте будет огромное количество функционала, но для начала я хотел сказать именно про систему планирования. Почему я буду планировать в варианте канбана и в варианте списка? И почему именно будут такие колонки? Первое, today, то, что мы будем делать сегодня, у нас будет колонка tomorrow, то, что мы будем делать завтра, у нас будет колонка на текущей неделе, на следующей неделе, позже и завершено. Именно вот такие основные пять колонок. Почему так? Это определенная методика, которую я обучил со свое время у Маргулана, я думаю, вы многие его знаете, вот где-то года два назад, может, полтора года назад. Я ее под себя немножко изменил за эти, там, полтора-два года, долго работал, планировал и вывел для себя идеальную методику планирования. К сожалению, она не поддерживается многими приложениями, да, и это плохо, автоматизации не хватает. Есть приложение Asam, но оно очень дорогое, оно под бизнес больше сделано. Я решил сделать свое, да, по этой же причине. Скорее всего, проект дальше в деплой уйдет. Но смысл в том, что это самая идеальная система планирования. Как она построена? Построена таким образом в формате воронки. Мы начинаем с самого большего и спускаемся вот так вниз, к выходу, скажем так. Так вот, выходом вот этой узкой горлышкой бутылки, это является как раз-таки у нас колонкой today, то есть сегодня, что мы будем делать конкретно сегодня. И дальше мы начинаем планировать. Мы ставим сюда все задачи на следующей неделе, потом плавненько переносим их на текущей неделе, завтра, сегодня. И те, которые нас не устраивают, переносим в колонку later. Вот такая система планирования. То есть мы плавненько, с большого количества задач, спускаемся ниже, какие-то выполняем на следующей неделе, какие-то на этой неделе, какие-то выполняем завтра, какие-то выполняем сегодня, и вот сегодня это наша узкая горошка бутылка непосредственно. Вот поэтому будет именно такая система планирования. Так, ребят, теперь перейдем непосредственно к разбору стека, а потом перейдем уже непосредственно к рассказу о том, что будет по функциональности. По стеку у нас будет D&D Kit, это, собственно, библиотека для реализации drag-and-drop формата, то есть когда мы перетаскиваем, допустим, из колонны карточки, спойлер, мы будем использовать две библиотечки. Почему? Потому что D&D Kit очень круто работает с сортировкой, то есть когда у вас есть список, внутри списка перетаскиваю эти айтемы, и у вас он работает реально удобно и очень круто. Но если же идет разговор про перетаскивание между колонками, перетаскивание там в пустые места какие-то, в этом плане D&D Kit, он тоже работает, но гораздо хуже и не так удобно. Поэтому я изначально взял его, потому что подписчики рекомендовали, потом у меня проснулись определенные баги. Получилось так, что часть функционала я сделал D&D Kit, а именно функционал, где у нас будет тайм-блокинг, а все остальное, drag-and-drop там, канбан, лист и так далее, мы сделали с помощью другой библиотеки, называется она React. React.beautiful.dnd, у нее там есть уже новая версия от сторонних разработчиков, да, более обновленная под новые React 18 версии, это мы и будем использовать, собственно. Потом неизменная классика, это React.unstack.query для запросов к нашему серверу, кроме этого по классике Axios, CLSX, JS Cookie, иконочки Lucid React, Next 14 версии, как обычно ничего нового нету, React 18 версии, React Day Picker будем использовать, чтобы мы могли выбирать дату конкретной задачи. Потом React Hook Form, тоже неизменная история, Sonar, попробуем Sonar, потому что до этого я использовал React Hot Toast, мне он понравился больше, честно говоря, но для разнообразия будем использовать такую штуку, это для того, чтобы у нас уведомления появлялись на сайте. И Tailwind CSS, наша неизменная классика. Важно понять, что в этом проекте я буду много использовать Tailwind CSS, и в некоторых ситуациях я буду пренебрегать созданием модульных CSS файлов. Почему? Потому что время, наверное, просто время, основное это время, если, конечно, вы делаете большой продакшн проект, то лучше этим не пренебрегать и выносить Tailwind в отдельные CSS файлы, как я это делаю на наших стримах, допустим, да, в своем реальном проекте. Ну и TypeScript, конечно, тоже, это вся история понятна. Кроме этого, сейчас я писал именно стэк по фронту. По бэкенду тоже будет огромный стэк, в частности мы будем использовать Nest, JS, Prisma, PostgreSQL, это все по классике, да, и будем также мы с вами работать с транзакциями. Итак, ребят, ну а мы переходим непосредственно к демо нашего проекта. Вот так выглядит наш проект, мы начинаем с кабинета именно, да, потому что хочу сначала показать вам выход из системы, как он будет происходить, да, а потом покажу непосредственно, как будет происходить вход в систему и так далее. Кнопка выхода из системы выглядит следующим образом, нажимаем на нее, собственно, да, и мы выходим из системы. Отлично, теперь давайте войдем в систему, пишем логин для входа и пишем пароль. Нажимаем логин, ожидаем время, внизу видите notification вылез, да, и уже пропал, то, что об успешном входе. Здесь у нас Chrome просит пароль сохранить, мы это делать не будем, и нас сразу же переадресовывают в панель управления, в администраторскую панель. Как видите, после обновления страницы у нас также остается здесь вся информация, да, и ничего никуда не пропадает. По какой причине это происходит? По той причине, что у нас с токеном все работает отлично, с помощью middleware мы все проверяем и все работает стабильно, так что шикарно. Можно протестировать, допустим, открыть incognito window, откроем, да, введем тот же самый адрес, ожидаем какое-то время, и, как видите, у нас ошибка. Да, все очень просто, потому что данная страница, она закрыта для всех, у кого непосредственно нету токена, да, кто не в системе, у того нет токена непосредственно. Вот почему так? Потому что человек не должен знать вообще, в принципе, адрес до нашей панели. Все, это мы закрыли, отлично. Давайте переступим, собственно, к разбору всего, что мы видим на экране. Проект невероятно большой и весомый, как я уже говорил в начале этого ролика, но давайте уже переходить к сути и делу, скажем так, да. Есть профайл справа вверху, есть Red Planner, название здесь с логотипчиком, бета-формат написан, да, что он сейчас в бете находится. И мы сразу видим окно статистики. Статистика максимально такая, как сказать, скучная, простенькая, да, я ее даже сильно на нее время не тратил, просто, скажем так, для галочки ее реализовал. На самом деле в нее можно вынести много чего другого, вы можете потом в рамках практики для себя это все вынести. Я не посчитал этот размер, этот раздел каким-то важным, он особо не интересен никак, поэтому вы можете в будущем его развить. Я здесь вывел просто информацию о общем количестве задач, о выполненных задачах, о сегодняшних и о недельных задачах. Вот, всю эту информацию берется из раздела ТАСК. Вы можете сюда вывести потом и помодоры, и таймблокинг, что угодно, можете здесь вывести без проблем. Давайте перейдем дальше. Дальше, ТАСК. Наш основной раздел, в котором у нас лежат все наши задачи, это, наверное, самый интересный раздел в этом проекте, самый крутой, самый интересный. Собственно, здесь мы с вами видим огромное количество очень крутых штук. Давайте, собственно, создадим нашу первую задачу. Ну, вот она у нас уже есть, вынести мусор, да, я ее там тестировал много раз. Давайте сегодня, да, допустим, сегодня нажимаем сюда, пишем название задачи, она у нас будет называться, ну, допустим, снять видео, снять большой проект. Оп, все, автосохранение произошло, вверху был лодер небольшой, он здесь всегда будет срабатывать в нашем проекте, и все, задача добавлена в базу данных. Как это проверить? Обновляем страничку. Все, она из баз данных пришла, все на месте у нас базируется. И это невероятно круто, невероятно шикарно. Идем дальше. Дальше мы можем редактировать нашу задачу. Вот наша задача, можно прямо здесь ее редактировать, допустим, снять большой проект на YouTube. И через время он сам автосохранится, обновляемся опять же, все так же остается неизменным. Круто, наверное, да, очень круто. Как видите, дата автоматически подхватывается сегодняшняя, потому что мы в колонке сегодня создавали ее, да. Если мы перетащим в другую колонку, дата поменяется. Это тоже крутая тема, это автоматизация, та, которая обычно в каких-то больших приложениях ее продают за большие деньги. А потом приоритетность, можно же сюда выбрать, да, и выбрать приоритетность определенную. Вот, у меня небольшой баг, я его пофикшу, и это я в конце сделал там Z-Index, нужно будет его просто убрать. Мы это поправим внутри этого ролика, поэтому не парьтесь особо. Нажимаем Medium, давайте High, допустим, нажмем, вот High выбран, да, условно, это наша приоритетность. И можем удалить задачу. Давайте удалим нижнюю задачу, например, все, оп, быстренько ее удалили. И при том, самая прикольная тема, мы можем сейчас создать задачу, допустим, да, если мы передумали ее наполнять, как-то создавать, да, мы нажимаем удалить, она удаляется спокойно, да. И при этом запрос на сервак не отправляется, она просто произошла только на клиенте. Давайте попробуем поперетаскивать непосредственно drag and drop, то, ради чего мы здесь все собрались непосредственно. Такое реально никто не реализовал именно в формате списка. Нажимаем сюда, оп, можно перетаскивать, да, давайте перетачиваем, допустим, на завтра, проходит время некоторое, да, она перетаскивается, да, автоматически дата меняется на 31 число, то есть на завтрашний день. Давайте, допустим, перетащим на текущей неделе, на 4 февраля, да, то есть ровно через, ну, то есть до конца недели, скажем так. И на следующей неделе, это 6 февраля уже непосредственно. Круто, круто. Притом я также реализовал еще момент completed, да, если мы перетаскиваем в completed, она автоматически выполняется, эта задача, да, то есть вы за мной не видите, но там галочка ставится и она выполняется. Круто, блин, да, очень круто, очень круто и очень шикарно, я не знаю, лучше сделать нельзя было. Теперь мы из completed можно перенести, допустим, в today, да, и галочка обратно снимется. Круто, круто. И то же самое происходит, то есть не только когда мы перетаскиваем, а когда мы меняем дату, смотрите, во-первых, ставим галочку, автоматически перебрасывается вниз. Отменяем галочку, автоматически возвращается. Меняем дату, допустим, опять же, на завтрашнюю, оп, и автоматически переносится. Блин, насколько я крутую сделал автоматизацию. Ну, если согласен, ставьте реакции в комментариях, ребят, ну, это реально пушка, ну, согласитесь, ну, это реально очень круто выглядит. Допустим, меняем дату на следующую неделю, 6 число, поменяли, перенеслась на следующую неделю автоматически. Блин, ну, это фантастика какая-то, реально, это просто невероятная фантастика, ребят, по-другому у меня просто нету слов. Дальше у нас есть вид борда непосредственно, да, это вид, как сказать, колонок, да, если вам нравится такой вид, есть другой вид. Опять же, это популярная история, популярный функционал для любого таск-приложения, туду-приложения, нажимаем борт, вот наш борт непосредственно, наши колонки определенные. Здесь немножко в другом все виде нам показывается непосредственно, да, давайте мы, я вот уберу, пожалуй, сохраню и посмотрим еще раз в борт. Вот, видите, информация полностью обновляется. Что здесь можно сделать? Здесь, в принципе, функционал абсолютно тот же самый, просто в другом виде. Кто хочет пользоваться канбаном, пользуется вот таким канбаном, кто хочет пользоваться непосредственно листом, пользуется листом. При том, здесь работает скроллинг, абсолютно легально, абсолютно круто, горизонтальный скроллинг работает. Давайте перетащим, вот, берем за эту штучку и начинаем тянуть, допустим, на today. Перенесли, перенеслось, отлично, да, смотрим лист, также перенеслось. Вот, честно, честно, да, я раньше только канбаном пользовался, но после Асаны мне понравился вид листа непосредственно, да, и поэтому я сделал два вида здесь, чтобы у вас была возможность пользоваться и тем, и другим. Мне как бы и этот вид нравится, и это тоже мне нравится, вот. Ну, я, честно говоря, листом в последнее время больше пользуюсь, мне он как-то поприкольнее. И также можно добавлять задачу. Нажимаем, также добавляем здесь что-то там, допустим, купить сыр, допустим. Все, нажимаем click to select, выбираем там medium, все, выбрали. Вот, это наша приоритетность. Работает, удалить, удалили, все. Ну, то есть, это вообще настолько крутая тема, нажимаем сейчас выполнить, задача перенеслась в completed. Настолько это просто функционал небесный, я не знаю, это как мана небесная, ну, я не знаю, ну, я настолько счастлив, что этот проект вам презентую, у меня реально, ну, у меня вот реальные эмоции. Это, блин, ну, это пушка, это реально пушка, потому что в этот проект я вложил очень-очень много сил. Это реально крутой проект получился. Ребята, ну, короче, ставьте лайк, если понравилось, я больше не буду бросить лайки, просто, просто знайте, что это просто очень крутой проект, у меня нет слов, у меня просто нет слов. Так, идем дальше. Задачи мы разобрали непосредственно, да? Далее. Далее у нас есть Pomodoro. Pomodoro — это непосредственно наш таймер, который работает как Pomodoro таймер. Те, кто не знает, это режим фокусировки, когда вы там работаете какое-то количество времени, потом отдыхаете какое-то количество времени. Обычно Pomodoro 25 на 5, где-то 25 минут работы, 5 минут отдыхаете. Я этой модели не придерживаюсь, у меня модель немножко другая за мои года планирования и тайм-менеджмента, да, я сейчас использую модель 50 на 10, 50 минут работы, 10 минут отдыхаю, поэтому она здесь изначально интегрирована, да Но чуть вам про спойлер, ребят, у нас еще в настройках можно это редактировать Давайте сбросим наш таймер, сбрасываем ее полностью, вот так будет выглядеть у вас, когда вы загрузите ваше приложение Нажимаем создать сессию, сессия успешно создана, теперь у нас возможность начать нажать play, все, таймер пошел, все, он, собственно, идет у нас и работает непосредственно Если, как и допустим, у меня есть flow timer, который я пользуюсь на постоянке, да, если вы, как и в нем, хотите, допустим, пролистать круг, для чего это нужно? Для того, чтобы, допустим, я не знаю, ну, вы там отработали где-то в другом месте, забыли это отобразить на компьютере, к примеру Либо круг хотите закончить раньше, нажимаете стрелочку дальше, круг автоматически завершается, да, и переносится дальше на следующую непосредственно Вот, то есть, и у нас, видите, плавная анимация закрашивается каждый квадратик Так что это за квадратики? Квадратика обозначает количество кругов в день, которые вы будете отрабатывать То есть, у меня здесь 7 кругов, я обычно отрабатываю 7 кругов в день Опять же, это все настраивается в наших настройках Давайте сразу покажу вам, да, чтобы вы далеко не ходили Настройки открываем, и вот все наши настройки, да, то есть, это e-mail, это name, это пароль И вот наши настройки для нашего таймера То есть, мы вынесли отдельные настройки для каждого профиля Work interval, то есть, промежуток, сколько вы будете работать, сколько вы отдыхаете И количество интервала всего, максимум 10 я указал Вернемся обратно, помодоро Что мы еще здесь можем видеть? Стрелку назад, то есть, наоборот, откинуть назад Откидываем назад, как видите, да, работает Можно, допустим, нажать play, воспроизводится, да, и нажать можно pause Вот, как видите, здесь определенный баг существует Я думал с этим багом, в принципе, и показывать вам разработку, потому что он не особо значительный Но потом я сделал себе пометку, и когда мы будем сейчас делать по новому проекту Чистовик непосредственно, да, мы этот момент исправим В чем баг? Вы, наверное, умные могли заметить, да, точнее, внимательные Это баг того, что у нас записывается именно минута, а не секунда И если мы, допустим, нажмем play, и у нас идет там 47.59, я нажму паузу, да То у нас будет 47.00, потому что мы записываем только минуты, мы не записываем секунды Это была моя ошибка при разработке, поэтому, когда мы будем сейчас в этом ролике разработать проект Мы будем делать все в секундах, и такой ошибки не будет Ну, что просто у вас был более крутой проект Ну, есть и play, pause, собственно, да, есть Также работает play, pause Вот, можно полистать там, ну, и так далее Все прекрасно отрабатывают Вот такой непосредственно таймер получился Кажется, типа, очень легкий, простой и так далее Мы его сделали без единой библиотеки Но на самом деле таймер очень-очень крутой, очень шикарный Идем дальше Тайм-блокинг Тайм-блокинг, это тоже моя такая определенная любовь к управлению временем Это то, чего нет ни в одном приложении по планированию Это то, чего нет ни в одном календаре Это очень-очень крутая тема Она сейчас сделана не до конца, то есть в плане того, что Наверное, не максимум то, что могло бы быть Да, но у нас сделано базово то, что нужно, скажем так Что это такое? Это момент управления временем То есть не просто календарь, да, в котором вы должны каждый день Там что-то выстраивать, тратить время на эту историю А это место, где вы один раз планируете себе свой классический день И потом просто блоки двигаете и под себя подстраиваете Тем самым вы управляете своим временем Ну, к примеру, вот у меня здесь накинута небольшая планировка Это время утреннее, утренняя рутина определенная Это ланч 59 минут, это, то есть обед, допустим, да Тренировка 60 минут, работа 50 минут Вечернее время 120 минут, прокрастинация 60 минут И ужин 60 минут И тут мы видим, да, вот мы все распланировали Опять же, это только пример, это не мой день Это очень здесь базовый пример максимально И внизу видно, сколько часов нам остается для сна Такая приколюха определенная То есть у нас остается 17 часов Это явно много, то есть нам еще нужно распланировать И еще получается 9 часов, да, чтобы у нас 8 часов осталось для сна Давайте перейдем теперь к созданию и посмотрим, как это работает Вот создание у нас в правой колонке, допустим, добавим что-нибудь У меня нет breakfast, я добавлю breakfast Breakfast, он будет у меня идти, ну типа breakfast минут 40 у меня идет Цвет можно выбрать по дефолту lights grey Давайте выберем какой-нибудь orange, я думаю, что да И нажмем создать Вот, breakfast успешно создан Что дальше? Дальше мы можем редактировать Нажмем сюда, допустим, да, и можно редактировать В правой части он открывается Допустим, в 41 минуту поставлю Update Видите, автоматически здесь обновилось Что еще прикольное, вы можете их двигать между собой То есть, допустим, мы знаем, что у нас, я не знаю, там Перед ланчем будет воркаут Подвинули, автоматически все поменялось При этом меняют сразу и на сервере Мы обновляем страничку, ждем какое-то время Видишь, оно также обновилось То есть, ну, все идет максимально синхронизация с вашим сервером Вот так оно все перетаскивается, как видишь, да И в чем еще прикол, у вас высота колонки обозначается за счет вот этого времени непосредственно Да, то есть, определенный там идет множитель, который у нас установлен И это тоже круто, чтобы понимать, какая штука занимает больше вашего времени Вот такое управление временем Ну и последнее, это настройки, которые я вам уже показал в целом Да, то есть, это e-mail, name, password, workinterval, breakinterval, interval, count Это количество всего кругов Вот такое приложение у нас получилось непосредственно, ребята Уже сейчас можете поставить лайк, если оно реально крутое и полезное Скачать исходники, если вы готовы, да Напомню, что исходники можно скачать бесплатно только по ссылок Мы в телеге наберем 6200 подписчиков Остаться там немного совсем в описании ссылочка будет лежать А те, у кого есть премиальная подписка, вы уже можете его скачать без проблем И у вас будут еще крутые всякие моменты для практики в этом же архиве Только у тех, у кого премия подписка Так что все, ребят, можно переходить непосредственно к разработке Мы начнем непосредственно с того, что разберем, наверное, базу данных А потом перейдем к разработке бэкэнда Итак, ребят, давайте теперь разберем нашу диаграмму базы данных Такое никогда не делал в наших роликах, но многие просили добавить немножко теоретической части И понимание, как устроена баз данных в целом Давайте разберем Смотрите, значит, у нас будет с вами всего 5 таблиц Которые будем мы использовать постоянно Основная таблица, на которой все будет базироваться, таблица самого юзера Самого пользователя В этой таблице мы соберем всю информацию о юзере Это его ID-шник, дата создания обновления Это будет email, имя, пароль И вот эти вот настройки для нашего таймера Что, давайте я сразу буду говорить, моменты по улучшению для продакшна Если вы, допустим, делать похожий проект на продакшн Что можно еще улучшить и сделать сильнее? Точно можно сделать сильнее Это вынести вот эти штуки в еще одну таблицу Назвать ее, допустим, user Pomodoro Settings условно Или что-то в этом формате И туда вынести именно настройки Pomodoro Timer Чтобы они здесь не мешали Потом также, если у вас много полей в профайле непосредственно Вынести еще отдельно профайл, таблицу и связать ее с этим юзером То есть вот такие моменты по улучшению Далее, сами задачи наши, да, они имеют в себе очень мало полей Я делал все максимально минималистично, без всего лишнего И вы на спросите, Макс, а как ты так вообще переносишь по колонкам в демке При этом у тебя нету колонок в базе данных Все очень просто, все базируется на одном значении На значении поля дата создания, created add То есть на основе его мы производим группировку и фильтрацию наших данных Это очень круто, на самом деле выглядит шикарно Дальше у него есть название задачи, выполнено, не выполнено User ID, кстати, непонятно, почему здесь в таком формате написано Хотя мы это меняли, видимо, забыл как-то поменять Да, я обычно меняю KMLC на вот такой формат для базы данных Тут, видимо, забыл это сделать Ну, сейчас на чистовике, возможно, поменяю User ID для связи, да, непосредственно И приоритетная задача Это у нас, приоритетность идет непосредственно, как видишь Это у нас идет непосредственно ENAM определенный, да, в котором есть определенные типы Дальше что у нас есть? Дальше есть таймблокинг, давайте его разберем Как видите, он у нас идет по связи с нашим юзером непосредственно, да, связан Что с таймблоком? У него есть все обычные поля, как у всех, да, при этом есть название временного блока Есть цвет временного блока Есть, опять же, связь с юзером Длительность этого блока в минутах И ордер, то есть как раз-таки его порядок Вот тут мы будем использовать с вами транзакции для того, чтобы нам обновить все наши таймблоки То есть когда мы делаем сортировку, чтобы у нас ордеринг у всех менялся И мы будем использовать транзакции на бэкэнде Дальше, Pomodoro Session, да, Pomodoro Session непосредственно Это у нас штука, которая хранит себе все наши сессии Одна сессия – это один день, важно понимать, да, то есть у нас сессия привязана к конкретному дню То есть сегодня одна сессия, завтра другая сессия и так дальше У нас сессия в себе хранит это выполнено-невыполнено и юзер-айди непосредственно, да Но с самой сессией связаны раунды, то есть круги конкретные То есть внутри одной сессии может быть много кругов И вот краски, вот наши Pomodoro Rounds, у них есть непосредственно Это количество минут всего, для чего я это записываю Тут минуты, мы потом с вами на чистовике сделаем в секундах, как я говорил в демке Чтобы исправить баг определенный Для чего это нужно? Для того, чтобы мы, когда ставили на паузу Чтобы мы фиксировали текущие показания определенные, да Либо когда мы не только на паузу стали, когда мы еще записывали каждый там 5 минут Минут условно, это вы уже в своем проекте по-разному будете делать Пару минут вашего времени, ребят, хотел бы рассказать про нашу потрясающую образовательную платформу Это проект, который я написал, будучи студентом Это мое детище, за которое я топлю и за которое я буду продолжать топить дальше Давайте разберем самый базовый тариф, который стоит 3290 рублей И что вы за него получаете? Вы получаете 7 интенсивов разного уровня От начинающего до продвинутого Давайте разберем, наверное, самый такой важный интенсив Самую такую важную базу, которую рекомендую пройти абсолютно каждому Будь то новичок, продвинутый, неважно абсолютно Это JavaScript для всех Это интенсив, в котором мы разработаем банковское приложение Со всеми фишками того самого банковского веб-приложения При этом это идеальная база JavaScript Без единой библиотеки вы реально будете практиковаться только на JavaScript Мне кажется, это важно абсолютно каждому Неважно, в каком фреймворке вы пишете Кроме этого, в других интенсивах мы разработали разные абсолютно приложения От приложения для тренировок до приложения онлайн-кантеатра Огромного веб-приложения Плюс мы еще мобильное приложение делали на React Native Ну, то есть там огромное количество других крутых проектов Также на платформе есть VIP-чат, где вы сможете получить поддержку Там крутой, вдохновляющий комьюнити Курс в интернет-магазин с нуля И более 80 репозиториев готовых проектов И огромное количество эксклюзивного материала И в более дорогих тарифах, ребят, также и закрытый клуб 5 утра Где мы с ребятами делимся каждое утро скриншотами нашего подъема Стоим рано утром, кайфуем и так далее Вам помогает вырвать привычку, а мне помогает поддерживать вашу мотивацию, скажем так То есть я уже 4 года стою в 5 утра, пусть для меня это обычная бытовуха Важно понять, ребят, что сейчас действует скидка 15% В связи с падением курса доллара То есть мы цены смогли откатить назад И скоро, ребят, также выйдет платформа DarkSide Новая наша версия образовательной платформы DarkSide И это будет просто нечто перевернение Вот реально все, но мне нужно больше времени, ребят Вот просто дайте мне больше времени И я реально разнесу эти сферы, ребят Ну это потому что это настолько годный продукт будет Что вы просто офигеете Но все, кто успеет купить сейчас тариф навсегда, ребят У них также будет оставаться доступ А те, кто не успел купить, его не будет Потому что тариф навсегда мы убираем из нашего списка тарифов, да В новой версии платформы его не будет Потому что он не выгоден для бизнеса Поэтому, если вы вдруг планировали купить тариф навсегда, покупайте сейчас за самое выгодное время, иначе потом у вас просто такой возможности не будет, будете платить помесячно, по 3 месяца и так далее. Переходите ряд по ссылке в описании, ознакомливайтесь, покупайте подписку, кайфуйте, наслаждайтесь, начинайте программировать, становиться лучше. И кроме получения крутых знаний, вы также поддержите нашу команду в нашем росте и развитии, это тоже будет очень и очень приятно. Не упускайте возможность стать крутым разработчиком и сделать свою лучшую инвестицию в этом году. То есть, чтобы у нас каждый раз было новое время записано, да, и чтобы при обновлении страницы мы знали, на чем мы остановились. И это мы записываем, текущее значение. Также выполнен круг, либо не выполнен круг, и дальше связь нашей сессии. Вот такая история. То есть, еще раз, сессия может содержать в себе много раундов, много кругов. То же самое, юзер в себе может содержать много сессий, много задач и много временных блоков. Вот такая простецкая, да, схема базы данных, но мне кажется, очень интересная и крутая практика для любого разработчика, если вам интересен бэкэнд, условно. Мне кажется, это прям максимально круто и красиво смотрится. Вот, а если выделить все, можно посмотреть все наши связи, как они ходят, откуда, куда все идет. Мне кажется, для наглядности прям самое то, самое идеальное, идеальный вид для наглядности. Вот такая теограмма у нас получилась. Давайте, ребят, сразу разберем шрифт, тему иконки, чтобы вы потом не спрашивали, да. Иконки я сегодня использовать буду Katpuchin Perfect Monokai. Шрифт я сегодня буду использовать классический JetBrains Mono. И тему, всеми вам любимых в наших эфирах, это AfterDark тема называется. Ну вот и все, ребят, пришло время переходить к разработке нашего проекта. Давайте поставим, начнем с бэкэнда непосредственно, да, откроем наш терминал замечательно. Ролик по настройке терминала был на канале, ребят, ссылочку я оставлю, поэтому чекайте обязательно. И также есть настройка Visual Studio Code и настройка WebStorm. То есть свой инструментарий вы легко можете настроить. Так, мы переходим в папку Projects и затем в папку New Era. Отлично. Здесь мы создаем проект, пишем Nest. Давайте сначала папку создаем, да. Почему мы будем использовать Nest.js, да, для бэкэнда? Напомню, мы будем использовать, ну, классический стэк, который я использую в всех проектах в последнее время. Это Nest.js, это Prisma, это PostgreSQL и всякие интересные штучки типа Argon для паролей, там GVT для авторизации и так далее. Почему именно Nest, да, потому что я других альтернатив не вижу. То есть Nest – это самый быстрый вариант, самый быстрый и самый качественный вариант написать нам что-то готовое в виде бэкэнда. Да, самый быстрый вариант, потому что если же мы будем то же самое делать на других фреймворках, да, это займет гораздо больше времени и будет менее качественно. Поэтому Nest, на мой взгляд, это монополист и лучше, наверное, ничего нету в сфере JavaScript. Возможно, в будущем перейдем на бэкэнд на других языках, попробуем в рамках разнообразия, но это не точно. Конечно, опять же, на телегу подписывайтесь, там будет анонс, у нас скоро стрим планируется или уже вышел, я не знаю, когда вы смотрите данный ролик. Стрим по голенгу планируется, где мы его будем вместе с вами щупать, смотреть, что это такое вообще. Ну, короче, очень много крутых рубрик будет, все анонсы в телеге, ребят. Значит, создадим сейчас папку. Для чего папка? Потому что я хочу, чтобы в одной папке, которую вы в итоге скачаете, да, в нашей телеге, у вас, чтобы был там и фронт, и бэк, чтобы они были по отдельности. Поэтому пишем mkdir, создаем папочку. Папка у нас будет называться, так, ну, redplaner, напишем record, что это для записи именно, да, потому что у меня, чтобы не было дублирования. И создаем, отлично. Теперь в эту папку заходим, redplaner, вот, отлично, зашли. Теперь чистим терминал и здесь вводим команду непосредственно, да, вводим команду nest, nest new и название проекта. Название проекта у нас, опять же, redplaner backend. Да, видите, команды nest нет. Давайте ее поставим. npm install global nest. Можно, в принципе, npm использовать, если для глобальной установки тоже, по идее, будет работать. nest. Давайте для эксперимента я попробую pnpm, я просто на него пересел временно, addd-g global, да, и попробуем установить nest. Да, ну, у него, видишь, у меня он не подключен пока что и к глобальной директории. Я, ребят, люблю экспериментировать, даже в роликах, когда записываю, поэтому почему бы, собственно, и нет. Так, он добавил автоматически новый line, давайте мы теперь запустим. Все, должно работать. Теперь еще раз попробуем ту же самую команду, pnpm addd-g nest, и все. У нас nest поставился, давайте напишем nestv, и, к сожалению, он все равно не работает, да, у нас nestv. Да, nest все равно не работает. А если мы попробуем поставить через npm, как я вам говорил в начале, да, npm install global nest, пишем теперь nestv, тоже не работает. Сейчас, ребят, разберусь и вернусь, почему не работает. Ребят, я, походу, сам виноват, я сам виноват, я неправильно поставил nest. Nest ставится не через nest, а nest.sl.i, вот так он ставится. Просто, чтобы вы знали на будущее. Команда, да, мы nest выполняем команду, когда создаем пакеты какие-то, когда создаем контроллеры, классы и так далее, и генерируем сам проект, но при этом важно понимать, что сама главальная библиотечка ставится через nest.sl.i. Я что-то, вы, наверное, уже внимательно замедли эту историю всю. Значит, пишем, еще раз, pnpm, у меня pnpm сокращен с помощью alias, поэтому я пишу просто p. Вы вообще пишите pnpm, либо npm, если вы используете npm, либо yarn, если вы yarn, условно. У меня это команда p, и, собственно, мы дальше пишем dd, минус g global, да, и ставим nest.sl.i именно глобально. Так, все поставилось, еще раз пробуем. Вот, теперь успешно работает, как видишь, да. То есть проблема была лишь в том, что мы непосредственно глобально не поставили nest.sl.i. Вот, опять же, я не буду это вырезать из ролика, честно вам скажу, но потому что, ну, каждый из вас может столкнуться с такой проблемой. То есть почему он должен на основании там хейтеров, которые там могут писать о том, что что-то не знаю и так далее, да, это вырезать, потому что это реально... Я мог бы это скрыть за кадром, да, условно, то есть, ну, что, мог бы заранее подготовиться, условно. Но такое у каждого бывает, поэтому если у вас будет такая ситуация, вы будете теперь знать. Так что все, теперь nest стоит глобально, nest.vim, можете спокойно использовать. Опять же, вы можете глобально nest не ставить, в принципе, как и любую библиотечку, которая через npx запускается. Можно писать просто npx, nest и так далее, либо pnpx, вот, если вы pnpm используете. Все так же будет работать прекрасно. Скоро, если version не откроет, потому что это команда не для этого, но тем не менее. Собственно, это понятно, я думаю. Сам проект давайте поставим заново. Пишем теперь команду, ребят, nest, nest new, и пишем redplaner backend. Погнали. Все, теперь у нас спрашивают, что будете использовать. Мы генерируем наш проект, наш backend. Значит, вы под свой вкус цвет выбираете, собственно, npm, ярливо, pnpm. Это пакетные менеджеры. Я думаю, если вы смотрите видео данного уровня, скажем так, да, то вы, скорее всего, уже как минимум junior разработчик, да, если меньше, то пока смотреть вам не получится данный ролик, потому что он слишком высокого уровня. Ну, хотя вы можете попробовать, в принципе. npm, ярливо, pnpm. Я выбираю непосредственно pnpm, да, потому что пока что время на него пересел. Собственно, вы там уже на свой вкус и цвет выбираете. Вот, если говорить вкратце, пересел на pnpm, потому что просто он быстрее, чем npm и я. Вот и все. То есть он просто работает быстрее, и быстрее ставят пакеты, и у него немножко другой момент по функциональности. Теперь откроем это все дело в нашем вискоде, пишем код команду, и redplaner backend. Запускаем. Все, команда готова. Вот наш замечательный проектик открыт. Вот наша структура определенная, с которой мы тоже с вами пощупаем, разберем. Ну и, собственно, вот у нас есть наш терминальчик непосредственно. Так, что я хотел бы сделать? Я хотел бы удалить git. Мы git, потом, если я в будущем этот проект буду деплоить, я git себе сам поставлю. Но в рамках ролика он меня будет только отвлекать и будет не мешать со своей подсветкой. Сейчас он через время выключится, поэтому git мы убираем сразу же. Кроме этого, давайте поставим сразу базовые пакеты, которые мы будем использовать, чтобы мы с вами туда не возвращались больше. Значит, пишем команду pnpm, addd. Ну, опять же, давайте, последний раз я отговорю. Заменяйте pnpm на npm, если вы используете npm, и на yarn, если вы используете yarn. Вот и все. Просто на это больше не отвлекаться. pnpm, nest.js, gvt поставили. Дальше. Дальше нам понадобится паспорт. JS обязательно тоже ставим, nest.js, паспорт. Далее нам понадобится призма-клайн. Ну, призма-клайн мы поставим чуть попозже. Дальше argon2. Это для того, чтобы мы могли шифровать с вами пароли. Далее у нас класс-трансформер, класс-валидатор. Это классическая история для валидации и для трансформации классов. Для чего это используется? Для DTO-шек. DTO-шка – это data transfer object. Это объект, класс, который мы описываем при передаче данных на сервер. На сервер, допустим, мы отправим данные, там, не знаю, на вход в систему, на регистрацию, на редактирование полей в настройках и так далее. Отправляем с вами запрос определенный и дальше наш сервер сам его проверит, сам его валидирует и так далее. Поэтому это очень важно, чтобы у нас валидировались данные входящие. Потом cookie parser тоже поставим, потому что мы будем делать усложненную авторизацию. Нам понадобится парсить cookie. Это очень важная история. Кстати, ребята, я думаю, к этому ролику, скорее всего, через пару дней я, наверное, открою продажи мастер-классов по авторизации, потому что вы просили открыть их заново, ну, чтобы вы более детально изучили авторизацию. Это такой крутой продукт, он недорого стоит. Я в телеге об этом анонс сделал отдельно. Вот это не реклама, это просто кто спрашивал. Потом нам потребуется библиотечка для работы с датами, именно date.fns. Почему именно она, а не date.js? Потому что у нее больше функциональности. Там есть определенная функциональность, которая нам нужна будет для работы с датами, которая нет непосредственно в date.js, поэтому ставим date.fns. Ну и дальше все остальное то же самое. Паспорт, паспорт.jvt, паспорт.jvt. И кроме этого, в принципе, наверное, и все, да, из такого. Из такого, наверное, все. Нажимаем enter и ставим все пакеты. Вот посмотрим, насколько они быстро сейчас поставятся. Они у меня абсолютно свежие там в компьютере. Ну, все равно. То есть, ну, видишь, летают. Максимально все быстро работает. Поставилось невероятно быстро. Если вы в ту же самую команду делаете через npm, у вас будет гораздо медленнее все. Так, пакетики мы с вами поставили. Отлично. Я сразу тесты, наверное, ну, я не знаю, чтобы они не отвлекали, можно их убрать, можно оставить. Это особо разницы никуда не имеет. Так, давайте, допустим, проверим, что вообще работа не работает. Значит, я пишу... Так, пишем pnpm rundev, rundev, да? Точнее, не def, он start, startdev. Все, запускаем наш проект. Pnpm startdev запускается. Как видишь, у нас занят уже порт 3000. А поэтому мы его сейчас поменяем. У нас порт данный уже занят. Давайте мы его поменяем. Я не знаю, у меня куда-то порт пропал, вот этот 3000, потому что раньше он был доступен. Ну, окей. Так, для бэкэнда какой будем использовать? Там некоторые могут быть заняты. Давайте 4200 классически. Сохраним его, обновимся, попробуем запустить. Да, все, он работает. То есть, ну, для ангуляра обычно используются такой порт, мы его используем для бэкэнда нашего. У нас точки запяты в конце остались, спритер не работает. Пока что адекват, давайте его, кстати, поднастроим немножечко. Вот, у нас будет railing common on, tab-vis 2, use tabs true, semi-fold, single quotes, j-single quotes и так далее. Но это, кстати, можно не ставить для бэкэнда, это необязательно. И arrow parents. Я какие-то еще, по-моему, настройки одну ставил, я не помню. Вот, по-моему, вот эту штуку я ставил, но, опять же, для бэкэнда это не надо, не надо. Все, сохраняемся. Это настройки нашей форматирования, чтобы у нас файлик при сохранении, вот, видишь, сохраняем, он автоматически форматируется. Да, сейчас выводят ошибку у нас, потому что у нас непосредственно есть линт. Видишь, ошибка по есть линту, он говорит, что не подходит, поэтому мы идем в есть линт, и его тоже под себя поднастроим немножечко. Все, что мы сделаем, это полностью выключим все наши правила. То есть, у нас оставляем, которые уже есть правила, да, и выключаем некоторые свои правила. Вот, то есть, я сказал, чтобы он на притер вообще не ругался, и на консоль он тоже, чтобы не ругался. Сохраняем, все, теперь ругаться не будет, потому что я привык код писать именно в таком формате, мне так нравится, мне так удобно. Бэкэнд запущен, давайте мы сразу же с вами поставим инсомни. Смотрите, значит, в этом проекте я решил все-таки красиво паковать бэкэнд, чтобы у вас было все прям под ключи, вы могли просмотреть, как вообще выглядит сам бэкэнд. То есть, могли все запросы потыкать, посмотреть, и нам так будет лучше, когда у нас бэкэнд будет полностью оттестирован. Поэтому для запросов будем использовать программу инсомни, вот, не нужно писать в комментах о том, что в исходе есть, типа, встроенное расширение для запросов, это не то, это неудобно, это, ну, это шляпа, честно вам признаюсь. Я предпочитаю использовать отдельные программы. Я недавно на днях поставил себе Postman попробовать, есть вот инсомни, есть Postman, есть другие инструменты, но вот основной Postman и инсомни, и мне Postman вообще не понравился. То есть, он какой-то стал очень коммерческий, там, требуют регистрации какие-то, инсомни тоже требуют регистрации, но гораздо лучше, гораздо лучше. Поэтому я буду в инсомни свое любимое писать, так что открываем инсомни. Так, вот наша история, открыли его быстренько инсомни, я думаю, что чуть-чуть можно подуменьшить вот так вот, да, и, наверное, я бы темку поменял, чтобы она подходила под нашу тему, что-нибудь более такое, более темное, более темное, хотелось бы какую-нибудь тему поставить. Давай Lego, так, Simple Dark, вот, Simple Dark будет идеально подходить. И можно сделать первый наш запрос, давайте Personal Workspace, New Collection создадим, коллекция будет называться у нас непосредственно Red Planner, Red Planner, создаем коллекцию, вот, коллекция создалась, отлично, и внутри коллекции мы будем с вами работать. Новый запрос можно сделать, тут можно папки создавать, можно папочки создать, в принципе, допустим, под авторизацию будет отдельная папка, там, папка вот отдельная, ну, мы потом с ними еще поработаем, пока не будем сюда идти. И давайте новую создадим запрос. Честно признаюсь, в новой версии Insomni я еще не работал, она сильно, они ее обновили, но, тем не менее, смысл, думаю, один тот же остался. Значит, смотрите, давайте запрос напишем, базовый, HTTP, то есть, понимаете, да, программа для того, чтобы мы могли делать запросы и их тестировать, не переходя во фронт-часть, чтобы мы back могли оттестировать нормально. Пишем localhost, 4200, и у нас, по-моему, вот так уже что-то должно открыться, да, вот, Hello World открывается успешно, то есть наш backend запущен, и он работает. Что дальше? Дальше, чтобы мы каждый раз не писали с вами вот тут вот наш адрес, да, я его вынесу в отдельную перемену, нажмем настройки и вынесу в отдельную перемену. Называется нам будет URL, и здесь мы его вставим, собственно, вот, это наш URL будет. Закроем, протестируем, URL, вот, отправляем еще раз запрос, все, так же работает, вот, ну, теперь мы вывели в отдельную перемену URL, которую можем переиспользовать. Так, все, запрос пока что пусть висит здесь, мы потом с ним еще отдельно поработаем. Я предлагаю вынести его, наверное, на второй экран, а может быть даже и на третий экран. Так, ну, пока мы работаем, в принципе, с backend, но не нужен сейчас будет этот, да, на второй экран пока что вынесу его. Так, ребят, ну, я предлагаю с вами далеко не ходить, мы с вами рассмотрели буквально, там, пару минут назад схему призмы, точнее, не схему призмы, а таблички рассмотрели в базе данных, диаграмму, и вы понимаете плюс-минус, какие нам нужны создать таблицы. Давайте, собственно, этим-то и займемся, создадим с вами таблицы, которые мы будем использовать нашего backend. Ну, для начала я инициализирую нашу призму. Значит, я открою еще один терминал себе и напишу, собственно, не помню, призма глобально стоит или нет, давай проверим эту историю, призма version, призму у меня нету, давайте ее, может, тоже поставим глобально, наверное, pnpm, значит, пишем, addd-g и призму. Призму поставили, так, еще раз проверяем. Так, призма вроде бы работает, вроде бы работает, пишем призма init и инициализируем нашу призму непосредственно. Отлично, мы ее инициализировали, вот тут дальше мы видим инструкцию, ну, это классическая инструкция любой призмы, когда вы ее инициализируете, тут все можно прочитать. Значит, database URL прописать в env файлике, потом назначить правильные провайдеры, то есть базу данных, которые вы будете использовать, postgres, mysql, sqlite, sqlserver, mongodb, cocroach, db и так далее. Запустить db-pool, да, для того, чтобы перевести ваш database схему в призма схему, и призма generate запустить, да, для генерации. Собственно, давайте перейдем с вами в сам файлик, схема призма, где он находится, у нас вот тут схема призма. Окей, здесь мы, я настрою некоторые настройки под себя еще, в том числе тоже я вам покажу одну настройку интересную, потому что я использую pnpm, да, то есть и призма с pnpm работают немножко иначе, объясню дальше почему. Ну, давайте опишем нашу, собственно, схему. Значит, во-первых, смотрите, у нас postgres указано здесь, да, и database URL тоже указан, но здесь мы его не прописали, поэтому копируем, идем сюда и ставим. Вот, у нас уже, кстати, она автоматически добавила, но этого нам мало, этого нам мало, поэтому давайте добавим свой адрес. Значит, смотрите, какой будет здесь адрес, адрес будет локальной вашей базы данных, как ее поставить, если вы вдруг когда-то не использовали postgres, переходите на официальный сайт, ставите pg-admin, допустим, да, либо второй вариант, как я это делал, ставить через brew, ну, через brew нужно уметь работать, можете через brew поставить, можно на венде, наверное, какой-то установщик есть и так далее. Ставьте себе просто postgres, дальше у вас, кстати, скорее всего, будет классический порт 5.4.3.2, localhost, и здесь уже дальше ваши данные, ваша база данных непосредственно, да. То есть, условно, вот так сделаем, postgres.ql, у меня логин, то есть это, ну, короче, да, это логин postgres, пароль у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, это то, что вы придумаете сами. Тут, смотрите, важно, да, вы когда через brew, допустим, генерируете себе postgres, у вас, по-моему, будет без пароля, либо пароль какой-то будет дефолтный. Вы потом его меняете, да, и логинс тоже можете поменять, так что будьте внимательны. И тут это оставляем неизменным, а через слэш мы указываем название вашей базы данных. У нас тут будет redplaner, но опять же redplaner я укажу. Так, а я вот думал, где redplaner, redplaner, накатить чистую, либо не чистую. Ладно, давай чистую прямо накатить, поэтому я поставлю тире и укажу здесь рекорд, да, именно под запись. Вот, и дальше схема паблика указываем. Сохраняем. Тут дальше по-хорошему перейти в pg-admin, да, и в нем непосредственно создать эту базу данных, потому что иначе она может не создаться, точнее, высока вероятность того, что она не будет создаваться. Вам нужно вручную создать. Переходим в pg-admin, здесь добавляем сервер, запускаем, и дальше мы идем непосредственно создаем базу данных. Правая кнопочка Create Database. Указывает database redplaner record и, в принципе, сейвим. Все, база данных создана успешно. Закрываем. Тут сохраняем. Давайте пока находимся иные файлики, я еще одну пропишу переменную, которая нам понадобится в будущем, чтобы сюда потом не возвращаться. Это JVT secret. Просто пока вы пропишите любую, абсолютно любую, что угодно, а потом мы к ней обязательно вернемся. Кстати, можно вот так тоже сделать. Сохраняем. Отлично. Так, это мы можем с вами успешно закрывать. Нам этот ключ потом понадобится. Вы можете указать любой ключ, не обязательно копировать мой, что угодно указывать. Пусть он просто будет чуть посложнее, ведь неважно, абсолютно. Он вам будет нужен для генерации вашего токена, для авторизации. Это чуть дальше разберем. Окей. Возвращаемся к схеме. Вот вернулись, да. Мы Postgres настроили, URL настроили. Вот здесь. Здесь я пропишу уникальную настройку, которую вам не обязательно прописывать. Смотрите, если вы используете NPM, пакетный менеджер, NPM, либо YARN, либо YARN, прописывать то, что я сейчас буду прописывать, вам не нужно, потому что у вас все работает по классике. У вас в NodeModules будет призма создавать в призма-клайнте свои там, свою типизацию делать, свои интерфейсы, типы и так далее, и инамчики, и все это будет работать прекрасно. За то, что мы используем PNPM, она немножко по-другому работает. У нее немножко другая структура. И за счет этого, вот видишь, у меня есть папка, да, .pnpm, вот. И оно будет немножко не там создаваться, и из-за этого у вас не будут подхватываться типы. Это проблема. Поэтому для PNPM мы генерируем призму не в NodeModules, как по умолчанию это происходит, а в своей папке призма. Для этого мы указываем следующую настройку. Output, то есть вывод, вывод, да, вывод происходить будет в папочку призма, вот отсюда будем идти, да, generated slash client, вот. Прямо здесь оно будет генерироваться. Вот, эта настройка чисто для PNPM, а если вы используете там NPM, либо YARN, вам эту настройку писать не нужно. Но, опять же, с ней ничего плохого не произойдет, просто у вас перенесется, будет здесь генерация происходить. Ну, просто имейте это в виду. Вот и все, можно переходить к созданию первой нашей модельки. Модель юзера, то есть модель нашего пользователя в системе. У пользователя будут базовые поля максимально. Это у него будет ID-шник, непосредственно string, потом ID, там default и так далее, да. Вот, это первое, это будет ID-шник у него. То, что я сейчас напишу, третье сущность, третье поле, они на самом деле по-хорошему бы, если бы призма позволяла, она почему-то уже долгое время так не хотят, ну, не хотят они это реализовать, я бы это вынес в какую-то определенную частицу, и потом бы я везде просто инклудил. Но такой возможности нет, да, и нам приходится это копировать и вставлять. Сейчас объясню, про что я говорю. У нас есть три базовые поля, которые используются абсолютно для каждой модели, и они очень важны, они очень удобны. Это ID-шник, то, что мы написали уже. И это еще дата создания, дата создания, дата обновления. Вот, они тоже автоматически будут прописываться с помощью здесь команды now, здесь команда updated add, вот, в формате date time. То есть, когда создался, когда обновился непосредственно, вот. И по-хорошему эти три сущности вынесите просто куда-то отдельно и везде их вставлять. Но здесь такого возможности нет в призме, поэтому придется их копировать и вставлять вручную. Это не так уже удобно. Здесь через map я специально делал переименовую, потому что в базе данных более правильное, есть правильное правило, да, написание переменных, написание полей. И лучше писать не в формате кейма-кейса, а в формате snake-кейс, когда вы ее делаете через нижнее подчеркивание. Поэтому я с помощью map переназначаю. То есть, у меня в самом JavaScript, в самом приложении будет вот так называться, а в самом базе данных будет вот так называться. Это просто визуальный момент больше, да, особо ничего не нужно. Дальше важные поля — это e-mail, name и пароль. E-mail должен быть уникальным, name не уникальный, и плюс string, вы поняли, да, string — это строкан. И плюс name, он еще не обязательно. Я ставлю вопросик, обозначаю, что он не обязательное поле, является необязательным полем. И пароль, он, конечно же, обязательный. Далее, как я и говорил, что вы по-хорошему можете это вынести в отдельную модель, если у вас проект более масштабируемый, если у вас больше настроек будет. Но так у нас мало настройок, у нас всего три настройки дополнительные. Я их пропишу прямо здесь. Это настройки нашего таймера непосредственно. Это непосредственно work-интервал, сколько у нас идет сам круг, рабочий круг, да, в нашем Pomodoro таймере. Потом break-интервал, сколько у нас перерыв идет, 10 минут, да. И потом intervals count непосредственно, это сколько всего кругов в нашем таймере присутствует. Вот такие три штучки. Они абсолютно необязательные, у них есть дефолтные значения, 50, 10, 7. Вы тут уже на свой вкус цвет можете также это все указать. Идем к другой модели. Следующая модель, это модель задач непосредственно. Но перед этим я сначала переменую, то есть у нас юзер идет с большой буквы, да, я предпочитаю так писать. Но при этом в базе данных пусть он будет с маленькой. Опять же, мне так тоже больше нравится. То есть здесь map тот же самый, что здесь map, да, просто он пишет через двойную собачку. Следующая модель. Следующая модель, это task. Модель task. Мы ее открываем быстренько. И в модели task мы с вами описываем те же самые поля абсолютно, вот эти мы их копируем отсюда. Ничего здесь не поменяется, да, мы их везде будем копировать в каждой сущности. И кроме этого добавим некоторые определенные поля. Значит, смотрите, во-первых, мы добавляем поле имени, выполнено, не выполнено, и также поле приоритетности задач. Она может быть medium, может быть low, может быть high и так далее. То есть средняя, слабая и там сильная приоритетность. Значит, имя у нас будет строка. Приоритетность у нас будет enum определенным, который мы сейчас создадим ниже, пишем внизу enum, priority, да. И тут просто описываем, какие у нас будут приоритетности. У нас будет их три, да, хотел сказать четыре, но их будет три. Low, medium, medium и high. Вот, то есть низкая приоритетность, средняя и высокая приоритетность. Вот, это enum, то есть он автоматически потом призма нам ее переконвертирует в типизацию в нашем TypeScript коде. Это очень удобно. И вот это поле isCompleted. Помните, я вам говорил, когда вначале демку показывал, что мы забыли это переименовать. Давайте пишем map и переименуем isCompleted. Вот так. Хорошо. Чтобы в базе данных он был именно через нижнее подчеркивание. Это имя, приоритетность задачи и выполнение невыполнено. Кроме этого, нам осталось кое-что еще важное сделать. Нам нужно, давайте, во-первых, мы тоже map здесь делаем, да, напишем здесь task, переименуем, да. А во-вторых, во-вторых, нам нужно ее связать как-то с юзером. То есть мы же не можем просто иметь задачи, потому что задача должна привязана быть к конкретному пользователю, чтобы если у нас один юзер зашел в кабинет, он видел только свои задачи, чтобы он не видел все задачи этого проекта. Поэтому делаем связь определенную. Связь сделать следующим образом. Пишем юзер, связываем его с юзером непосредственно. Так, а нам не подскажет, кстати говоря, призма нам ничего не сгенерирует, да? Ну и жалко, ну и жалко. Пишем дальше relation, то есть связь. На основе какого поля будет связь? На основе поля userid, который мы должны здесь прописать обязательно. Userid, string, и тут через map мы пишем userid. Вот, здесь мы пишем string, да, будьте внимательны. Если у вас id-шник является строкой, как у меня, то здесь пишите string. Если id-шник является числом, то здесь пишем тогда число. Вот, это абсолютно связанные две вещи. Fields userid, и через запятую указываем reference. А reference будет у нас непосредственно id-шник. Что такое reference? Reference это вот здесь, да, к чему будем привязывать. То есть вот этот userid, чему будет равен здесь. Вот он, id-шник непосредственно. Сохраняемся. И он автоматически допишет нам здесь определенное поле. Чтобы так происходило, вам нужно поставить extension призма именно. Вот она призма. Не забудьте себе поставить, иначе работы не будет. С этим мы закончили. Это, видишь, теперь у нас юзер имеет много задач. Круто? Наверное, да. Наверное, круто. Но здесь я, конечно, переименую. То есть я не хочу, чтобы у меня task будет более правильно писать tasks. Окей. Теперь осталось еще две модельки нам сделать. Даже, может, три, наверное, да. Это модель еще time-блокинга. То есть временных блоков time-блок. Здесь мы по классике вставляем вот эту всю историю, которую мы уже здесь сделали. Вставляем. Отлично. И кроме этого, в time-блоке у нас будут поля имя, название нашего блока времени. У нас будет поле цвет определенный, да. И будет поле длительность до time-блока. И также поле order. Order – это поле непосредственно порядка нашего блока по отношению к другим блокам времены. Чтобы мы могли их двигать. Помните, у нас драк-н-дроп эффект происходит. По умолчанию будет дефолт один order. Отлично. Теперь. Теперь мы копируем все отсюда и вставляем здесь. Все то же самое абсолютно. Только здесь мы пишем вместо этого, пишем time-блок. Вот так. Сохраняемся. Здесь, опять же, поле называем переименовать. Да, time-блокс. Вот. Чтоб нам это никак не мешало. Отлично. И теперь к помодору таймеру переходим. Помодору. Помодору сэшн сначала. Сэссия сама помодора, да. Мы, опять же, копируем отсюда все поля. Даже можно прям целиком скопировать, я думаю. Вставить здесь. Это мы удаляем. Это мы оставляем. И здесь мы, собственно, пишем помодору сэшн. Отлично. И тут будет пока что лишь одно поле. Это поле из комплит. Я вот сюда заберу. Опускаемся здесь и вставляю здесь. Сохраняемся. Отлично. Здесь не забываем сэссии привязать. Значит, помодору сэшнс. Вот так. Не забываем это сделать. И опускаемся ниже. Хорошо. И последнее, что нам остается, это модель непосредственно самого раунда. То есть каждый круг, это у нас определенная модель тоже. Помодора, раунд. Хорошо. Здесь мы вставляем то же самое абсолютно все. Вставляем. Здесь мы помодора пишем раунд. Здесь уже связь будет не с юзером, а связь будет уже непосредственно с сэссией самой. Все то же самое, только для сэссии. Помодора сэшн, помодора сэшн и так далее. Все это понятно, я думаю. Так. Тут еще важную такую настройку мы указываем. Он делит каскад. Что это значит? Значит, что при удалении сэссии, если мы удаляем сэссию помодора сэшн, да, то автоматически вместе с ней удаляется также и сам раунд. Сам круг также будет автоматически удален. И это тоже очень и очень приятная история. Вы можете менять настройку под себя уже. Что будет происходить при удалении? Так. В самом раунде что еще нам осталось сделать? Также комплиты тоже у нас будут здесь существовать. Но кроме этого будет существовать еще одно поле. Помните, он говорил, где мы будем фиксировать текущее время данного круга? Я его назову total seconds. Total seconds. В секундах именно, да, int. В демке, помните, мы взяли в минутах. Это оказалось неверным решением. Поэтому здесь уже сделаем в секундах на чистовике, скажем так. Сохраняем. Здесь опять же обновиться. Мы меняем здесь на раундс. И в принципе-то и все, наверное. Вот так чуть можно опустить. Я предлагаю в конце сейчас глянуть всю нашу непосредственно призма схему и пойти дальше. Значит, смотрите. Здесь мы указали, где будет генерироваться сама схема. Она будет здесь генерироваться. Дальше базу данных указали. Путь к базе данных указали. Модель юзера. Дата создания, дата обновления. Уникальный ID-шник. Идентификатор, да, если правильно говорить. Дальше у юзера есть email, то есть электронная почта, имя, пароль. И есть три поля. То есть это время работы, время отдыха и сколько кругов всего будет в день отрабатывать. Дальше он, у него есть связь с, короче, наши пользователи имеют много задач, много временных блоков и много сессий помодоровских. Давайте разберем каждую по очереди. В задаче, кроме обычных полей, будет также имя, приоритетные задачи в рамках E-NAMO. То есть зарезервировано только три вариации, да. То есть low, medium и high, низкая, средняя и высокая степень приоритетности. Выполнена, не выполнена. User, связь, чтобы мы могли сделать с юзером, с нашим. Да, и в принципе все. Дальше временной блок. Все то же самое, только имя еще есть, цвет временного блока, длительность временного блока и его порядок в списке непосредственно. Дальше, помодоро сессия. Все то же самое, только выполнено и выполнено остается. И она имеет в себе много кругов. А в каждом круге есть все то же самое, только теперь и секунды, чтобы мы фиксировали на паузе, допустим, да. Сколько у нас сейчас секунд длится данный круг. И выполнен он или не выполнен. И за счет этого будем визуально отображать. Собственно, такая история у нас получилась. Сохраняемся. И все, можно попробовать ее запустить. Пишем призма DBPool. Ну, пул нам, конечно, здесь не нужен, на самом деле, да. Потому что у нас по факту, ну, то есть у нас нет даже базы данных. То есть я не знаю, зачем нам пул. Поэтому я напишу просто призма DBPush и запушу всю нашу схему в базу данных непосредственно. Вот произошла вся установка, все оно происходит. Чистим. И, как видим, вот наша призма заинициализировалась успешно. У меня будет здесь, у вас будет в NodeModules, скорее всего. Здесь нам ничего делать не нужно будет. Она чисто формальная, эта папка. Она нам нужна для типизации непосредственно. Вот мы можем посмотреть, допустим, на индекс.ts и поискать. Видишь, у нас и помодоры раунды появились, и сессии появились. И все это у нас теперь работает. Вот. Также можно перейти в базу данных и все это дело проверить. Допустим, перейти в pgadmin. Отлично. Перейдем теперь в наши сервера. Откроем Red Planner Record. Дальше откроем здесь непосредственно схемы, паблик и таблицы. Вот наши таблицы здесь отображаются, как видишь, да. У нас есть помодоры раунды, помодоры сэшн, таск, таймблок и юзер. Видишь, у них наименования именно поменялись, да, под нас непосредственно. Можно колонки также посмотреть. Кстати, Total Seconds, видишь, я чуть неправильно написал Total Seconds. Давайте поменяем его. Покажу, как менять призму схемы. Опускаемся ниже. Total Seconds. Вот. Забыл здесь указать, что мы тоже переименовываем. Total Seconds. Total Seconds. Сохраняем. Так. Сейчас давай посмотрим, у нас еще есть какие-то поля, которые хочется поменять или нет. Так, сюда переходим. Здесь колонки. Все отлично, в принципе. Здесь закрываем, закрываем. Откроем здесь. Здесь что у нас? Здесь, в принципе, тоже все отлично. Из комплита, да, все меня устраивает. TimeBlock должно быть тоже все отлично. Да. Ну и, собственно, юзер должно быть тоже все отлично. Так, смотрим сюда. А здесь тоже не все отлично, ребят. Здесь тоже мы забыли указать. Давайте поменяем. Так, опускаемся выше. Map. Был бы сейчас compile-то, он бы мне подсказал быстренько, чтобы мы это все не писали руками. Но я специально его для видео буду выключать, чтобы вам не пропагандировать, особенно новичкам. У меня просто новички будут смотреть, не пропагандировать легкое написание кода. Я ее специально выключаю. WorkInterval. BreakInterval. А так, в таких ситуациях монотонных он, конечно, очень сильно помогает, чтобы просто вот не сидеть руками и не писать. Intervals, count. Так, окей. WorkInterval, BreakInterval, Intervals, count. Сохраняем. Теперь, что мы делаем? Пишем ту же самую команду. PrismaDBPush. Смотрите, почему пишем DBPush? Мы ее можем писать в рамках development, когда мы разработкой занимаемся. Но когда вы делаете production, так писать ни в коем случае нельзя, потому что у вас уже база будет готова, у вас там будет куча данных разных клиентов, да, условно. Вы не можете ее дропнуть просто так. Поэтому там вы делаете миграции. С помощью миграции вы переобновляете базу данных. Вот. Но мы пока миграции не разбираем. Это больше тема для интенсива, возможно, в будущем. Если вам интересна такая тема, в комменты пишите, разберем. И нажимаем Enter, собственно. Так. Обновили. Заходим сюда. Еще раз. Так, здесь как-то вот рефреш. И вот, видишь, у нас все успешно поменялось. Все. Теперь можно переходить дальше, настраивать Prisma уже непосредственно в самом несте и с ней уже работать. Так, мы, собственно, с вами сделали Prism. Она отлично все у нас работает, да, но мы ее в самом несте еще не подключили. И сам бэкэнд еще нужно немножко подредактировать. Именно такие базовые настройки, можно сказать, рутовые настройки. Давайте этим займемся. Во-первых, я открою файлик, наверное, main.ts. Начнем с него. Здесь поставим парочку таких очень важных настроек, которые нам потребуются для нашего проекта. У нас есть app, да, глобальная. Ну, не то, что глобальная, просто переменная, да, в которую кладется само наше все полностью приложение. Дальше пишем app и к нему добавляем кое-какие плюшки, можно так сказать. Касаем плюшек, нам понадобится global prefix, да, чтобы у нас все с вами, все адреса, все endpoints у нас были через слэш API. То есть localhost, там 4200, слэш API. Чтобы API префикс автоматически добавлялся к каждому запросу. Кроме этого, помните, мы с вами вставили cookie parser. Давайте его снициализируем. Cookie, cookie parser. Подсказок нет, потому что он импортируется немножко необычным способом. Он импортируется вот таким способом. И нет еще типизации. Как видите, типизация ругается. Поэтому мы это копируем с вами. В терминале пишем pnpm add-d и устанавливаем. Сейчас быстренько поставится. Еще раз объясняю, почему мы идем в такой импорт. Многие не знают и не понимают, чем отличается данный импорт от обычных импортов. То есть допустим, чем отличается от такого импорта. Все очень просто. Когда мы импортируем таким образом, мы импортируем все. Это означает, что мы импортируем всю библиотечку полностью целиком. Мы забираем все, что там есть. И назначаем это как объект cookie parser. Если бы мы импортировали просто вот так, то он бы импортировал непосредственно именно дефолтный экспорт, который был бы внутри cookie parser. А нам нужно забрать именно все. Мы забираем все. И дальше мы это все дело просто выполняем. Да, у нас опечатка небольшая. Вот так, cookie parser. Отлично. И последнее, что нам потребуется сделать. Это тоже очень важная строчка. Новички часто ее не ставят. И за счет этого у них потом происходят ошибки в коде. И не понимают, почему это вообще происходит. А я говорю именно про корсы. Корсы — это очень важная штука. Корсы позволяют нам настроить правильную связь между сервером и клиентом для того, чтобы они у нас правильно общались. То есть, в частности, это очень сильно проявляется, когда мы передаем между этими сущностями, между сервером и клиентом, передаем непосредственно, допустим, cookie какие-то данные. То есть, когда нужно поместить refresh token в серверные cookie, допустим. Если мы его там помещаем, то, к сожалению, мы его не сможем увидеть. Да, и будет ошибка в браузере. Сервер просто будет ругаться. Вот и все. Поэтому, чтобы он не ругался, чтобы было все без ошибок, мы включаем корсы. И для корсов я поставлю некоторые настройки. Origin — это, во-первых, с чем мы связываемся. Наш сам клиент. Клиент у нас будет храниться на http localhost 3001. Это там, где у нас будет с вами фронтенд-часть располагаться. Потом credentials, учевая, ставим true. Это как раз таки наши cookie, чтобы они привязывались к запросу. И еще последняя строчка, она не обязательно, но иногда она меня спасала на самом деле, да. Это exposed headers. То есть, мы ставим определенные headers, которые будут разрешены. Set cookie. Вот. Те самые cookie, которые нам требуются. Они будут как раз таки находиться в этом header. И в конце просто мы ap-listen также оставляем без проблем. Вот вообще порт по-хорошему можно вынести также еще в env файлик. Без проблем, да, чтобы у вас это было более декомпозировано и правильно. Ну, в нашем проекте вполне разумно оставить это в таком формате. Давайте протестируем, пишем slash api теперь, видишь, если так нажмем, то не будет работать, скорее всего, да, не будет работать. А если slash api, у меня получилось двойной slash. Давай я вот здесь уберу slash, потому что мне так не нравится. Вот, slash api, сохраняем, видишь, все так же работает. Давай сгенерируем, собственно, с вами первые модули. Блин, конечно, очень длинно у меня здесь получается. Я не знаю, можно ли это как-то будет сократить потом. Ну, в общем, что мы делаем? Мы генерируем с помощью nest-а. Помните, мы поставили nest, пишем nest. И с помощью него генерируем новую сущность. В принципе, когда у вас она есть, вы можете ее вручную создать, но новичкам так будет сложнее, сразу говорю. То есть вам проще поначалу просто генерировать. Почему новичкам сложнее? Потому что вы не понимаете, как устроен nest, и вы где-то забудете что-то подключить. А nest за вас это сделать автоматически. Потом пишем nest, generate, и генерируем мы первую сущность. Она будет называться авторизация. Nest generate au. В конце я бы хотел добавить no spec, я всегда путаю с ангуляром, я не помню. По-моему, здесь пишется no spec, а в ангуляре пишется skip test. По-моему, вот так оно пишется. Нажимаю enter, чтобы у нас тесты не... Странно, у меня нет авторизации, и мы вроде бы находимся в нашей папочке, 100% redplaner record, redplaner backend. Но при этом он не генерирует, пишет, что invalid schematic.au. А, я, ребят, неправильно, по-моему, написал, да? Так вот, открыл документацию. Nest new. Да, вы можете new сокращать на n, тоже, да, кстати, я их не использую, потому что так коротко, в принципе. Вот, опускаемся ниже. Вот, как видишь, есть у нас, значит, skip git, skip install, там, туда-сюда, это понятная история, я вам уже говорил. И вот, nest generate, как раз, да, про что я вам и сказал. Но мы забыли указать семантику. Семантику забыли указать, а я забыл, знаете, что указать? Я хотел указать, наверное, ресурс. Да, я хотел указать ресурс. Значит, давайте вкратце-то разберем. Вы можете генерировать огромное количество всяких сущностей. Здесь называется схемантики. Какие есть вариации? Есть вариации app, да, это new application, если вы используете monorepo, допустим, библиотечки, классы. Давайте честно скажу, что вот используется реально вот в обычных проектах, то, что я сам использую. Часто очень используются контроллеры, классы, декораторы крайне редко, потому что не вижу смысла. Ну, как и классы, в принципе, да, то есть смысла в генерации декораторе класса я никого не вижу. То есть какой смысл генерировать, если ты можешь создать просто обычный файл. Поэтому, ну, в нем особого смысла я не вижу, честно признаюсь, фильтры тоже никогда не генерирую. То есть, опять же, там, где нужен только один класс, вы его и сами можете создать. Я не понимаю в нем прикола. Но если же идет разговор про генерацию каких-то связей, допустим, типа контроллера, типа круда всякого, вот, который мы сейчас будем использовать, ресурс, да, это очень важная история. Потом gateway, фильтры, да, и так далее. Из такого города еще используется интерфейс, еще используются интерсепторы иногда тоже используются. Middleware очень важная история. Пайпы редко, но тоже очень важная история. Модули очень часто используются. И, в принципе, резолверы вообще редко используются. Сервисы тоже часто используются. Вот. Ну, я обычно, как делаю, да, как я делаю? Я просто запускаю эту команду. Она очень полезна, очень крутая. Команда ресурс, либо рез сокращенно, генерирует new, крут, ресурс. Что такое крут, да? Крут, это когда у вас будет уже полностью готовый контроллер, сервис и модуль. Вы можете посмотреть здесь инструкцию более детально, потому что там есть всякие вариации. А вариации какие именно есть? Вот, видишь, оно модуль, контроллер, сразу же и сервис. Короче, я просто забыл. Так, а как сокращенно там рез, да, можно просто. Я просто забыл указать, поэтому она у меня ошибка поругалась. Nest generate, ресурс. И погнали. Здесь у нас спрашивают, можно сгенерировать условную рез-тапи, обычно то, что мы и будем делать, да. То есть это когда, ну, обычные запросы. Post, get, put и так далее. Обычные запросы. Обычная пишечка. Есть GraphQL, есть Code First, есть Schema First. То есть либо на основе кодинга, либо на основе схемы. Два очень важных различия. Кстати, ребят, если ждете на платформе, на нашей интенсив по GraphQL, напишите в комментариях. Я об этом подумаю обязательно. Я это часто использую в своих проектах, в таких более серьезных проектах, где мы на таком более серьезном стейке пишем. GraphQL, я там как раз-таки это все дело использую. Микросервисы, честно, редко с ними работаю, очень редко. И в AppSocket тоже иногда. Вот, ну, в наш случае террестапи выбираем. Дальше мы указываем, генерировать ли нам крут entry points. Я, наверное, поставлю, что нет все-таки. Да, и мы просто сгенерируем. Значит, запускаем. Вот папочка авторизации появилась автоматически. Да, есть контроллер. Вот. Собственно, помните, мы в последнем все шаге нажали, что нет. Да, не генерировать. Если бы мы нажали да, у нас бы все сгенерировалось именно в формате также endpoints. Смотрите. Допустим, я напишу. Давайте, допустим, мы для юзера сгенерируем. Я уже пишу то же самое, только здесь пишу user. User, да. Погнали. Рестапи. И вот здесь уже ставлю yes. То же самое сгенерировалось. Но теперь, теперь у нас уже готовый полностью endpoint. Уже появилась DTO, во-первых, да. Полностью готовая. Уже появилась автоматически entity. Опять же, хотя зачем нам entity, да, если мы призму используем. И уже готово внутри, видишь, вот крут. Уже полностью готово. То есть create, find all, find all и так далее. Ну, и то есть у нас уже полностью готовый endpoint. Вот так. Это мы с вами сделали. Это сделали. Insomni откроем и протестируем. Пока просто мы так номинально тестируем, чисто базовый запрос. Пишем user. Отправим запрос. Вот. This action returns all users. Все. То есть у нас все работает. И тут уже полностью развернуто. А в авторизации еще пока что все достаточно сыровато и ничего не развернуто. Вот в этом-то и идет различие непосредственно. Все. В авторизации мы разобрались, поговорили. Я думаю, здесь все понятно и очевидно вам стало. Теперь идем дальше. Касаем авторизации. В авторизации есть вообще много сущностей, да, и там как бы не так все просто. То есть нельзя просто ее сделать и чтобы она работала. В авторизации нам потребуется очень много дополнительных файлов, которые нужно будет нам создать. Но давайте, наверное, начнем по очереди с подключения самого паспорта JS, да, который нам будет обеспечить авторизацию. И с подключением GVT токена непосредственно. Во-первых, давайте начнем с конфиг сервиса. Для того, чтобы нам вытащить отсюда GVT secret, вот эту вот замечательную переменную, нам нужно подключить конфиг сервис. Для того, чтобы мы динамически вытаскивали эту штуку при инициализации нашего модуля. Так, идем в папочку source, нажимаем new folder, пишем config. Дальше создаем новый файлик, назовем it.jvt.config.ts. В насте видите, наименование идет как в ангуляре, вот, то есть наименование переменных, это, точнее файлов, это очень удобно. И здесь просто вставляем такую историю. Смотрите, значит, опять же, я это делал в каждом ролике, поэтому что-то прям сильно объяснять я не буду, потому что это, ну, очень часто мы используем. Но, тем не менее, я все объясню. Значит, мы делаем функцию, которая по факту принимает себя config.service, отдает GVT модуль options и отдает потом в конце secret, вот, просто ключ, да, который мы забираем, config.service из нашего env файлика непосредственно. Для этого нам понадобится библиотечка nest.js.config, давайте ее поставим, pnpm, add, и станет библиотечку замечательную. Это мы с вами поставили, сохраняемся, сохраняемся, отлично. Все, теперь эту функцию можно легко использовать в любом месте, где нам только понадобится. Для начала нужно подключить сам config.module, все, что вы хотите подключить в своем проекте глобально, вы должны подключать файлики app.module. Переходим сюда, у нас уже подключена, как видите, автоматическая авторизация, вот то, что мы создали с вами, и user. Это все происходит автоматически абсолютно. Теперь то же самое, подключаем здесь config.module for root. Подключаем, все, все, вот такие просто действия подключили. Значит, здесь на самом деле файлики можно удалить, они абсолютно бесполезны, я это могу просто удалить, они реально нам не нужны, просто дефолтные абсолютно контроллеры сервиса нам они нужны. Единственное, что мы оставим, это app.module, он очень удобен для подключения непосредственно. Я думаю, что все остальное тоже, ну, тесты тоже можно убрать на самом деле, ну, пусть они висят, ладно, пока не беспокоят, в принципе, можно пока их не трогать. Но вы их можете убрать, если вам тесты пока не нужны, но вообще тесты это очень важно в любом приложении, поэтому тесты лучше писать. Но, возможно, в начальном этапе вам это будет казаться сложным, и пока эту тему можно отодвинуть временно, там, в долгий ящик условно. Ну, давайте сделаем JVT стратегию сначала, да, пропишем нашу стратегию определенную, а для этого перейдем сюда, пишем JVT.strategy. Вообще, касаемо авторизации, я думаю, я все-таки, наверное, я не помню, в этом ролике говорил или нет, наверное, все-таки открою продажи мастер-класса, который у нас уже был давно по авторизации, там мы разобрали три уровня авторизации. И мы закрывали продажи, я не хочу, чтобы это был такой, знаешь, масс-маркетный продукт, я не хочу, чтобы он таким являлся, поэтому я закрывал продажи, чтобы люди немножко начали голдать в хорошем плане этого слова, да. Поэтому к этому ролику я открою продажи специально, вы сможете в течение недели условно купить мастер-класс, он стоит там вообще какие-то копейки абсолютные, да, в описании будет ссылочка определенная. Но там вы сможете более подробно, просто мы там прям фокус на авторизации, вот три уровня разного вида авторизации, поэтому я думаю, это очень важный мастер-класс, можете его там себе приобрести непосредственно. Это и для тех, кому вдруг по этому ролику будет непонятно, как делать авторизацию. Итак, собственно, что мы делаем с вами? Мы создаем класс JVT.strategy, я, ребят, некоторые моменты буду вставлять, дабы экономить время, но опять же, я буду подробно разбирать, поэтому не пугайтесь, то, что я вставил там что-то условное, я буду детально все рассказывать и показывать, почему я так сделал. Смотрите, мы экспортируем класс JVT.strategy, который является нашей стратегией, как будет происходить валидация нашего токена, который наследуется от паспорт-стратеги и стратеги, вот, ну, это вот из NES.js паспорта, либо из паспорт.js. Дальше мы откроем наш конструктор, как в любом, в принципе, классе, который мы хотим инициализировать, да, мы указываем в качестве аргументов здесь два приватных аргумента, это будет конфиг-сервис, как раз-таки для того, чтобы мы из инвии файлика достали JVT.token, помните, да, он говорил про это, и юзер-сервис обязательно. Юзер-сервис для чего? Для декомпозиции логики. Мы могли бы здесь кинуть призма-сервис, чтобы напрямую из базы вытащить, но более правильно обратиться к сущности юзера, и чтобы он нам отдал то, что нам нужно забрать из него, скажем так. Хотя, спойлер, в будущем в этом ролике я буду нарушать некоторые правила в рамках экономии времени, вот, но я о них буду говорить, и чтобы вы в своем продакшене это не допускали. Значит, сделали конструктор, далее мы вызываем супер, да, и передаем туда все нужные нам переменные внутри объекта. То есть это JVT from request, откуда мы будем забирать JVT-шку? Будем забирать ее из BIRR token. BIRR token, это когда мы в хеддере, в авторизации, в любом запросе передаем BIRR, то есть у нас будет запрос, вот так, BIRR, и тут будет какой-то токен условно идти, вот. Вот такой у нас будет с вами токен, поэтому пишем Extract JVT, то есть доставим JVT из BIRR token, игнорируем все окончания токена, потому что на этом этапе это не нужно. Secret or K мы указываем, что ключ, как раз таки, по которому будет происходить шифрование, вот этот ключ, будет находиться с помощью конфиг-сервиса GET и JVT-сервис. Все, это мы с вами дело забрали. А далее нам потребуется еще обозначить один, лишь только один метод, метод валидации, как раз таки, да, в котором мы будем валидировать по нашему токену юзера. То есть мы в токен, в наш, да, вкладываем определенные данные, то есть в этом токене лежит как и данные, так и шифрование и так далее. Сейчас разберем касаемо данных, да, в нашем токене будет лежать ID-шник, то есть если мы расшифруем токен, а расшифруем мы его только сможем мы, потому что у нас есть эксклюзивный ключ, вот этот вот, да, с помощью него мы расшифровываем, да, и получаем наш юзер ID. Вот мы его получили здесь, да. Далее мы с помощью валидации метода мы обращаемся к нашему юзер-сервису и говорим ему, слушай, дай-ка нам целиком всего юзера, всего пользователя, да, по нашему ID-шнику, getById. Вот пока что ошибка, потому что мы не создали данный еще метод, да, но мы можем перейти сейчас в юзер-сервис, попробовать его создать. Но перед этим нам еще призмочку не хватает подключить, давай сейчас мы все уберем отсюда лишнее. Тут давайте сделаем конструктор, потом сделаем private, у нас будет призма, это будет как призма-сервис. Опять же, призма-сервис у нас пока что нет, мы его тоже забыли еще создать. Не то, что забыли, я специально его не сделал, пока что рано. Вот, но тем не менее можем сделать уже getById, асинг, асинхронный метод, да, getById, потому что все запросы к базе данных, они являются асинхронными. Принц, здесь можно это не писать, у нас уже и так возвращается promise, так понятно, что это асинхронное, можно и не писать, по большому счету. Ну и так понятно, видишь, тут и так все, хотя здесь чуть не отображается, да. А, ну потому что призма у нас пока что не работает, поэтому не отображается. Обращаемся к юзеру внутри призмы и получаем уникального юзера. То есть, чтобы найти что-то одно, мы получаем findUnique, findUnique, либо findFirst. Мы ищем по уникальному полю, поэтому пишем findUnique. По уникальному полю ID-шник должен быть равен ID-шник, который мы получаем. И я еще указываю include, чтобы у нас включались туда все задачи, потому что вот этот вот метод мы будем использовать еще и в других местах тоже. Поэтому нам важно получать всего юзера целиком вместе с его задачами. Помните, да, демку нашего проекта, о чем идет речь. А дальше нам нужно создать призма серии, чтобы не было руганий определенного, да, и все это дело подключить. Давай перейдем, значит, в source, напишем new file, точнее нажмем new file, призма.service.ts. Это абсолютно дефолтный файл, то есть, это информация, которая идет из документации, здесь ничего я не придумываю абсолютно. Единственное, будьте внимательны, если вы не как я генерировал отсюда, да, вот, то вы импортируете именно из NodeModules папки. То есть, вы его так стираете, просто нажимаете option escape и импортируете, как он нам подсказывает. Здесь просто, в принципе, мы инициализируем призма сервис, да, который там экстедится и имплементится определенным образом, да, и подключается. Вот и все, тут ничего сложного нет, тут мы его дальше берем, вот, но так сейчас работать не будет, спойлер, да, небольшой. Сейчас мы сохраним всю эту историю, уже ругается UserController, давай мы его почистим полностью, он нам пока здесь не нужен, вот так, да. Но если мы сейчас сохраним, видим, у нас есть ошибка определенная, вот. Nest в этом плане очень-очень удобный фреймворк, который вам всегда говорит о том, где вы ошиблись, и это невероятно удобно, это невероятно удобно, это невероятно круто и так далее. Собственно, он нам говорит о чем? Он нам говорит о том, что, смотри, какая ошибка, во-первых, да, Nest can't resolve dependencies, не может найти зависимости от нашего юзер-сервиса, будьте уверен в том, что аргумент призма-сервиса в таком-то индексе, да, доступен в юзер-модуль-контексте. То есть у нас есть юзер-модуль-контекст, а есть у нас юзер-сервис, да, в котором мы используем призма-сервис, да, и казалось бы, TypeScript здесь нам ничего не показывает, не ругается, но при этом оно не работает, потому что юзер-сервис полностью связан с юзер-модулем, а юзер-модуль не имеет в себе призма-сервиса, вот и все. То есть мы его никак не подключили, и мы не можем иметь к нему доступа. Вот, и про это он нам как раз говорит, что у тебя вот этот вот аргумент в Prisma сервисе, он недоступен Потенциальное решение, да, твой юзер-модуль валиден вообще как модуль То есть, смотрите, ребят, вот саму ошибку я разберу лишь один раз сейчас Разберу ее, да, потом мы больше разбирать не будем к этому возвращаться Он спрашивает, что у тебя Prisma сервис вообще в целом валиден или нет Точнее, юзер-модуль валиден или нет То есть, он правилен с точки зрения документации, либо неправилен У нас он правилен? Да, конечно, у нас он правилен То есть, у нас он сам сгенерировался, я его руками не писал Идем дальше Если Prisma сервис, это является провайдером, то будьте уверены, что это часть юзер-модуля Вот, как раз таки, это наш случай и есть, да, то есть, мы понимаем, что Prisma сервис у нас является частью провайдера Потому что мы его здесь прокидываем как аргумент-конструктор непосредственно, да То есть, мы его должны использовать как провайдер именно, то есть, он должен нам помогать Поэтому это, как раз таки, наш кейс, который мы сейчас будем решать Следующий вопрос Если Prisma сервис экспортируется из другого модуля, будьте уверены, что он импортируется в этот модуль То есть, условно, если у нас Prisma сервис был бы не отдельным сервисом, да А если бы это был условно модуль какой-то определенный, то мы тогда модуль должны были подключить, как здесь мы это делали, с помощью импортов. Но так как это является не модулем, а является сервисом обычным, то сервис мы импортируем с помощью провайдера. Вот такой немножко, опять же, минуточки теоретических моментов. Если вам было полезно, ставьте лайки, ребята, потому что я таким редко занимаюсь. Но раз вы просили больше разжевывать, вот стараюсь, как видите, стараюсь. Ставим запятую и указываем здесь призма сервис. Призма сервис. Сохраняем. Все, ошибка полностью пропала, как видите. То есть мы просто подключили призма сервис к нашему юзер модулю. С этим мы закончили. Здесь тоже ошибка, как видите, пропала. Окей, у нас есть стратегия. Мы успешно получаем токен, успешно валидируем. Что делать дальше? Дальше нам нужно создать определенные прокладки, определенные, которые нам будут помогать валидировать наши методы в контроллерах. То есть наши эндпоинты. Вот эти эндпоинты, которые здесь будут лежать, их валидировать. К примеру, нам потребуется, во-первых, горд, то есть защита, которая будет стоять и говорить, что чувак, ты сегодня можешь быть пропущен, пока у тебя нет авторизации. Второй момент касается, мы хотим получать с помощью декоратора, условно, нашего текущего юзера, которого мы здесь получили. Мы хотим его получать легко с помощью декоратора и использовать его какие-то данные определенные. Поэтому давайте этим займемся, опять же, да. Нажмем правой кнопочкой, new folder, горд. Здесь пишем gvt.gord.ts и вставляем такую информацию. Здесь все очень просто. Мы создаем свой класс, просто который экстендится от уже готового абсолютно класса, а в горд.gvt. Вот и все. Делаем чисто для удобства, чтобы было удобно. А так можно было использовать чисто вот эту историю. Ну просто так гораздо удобнее. А дальше создаем декораторы. Decorators. Первый декоратор это uf, декоратор, который проверяет авторизацию decorator.ts. То есть там, где вы его указываете, там будет проверяться авторизация. В других местах проверяться она не будет. Здесь все то же самое, только мы берем вот тот самый наш горд. Вот с помощью функции useGords мы можем его спокойно использовать. UseGords.gvt.gord. Все. Это декоратор, который мы потом будем использовать. Я покажу это чуть дальше в ролике. И то же самое делаем с user. UserDecorator.ts. Чтобы вы могли забирать нашего юзера из запроса. Здесь чуть посложнее ситуация. Здесь мы с вами, он называется currentUser. Создаем декоратор с помощью createParamDecorator. Далее мы с вами получаем дату. Получаем с вами stx. То есть контекст текущий, чтобы из контекста вытащить. Из контекста забираем сам запрос. Из запроса вытаскиваем юзера. Но дату получаем не просто так. Бывают кейсы, когда я хочу получить не целиком всего юзера. Вот так. Я получаю всего юзера. А я хочу получить его конкретное поль. Допустим, айдишничек. Вот айдишник. Мне бы хотелось так сделать. Так вот, чтобы так у нас сделать. Мы должны здесь прокинуть дату. Которую вот здесь будем указывать. И ключом будет как раз таки вот наш юзер. Все его поля. То есть я могу получить айдишник. Могу получить допустим e-mail и так далее. А здесь мы уже проверим. Если дата есть, отдаем с даты. Если нет, то без даты. Сохраняем. Касаем авторизации. В принципе все ряд. Можно тестировать ее. Можешь делать там первую. Ну я имею в виду касаем базы. Мы все сделали. Осталось теперь сделать вход в систему. Генерацию пароля непосредственно. Шифрование пароля и так далее. Для начала нам нужно. Мы хотим сейчас с вами сделать логин и регистрацию. В принципе. Для начала нам потребуется даташку сделать. Давайте ее создадим. Она нам потребуется и там и там. В любом случае она будет достаточно простая. Поэтому вам на примере этой даташки легко научиться делать даташки. Что такое даташки? Я вообще когда пришел в NestJS в каких-то давних временах, я не понимал, зачем DTO, но что это вообще такое. На самом деле DTO это просто обычный класс, который вам позволяет с помощью определенной библиотечки валидировать входящие данные. То есть у вас приходят данные и ты их валидируешь. То есть называется DTO это Data Transfer Object. То есть переводится как Data Transfer Object. То есть данные, которые передаются. Ну короче, ты описываешь объект данных, которые будут передаваться. Вот этим займемся. Export Class. AUF DTO. И все. Описываем. Да, у нас допустим будет email стринга. И будет допустим пароль тоже стринга. Пароль тоже стринга. Вот. Но это не все. Сейчас при таком конфигурации мы просто описали класс. Мы собственно никак не описали декораторами. И у нас валидация не работает. Вот чтобы валидация работала, нам нужно описать декораторами. Здесь мы указываем, что это is.email. На самом деле у этой библиотеки класс валидатор. У нее огромное количество валидаций. Там просто разгуляться можно, не знаю, вообще как угодно. Пишите is. Тут просто и base, и boolean, и btc. Там вообще такое разнообразие. Там можно допустим из phone number, либо из link, из URL. Короче, огромное количество валидаций. Это, кстати, очень удобная тема на самом деле. Тут будет обычная строка на самом деле, но при этом некоторые валидации еще будут. Я хочу, чтобы у меня пароль был не менее 6 символов. Я делаю min length, минимальная длина 6 символов. И сообщение, патфор должен быть не менее 6 символов. Сохраняем. ДТОшку описали. Теперь все, можно переходить к сервису. Значит, как происходит процесс написания вообще бэкэнда. Мы сначала пишем сервис, потом пишем контроллер. Потому что нам контроллер по-любому будет ссылаться на сервис. Ну и потом уже тестировать непосредственно. Давайте напишем, наверное, первый какой-нибудь сервис простенький. Я думаю, какой он написать. Ну, во-первых, мы сразу же, да, с вами сделаем конструктор. Который мы уже разбираем, для чего нужен конструктор. Поэтому я буду дальше просто копировать и вставлять. Вы должны это уже понимать, да, о чем идет речь. Мы берем GVT, для того, чтобы нам токен расшифровать. И берем юзер сервис, для того, чтобы нам обращаться к нашему юзеру. Ну, давай просто делаем первый самый такой асинк логин. Асинхронный логин, да. В котором у нас логин себе принят ДТОшку непосредственно. АУ в ДТО. Ну и давайте, наверное, для начала давайте я просто выведу. Вот. Для начала оставим таким образом. Перейдем в контроллер теперь. Так, у нас уже ошибка какая-то определенная. Ну, потому что мы используем здесь юзер сервис, да. А на самом деле у нас его в АУФ модуле еще нету. Поэтому берем здесь, через запятую ставим. Можно либо сделать юзер сервис, либо, более правильно, будет сделать здесь юзер модуль на самом-то деле. Точнее, не здесь, а в импортах. Потому что у нас юзер сервис, он по факту внутри юзер модуля лежит. Поэтому можем себе позволить сделать таким образом. Так, и JVT сервис, да, JVT сервис. Тут ситуация чуть посложнее с JVT сервисом. Тут нам нужно было, да, тут нам, во-первых, нужно провайдить JVT сервис, ой, JVT стратегия, точнее, да, стратегия. Это очень важно. Вот то, что мы описали здесь, чтобы она работала, нужно ее запровайдить вот здесь. Это очень важная история. Но более важная история, да, это, как раз таки, в импортах импортировать еще сам JVT модуль. Давайте мы All Missing Import сделаем. Итак, JVT модуль. Регистрируем асинхронно его. Почему асинхронно? Потому что нам нужно с вами в нем еще получить ENV файл. То есть, помните, я говорил, что нам вот эта штука, она очень важна в JVT Secret. Поэтому мы ее здесь получаем. Как мы ее получаем? У нас есть конфиг, который мы с вами писали. Вот конфиг, да, но чтобы вызвать, нам нужно писать импорт конфиг модуль. Как раз таки, библиотека, которая нам позволяет вытаскивать из ENV. Инжектим конфиг сервис, тоже из библиотечки, да. А useFactory, как раз таки, мы используем ту самую функцию, которую мы вынесем отдельно. Это и является useFactory. Отлично. И чтобы это все дело у нас работало, мы еще импортируем конфиг модуль, который мы здесь используем. Для новичков может показаться слишком сложно и непонятно, но пока что не переживать в этом плане, да, все у вас будет нормально. Так, у нас user модуль не работает. Он, собственно, нам пишет о том, что у нас аргумент user service индекс недоступен в off-module контексте. Да, до сих пор не работает. И тут ситуация какая, ребят, вот видишь, она не работает, да, ситуация здесь какая происходит. Здесь смотри, мы могли бы, тут много вариаций, на самом деле, по идее, если мы сделаем, давай временно уберу сейчас, попробую так сделать. По идее, если мы так сделаем, есть шанс, что оно заработает. Нет, оно не работает, к сожалению, да, не так все просто, на удивление. Это я так чисто протестировал, на самом деле, да. Значит, про что я говорю? Если же мы хотим, как я сейчас сделал, да, импортировать user модуль, да, то мы должны не забывать о том, что мы забыли, как бы это странно не звучало, да, в user модуле экспортировать. То есть нам требуется из user модуля получить user сервис. Но по факту мы в user модуль, если перейдем, мы здесь его не экспортируем. То есть он как бы, фактически он есть, но мы его не экспортируем. Поэтому ставим запятую, пишем экспорт. И только когда мы экспортируем user сервис, вот только в этом случае ошибка пропадет. Вот. Потому что иначе у нас его не получалось подхватывать. В принципе, все. Теперь переходим в контроллер и опишем наш первый контроллер. Давай пишем async, логин. Возвращать он из себя будет просто наш auservice.login. Вот так. Здесь принимается DTOшку, которую мы должны описать в этой части. Для начала нам нужно подключить пайпы. Use pipes, new validation pipe. Для чего? Для того, чтобы у нас как раз таки срабатывала валидация, которую мы описали здесь. Вот. Иначе валидация срабатывать не будет. Далее. Я указываю HTTP код 200. И почему? Потому что по умолчанию он отдает какой-то другой статус код при успешном запросе. И не все, не весь фронт его понимает. Поэтому я ставлю конкретный, понятный для всех статус код 200. Это все у нас называется декораторами. Но вы опять же, новички, не пугайтесь. Это все громко звучит на самом деле. По факту оно реально легко делается. Берем декоратор post, потому что нам нужен пост запрос. Так мы производим создание чего-либо. Поэтому указываем пост запрос. И тут указываем сам адрес. То есть будет aus.login. Так у нас будет адрес. Так, давайте все это дело импортируем. All missing imports. И пойдем дальше. Теперь DTOшка у нас. Мы ее вроде бы валидируем, но мы ее не подключили. Давайте ее подключим. Все очень просто. Мы здесь указываем в аргументах просто body. Тело нашего запроса, да? И вот тело будет содержать ту саму DTOшку. DTOшка это aus.dto. Вот таким образом. Все, теперь сюда мы ее передаем. Так все работает. Давайте протестировать наш первый запрос. Ее перейдем сюда. По-хорошему вот сюда перенесем в папочку. Ну, вроде бы дало, да? Вот так, да? Люблю через слэш писать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Логин. Вот. Чтобы просто был понятен весь адрес. Иначе понятно это не будет. Так, значит пишем ap. aus.login. Отправляем. Вальдация должна срабатывать. Пока что не работает вообще ничего. Так, ap.auf.login. Хорошо, почему не работает? Смотрим дальше. Модуль подключили мы. Ауф модуль подключили. Смотрим здесь в нашем консольке. Auf.controller. ap.auf. Slash.login. А, ну все правильно. Все просто. Вот в чем приколный ста, опять же, да? Он вам конкретно показывает, что у вас происходит с бэкэндом. Вы видите, какие у вас есть запросы, каких у вас нет запросов. И я вижу, что у меня ap.auf.login, он является постзапросом. А я забыл это указать. Я указал get запрос, потому что у нас до этого был get. Ставим постзапрос, сендим, все работает. Вот наша вальдация отрабатывает, та самая DTO-шка. И говорит о том, что у тебя e-mail должен быть e-mail, пароль должен быть строкой, пароль должен быть 6 символов минимум. Идем в body, выбираем JSON и прописываем наши поля. Пишем e-mail, какой-нибудь e-mail условно, да? И пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно beautify сделать. Нажмем send. Как видишь, все успешно работает. И в ответе получаем то же самое, что мы отправили. Просто потому, что мы здесь решили пока что вернуть, вернули ту самую DTO-шку, вот. То есть все, у нас все прекрасно работает. Можно произвести определенные действия, определенные манипуляции. И вообще в этом никаких проблем нет абсолютно. То есть, как видишь, все прям работает шедеврально. Теперь можно перейти к созданию логина непосредственно. Итак, мы все оттестировали, все прекрасно работает. Но теперь пришло время писать сам процесс логина, то есть входа в систему. Ну и туда же регистрацию, в принципе, отнесем. Значит, переходим в сервис. Да, у нас есть методы публичные, скажем так, да? Я создам парочку методов приватных. Чем отличается? Ну, я думаю, что на этом уровне вы должны знать JavaScript уже в любом случае. Но еще раз повторю, то есть приватные методы, да, они могут использоваться только внутри текущего класса. Они не могут использоваться где-то извне. То есть мы не можем получить доступ к приватному методу извне. Поэтому я его и называю приватным, потому что я не хочу, чтобы к нему был доступ извне, скажем так, да? Чтобы это работа только внутри нашего класса. Какие нам понадобятся приватные методы? Нам понадобятся два приватных метода. Из самых основных, наверное, да, будут еще какие-то методы, но тем не менее, это метод по генерации токена. То есть для чего вообще мы делаем? Да, мы могли бы все написать внутри одного метода, но тогда не было бы декомпозиции логики, и ваш код был бы абсолютно нечитаемым и неудобным. То есть, ну, лучше декомпозировать, лучше разносить по отдельным методам. Каждый метод должен отвечать за свое функциональность определенное. Вот этот метод будет отвечать конкретно за генерацию наших токенов, за их создание. Поэтому пишем issue tokens. issue tokens, да? Он себе принят user ID. Помните, он говорил, что мы будем туда записывать user ID во внутрь наших токенов? Одного токена, точнее, да? Зафиксировали. И дальше мы записываем. Что будем записывать? Будем записывать мы ID как user ID. Вот и все. Тот объект, который мы будем вложить во внутрь нашего токена. Дальше. Const access token. Мы сейчас генерируем access token. Как он будет генерируется? Берем this. Помните, мы вначале взяли gvt. Вот здесь, да, gvt. Указываем sign. Указываем дату, которую мы туда закидываем в наш payload. И какую-то информацию о токене. Здесь много опций. На самом деле, здесь огромное количество опций. Вы можете с ними поиграться, пощупать и так далее. Наверное, основная опция, это когда токен будет заканчиваться. Expires in. Смотрите. Здесь сразу варианты есть. Можно, опять же, навести, посмотреть, почитать. Есть 2 дня, 10 часов, 7 дней и так далее. Я сделал access token супер быстрым, супер коротким. На 1 час буквально. А уже refresh token. Он будет длиться чуть побольше. Refresh token. Опять же, напомню, этот мастер-класс будет в посылке в описании, и там более детально разобрали тему авторизации. Но вкратце, если говорить, то все-таки access token у нас отвечает за запросы к серверу. То есть, когда нам нужно получить нашего юзера, наш профайл, наши все заказы, все товары, все что угодно, все таски и так далее. Где нам нужно будет авторизация, это access token. И только в одном случае мы используем refresh token для того, чтобы переобновить access token. Вот и все. Чтобы, когда этот токен кончается, мы могли его переобновить с помощью этого токена. Это делается для более усложненной безопасности, чтобы она была чуть лучше, чем обычно, скажем так. Здесь я поставлю 7 дней. И в конце просто вернем эти два токена. Access token и refresh token. Сделаем сегодня приватный метод. Он будет уже непосредственно идти асинхронным. Да, это метод для валидации нашего юзера. Чтобы мы проверили нашего юзера, сравнили там, допустим, пароли его и так далее. Пишем validate user. Принялся DTO. Ауф, DTO. Приняли, хорошо. Теперь, что нам потребуется? Нам потребуется с вами вставить нашего юзера. Мы его получаем с помощью юзер-сервиса getByEmail. Почему email? Потому что у нас нету адишника непосредственно, да, и мы имеем только email непосредственно. Поэтому нам важно получить юзера по email и понять, вообще существует такой email, либо нет. Если его нет, тогда мы просто выкидываем чат и говорим, что такого пользователя у нас в системе не существует. Но видите, оно пока не будет работать, потому что нам нужно getEmail создать метод и в юзер-сервисе. Пока что нам это недоступно. Идем дальше. Если юзера не будет, мы отдаем с помощью throw new not found exception, даем новый exception, то есть исключение, да, то есть ошибку отдаем о том, что юзер не найден. Отлично. Дальше проводим валидацию. С помощью метода verify из аргона, сейчас мы о нем поговорим чуть подробнее, да, мы проводим валидацию, чтобы пароль вот этого юзера, который мы нашли в итоге, был равен паролю, который приходит к нам из нашей формы. Здесь важно понимать, что мы не видим пароль, да, то есть мы его никак не храним ни в каком обычном виде, мы пароль всегда храним в хешированном виде, то есть в формате шифрования, да, определенного, то есть мы никогда пароль не видим в базе данных. Это правильное решение. И дальше, если валидация не была пройдена успешно, то пароль, скажем, не валидный. И в конце просто даем нашего юзера. Теперь давайте подгрузим все, что у нас не достает отсюда, да, касаемо verify, это у нас будет непосредственно наш argon2, не помню, мы его поставили или нет, так криптом убираем, вот, import verify from argon2, то есть мы для шифрования именно argon будем использовать, дальше покажу, как мы это будем делать в регистрации. Значит, get by email, да, и у нас его пока что нет. Давайте создадим, копируем, переходим в юзер-сервис, переходим в юзер-сервис и создаем. Значит, get by email, принимайся email, так, здесь проверим, отдает промис или нет, да, промис отдает, все отлично. Тут мы делаем абсолютно все то же самое, вставляем, да, только мы ищем уникальный не ID, а email. Тут уже нам include не нужно, нам это не требуется. Сохраняем, закрываем. Хорошо, здесь все подгрузилось успешно, все работает. Так, эти два метода готовы у нас, теперь можно их здесь в принципе включить. Итак, первое, что мы сделаем, это подключим наш метод, здесь валяет юзер-метод, передаем у него дтошку. Вот наш метод, который мы описывали здесь. Подключили. Из него я забираю юзера отдельно, а пароль отдельно. Почему я делаю именно таким образом? Пароль на свише будет ругаться, к сожалению, сейчас мы эту функцию выключим, чтобы она не ругалась. Почему я делаю таким образом? Потому что я не хочу при логине отдавать обратно пароль. Ну, то есть это полный бред, отдавать пароль в зашифрованном формате, это некрасиво и это неправильно. Поэтому пароль отдавать я не хочу. Поэтому самый простой способ это сделать деструктуризацию, забрать отсюда юзера, а пароль оставить просто неиспользованным. Дальше создаем токены. Ишью токен с юзера ID передаем. Отлично. И дальше мы возвращаем просто юзера и токены. Все, вернули. Тут какая-то ошибка определенная. Да, у нас ошибка рядом, потому что ишью токен, оно не является синхронным. Тут можно без авейта написать. Пароль будет ругаться. Да, это в принципе логично. Поэтому я здесь чисто для него сделаю вот такую, для этой строчки конкретно выключу если. Вот, чтобы у нас не было всяких там проблем. Это можно допустить в этом случае, потому что, ну, мы просто, нам пароль здесь не нужен. Я хочу его просто убрать. Делать это с помощью других инструментов, это не так удобно и, ну, смысла в этом нету, если есть более простой инструмент. Поэтому просто пароль выкидываем как бы отдельно, юзера забираем. Все остальное, кроме пароля, мы забираем в юзера. Ну, в принципе, все готово, касаемо логина, да, но понятное дело, что это пока что еще тоже ни о чем. Нажимаем, видишь, юзера пока нет в системе. Нам нужно сделать регистрацию. Без регистрации мы как без рук, то есть мы не можем никуда дальше двигаться. Давайте сделаем регистрацию. Я скопирую все то же самое. Регистр, отлично. Здесь мы оставляем неизменным все. Дальше мы подключаем первую строчку. Мы берем юзер сервис, опять же, get by email и проверяем email. То есть это нужно для того, чтобы у нас не было регистрации по одному и тому же email, чтобы если один аккаунт уже есть на этот email, что второй нельзя было зарегать. Дальше проверяем. Если уже такой пользователь есть, да, то мы тогда говорим, что уже юзер существует непосредственно. Тут можно на другое название перемены, на самом деле я давно его использую, можно на другое написать, более правильно будет. Опять же, делаем то же самое. Вот как мы делали здесь, да, только мы здесь валидировали, а здесь мы в юзер сервисе должны создать метод, который будет позволять нам создать. Почему, повторяюсь, ребят, почему мы выносим в отдельные методы в юзер сервисе? Мы же могли просто взять здесь, сделать, допустим, подключить здесь призму и напрямую написать this призма, create, юзер и так далее. Мы могли бы так сделать в любом файле абсолютно, но тогда была бы мешанина и не было бы четкой структуры кода. Должно быть все прям четко по полочкам разделено. То есть, если мы работаем с юзером, мы берем юзера только из юзер сервиса. Если мы работаем там с таска, берем только из таск сервиса. Не должно быть такого, что мы берем призма сервис и просто напрямую обращаемся к таблице юзера условно. Такого быть не должно, это в корне неверный подход. Вот, но опять же повторюсь, дальше мы его будем чуть нарушать, этот подход, но в продакшен так не делайте. Я буду нарушать его в рамках, опять же, экономии времени. Некоторые кейсы были, где я чуть этим правилом сэкономил время, скажем так. Поэтому в продакшен делайте, как я сейчас делаю. То есть, если относится к юзеру, берите юзер сервис. Если относится к таску, берите таск сервис. Здесь мы это тоже импортируем обязательно. Здесь, опять же, мы эту строчку просто вот так сделаем, чтобы она нас не ругалась. И, в принципе, нам осталось только создать с вами наш метод create. Переходим в юзер сервис, опускаемся чуть ниже и создадим наш непосредственно новый метод. Значит, создаваться он будет на основе DTOшки, AUVDTO. Здесь, в принципе, все логично. Итак, сначала я предлагаю создать нам объект нашего пользователя непосредственно. ConstUser. В нем будет E-mail, DTO, E-mail. Name такой. Это вы нас спросите, Макс, а зачем ты создаешь отдельный объект? Почему ты просто DTOшку не закинул сразу целиком и ее не записал? Потому что DTOшка у нас в себе хранит пароль. Но нам же пароль нужно захешировать. Мы не можем целиком пароль записать в базу данных. Нам нужно его захешировать. Поэтому делаем такой объект. Вот как раз-таки пароль awaitHash. Указываем пароль, и он тем самым будет хешироваться. А дальше мы указываем непосредственно сам метод. Да, то есть this Prisma User Create. Data User. И вот этот юзер мы кидаем сюда непосредственно. Все. На этом готово. Это мы импортируем из Argon2. Это мы делаем асинхронным. Сохраняем. Все, метод готов у нас. Так. Ну, смотрите. В принципе, все готово. Плюс-минус. Опять же. Давайте создадим еще себя отдельно непосредственно для регистрации. Тут напишем регистр. Регистр. Здесь напишем регистр. И здесь тоже напишем регистр. Но это не все. Спойлер, да, небольшой. Это не все. Но мы сейчас это протестируем. Если оно все работает, я вам покажу дальше. Может быть, внимательный из вас заметит, чего нам не хватает здесь. Endpoint'ы у нас все на месте. Ну, чего-то не хватает. Точнее, не хватает даже парочку endpoint'ов. Вот. Если не догадались, ничего страшного. Я потом вам расскажу. Давайте пока протестируем то, что мы имеем в данный момент. Так. Дублирование работает у меня. Дубликейт реквест. Отлично. Регистр. У нас прям красивая максимальная схема будет. Напомню, схему можно будет скачать по ссылке в описании именно в нашем хранилище. Она вам ничего такого не дает, никаких бустов. Да, весь исходник, напомню, будет бесплатно доступен вам, если в телеге наберется 6200 подписчиков. В телегу выложу исходник абсолютно бесплатно, да. Но при этом вот такие всякие нюшечки, они будут только для тех, у кого есть премиум подписка на нашем сайте. Мне кажется, это прям идеальное разделение. Говорил в начале ролика об этом. Не знаю. Не сочтите это за рекламу, да. Это просто, ну, я хочу сделать приятные ребята, которые нас поддержат на платформе. Кроме обучающего материала, хочется давать им какие-то еще сверху плюшки. Вот это будет одна из таких плюшек очень приятных. Поэтому привет всем ребятам, кто помог нашей компании и поддержал наш образовательный проект. Вот, поэтому схема будет выложена именно в премиум хранилище. Логин, регистр, значит, да. И здесь мы делаем регистр. Все, здесь оставляем те же самые поля. Нажимаем send. Регистрация прошла успешно, как видите, да. Но сейчас что происходит у нас? Будьте внимательны, да. Что происходит? Мы зарегались успешно. У нас вот создался юзер, да. У нас есть access token, refresh token, да. Проверим логин. Все, тоже, да, у нас работа. Все, мы смогли войти в систему. Но что-то здесь не так, да. А что не так? А не так то, что, в принципе, если смотреть наши старые проекты, допустим, Amazon 2.0, YouTube 2.0 и так далее, я раньше достаточно простенькую авторизацию делал. Да, я ее делал с двумя токенами, но она была простенькая. Здесь же мы делаем достаточно сложную же авторизацию. Ту авторизацию, которую обычно люди за деньги продают. Я же, в свою очередь, делаю абсолютно бесплатно ее на YouTube. Здесь, что важно понимать, refresh token вообще не должен быть в баде, который мы получаем. То есть в ответе от сервера мы не должны получить refresh token прямо в теле. Мы можем получить от CS token, да, он у нас такой не особо важный, как бы, то есть он важный, но он быстро кончается, если его даже вдруг как-то украдут, мы с этого ничего не потеряем, скажем так, да. А вот refresh token уже более важный токен, который мы должны спрятать. Так вот, чтобы его спрятать, мы должны его отправлять не в обычном вот эту баде, да, а должны отправлять непосредственно через серверные cookies, чтобы он был в разделе cookies. Вот здесь он должен у нас находиться, в разделе cookies. То есть прямо через серверные cookies. Он должен цепляться к запросу, и мы должны его там и получать непосредственно. И потом, когда мы обращаемся на переобновление на CS token, он должен также в запросе цепляться и переобновляться. Вот, в принципе, такая методология получается. Так вот, давайте этим займемся. То есть нам нужно первое, что сделать, удалить его отсюда, ни в коем случае здесь его не отдавать. А второе нам еще нужно сделать, отдать его параллельным путем, но уже добавить его в запрос, как бы кинуть. Вот такая история. Давайте этим займемся. Для этого нам нужно писать парочку методов, которые будут первый метод добавлять, второй метод удалять. Вы нам спросите, Макс, а зачем удалять? Если ты его добавил, зачем удалять? Все очень просто. Теперь при такой конфигурации, если мы делаем сложную авторизацию, когда у нас есть два токена, access и refresh token, мы, когда делаем выход из системы, мы обязаны сделать запрос на сервер. Потому что иначе у нас refresh token не почистится. Чтобы очистить refresh token, нам просто уже отправить запрос на его якобы удаление. На самом деле удалять мы не умеем, ну как бы нет такой возможности удалять куки серверные, мы можем их только обнулить по дате. То есть мы можем их как бы сделать просроченными, и тогда они будут нерабочими. Вот только так можем сделать. Прям удаление функциональности такой недоступно. Вот такой небольшой спич на эту тему. Надеюсь, вам все было понятно, и более-менее, короче, вы все поняли. Опускаемся чуть ниже. Итак, мы создали метод atRefreshTokenToResponse, то есть мы добавляем refresh token к нашему ответу от сервера. Значит, здесь мы получаем респонс. Сам по себе, да, респонс это прям от экспресса у нас на базе экспресса. Да, если вам, кстати, интересен, ребята, опять же, на сайте интенсив по Fastify, напишите также в комментах, это такая более серьезная история, чем экспресс, да, и она более, ну, короче, более серьезная, больше выдерживает и так далее. Это как Postgres в мире баз данных, допустим. Да, поэтому по Fastify тоже, наверное, заснимем какой-то проект для сеньоров. Посмотрим, посмотрим, опять же. Короче, мы берем респонс, да, ответ сервера и refreshToken, refreshToken, да, который мы будем непосредственно записывать. Так вот, что мы здесь производим, какие манипуляции мы производим? Смотрите, значит, мы производим следующие манипуляции. Во-первых, мы указываем дату окончания. Мы берем текущую дату, и дальше к этой дате мы с помощью метода setDate добавляем определенную дату, то есть мы указываем getDate, и указываем здесь количество дней, когда будет заканчиваться refreshToken. Оно у нас будет являться переменной внутри этого класса. Сейчас мы это сделаем. Дальше мы отдаем, то есть респонс, куки, тут будет название нашей куки. Опять же, я это выношу в отдельную перемену, чтобы это была полноценная константа, как и здесь. Передаю датчик, то есть название куки, что будет лежать в этой куки, и ее опции, ее настройки. Тут очень важно, на самом деле настройок очень много, и эти настройки, они невероятно важны. Это как работа с корсами, это как вообще, ну, очень важная штука. Потому что без этого, без вот всех этих составных частей, у вас просто потом не будет работать, вы будете писать в чатах о том, что у меня не работает. Здесь очень щепетильная тема, на самом деле, да, и вот с привязкой куки в запросе очень все сложно. Она может привязаться, может не привязаться, и ты потом будешь долго думать. Ну, то есть я когда тему изучал первый раз, я месяцами мог разбираться, потому что я просто не понял, почему ты не вяжешься. И в какие-то времена я даже не смог к этому прийти в один момент, да, и я перешел на более простую авторизацию, потому что у меня просто не получалось, я не понимал, в чем смысл. Вот сейчас я вам доношу эту правду и доношу, как это вообще работает. Лайк за такой высокий уровень контента. Соответственно, опции следующие. Первая опция указывает, что это именно куки будет серверная кука, что она не будет обычная кука, она будет именно серверная кука. HTTP only cookie. True. Дальше. Домен, к которому будет идти привязка localhost, у нас это локальный домен. Здесь для продакшена указывается другой домен непосредственно, да, лучше из инвишки забрать, вы это уже делать умеете. Дату окончания указываем этого токена. Далее. Secure true я ставлю, да. Ну, я уже написал true в продакшен, в принципе, можно это убрать, я и так написал true. Собственно, это, то, что эта кука будет HTTPS, то есть, то, что она будет secure, защищенная максимально. И последнее. Same side я ставлю non. Да, здесь я написал в комментариях, что если вы используете продакшен, лучше ставить себе lux вариацию. Lux это, можно почитать более подробно, сейчас у меня, к сожалению, такой возможности нету. Давайте респонс подхватим. Видишь, оно не оттуда его взяло. Вот отсюда берем. И можно почитать. Вот как видишь, да. У нас может быть non, lux, strict. Strict это очень жесткое ограничение, там буквально должен домен сходиться полностью. Lux это, по-моему, вы можете на поддоминах это использовать, то есть, когда у вас один домен, и все поддомины к нему также работают, вот. А non это вообще без проверки, вот. Это адекватно для development мода, но для продакшена это плохая история. Поэтому для продакшена используйте lux. Все, сохраняем. Теперь эти две штучки создаем вверху. Вот здесь я хочу их создать, чтобы они у нас красивенько здесь висели. Даже может, давайте выше, даже до конструктора, наверное, можно это сделать. Хотя будет не так, наверное, красиво. Ну, давай, давай здесь прям сделаем. Значит, дата окончания рефреш-токена, один день он будет действовать только, да. И рефреш-токены будут рефреш-токены называться. Вот и все. Вот, ребят, это очень важно занести в константу именно, потому что много было кейсов, когда у вас происходит путаница, да, и за счет этого, из-за того, что это обычная строка, вы можете случайно тот символ поставить, и потом у вас все работы не будет. Поэтому такие штуки очень важно занести в константы. Вот и все. Теперь давайте напишем такую же функцию, только для удаления куков. Тут все абсолютно то же самое, рефреш-токен, только мы просто очищаем. Те же самые настройки. Опять же, настройки можно вынести в отдельную опцию еще, если вам это нужно будет сделать, да, скажем так, на ваш вкус и цвет, опять же. И все, что мы делаем, все то же самое, только обнуляем просто дату. Вот и все. Как я и говорил, у нас нет функциональности по очистке куки, у нас есть функциональность только по обнулению по дате, чтобы они просрочились. Вот и все. Теперь переходим в наш замечательный AUF-контроллер, проработаем немножко с ним. Значит, нам нужно сделать endpoint, который будет, во-первых, здесь сейчас, да, привяжем. Во-вторых, нам нужно сделать endpoint, который будет позволять нам переобновлять нашу куку. Когда мы туда отправляем запрос, на фронте мы будем это делать, да, мы переобновляем наши куки с помощью рефреш-токена. Итак, давай сначала поработаем здесь с логином, да, допустим. В конце, значит, будет отдаваться у нас непосредственно response. Тут берем const. Тут, смотрите, что мы делаем. Away, да, забираем из него рефреш-токен, а все остальное мы оставляем. Все остальное у нас будет идти как раз таки в нашем респонсе. Вот, response. Вот. А дальше, что мы здесь делаем? Мы выбираем this, auf-service, addd-refresh-token-response, передаем сюда непосредственно рефреш-токен, но первым аргументом мы должны передать непосредственно сам response от экспресса, чтобы мы к нему привязались. То есть, response в экспрессе — это ответ от сервера. Как его получить? Берем здесь собачка response. Здесь очень сейчас будет важная тема, ребят. Крайне важная тема. Я пока здесь напишу эту всю историю response. Будьте внимательны, что тип — это именно от экспресс-библиотечки. Не забывайте, потому что тоже с теми бывают ошибки у новичков. А вот здесь очень важная тема, на самом деле. Давайте здесь пока передадим. Тема невероятно важная. По какой причине? По той причине, что я с этим промучился, ну, не знаю, наверное, где-то недели две, может быть. И эта проблема у меня возникла первый раз, когда я мастер-класс, по-моему, подготавливался к мастер-классу. И я не понимаю, почему она возникла? Раньше такого не было. На мой взгляд, сейчас, что я думаю, наверное, Next как-то обновился, и с каких-то времен эта штука, теперь он в ней нуждается. Короче, в чем смысл? Тут изначально заложена такая история, что если вы, вот как я сейчас делаете, да, у вас работать не будет. Я уже не помню, что там будет происходить. По-моему, просто кука не будет вязаться, если я ничего не путаю. По-моему, да, куки просто не будут привязываться и нормально не будет читаться. Что-то в этом формате было. Почему? Потому что если вы делаете так и вручную работаете с респонсом, вот, то есть, а вручную работать с респонсом значит, что вы ему назначаете куки какие-то условно, да, то вы не можете вернуть тот же самый респонс, потому что Nest его возвращает по-своему. У него свои технологии на эту всю историю есть. Чтобы вам вернуть и сказать Nest, что вы сами будете работать с ответом этого эндпоинта, вам нужно указать здесь очень важную строчку. Настройка называется path-throw. Вот, наводите на нем, видно, да, что? То, что вы будете отправлять в ручном режиме road-handler, да, то есть, вы не будете юзать нативный ответ, который он с вам предлагает, а вы будете сами управлять вашим ответом. Вот в таком случае у вас все будет прекрасно работать. Вот на этом моменте, на этом свойстве я потратил около двух недель, наверное, вам аду я сейчас, ребят, просто за какое-то короткое количество времени. Ну, реально годная информация получается. По регистрации теперь, по регистрации абсолютно все то же самое. Давайте просто скопируем, вставляем сюда. Здесь регистрация где у меня? Вот здесь копируем. Здесь мы вставляем, копируем, тоже вставляем. И в конце тоже вставляем. Вот таким образом у нас получается уже регистрация только. И еще два эндпоинта давайте сделаем. Первый эндпоинт это именно на обновление токена, а второй на логаут. Сразу нандеем на логаут, чтобы к нему не возвращаться потом. Тут все будет очень просто. Пост запрос на логаут, асинк логаут. То же самое делаем здесь с респонсом, только мы в ответе this, our service, remove, refresh, токен, респонс. Здесь просто отдают true. Вот и все. Ну, то есть просто обычный токен на очищение. Теперь давайте, ребят, создадим с вами непосредственно метод для создания новых токенов. Он будет открываться по login. Slash.Accessing.token. HTTP.200. Get new tokens. Что мы делаем? Во-первых, мы отдаем респонс также, а вот в аргументах получаем реквест. Здесь был респонс, здесь уже нужен реквест. То есть именно работать с запросом. Сейчас объясню почему. И получаем наш респонс замечательный. Дальше. Вот реквест нужен для следующего, чтобы мы получили с вами наши куки и проверили, а есть ли в них на самом деле refresh токен name или нет. Для чего? Чтобы мы в этом сравнили. Если refresh токен name нет, ну, если вот refresh токен у нас нет в запросе, то мы, во-первых, его очищаем, а во-вторых, мы говорим, что refresh токен не был прокинут. Вот. Дальше. Если же он есть, мы берем get new tokens и с помощью refresh токена его успешно обновляем. Дальше мы добавляем новый refresh токен в запросе, как обычно. Да и в принципе все. В принципе все. Сохраняемся. Импортируем все, что у нас не импортировано. Missing imports. Здесь get new tokens почему-то у нас нету. А мы что ли забыли про писать или что? Так, реквест не забываем с экспресса взять. Видите, он ругается, потому что я не оттуда взял. Так, а что с get new tokens? Мы что, забыли с вами сделать метод такой замечательный? Давай мы его тогда здесь опишем, здесь чуть ниже опустимся. Да, ребят, делаем все то же самое, что делали выше, только он все получает refresh токен. Дальше. Result. Мы верифицируем, что это верный refresh токен с помощью GVT, да, verify async. Асинхронно мы его верифицируем. Дальше. Если результата нет, то значит токен невалидный, он неправильный. Значит, нам отправили какой-то фейковый refresh токен. Человека мы выкидываем, все, мы ему ничего не обновляем, все, он выходит из системы автоматически. Если же все отлично, мы получаем, тут помните, у нас хранится ID нашего юзера, мы получаем нашего юзера, опять же, пароль нам не нужен, получаем только юзера, и здесь мы создаем новый токен, опять же. Просто создаем новый токен, без авейта, потому что авейт здесь не нужен. Здесь, опять же, ESLint, ставим вот такое ограничение. Я именно ESLint мог бы глобально поменять, но я хочу именно здесь, потому что это свойство полезное в целом, но здесь оно просто не актуально. Вот и все. Давай тестируют, ребят. Теперь, если мы сделаем тот же самый логин, логинимся, видишь, здесь только access token, но, видите, появился бейджик определенный, бейджик. Все, у нас refresh token привязывается уже в формате куки. Manage cookie можно нажать, да, и вот наши куки уже привязаны успешно. Кайф? Ну, наверное, кайф, как мне кажется. Давай продублируем наш запрос. Значит, command D, он будет уже get new tokens. Так, а как там, подожди, давай мы будем этот, login slash access token. Будем все правильно делать, чтобы у нас было конкретное понимание. То есть, мы конкретно здесь пишем сам путь, чтобы нам было понятно, как к нему обращаться сразу же. Так, здесь делаем api.auf, login и access token. Здесь у нас JSON никого не будет. Nobody. Попробуем сделать. Оп, получилось, да? Почему получилось? Потому что у нас, если посмотреть хедеры, так, здесь мы не увидим, скорее всего, куки. Вот, manage cookie. У нас куки уже автоматически привязались. То же самое будет происходить и в браузере. То есть, после того, как мы их отсюда залогинились, куки вяжутся в браузере автоматически. Как видите, мы их никуда не прокидываем. Не здесь, не здесь. Их вообще нету, этих куки. И в хедере тоже их нету. Они есть просто в куках. Ну, то есть, они по факту в хедере, да, просто они отображаются здесь. Что мы видим здесь? Дата окончания. То есть, это вот буквально получается один день как раз таки, да? Потом, вот value, refresh log, domain, put и так далее. Вот такое у нас кука получилось. Все. И она автоматически вяжется к каждому запросу. За счет того, что мы правильно настроили наш backend. Привязалась. В ответе получаем новую куки. Вот она опять переобновилась, эта кука. И получили новую CS token. Кайф. Я считаю, что полнейший кайф. Давайте теперь сделаем то же самое, только для логаута. Логаут, то же самое. Тут ничего особо не меняется. Логаут просто делаем. Ин отправляем. Все true. Кука успешно удалена. Если нажмем manage cookie, видим, что она абсолютно обнулена и она больше не работает. С авторизацией, ребят, мы, получается, что закончили, наверное, можно и так сказать, да? Можно переходить дальше. Дальше будем переходить к юзеру и реализовать непосредственно самого юзера. Нам нужно реализовать теперь юзера. У нас он уже готов, на самом-то деле, да? То есть основные какие-то истории готовы. По той причине, что мы с вами, помните, генерировали не так давно. Давайте удалим entities. Нам она не нужна. Не нужно, потому что у нас и так есть схема. Да, это уже готовая история. UserController, UserService, UserModule и также DTOшечка. Все это у нас готово. Давайте теперь что сделаем? Давайте теперь перейдем в UserModule. Так, здесь у нас все, в принципе, готово. Призмочка подключена. Это все отлично. Ну, давай начнем-то с UserService, а точнее начнем с DTOшки, наверное, да? Будет более правильно начать. У юзера, как таковой, DTOшки она будет, да? Она будет для чего? Для настроек. То есть у нашего юзера будут определенные настройки. Поэтому давайте мы... Я отсюда ее удалю, потому что хочу здесь создать без папки. Но вообще лучше папку делать, потому что обычно DTOшек бывает там 2-3 штучки, а то и больше. Поэтому папку лучше делать DTO на будущее чисто. Ну, в этот раз мы обойдемся без нее. Значит, смотрите. У нас будет настройка следующего формата. По большому счету мы просто переписываем только в формате класса вальдатора все вот эти вот истории, по большому счету, да? Давайте этим займемся. У нас будет отдельный. Я хочу сделать класс для Pomodoro Settings, для настроек нашего таймера. И отдельный класс сделать для основного профайла непосредственно. Давайте займемся. Собственно, сейчас сделаем класс для Pomodoro. Итак, создаем класс Export Class Pomodoro Settings To Do. Далее мы создаем первое поле. Это WorkInterval. Здесь, что важно указать. Это поле опциональное. То есть оно может быть передано, может быть нет. Потому что у нас все равно в базе по умолчанию есть значение. Вот оно, 250, да? Дефолтное значение. Поэтому они не обязательно. Даже здесь мы это пометили. Можно не передавать. И минимальное значение 1. То есть рабочий круг может быть только 1. Ну, скажем так, минимальное значение 1. BreakInterval 1 минута тоже, да? То есть не может быть меньше 1 минуты. Понятное дело, почему, да? То есть и круг отдыха тоже не может быть меньше 1 минуты. Дальше. Сколько всего кругов может быть? Я поставил ограничение 10. Потому что так во всех приложениях стоит. И мне кажется, больше 10 это уже too much какой-то. То есть это слишком много. Под это и дизайн не будет подходить и так далее. 10 кругов это прям вполне хватает. А то и меньше, да? Если брать время чистой работы, 10 кругов это вполне достаточно время. И все, в принципе, да? Это все мы импортим из библиотечек класс Валидатор. То есть здесь все понятно. Опциональные поля. Все абсолютно они могут прийти, могут не прийти. Это не обязательно поля абсолютно. Все они числового формата. Number. И все они имеют минимальное или максимальное значение. Вот и все. Меньше или больше этого значения не может быть. Еще один класс. Еще один класс уже непосредственно для пользователя, да? Что здесь интересно? Здесь интересно следующее. Мы экспортируем класс, да? И мы хотим, чтобы он экстендился на основе этого класса. Чтоб мы забрали те же самые поля, только уже в новый класс. Ну, то есть как бы их объединили. User.deo. Extends. И указывались непосредственно Pomodoro.settings.deo. Вот таким образом. Все. Мы экстендим. Теперь в User.deo уже содержат данные поля. Дальше. Дальше мы делаем e-mail. Делаем e-mail там. Ну и другие поля. В принципе, можно из ауфдтошки забрать на самом деле, да? Вот можно отсюда, в принципе, забрать. Они абсолютно похожи. Но на самом деле здесь... Ну, нет. Кстати, пароль нам тоже нужен. Без шуток. Пароль нам тоже здесь нужен. 100%. Только единственный момент. Да, мы здесь обозначаем, что эти поля опциональные. Абсолютно опциональные все поля. Почему так? Сейчас объясню. Давайте мы их все импортируем. E-mail опциональный. Name тоже строка опциональная. И PassPass тоже опциональный. Почему? Потому что, ну, мы можем менять не все поля. Мы можем поменять лишь часть полей. Нам не обязательно наменять все поля сразу же, да? Условно. Захотели поменять имя? Поменяли имя. Захотели только имя? Только e-mail, да? Либо там два из трех, к примеру, и так далее. Поэтому обязательно ставим везде опционально, чтобы у вас оно не ругалось. Все. DTO-шечка у нас готова. Это, по факту, наша страничка настроек. А дальше описываем наш сервис. У нас уже есть раз, два, три метода уже присутствуют здесь. Осталось писать другими методами. Так, давайте на основе метода create сделаем метод update также. Здесь мы что делаем? Мы просто берем ID-шник в качестве аргумента принимаем. Также DTO-шка. Только здесь было AUVDTO, а у нас, понятное дело, UserDTO. Потому что это создание идет. Создание можно с меньшим количеством полей, да? А это именно обновление идет. Дальше. Дату мы присваиваем к DTO-шку, к дате. Почему так? Потому что я хочу ее потом перезаписать. В случае, если, допустим, пароль у нас будет, то есть пароль может прийти, может не прийти. Если он пришел, то мы его хешируем по новой, да? И перезаписываем. Если же нет, я не хочу, чтобы у меня пароль перезаписывался. Поэтому вот это очень важный момент. И все. И просто обновляем. То есть, а как и происходит обновление в Prisma? Из Prisma User Update указываем, что обновляем. По ID-шнику ищем, да, элемент. И дальше дату передаем, который нужно обновить. Все. Вот такое обновление у нас сработало. И все абсолютно нормально. И как в Create. Все очень просто. То есть, Prisma этим и славится. Она очень простая по своей сущности. ОРМ-ка в сравнении с другими, допустим. Так. Ну и давайте последний endpoint еще сделаем. Точнее метод, да? CreateUpdate у нас есть. GetByEmail. Давай прям здесь сделаем. Значит, AsyncGetProfile. В чем его будет разница от обычного GetById? Сейчас объясню. Просто AsyncGetProfile. ID-стринг, получается, да, ID-шник. И мы по этому ID-шнику, с помощью уже, который мы заранее создали метод GetById, получаем нашего юзера. Получили, в профиль записали. Все. Но на самом деле не так уж все просто, да? Потому что у нас еще в приложении, помните, есть статистика. И эта страничка, она тоже должна откуда-то брать данные. То есть, мы должны сейчас написать вам свою статистику по факту. Потому что, ну, она достаточно примитивная, простенькая. Вообще, конечно, в больших продакшн-проектах под это делают отдельную сущность, да, статистики. Но в нашем проекте он очень маленький. У нас будет всего 4 поля статистики, поэтому я предлагаю прямо в GetProfile вывести нашу статистику. Давайте этим займемся. Мы получаем сам профиль, во-первых, да? Теперь мы выводим всю статистику. Первое, что у нас будет, это сколько всего задач у нас в целом, да? Const, Total, Task. Просто берем Profile, Tasks, Length. Все. И именно для этого случая, в том числе, мы брали вот здесь и IncludedTask, чтобы Tasks у нас тоже были. Это мы взяли. Дальше что у нас будет? Дальше у нас будет сколько выполненных задач? Completed, Tasks. Именно выполненных, сколько задач. Тут уже берем Await. Как я говорил, вот здесь мы уже будем пренебрегать теми правилами, о которых я говорил заранее. То есть здесь мы уже напрямую обратимся, сейчас здесь призма, и обратимся к Таскам. Хотя так делать не стоит, но мы в этом случае, я позволю это сделать, чтобы не геморроиться, не бегать там в Таск-кервисе, что-то не дописывать условно. Но на продакшене это очень сильно карается, поэтому будьте внимательны. Отлично. Where? И здесь мы указываем непосредственно ID, а точнее user ID должен быть ранен нашему ID. Вот. То есть мы нашли и ищем количество, да? Кроме этого, мы должны также взять только те, у которых из Completed True, то есть они выполнены. Все, да? То есть мы подсчитали количество элементов, выполненных именно от этого юзера. Отлично. И еще два поля осталось у нас. Они более-таки, знаешь, интересные. Это поля дневные, сколько в день задач нам нужно сделать, и сколько на неделю задач у нас распланировано в целом. Для этого нужно работать с датами. С датами нам поможет работать библиотечка, называется DateFNS. Мы ее в начале ролика ставили. Давайте мы ее, собственно, импортируем. Вот таким образом. Import StartOfDay и SubDays. IsDateFNS. Сейчас покажу, как это работает. Смотрите, значит. Во-первых, мы сейчас фиксируем нашу дату. Да, то есть дату, которую потом будем использовать при создании запроса в Prisma. Today. TodayStart. Здесь мы пишем StartOfDay и указываем просто NewDate. Все. Тем самым мы получаем дату сегодняшнего дня. Это понятно. А теперь WeekStart, когда стартует неделя непосредственно. Здесь мы пишем StartOfDay, то же самое. Дальше мы указываем здесь SubDays. Вот, можно почитать, что это значит. Оно у нас, так, есть описание какое-то, нет. Ну, короче, да, сколько там дней осталось условно. Поэтому берем SubDays. И здесь берем то же самое NewDate. NewDate. Только здесь настройку еще указываем. Так, NewDate выполняем обязательно. И семерочку указываем. Вот, семь дней. Семь дней сегодняшнего дня, получается. Это будет недельная задача. И все, теперь составляем запросы const TodayTasks равно Await. Берем абсолютно то же самое. Также все выискиваем, все, что нам нужно. Только Complete мы убираем отсюда поле и добавляем поле createdEd, когда они были созданы. И созданы они не были. Ставим GTE обязательно, да. И дальше указываем TodayStart.getTime. Точнее, не GetTime, а ToEsoString. Вот так указываем. Все, по факту. Так, это мы убираем лишнее. Все, это готово. То же самое делаем для WIC. WIC. Сейчас я объясню, что такое GTE. Кто не знал, просто. Или GTE, как правильно сказать, не знаю. TaskStack это взяли. Это взяли. Здесь то же самое. Только здесь мы берем уже WIC. Вот так. Вот. Ну и в конце просто красивенько это все отдаем. Я отключаю, опять же, помните, ESLIN, потому что паспорт будет ругаться. Я не хочу пароля давать, поэтому паспорт я убираю отсюда. Здесь забираю остатки юзера. Закидываю сюда. А здесь как будто в формате массива. Почему в формате массива? Потому что мы хотим вывести массивом, чтобы этот цикл сработал и было все красиво. Поэтому я беру, делаю цикл. Ну, массив делаю. Потом в дальнейшем сделаем цикл на фронт-части. Лейбл. Это будет лейбл непосредственно, да. То есть его название этого блока статистики. И value будет, что, какая у него будет цифра условно, да. Там total, total, complete, complete и так далее. Косема GTE. Смотрите, где об этом почитать можно вообще, да. Давайте я покажу вам об этом документацию непосредственно. Ну, собственно, вот здесь можно посмотреть объяснение, да. Смотрите, GTE, что значит? Тут просто GT объяснение, да. GT значит greater than. И если мы добавляем в конце i, то значит equal еще. То есть оно больше либо равно. Если просто LE идет, да, либо LTE. То есть там меньше или равно. Понимаете, да. То есть вот в чем нюанс. Правда, greater я не помню, как переводится по-английски. Давайте посмотрим. Большой. Да, то есть он переводится как more. Ну, короче, такая ситуация. Будете перезнать. То есть LTE это меньше либо равно. GTE это больше либо равно. Если просто LT, то это просто меньше. Если просто GT, то это просто больше. Вот такое простое висение. Мне кажется, это нужно было поднять эту тему, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Ну, вот, собственно, статистика на экране, вот в видео, да, которую мы сейчас реализовывали. Теперь переходим в контроллер и опишем парочку endpoints непосредственно, которые нам потребуется. Здесь предлагаю, на самом деле, контроллер поменять и добавить просто профайл, так как это в основе работы с профилем. Я предлагаю таким образом сделать. Мне кажется, так будет максимально правильно в этом случае. Но вы сами URL указывайте, какое вам будет виднее и лучше. Здесь что у нас идет? Я уже решил встать, ребят, просто чтобы сэкономить время. Мы это с вами уже делали, ну, миллион раз до этого момента. То есть, как бы, ничего нового здесь нет абсолютно. Возвращаем, опять же, сервис get profile, берем текущего юзера, у него берем айдишничек, вешаем декоратор авторизации, потому что мы хотим, чтобы запрос у нас был авторизированным. Помните, мы декоратор, что мы создавали в этой части, вот, готовы полностью. Дальше берем get, да, это get по запросу, путь запросу, понятно, здесь get на получение, путь на обновление и так далее. 200-й код, валидация входных данных, вот он DTO-шечка и, в принципе, все. Давайте все это дело импортируем и на этом готово, собственно. Давайте тестируем. Так, у нас есть профайл и апдейт профайл, погнали. Что-нибудь продублировать бы, да, давай напишем, что это будет у нас профайл, даже вот так, наверное, сделаю, да, потому что будет папка профайл. Так, user profile, хорошо, это сюда мы вставляем, переносим, готово. Вот, открыли user profile, тут я поставил просто слэш, чтобы было понятно, что это такое вообще в целом, да, наверное, вот так будет. Ну да, здесь только слэш поставить, если так будет лучше. Так, открываем эту историю, user profile, значит, API, значит, здесь делаем user profile. И прям по корневому адресу. Делаем get запрос, это мы все убираем, но не надо. И отправим запрос, пытаемся отправить. Так, видишь, не авторизирован, потому что мы куки не назначили. Вернемся сюда, залогинимся в систему еще раз повторно. Залогинились, копируем отсес токен, очень важная история. Мы можем его руками вставить сюда, допустим, сюда идем, bearer token, вешаем токен, да, и пишем здесь вот такой наш токен. Сендим, все отлично работает, да, как видишь. Не то чтобы это круто, потому что каждый раз копировать токен не хочется. Поэтому переходим здесь, base environment, вот сюда в настройки, и вставляем здесь токен. Токен. Вставляем, сохраняем, теперь здесь вот тоже можно инсталлизировать. Вот, берем токен, все. Опять, отправим запрос, так же работает. Теперь у нас в одной переменной все лежит, мы можем это переиспользовать много и много раз. Здесь получили, вот наша статистика вывелась замечательная, вывелись наши данные. Какие-то определенные, видишь, без пароля, как мы и хотели, все прям шикарно. Теперь давайте обновим нашу статистику, точнее, наши настройки в целом. Новое создаем, давай продублируем, просто здесь напишем непосредственно settings. Так, подожди, у нас не settings, у нас тоже, по-моему, по корневому адресу, да, идет? Да, по корневому адресу, тогда просто тоже корневой, но уже будет put-запрос. Отправляем, смотрим. Ага, отправился, потому что у нас опциональные поля стоят, они могут не меняться, поэтому отправилась, да. Правда, здесь приходит тоже некрасивый пароль, я бы его, может быть, отсюда вытащил, забрал бы, на самом деле. Давай мы подредактируем немножко, так, update. Вот здесь можно сделать такую штучку, значит, запятаем. Так, вот select, и тут можно выбрать, что нам будет возвращаться. В принципе, на самом деле, жалко, что в призме нет возможности убрать лишь одно поле, это неудобно, на самом деле, да. И поэтому с вами до этого мучились, да, там, вот эти все дела делали. Но при этом, на самом деле, мы можем просто выбрать поля, которые нам нужны будут. Вроде бы во фронте нам эта история не так сильно важна, по-моему, вообще не важна, на самом деле. Поэтому можно выбрать только то, что нам нужно. Допустим, там, пусть только имя вернет, или там, пусть только вернет e-mail, условно. Вот. Так, ну и можно статистику, да, какой-нибудь вернуть. Ну, я так сохраню, наверное, вот. Все, вижу, теперь вернул только два поля. Окей, давай обновим теперь нашу статистику непосредственно. Идем сюда. JSON. И я хочу вновить только имя. Пишу name. Name будет у нас max. Red group. Обновляемся. Вот, max.red group обновился. Все. Можно полностью получить наш профайл. Нажимаем сюда. Вот, получаем, видишь, имя обновилось. Все. У нас все прекраснейшим образом работает. Ну, все, касаемо юзера, у нас все готово, ребят. Идем дальше. Окей, ребят, мы с вами сделали юзер и авторизацию. Теперь нам осталось, ну, еще достаточно много делать, в принципе, но не так уж прям много. Наверное, половинку бэкэнда мы уже закончили с вами. Нам нужно, я думаю, сделать непосредственно таски, потом тайм-блоки и потом сессии. Вот, я думаю, это основное, что нам нужно сейчас сделать, какую работу нужно будет проделать. Поэтому давайте к этому, собственно, приступим. Ну, смотрите, здесь два варианта есть нам, да, либо мы сейчас с вами создаем вручную все, да, либо мы с вами делаем через генератор, ну, через Nest SLI. Я думаю, что мы в этот раз сделаем вручную, наверное. Так будет, мне кажется, получше. А потом мы с вами через SLI эту всю историю настроим. Вручную, собственно, вручную, вручную, вручную. Вручную, я думаю, что скопируем мы, наверное, e-user, больше мне так кажется, он нам более подойдет здесь. Покажу вам и такой вариант, и такой. Копируем, вставляем просто, да, и дальше пишем, собственно, task. Здесь будет чисто под задачу на вся эта история подходить. Все, это переименовываю быстренько, task. Тоже тут task. Ну, в task там DTO-шку, наверное, по-моему, там будет не одна DTO-шка, надо будет посмотреть task. Хорошо, task мы сделали с вами. Теперь их нужно подключить, это обязательно. Ну, и везде переименовывать еще внутри. Просто выделяем вот так, везде переименовываем, пишем task. Ну, плюс-минус опять же, да, то есть, понятное дело, что нужно много будет отсюда удалить. Я думаю, даже вот это все мы отсюда уберем. Тут сделаем task и тут просто сохраним. Хорошо, task-контроллер. Здесь быстренько task DTO. Это мы убираем, точно этого не будет. Просто покажу вам такой как бы fast-variант, как нам все скопировать и перенастроить. Так, это мы с вами убираем, там, скорее всего, этого не будет. Так, сохраняем, потом модуль. Тут все меняем. Task, хорошо. Тоже убираем. Так, здесь мы импортируем не забываем. Пока что не дает импортирую, потому что здесь не task. Меняем здесь. Так, все, что он ругается, мы удаляем просто. Здесь get by email у нас не будет. Get profile тоже у нас не будет. Такое нам не нужно. Create оставим. Это очень полезная штука. Полезная, но не до конца. Да, пока так я оставлю. Просто вот так сделаем и вот так. А здесь сделаем task. Оно будет сейчас, не будет сейчас работать. В любом случае у нас типы не сходятся. Но, тем не менее. Тем не менее. Так, это тоже я удалю пока. Хорошо. Плюс-минус, я думаю, пока что стоим таким образом. Так, здесь импортируем. Все. Вот за такую буквально, за минутку, за две минутки мы все с вами подменили. Все заменили. Есть ошибки, это понятно. Но, тем не менее, все прекрасно работает. Давайте начнем с DTO-шки. Входящие данные. Итак, DTO-шки есть по классике, ребят. Давайте я импортирую всю эту историю. Смотрите, значит, мы берем имя. Опять же, опциональная строка. Опциональная буллин значение. Выполнено, не выполнено. И дата. Тоже опциональное, тоже стринговое значение. Обычно строка. И последнее, очень интересно. Нам нужно сделать поле priority. То есть, приоритетность. И оно должно быть enam. Enam это, можно сказать, константа внутри TypeScript. Фиксируем. Как это делается? Очень интересно в валидации. Смотрите, давайте я импортирую. Вот в чем прикол призмы. Она, видите, нам сама подготовила полностью готовый enam. Можно перейти сюда, посмотреть. Вот наш готовый enam. Собственно, у нас есть опциональное поле. Но не обязательно абсолютно. Можно даже здесь поставить значок не обязательно. Дальше. Мы, смотрите, как проверяем. Is enam. Должно быть оно enam. И также transform. Я указу, да. Каждое значение должно быть. To lowercase переводим. Для того, чтобы мы в lowercase перевели. Потому что у нас приоритетность. Если мы посмотрим здесь. Она у нас везде с маленькой буквы. Это важно понимать, да. За счет того, что у нас маленькая буква идет везде. Мы должны перевести все в lowercase. Для того, чтобы правильно это все проверить. Вот такая деталь у нас получилась. Закрываем. Идем в task service. Так, это мы тоже с вами удаляем все. Это нам не нужно. Давайте удалим. Значит, сделаем на получение всех. Еще повторюсь, ребят. Я некоторое минуту буду просто вставлять и объяснять вам. Потому что у нас очень ограничено время. У нас проект очень большой. А мы до сих пор делаем backend, собственно. Поэтому нужно ускоряться. Нужно делать быстрее все. Здесь единственное, что меняется. Это мы вместо find first и find unic берем find main. Значит, мы получаем много task, в которых одинаково user id. То есть, получаем все задачи именно текущего пользователя. Вот и все. Создание. Создание мы делаем таким образом. Мы берем DTO-шку. Опять принимаем. Создание мы уже проводили с вами с юзером. Поэтому здесь для вас ничего нового не будет. User id получаем и DTO-шку. Создаем первую задачу. Значит, мы берем, прикидываемся, DTO-шку полностью. Вставляем здесь. И юзера мы с помощью утилиты connect подключаем юзера. Подключаем к юзеру с ID-шником вот таким вот. Все. То есть, мы коннектим юзера. Это позволяет нам делать, потому что мы в схеме с вами прописали связь определенную. Помните, у нас есть task. И она тут привязана с нашим юзером. Чтобы ее приконнектить правильно, мы используем connect. Вот так происходит создание. Обновление. То же самое. Только вместо обычной DTO-шки я беру эту же DTO-шку, только вызывая утилиту. Это утилит type называется, по-моему, да? Partial. Partial позволяет нам все, что мы видим в этом типе, перевести в опциональные поля. То есть, они будут необязательны абсолютно все. Это нам важно для обновления, потому что в обновлении мы можем обновить одно поле, можно обновить два поля, как угодно абсолютно. Также, например, task.id. То есть, ID-шник самой задачи, которую хотим обновить, и ID-шник самого юзера. Чтобы у нас замечился и ID юзера, и ID задачи. Чтобы мы не обновили случайно задачу другого юзера. Это мы все сделаем, сравниваем. Если оно да, вот да, то обновляем. То есть, здесь все, опять же, максимально примитивно и понятно. И последнее, это метод delete. Получаем task.id, вызываем метод delete, где ID равно task.id. Все, почистилось, почистилось. Вот так все просто происходит, ребят. Еще раз, что мы сделали? Получение всех, создание, обновление, удаление. Все, easy, easy. Вообще, backend в этом плане максимально легок. Вот в плане task ничего и сложно абсолютно нет. Теперь идем в контроллер, и все то же самое теперь напишем в контроллер. То есть, еще раз, сервис отвечает за логику, так называемый бизнес-логику, да? А контроллер отвечает чисто за то, чтобы отдать и получить. Здесь я путь сделаю следующего формата, не просто task, а user task. Потому что могут быть случаи, когда, ну, в будущем мы это продолжение будем масштабировать, и у нас, допустим, будет отдельная админка еще, к примеру, да? Поэтому этот контроллер я хочу посвятить чисто user task. Если что, потом его переименуем просто. Так, первый endpoint. На получение всех, get запрос делаем, get запрос. Авторизацию вешаем, обязательно без нее, нас нельзя пропускать. Берем текущего юзера и получаем все таски текущего юзера. Easy. Далее, касаемо создания. Делаем создание. Передаем в баде DTO-шечку, которую мы с вами писали вот здесь. DTO-шечка, вот мы ее писали. Берем текущего юзера ID-шника, опять мы это уже делали. Статус успешного запроса. Валидация. И передаем все это в сервис. Все. То есть, как видите, у нас контроллер отвечает лишь за получение данных и за их отдачу. Больше он ни за что у нас не отвечает. Это важно понимать. Так, тут уже чуть поинтереснее, ребят. Это обновление. Все то, что мы делали до этого. Только здесь еще один интересный нюанс. Мы хотим получить ID прямо в строке. Прямо в строке нашего endpoint'а получить ID-шник нашей задачи. То есть, условно, я хочу, чтобы был запрос следующего формата. User tasks. Slash. И, допустим, там, такой-то ID-шник, условно, да? Он его отсюда забирает, передает его вот сюда. Как он его забирает? Мы указываем здесь двое точь ID. И здесь пишем param ID ID String. Все. Мы его отсюда забрали. И передали дальше в сервис. И последнее, что мы делаем, это 200 статус успешного запроса. Delete. Авторизация. Param ID. Вот мы удаляем. Все. То же самое, что и выше, только уже Delete. Сохраняем. Теперь все это дело хочу протестировать в нашем инсомне. Давайте этим займемся. Я предлагаю продублировать, в принципе, вот эту штуку вообще полностью. Так, это request. А если я могу вот так сделать? Дубликат. Вот, отлично. Это у нас будет непосредственно user tasks. Так, давайте сначала первое, что мы делаем. Получим все задачи. Tasks. Фиксируем. Not found. Почему-то not found, потому что user tasks. Так, что я упустил? Смотрим сюда. А, мы забыли подключить, да? Мы все настроили, забыли подключить. Переходим в app module. И здесь подключаем. Значит, task. Модуль. Сохраняем. Закрываем. Отлично. Получаем. Вот, все. У нас ни одной задачи пока что нет. Хорошо. Здесь на обновление это понятно. То же самое сейчас я user task. Task slash. Да, мы сейчас это все дело укажем с вами. Но пока что перед этим я еще раз продублирую и напишу это как просто корневой адрес. Опять же, да? Это у нас будет происходить на пост, на добавление непосредственно. Так, добавление. Отправляем запрос. Ага, добавилось, да? Потому что у нас ни одно поле не является обязательно, поэтому это добавилось. И у нас имя уже было. Вот в чем нюанс. Имя уже было. Окей, хорошо, мы создали задачу, правда с именем Макс, ну ладно, не суть. Давайте ее отредактируем как раз таки. Задача успешно была создана. Копируем айдишничек. Идем в редактирование. Здесь я поменяю вот так, двоеточие айди укажу. Может, это было понятно. Тыкаем сюда. Вставляем. И давайте, например, поменяем на вынести мусор. Сендим. Все, вынести мусор обновилось. Теперь, если мы получим все свои задачи, вот они все получаются. И сейчас дадим еще одну давайте. Там, не знаю. Вот у меня недавно был ремонт айфона. Ремонт айфона, к примеру. Нажимаем. Создали. Идем сюда, смотрим. Красиво все работает. Если мы создали какое-то неверное, допустим, продублировали ремонт айфона. Вот. Мы копируем и попробуем удалить. Дублируем. Айди. И это все удаляем. Значит, мы фиксируем сюда. Делит. Слэш. Айдишничек. Джисон нам здесь не нужен. Удаляем. Все, успешно удалили. Идем сюда. Обновляем. Все, видишь, все удалилось. Идеально. Все, ребята. Мы оттестировали. У нас раз, два, три, четыре, четыре рендпоинта работают успешно. Все, бэкэнд по таскам готов. Вот так все очень быстро и вообще без каких-либо проблем. Я этому рад. Мы можем с вами переходить дальше. Дальше нам нужно реализовать таймблокинг. Это когда у нас были временные блоки, да, и мы их перетаскивали между собой. Вот. Давайте теперь эту сущность тоже реализуем. Предлагаю скопировать таск. Просто вставить, пишем таймблок. И все остальное тоже мы переименовываем быстренько. Таймблок. Так. Ну и давайте все быстренько переименуем здесь. Каждая сущность. Быстренько это все возьмем. Таймблок. Окей. Так. Ну и так дальше, короче. Все. Полностью переименовываем на нашу новую сущность. Таймблок. Кстати, для переименования, ребят, сейчас вам покажу очень крутой экстеншен. У меня настройка на канале была вискода, можете посмотреть. Я в начале ролика об этом говорил. Но очень крутой экстеншен для переименования. Смотрите, значит, он... Вот эта штука очень-очень крута. Я не знаю. Без этого я когда на WebStorm пересаживался, я прям вообще офигел. Это очень полезная штука. Вы выделяете все элементы с одинаковым именем, да. И если, допустим, где-то с маленькой буквы, где-то с большой буквы, где-то вообще апперкейс, он везде меняет под нужный регистр в конкретной ситуации. Максимально удобно. Так. Здесь таймблок. Да, давайте вот так, оп, сделаем. И модуль также... Итак, модуль готов. Контроллер, да, по-моему, остался. Да, здесь пишем таймблокс. Здесь мы меняем все. Таймблок. И сохраняем. Отлично. Это все у нас, в принципе, готово. Теперь мы идем в аппмодуль и сюда это все назначаем. Таймблок. Хотя можно было и не назначать, чтобы ошибок сейчас не было в консоли. Ну, ладно, пусть они будут. Они и так есть, в принципе. Хорошо. Теперь давайте начнем настроечку. Во-первых, начнем с дтожки по классике. У нас дтожки в этот раз будет две. Одна дтожка будет непосредственно... Сейчас я вам объясню, для чего. Одна дтожка будет для транзакции, а вторая для просто обычного создания. Для создания будет дтожка следующая классическая. Это поля. Мы уже все эти типы знают с вами. Это имя. Это цвет. Это duration. Длительность той или иной временного блока. И его порядок в очереди. Его очередность определенная. Сохраняем. Вот. Ну, еще одна дтожка. Вот почему папку. Да, я рекомендую создавать всегда. Потому что у нас дтожка обычно бывает много. Как и в этом случае тоже. Давайте создадим правой кнопочкой. Это будет называться update order dto.ts. Почему именно дтожку мы делаем? Потому что... Потому что, да, если мы с вами занимаемся передачей какой-то огромной пачки данных. К примеру, это массив. Мы его можем передать только в баде. Только в запросе. То есть в теле запроса. Мы не можем его передать через URL параметр. Вставляем. Здесь очень интересно. Смотрите. Нам нужно... Почему мы будем использовать транзакции в этом сервисе? Потому что нам важно. Мы получаем правильный массив. Правильный порядок в массиве с нашего фронта. Это с помощью библиотечки мы будем делать. Получаем, да. И нам задача наша проитерироваться по каждому элементу массива. И с помощью индекса обновить каждому порядок его в очереди. Вот такая интересная логика будет. Так вот. Нам нужно получить те самые ID-шники в правильном порядке. Чтобы их получить, мы пишем ID с ID-шники. Это будет массив строк. И на каждой итерации, то есть на каждый элемент у нас будет являться обычная строка. И стринг каждый элемент. И в итоге пишу, что это будет массив. Вот такая история. Переходим в сервис. И погнали, собственно, реализовывать с вами. Сервис, сервис, сервис. Значит, таймблок. Мы это все можем удалить. Хотя, ну давай удалим. Ладно, по чистому сделаем. В принципе, если вы будете с нуля писать, то лучше не удаляйте. И просто подредактируйте. Так будет быстрее. Так у меня параллельно написан уже готовый проект. То я могу быстренько копировать и сэкономить время. Вот, вы там уже по-своему делаете. Значит, получение всех. Мы получаем юзер-иде, опять же, и по нему получаем всех. Единственное, я указываю здесь порядок, да, определенный. Порядок указываю, сортировка по ордеру будет идти. И именно в формате ask. То есть есть desk, есть ask. Короче, в одну либо в другую сторону. То есть нам нужно именно в таком порядке. Далее делаем создание, как в принципе везде. Опять же берем DTOшечку, разворачиваем и вяжем с юзером. Вообще абсолютно то же самое, что у нас было в предыдущем таске. Абсолютно то же самое, ничего не поменялось. То же самое касаемо с апдейтом. Абсолютно то же самое, ничего нового здесь нет. Здесь обычно, ну, все запросы максимально похожи. То же самое с удалением. Я тоже, опять же, скопирую. Все так же похоже, ничего нового здесь нет. Но вот то, что новенькое реально, это транзакции. Давайте их с вами реализуем. Значит, async, update, update order. Это будет являться нашей транзакцией. Сейчас объясню, что такое транзакция. IDs, string. Здесь мы возвращаем this Prisma. Берем, опять же, таймблок. И у него есть транзакшн, по-моему, да? Или как? Да, у него есть транзакшн, только через доллар идет. Транзакшн. А, мы, да, мы же не обращаемся к таймблоку. Транзакции идут глобально в целом. Вот транзакшн мы берем. И открываем. Вот наша транзакция, собственно, инициализировалась. В транзакции что мы будем делать? Мы пробегаемся по массиву, который к нам приходит по всем айдишникам. Мап. Не понимаю, почему он так отреагировал странно. Ну, допустим. На каждой итерации берем айдишник и его порядок, ордер. Ну, или индекс, или индекс. То есть мап нам дает здесь уже индекс. А дальше что мы делаем? Все, что мы делаем, да? Это берем this, опять же, Prisma. Уже таймблок берем. Берем дальше update. И обновляем с вами непосредственно, где ID равен ID. А дата обновляем только ордер. Сохраняем. Так, здесь снизу вам массив просто указываем. Вот, чтобы не было ошибок. И все, в принципе, да? В чем только сейчас смысл транзакции? Показываю, смотрите. Так, у меня ругается почему-то на юзер ID. Да, да, потому что мы его не прокидываем из контроллера. Еще это нормальная история. Значит, в чем смысл транзакции? Смотрите, нам нужно максимально оптимизированно, без каких-либо затрат особых на ресурсы сервера, пробежаться по каждому айдишнику и выстроить правильный порядок. То есть на каждой итерации сделать запрос в базу данных, обновить какое-то поле и пойти к следующему запросу. Это выполняется только через транзакцию. Если бы мы то же самое сделали через обычный мап, нам бы приходилось, нам дополнительно приходилось оборачивать бы это все в промис, это было бы не оптимизировано, это было бы ужасно для нашего сервера. А здесь уже все гораздо приятнее происходит. Мы берем просто транзакцию, в нее вовнутрь кидаем наш массив промисов, если так можно сказать. То есть на каждой итерации происходит по факту промис, и мы по факту обновляем. Но транзакция нам позволяет это сделать, как видите. То есть это максимально удобная история. Вот для этого реальные транзакции must have. То есть мы пробегаемся, еще раз повторюсь, берем индекс, берем ID, и на каждой итерации обновляем ордер. И за счет этого, то есть допустим у нас раньше было порядок 4, 5, 6 условно, потом мы 6 на 5 перетаскиваем, где сделаем 5 и 6. Ну то есть условно вы поняли, смысл. Просто меняем местами элементы. Как раз таки, чтобы у нас была максимальная синхронизация с нашим сервером. Чтобы у нас не только на клиенте менялся порядок, а еще и на сервере тоже. Это мы зафиналили. Так, модуль готов. Контроллер. С контроллером, что у нас по ситуации? Тут тоже все максимально просто. Получение всех уже было, уже проходили. Теперь делаем создание. Берем пайп, опять же создаем. Ничего нового для вас здесь нет. И дальше берем обновление ордеринга. Здесь все то же самое абсолютно. Здесь только единственное, мы делаем put update order. Берем update order дтошечку. И все, все то же самое абсолютно. Видите, нам просто важно было сделать хотя бы один крут. И мы это просто потом копируем и вставляем. Потому что backend в этом приложении достаточно легкий. И ничего сложного нет. И удаляем. Все, это мы с вами уже проходили. Хорошо, таймблок тоже готов. Так, нужно тестировать сразу же, дайте. Мы же с вами решили красиво все делать. Напомню, ребят, скачать это все сможете для премиума аудитории. Именно вот схемку, да. Проект будет бесплатно доступен, да. А именно вот эта схема в Insomni будет доступна для премиума аудитории в нашем хранилище. Так, давайте мы скопируем с вами таски, возьмем. Так, юзер берем и дальше мы берем, пишем здесь. Это у нас было таймблокс. Таймблокс, погнали. Так, get меняем. Таймблокс сразу получаем. Получили, отлично. Здесь дальше put. Здесь просто меняем на таймблокс. Блокс, отлично. Здесь какой-то будет эдишенчик идти у нас в целом. Пост-запрос таймблокс. Таймблокс. Сразу же давайте его создадим. У нас там что-то из обязательных полей, я не помню. Там, допустим, напишем, что у нас morning routine, утренняя рутина, да. Отправляем. Да, duration не хватает нам. Вешаем duration сюда обязательно. Duration. Duration у нас будет 50 минут. По-моему, оно в number-downs формате идет. Потом нам что-то еще не хватает. Нам еще не хватает здесь. Priority. Priority. Это приоритетность будет low. Низкая приоритетность, да. Нет, это не здесь, блин, у меня уже совсем, ребят, крыша поехала, извиняюсь. Тут цвет у нас будет, да, color. Ну, color я не буду писать. Так, оставим, отправляем. Так, кто-то не так. Давайте beautify нажмем, что-то ему не понравилось. Все, теперь сработало. Хорошо назначилось. Давайте еще один создадим, дубликат. Чтобы проверить удаление, сразу я скопирую. Пойдем в удаление и попробуем удалить. Time blocks. Все, удаление прошло успешно. Получаем теперь все. Мы их получили отлично. И последнее, мы с вами обновим порядок, да. То есть это update order. Тут нужно массивчик передать нам, массивчик нужно передать. Давайте попробуем передать массивчик. Так, IDs. Это чисто массив строк будет. Массив строк. Ну, давай поэкспериментируем. Смотри, создадим еще одну штуку. Допустим, ну, lunch, к примеру, lunch, да. Создаем lunch. Создадим еще какую-нибудь условную работу просто. Создали. Так, у нас что получается сейчас? Три элемента. В порядок следующий, да. Mording routine, lunch work. Допустим, хочу перейти работу сюда. Значит, мы тогда берем с вами, передаем. Нам нужно скопировать все ID-шники, во-первых. Значит, первые. Потом какой у нас будет? Это пусть будет вторым. Так. А вот это будет третьим, да. Сейчас, по идее, должен поменяться у них порядок. Отправляемся. Так, time blocks. Да, здесь user, time blocks. Значит, здесь пишем update order. Отлично. Раз, два, три. Виш обновилась. Идем сюда. Обновляем. Виш порядок поменялся. Вот и все. То есть, order 0, order 1, order 2. Все. То есть, у нас автоматический порядок выстроился. Вот так работают транзакции, в принципе. Что еще? Ну, наверное, обновление еще какое-то конкретное, да. Нужно попробовать сделать. Давай, допустим, мы work. Давай, lunch. Lunch, да, допустим. Мы перейдем сюда. Lunch. И мы сделаем, что это у нас будет lunch или там, допустим, breakfast. 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 Так, фиксируем. Duration должен обязательно быть передан. Давайте передадим duration. Duration. Так, ну, давай, допустим, 40 минут будет breakfast. Передаем. Breakfast 40 минут. Все. Обновляемся. Был lunch, стал breakfast. Отлично. Time-блоки тоже сделали, ребят. Круто. Идем дальше. Time-блоки тоже у нас готовы успешно. Так, ребят, ну, реализуем, собственно, последнюю нашу сущность. Это сущность Pomodoro Service или, как можно назвать, Pomodoro Timer или просто таймер. Это сущность таймера непосредственно. Так, давай, собственно, скопируем что-нибудь. Опять же, да, чтобы сэкономить там немножечко времени. Давай какой-нибудь тайм. Ну, хотя я думаю, что лучше, наверное, будет скопировать все-таки таску. Copy, Past и погнали. Все, быстренько подменяем Pomodoro. Кстати, Pomodoro не суперкрутое название на самом деле. То есть можно было назвать, допустим, таймер. Можно просто назвать таймер, да. Но таймером называть я не захотел, честно признаюсь. Я поначалу думал назвать, не назвать. Но потом подумал, что Pomodoro как-то более понятный. Мне больше нравится. Ну, хотя с точки зрения определенных правил, скажем так, это неправильно, потому что, ну, это не считается названием сущности какой-то, да. Это все-таки, ну, такое придуманное название. Но в рамках нашего небольшого проектика это можно себе позволить, скажем так. Ну, на продакшене вам такое не дадут сделать, 100%. На чечевого помодорчика. Тут будем писать таймер. Тут я сделаю таймер, да, чтобы было точно все понятно. А все остальные таски я просто подменю Pomodoro. Тут будет чуть-чуть поинтереснее логика, потому что это у нас все-таки уже идет работа с таймером. Там чуть-чуть поинтереснее будет ситуация. Там у нас идет разделение, во-первых, на логику. Есть тессия, есть круги отдельно. Уже будет поинтереснее. Но, тем не менее, сейчас мы к этому придем и посмотрим. Pomodoro Service. Так, отлично. С этим мы зафиксировали. Плюс-минус. Сразу подключим, чтобы к этому не возвращаться. Pomodoro. Модуль. Собственно, вот у нас получилось там условно раз, два, три, четыре, пять. Пять сущностей плюс шесть, да. То есть, потому что здесь две эти сущности. То есть, семь сущностей, шесть, семь – это неплохое количество для такого небольшого проекта. Но для YouTube, на самом деле, это достаточно большой проект, если говорить честно. Давайте начнем с DTO-шки. DTO-шка, на самом деле, будет двойная. То есть, одна DTO-шка будет идти непосредственно для сессии, вторая DTO-шка будет идти для раунда. Давайте Pomodoro сначала session, session DTO для сессии конкретно. Для сессии будет одно лишь поле. Одно поле, оно будет называться поле completed. Все. True либо false, выполнено, не выполнено. Все очень понятно и примитивно. Далее. Так, давайте тоже импортируем быстренько, хорошо. А следующая сущность будет уже Pomodoro round. То есть, сам круг конкретный. У круга будет сколько всего минут уже прошло. То есть, не минут, прошу прощения, да, это старая вариация. Seconds в секундах, да. И выполнено, либо не выполнено. Еще раз повторюсь. Мы это, я это объяснял уже на моменте, когда мы схему делали. Если вы вдруг пропустили, мы фиксируем должны количество секунд. Потому что, если мы ставим на паузу, либо обновляем данные каждую минуту, каждые две, каждые пять минут, условно, да, данные на сервере. Нам важно, имея в текущий момент, реальные показатели таймера нашего. Если мы это иметь не будем, то после обновления странички, юзер увидит опять начальное время. Такого быть не должно. С этим, думаю, понятно. Сохраняем, закрываем. Контроллер чуть позже. Это чуть позже. Переходим к сервису непосредственно. Давайте я все подчищу. Вот, вы же в свою очередь просто подредактировать можете. Поставить на паузу видео, подредактировать, вернуться обратно. Значит, во-первых, нам тут поинтереснее, да, нам нужно получить сессию, именно текущую сессию, да, и с ней более детально поработать. Давайте этим займемся. Итак, знаете, смотрите, ребят, у нас есть getTodaySession, новый метод, да. Смотрите, еще раз повторюсь. У нас вот есть таймер, помните, в демке, да, он показывается, не помните, промотает. Смысл в чем? Смысл в том, что вот у нас есть время определенное, да, у нас одна сессия, это равно одному дню. То есть сегодня может быть только одна сессия. Один день – это одна сессия. Важно это понимать, да. То есть не может быть такого, что в один день у нас две сессии. Такого в нашем функциональности недоступно, и это бесполезно. Абсолютно у нас обычно идет сессия, это один день. Сегодня одна сессия, завтра вторая сессия и так далее. Поэтому мы называем этот именно getTodaySession. Получаем UserId. Дальше нам нужно получить конкретную дату сегодняшнего дня, но мы оттуда вырезаем с вами, вырезаем мы оттуда время. То есть мы оставляем только дату, потому что если мы оставим время, у нас будет некорректно все получаться, потому что там секунды будут отличаться, и уже мы не сможем получить то, что мы хотим получить. Поэтому вырезаем время, оставляем только дату. Как мы это делаем? Все очень просто. constTodayNewDate, джаваскриптовски вызываем, да, точка to isoString, переводим в строку в формате iso, и с помощью сплита мы разделяем, где буква t идет, как раз таки time, да, и получаем именно первую часть. То есть поделили на две части, первую часть забираем, а время оставляем. Дальше вызываем призму, Pomodoro Session, findFirst, ищем самую первую схожесть по времени, где время, gt мы уже проходили, да, с вами в этом ролике, больше либо равно newDate today. Все, то есть сегодняшней дате мы больше либо равно. Почему мы оборачиваем newDate? Потому что нам уже дата, берем дата конструктор, да, а здесь была строка обычная, поэтому оборачиваем дополнительно конструктора. И userID должен быть равен userID. Кроме этого мы еще инклудим круги, мы их можем заинклудить и можем их также выстроить по правильному порядку. Порядок будет по order by, по IDшнику. IDшник должен быть в формате desk, вот и все. На самом деле здесь не важно, какой будет здесь вообще на самом деле order by, нам главное их просто отсортировать, потому что когда этот проект разрабатывал первый раз, вот эту настройку я не указывал, да, у меня они были в разном порядке вообще, да, то есть и получается так, что вроде бы круг выполняется, но выполняется, потому что последний круг, а не первый круг. Так вот, чтобы такого не было, нужно, чтобы у нас было четкое понимание, какой у них будет порядок. Поэтому неважно по какому параметру вы их будете сортировать, главное хоть как-то их сортировать, чтобы был какой-то общий порядок. Вот и все. Только здесь я вот это можно сократить, да, просто userID на самом деле, да, и все, сохраняем. Вот так получаем get today session. Идем дальше. Итак, ребят, сейчас самое интересное. Смотрите, ну, одно из интереснейших, наверное, на бэкэнде. Нам нужно, нам сейчас нужно в этом моменте создать новую сессию. Важно понимать, чтобы нам создать новую сессию, нам нужно к ней привязать, помните, у юзера есть настройки определенные, настройка, сколько будет минут длиться у нас рабочий круг, сколько будет длиться круг отдыха, сколько будет всего вот этих вот кругов за день, скажем, за одну сессию. И нам нужно эти дефолтные настройки создать как бы новую сессию, когда человек заходит, нажимает create session, создает новая сессия, уже с этими настройками. Давайте этим займемся. Значит, во-первых, мы с вами получаем текущую сессию. У нас есть уже готовая для этого функция, await this get today sessions. Получаем сессию по юзер-идишнику. Получили. Дальше. Если сессия есть, мы ее возвращаем, чтобы не было такого, что мы создаем повторно вторую сессию. То есть, если она уже есть, мы ее вернули. Если ее нет, уйдем дальше. Дальше. Мы, опять же, нарушаем немножко правила, как я и говорил. Нельзя так обращаться прямо к юзеру, лучше это вынести в отдельного юзера, но в рамках экономии времени можно допустить. ThisPrizmaUserFindUnic. Получаем уникального юзера по юзер-иде, опять же. И у него с помощью селекта забираем одно поле, нам важно, intervals count, количество вот этих вот интервалов, сколько их будет, этих интервалов. Нам пока не важно именно, сколько минут будет длиться, но важно в целом создать с помощью этого массива правильное количество кругов. Создали. Дальше. Если юзера мы не находим, вот этого юзера, если мы не находим, то ошибка о том, что юзера не найден. Дальше. Если же находим, мы обращаемся к PRISM, именно к Pomodoro Session, и создаем там дата, в которой будут круги, наши круги непосредственно. С помощью метода специального createMany мы производим создание. Нам нужно пробежаться по вот этим вот, то есть создать пустой массив на основе количества элементов, которые есть у нашего юзера, то есть количество кругов, и на каждой итерации просто добавить абсолютно пустой круг с дефолтными полями. То есть что мы делаем? ArrayFrom, специальный метод from, длина будет массива вот такая, и на этом этапе мы уже создали с вами просто там условно 7 пустых ячеек. Они будут с параметрами undefined, нам это абсолютно не важно. А дальше мы уже делаем итерацию, и на каждой итерации мы кладем Total-0. У них по умолчанию, они уже и так будут из Completed False, так мы еще и указаны, чтобы у нас Total-0 был 0. То есть чтобы у нас изначальное время было 0 у каждого круга, чтобы он еще ни разу не прошелся. Только здесь мы единственное, меняем Total-0 на Total Second, сейчас мы это сделаем, и коннектим к нашему юзеру, не забываем эту историю. Также в конце, когда мы это будем отдавать, я хочу отдать еще, чтобы у нас были включены круги. Вот и все, тут меняем на Total Seconds, Total Seconds, фиксируем, сохраняем. Вот такая штука у нас получилась. Так, давай мы все вот эти штучки под импортируем, все отлично. Опускаемся чуть ниже. Update, все то же самое, мы уже с вами разбирали, DTO-шку, partial вызываем. Это мы с вами уже делали в других штуках. Update Round, абсолютно то же самое, только с раундом, это сессия, это с раундом, и удалять сессию мы будем абсолютно так же. Вот и все. Важно, да, что мы удаляем сессию, но при этом мы не удаляем раунд. Почему мы не удаляем раунд? Потому что раунд будет просто обнуляться. То есть нам его не нужно удалять, мы просто с помощью апдейта будем обнулять. Вот и все. Тем самым будем двигаться по таймеру, помните, в начале ролика я вам показывал. Окей, идем в контроллер, все это дело подключаем. Итак, Get Today, это будет Get Today Session, здесь все понятно. Дальше, Create, тут тоже все понятно, создаем, HTTP CO200, Update, тоже все понятно, раунд, двоеточие ID, здесь все тоже понятно, обновление сессии, удаление сессии, все, ну то есть как бы в контроллере все максимально просто, ничего сложного нет. Самое интересное было в сервисе. Давайте все это делать, перенесем теперь в Insomni. Так, мы тайм-блоки берем и дубликат просто, дубликат делаем, здесь пишем помаду, точнее таймер, прошу прощения, таймер, да, и его полностью меняем. Так, здесь сделаем таймер, получаем, да, вот, нифига не нашлось, потому что, почему? А, потому что мы таймер today, да, абсолютно пусто. Так, а почему пусто? А почему пусто? Так, get today session, должно отдаваться не пусто. Find first, и типа он нам ничего не отдает, получается, да, потому что ничего нету, да. Но с другой стороны, что он нам будет отдавать? Наверное, ничего, да, мы там на фронте это обработаем, поэтому ничего страшного нету. Дальше, здесь сделаем тоже самый таймер, здесь сделаем тоже самый таймер, только это будет обновление уже непосредственно раунда, таймер, раунд, так, наверное, вот так, да, тут айдишенчик будет указан у нас определенный, здесь сделаем тоже самый таймер, хорошо, и здесь сделаем тоже самый таймер, давай их все оттестируем, так, создание, тендим, вот он создался, там по-моему таймер, нам ничего передавать не нужно, ничего не путая, да, мы при создании ничего не передаем, поэтому это даже можно выключить отсюда, все, таймер создали, и видите, он создался на основе нашего пользователя, помните, ему указывали, что у нас по умолчанию будет 7 кругов, вот, раз круг, раз, два, три, четыре, семь штук здесь идет, вот, они дефолтные, создались успешно, кайф, ну, наверное, кайф, мне кажется, по умолчанию false, таймер не выполнен, и все остальные поля тоже false, все, создали, получаем, получили успешно, теперь, допустим, какой-то круг нам требует обновиться, мы первый круг прошли, я хочу его взять, или давайте поставим на паузу, к примеру, берем его, идем сюда, здесь нужно обновиться, здесь нужно update, ну, тогда через enter будет лучше, round slash id, вот, round slash id, и здесь мы указываем, сейчас должно сработать у нас, по идее, ошибка, да, вот, там же total seconds, total, total seconds, так, в секундах, в секундах, так, ну, давай, допустим, мы там, 10 минут закрыли, 10 минут, two seconds, 600 секунд, окей, так, сендим, а, потому что мы в строку обвели, сендим еще раз, все, обновился успешно, идем сюда, видишь, обновилось, и оно сразу опустилось ниже, кстати, странное поведение, почему вниз оно опустилось, мы сделали ордеринг определенный, то есть оно не должно было дернуться вниз, опуститься, с этим надо работать будет, сейчас с этим будем работать, ребят, ну, короче, ладно, давай попробуем теперь обновить сам, саму сессию, возьмем сессию, сессия, вставляем здесь, так, и тут сделаем мы из completed, из completed, сделаем true, все, круг, точнее, сессия закрыта, true, смотрим, сессия успешно выполнена, отлично, давай, false, я обратно верну, чтобы мы потом могли протестировать нормально, так, ну, а давай я сразу ее, хотя удалять рано пока что, да, давай мы сейчас попробуем решить проблему с этим, с этой историей, при этом, ну, да, создание там нельзя, давай посмотрим, в чем проблема, значит, еще раз, get to the session, значит, смотрим, include rounds order by ID desk, подожди, desk, а у нас сразу не ask здесь было, так, ну, давай так попробуем сделать, вот, вроде бы так, да, должно быть, вроде бы, по-моему, так, давай сейчас обновим какую-нибудь еще, допустим, это мы обновим, так, round ID, то есть порядок не должен меняться, это важно понимать, давай 400 словом добавим, оп, да, видишь, он второй оставил, то есть порядок не должен меняться раунда, все, теперь раунды остаются в изначальном порядке, это очень правильное решение, и в конце просто удалим нашу сессию, все, сессия удалена, идем сюда получаем, сессии нет, отлично, вот и все, все, у нас полностью готова insomnia, полностью готов бэкэнд, думаю, по идее мы ничего не пропустили, все самое важное поставили, достаточно мощный бэкэнд получился, по времени не так сильно много, потому что я, видите, сокращал, там некоторые моменты вставлял, и я рад, что так быстро получилось, у вас будет, ну, вам лучше покороче, чтобы контент ряд, потому что, ну, никто из вас не будет смотреть там 7 часов контента условно, поэтому покороче, у нас, благо у нас еще фронтенды, просто там море неизмеримо, я не знаю, сколько процентов будет занимать фронт часть, обычно занимает она процентов 70, наверное, ролика, и так, на этом моменте уже можно поставить лайк, подписаться на канал, прожать, прожать комментарий, написать колокольчик, это очень важный ряд для поддержки канала, и также на Telegram надпись, напоминаю, набираем в телеге 6200 подписчиков, и я сразу же выкладываю исходник данного проекта, абсолютно бесплатно, бесплатный доступ, вот, ну, а те, у кого есть премиальная подписочка, вы будете иметь доступ заранее, за 5 дней до выхода ролика, плюс-минус, и также вы будете иметь доступ ко всем папочкам, которые здесь уже есть, вот, то есть, ну, схема у вас будет абсолютно бесплатно доступна, для тех, у кого есть премиум подписка, так, ну все, ребят, можно переходить с вами, непосредственно, к фронт-энд части встретимся с вами в принципе там спасибо за поддержку пару минут вашего времени ребят хотел бы рассказать про нашу потрясающую образовательную платформу чтмс.ру это проект который написал будучи студентом это мое детище за которое топлю из-за которой я буду продолжать топить дальше давайте разберем самый базовый тариф который стоит 3290 рублей что вы за него получаете вы получаете 7 интенсивов разного уровня от начинающего до продвинутого давайте разберем наверное самый такой важный интенсив самую такую важную базу которую рекомендую пройти абсолютно каждому будь то новичок продвинутый неважно абсолютно те già вас 따li rien это интенсивом разработаем банковское приложение со всеми фишками того само банках scov в приложении при этом это идеальная база джаваскрипта без единой библиотеки вы реально будете практиковаться только на джаваскрипте и мне кажется это важно абсолютно каждому неважно корма морке вы пишете кроме то в других так мы разработали разные абсолютно приложения от приложения для тренировок до приложения онлайн кинотеатра огромного в приложении плюс мы еще мобильное приложение делая на react на этих ну то есть там огромное количество других крутых проектов также на платформе есть вип чат где вы сможете получить поддержку там крутой вдохновляющая комьюнити курс интернет-магазин с нуля и более 80 репозиторий в готовых проектов и огромное количество эксклюзивного материала и более дорогих тарифах ребят также и закрытый клуб 5 утра где мы с ребятами делимся каждую скриншотами нашего подъема стоим рано утром кайфуем и так далее вам помогает вырвать привычку мне помогает поддерживать вашу мотивацию скажем тогда то есть я уже четыре года стою 5 утра пусть для меня это обычная бытовуха важно понять ребят что сейчас действует скидка 15 процентов связи с падением курса доллара то есть мы ценность могли откатить назад и скоро я также выйдет платформа dark side новая наша версия образовательной платформы dark side и это будет просто нечто перевернуть реально все но мне нужно больше времени ребята просто дайте больше времени и я реально разнесу эти сферы ребята но это потому что это настолько годный продукт будет что вы просто офигеть но все кто успеет купить сейчас 3 навсегда ребят у них также будет оставаться доступ а те кто не успел купить его не будет потому что их навсегда мы убираем из нашего списка тарифов до в новой версии платформы его не будет потому что он не выгоден для бизнеса поэтому если вдруг планирую купить тариф навсегда покупать сейчас а самое выгодное время иначе потом вас просто к возможности не будет будете платить по месячному по три месяца и так далее переходите ряд по ссылке в описании ознакомливайтесь покупайте подписку кайфуйте наслаждайтесь начинаете программировать становиться лучше и кроме получения крутых знаний вы также поддерживать нашу команду в нашем росте и развитие это тоже будет очень и очень приятно не упускать возможно стать крутым разработчиком и сделать свою лучшую инвестиции в этом году итак ребят у нас пришло время с приступить к фронт-энд части непосредственно поэтому давайте этим то и займемся по поводу фронт-энд части смотрите значит что здесь важно понимать на чем будем писать придавайте стек озвучу еще раз но я весь так озвучить не буду но основной базы технологии да это непосредственно xj 14 версии это react это всякие другие стороны библиотечки для дракон дропа для дайпикеров и так далее уведомление tailwind и так далее все это у нас тоже будет установлена обязательно давайте попробуем собственно это реализовать так для начала инициализируем наше next приложение откроем наш терминальчик замечательный перейдем нашу папочку так посмотрим папки вот у нас папочка пожалуйста redplaner backend на месте давай теперь здесь опишем также и папочку здесь нас будет пишем значит npx create next up the create next up и называться он у нас будет нас там был назывался по моему red planner backend да это будет frontend фронт погнали значит у нас нету create next up поставим его давайте успешным так type script конечно будем использовать есть линд мы не будем использовать tailwind конечно да опять же tailwind очень важен в рамках наших видео на канале потому что он просто обеспечивает скорость разработки то есть без него было бы там в два раза медленнее потому что вы гораздо короче гораздо быстрее пишите css да это может быть в некоторых ситуациях некрасиво но опять же будем стараться выносить по возможности модульные файлы если бум если я это буду забывать делать значит я хотел сэкономить время вот но на продакшне вы можете вынести допустим в отдельные модульные файлы и кайфовать наслаждаться сорс директа и хотим использовать или нет я да хочу ну а папа роутер конечно да импорт алиас кастомайз нет пусть будет по дефолту окей и все в принципе все ставится вот наши зависимости так вопрос по пнпм чеку наверное он его не будет ставить по умолчанию скорее всего он не скажет о том что он поставил не пнпм ну ладно не суть откроем через visual studio код red planner frontend погнали так запустился наш проектик терминал можно закрыть так смотрим что у нас в итоге получилось по папочкам значит по папочкам у нас нод модуль с паблик гид игноры туда-сюда все это в принципе нас есть гид тоже присутствует гид я удалю сразу же объясню я уже объяснял в начале ролика почему я гид потом если нужно будет я его обратно поверну и поставлю и можем собственно разбирать структуру нашего nest дж а точнее next джесс приложение телевинт идет из коробки пакет шлок же со мне не нравится поэтому сразу его удаляем мы договорились писать на пнпм вы если пишите на нпм и вы не партись вы можете это не удалять так я на модуль сразу тоже удалю мне это не нужно так next env все в принципе все остальное меня устраивает давай мы сделаем теперь пнпм install и пусть ставятся все пакетики значит пакетики все библиотечки все зависимости так по структуре ребят видите как быстро пенпи работа моментально просто из-за того что он берет их не по новой части а у себя скажем тогда из-за этого быстро все работает на что мы видим в next 14 версии приложения это кое сейчас версия посмотрим next там 14 1 уже вышла версия кстати говоря я разрабатывал на 1404 видимо какой-то обновок это вышло честно не читал еще так значит папка паблик в ней на вся статика лежит чтобы обращаться к ней по прямому пути там с local хост слэш там и так далее сорс это сна папка где будут собраны все файлики и в ней внутри папочка чисто для роутингов то есть папка pp это новый next в котором теперь у нас все в папочке pp складывается красивенько тут же мы будем миддлвер настраивать и и так далее next конфиг теперь формата mgs у нас кстати говоря да с каких-то времен определенных package son здесь все наши зависимости лежат здесь все это же те же самозависимости только просто их версии конкретные это у нас pnpm лог файл после ссс для ты лвин да пусть остается рядами для гитая тоже пусть остается ты лвин конфиг уже изначально настроены мы его чуть под себя под поменяем мы это уберем и подставим со своей свою историю и тс конфиг тоже менять особо не бум здесь меня в принципе все устраивает дефолтные настройки меня устраивает уже алиасы прописаны это идеально так по структуре наверное все это у нас декларативный файл мы его не трогаем ну и в принципе все это мы сейчас тоже с вами все почистим ok можно начать разработку в принципе а значит касаемо сниппетов да и того что буду использовать ребят все сниппеты были в моей настройке вискод на канале чекайте она недавно выходила в конце того года буквально ну она максимально свежая то есть она прям 24 года переходить нам скачете сниппеты и кайфуйте вот эти сниппеты вам понадобится потому что будем просто помощью них очень быстро генерировать компоненты ну по классике поначалу чтобы сэкономить наше время мы поставим ряд зависимостей минутка вашего времени я за кадром попробую терминал себе поменять чтобы у меня вот эта длинная полоса сократилась посижу с такой версии решился поменять сразу же оформление короче кто хочет также ставите по 10к конфигуру пишите и меняете вот но сокращение я через настройки делал там конфигурации примерно как сокращать так давайте поставим пакеты pdd пишем pnpm add либо если в npm используете npm install либо если yarn yarn add и ставим сразу все зависимости вы можете их не стать можете кстати потом по мере того как мы будем использовать я хочу поставить все сразу чтобы мы потом просто к этому не возвращались больше значит смотрите во первых я ставлю косема динди кита мы его будем использовать я буду каждую библиотечку сейчас описывать для чего мы будем использовать вы там уже сами смотрите dnd kit core и dnd kit sortable будем использовать с вами для сортировки ну точнее для драк-н-дропа и перетаскивания внутри временных блоков скажем так туда же мы сразу же dnd kit utilities обязательно вот а касаемо драк-н-дропа внутри канбана и внутри листа для задач мы будем использовать hello png и или как называется не знаю правильно это замена библиотечки react beautiful dnd от кота левого авто ну не левого автора куда другого автора просто официально она прекратила поддержку react 18 а этот автор ее смог сделать под нормальную версию react и серверными компонентами нет проблем а потом моя любимая самая любимая библиотечка tan stack react query просто мой фаворит всем рекомендую поставить devtools и от react query я тоже поставлю чтобы показать как они ставятся но в целом ничего более скажем так а потом обязательно axios потому что можно и не акцию ставить но акцию сам популярный поэтому ставим axios потом slsx ставим потом djs ставим обязательно работы с датами ну slsx понимаете да это для работы с кондиционами классов сравнение классов djs для того чтобы мы работали с датами djs куки для работы с куками именно с клиентскими тоже очень полезная тема потом ladesh ladesh the bounce поэтому ставим ladesh the bounce для того чтобы мы через какое-то время после ввода данных отправили запрос на сервер чтобы была задержка определенная чтобы у нас не было такое что мы нажимаем цифру идет запрос на сервер чтобы такого не было lucid react обязательно дает наши любимые иконочки react day picker для того чтобы мы красиво пикали дату очень самая на крутая библиотечка есть еще react day picker мне именно day picker понравился больше react hook форм это для работы с формами тоже must have как и react query это наверное самые такие две москве библиотеки которые я всегда и везде использую ну наверное sonor также поставим это опять же как react hot tost как то стефали как называется то есть для уведомления для красивых плашек я в каждом видео использую новую библиотечку чтобы опять же у вас было разнообразие захотели sonor вот она здесь захотели react hot tost в другом видео захотели там что-то еще в третьем видео и так далее что у вас было постоянно разнообразие технологий tailwind variants для для опять же хочу попробовать и вам показать какие пользоваться чтобы опять же у вас было чтобы ваше количество библиотеки которые вы умеете пользоваться но расширялась каждое наше видео на канале так вот tailwind variants позволяет вам сравнивать кондишен уже классов tailwind да непосредственно и в принципе все давайте поставим эту историю пусть она пока устанавливается а я пока посмотрю по типизации по типизации там будет парочку библиотечек на самом деле которым еще с вами поставим обязательно pin pm и dd минус d теперь зависимости до пенденциз это плагин притер мой любимый опять же фаворит для сортировки импортов от при этом это же с вами настроим потом типизация для джей скуков обязательно тоже ставим для ладеша тоже ставим типизацию она тоже важна то ставим также притерщи по умолчанию все погнали теперь мы сейчас смотрите ряд мы настраиваем полноценную базу такую как мы делали в бэкэнде делаем суровую крутую базу при которой дальше уже будет идти всем прямо по накатанно легко поэтому сейчас организуем здесь крутую крутейшую базу потом все пойдет по накатанно легко так что из базы нам еще потребуется из такого а из базы нам потребуется настройка наше форматирование давайте новый файлик . притер рт вставляем сюда сразу же ну я прям ставлю целиком потому что мы это много раз разбирали я просто расскажу что здесь происходит смотрите значит трейлинг кома мы убираем в конце запятую во все где это можно сделать мы убираем tab виз 2 ширина таба 2 таба вместо пробелов точку запятой в конце также убирая одинарные кавычки везде arrow parents скрываю круглые скобки если у нас один аргумент в стрелочной функции потом если пишем атрибута внутри чима либо g6 кода я делал что один атрибут на одну линию опять же чисто так вот улучшается и читаемость и вот здесь мы описываем все наши папки которые будут по факту сортироваться одна строка это вот один блок сортировки то есть блок пробел блок пробел так далее на первом месте это у нас тут просто все импортируем библиотечки и либо модули из них компоненты layout и уай провайдер с и константы types ассет с конфиги сторых укс хуки утилита api это все остальное что не входит в этот список для этот список я постоянно переношу из одного проекта в другой поэтому он абсолютно переиспользуем скажем так в любой проект и настройки чтобы это все правильно работало и с новой версии притера важно дописывать эту строчку plugins и указу плагин которому использовать раньше такого не нужно было делать теперь это надо делать так что имейте ввиду сохраняем значит сразу же мы в паблике почистим ненужные нам иконочки так и в принципе я думаю пока что все давайте добавим константы теперь нашим new folder констант константы очень просто для чего нужны чтобы они были переиспользуемые но неизменяемыми поэтому первую константа который мы создадим точнее первый файлик в константах да это color.con constant.ts вот в этом файлике будет наши цвета цвета нашего сайта вы можете их скопировать опять же переписать основной цвет фиолетовенький второй цвет это оранжевый border вот такой сайт бар вот такой бэгэ вот такой при этом эти же цвета будут юзаться и в телевинде мы сейчас это все настроим с вами и по телевинду сейчас у нас тоже будет небольшая небольшая оговорочка также кроме этого в константах мы делаем seo обязательно seo.constants.ts по seo у нас будет опять же констант который свой в каждом проекте это но индекс page это константа который мы переиспользуем на страницах где она непосредственно не требуется seo оптимизация где мы хотим полностью закрыть страничку под под seo поэтому мы закрываем с помощью индекс фолса и follow фолса вот мы закрываем полностью индексацию и название нашего сайта red planner вот это нужно тоже для seo сохраняем закрываем теперь перейдем сразу же с вами new folder конфиг здесь конфиг будет лишь один это pages pages url .config .ts но вообще в проектах и их бывает несколько этих конфигов они очень важны также что здесь конфиге будет происходить смотрите мы делаем класс да потом его просто запускаем этот класс вызываем точнее и записываем его в обычную константу по факту просто класс удобнее на мой взгляд и мне он как-то больше нравится поэтому использую класс начинается при приватная переменная это переменная root это рутовый путь нашей админки класс вообще относится к dashboard pages то есть все все страницы которые будут внутри панели управления они у меня будут все через начинать через ай чтобы как-то разграничить public page публичные страницы публичную часть и дашбор сайт то есть условно если мы пишем localhost там localhost там 3000 условно slash products до чтобы это не было равно не было равно когда мы пишем localhost 3000 там слэш допустим ай продукт вот то есть я как бы добавляю небольшую то здесь можно ай заменить на а пп на лк там на ваш вкус это опять же я поставил ай мне так больше нравится опять же с учетом того что возможно в будущем приложении у меня домен будет точка папы поэтому я поставил ай чтобы было более подходящий под любой домен вот и все что касаемо ай и дальше это будет относиться только к кабинету поэтому вот такая история здесь у нас какие будут странички а главная страничка это краски является root таска будет у меня слышь таскс хэббитс будет слышь хэббит таймер будет слышь таймер таймблокинг это временные блоги временные блоки до сеттингс это настройки непосредственно вот в конце мы тогда мы записываем очень удобная тема я крайне рекомендую в каждом проекте обязательно это реализовать потому что без этого будет вообще прям не кайфовая история на самом деле и я очень очень рекомендую вам это реализовать ребят потому что иначе у вас будет не так инвеки цивилим приложение и так вы можете переиспользовать у вас в одном месте потом поменяли путь вдруг он по если захотите поменять и у вас везде он также поменялся это идеальное решение теперь у нас глобальный ссс файлик есть вот он здесь находится до непосредственно с рядом с лей-аутами из павикон очка откроем его во первых я заменю на ссс файлик во вторых поставим ссс проект pnpm и dd сас сразу же ставим да здесь мы оставляем здесь мы оставляем здесь мы единственно под подменим под свои немножко переменные сейчас скажу что мы сделаем во первых мы body чуть изменим body body будет вот такой у нас в body мы указом по умолчанию будет текст бейс размера то есть 16 пикселей да но опять же мы учить под редактируем чуть дальше tell me dead сделаем покрупнее но пока же так оставим overflow hidden делаем обязательно и фон фэмили у нас будет фон зен мы сейчас поменяем опять же с вами подключим это без проблем background color будет вот таким цветом и небольшие моменты по адаптации опять же сайт не будет нас адаптирован я решил не заморачиваться занимает очень много времени и вот это время я нам не равно качество контента который получше посмотреть адаптацию может на любом канале у нас elkaar к jelly канали как адапти 때� про сайт можете его посмотреть без проблем но если говорить про то насколько влияет адаптивные сайта на его функциональность абсолютно никак не влияет поэтому я могу себе позволить делать сайт без адаптации абсолютно потому что вы пришли сюда за функционалом они за там визуальной составляющей тем не менее в рамках такой небольшой адаптации я вам покажу такой способ как просто изменение общего бади body шрифта, да, и тем самым изменение его во всем вашем сайте. Почему так происходит? Потому что Tailwind использует у нас EM формат всех шрифтов, размеры, да, точнее не EM, а наоборот REM формат, да, и за счет этого, если вы меняете у корневого body тега размер шрифта, он меняется на всем сайте автоматически, то есть у всех блоков. Это очень удобно, поэтому max-vis 1200 ставлю 16 пикселей, max-vis 992 ставлю 14 пикселей, здесь примерно будет 18 пикселей. Дальше мы делаем инпуты для чекбоксов, это у нас чекбоксы, которые как раз таки будут использоваться, взял где-то в интернете, сам не писал, сразу скажу, да, просто взял готовую свгшечку, я поднастроил немножко, и она работает. Это просто красивый чекбокс, помните, который у нас был непосредственно в задачах, непосредственно, ну вот, когда у нас была задача, ее выполняешь, чекбокс ставишь, это он и есть непосредственно. Тут для него все эти истории. Дальше две анимации добавляю, и в принципе все. Слайд, анимация выезда справа, очень простые максимально, и анимация появления, вот и все. То есть это максимально две примитивные анимации, которые только можно было придумать. Теперь Tailwind касаемо Tailwind, да, ребят, с Tailwind дом очень интересная история. Смотрите, значит, во-первых, как видите, Tailwind теперь у нас TS, да, раньше он был JS, теперь он наконец-то TS, это очень круто, я, наверное, даже поаплодирую, это прям очень крутая тема. Я долго ждал, чтобы они его типизировали, и вот они его типизировали, да. Что с Tailwind дом вообще, какая ситуация? Смотрите, с Tailwind дом ситуация следующая. Даже не то, что с Tailwind дом, от нашего вообще UI этого сайта. Когда я делал этот проект, я обещал подписчику, который задонатил огромную сумму денег на аукционе, то, что мы реализуем, это наш премиальный подписчик, он и подписку навсегда у нас купил, поэтому большой ему привет, скажем так. Он задонатил, попросил, чтобы мы использовали в проекте Horizon UI. Я был excited в этом моменте, я такой, типа, да, крутая штука, сайт крутой и так далее, но потом, когда мы ее реализовывали в этом проекте, на стримах там и так далее, уже пути назад не было, потому что нужно было, да, использовать, опять же, по прозвию подписчика, но она мне не понравилась, честно вам признаюсь. Horizon UI мне не понравилась, вот, но тем не менее, в этом проекте мы ее используем, опять же, чтобы отдать дань подписчику, который задонатил деньги, да, условно. Оно не сильно как-то повлияет на функциональность проекта, но при этом вы для себя тоже сделаете выводы, стоит ли вам брать Horizon UI в этот проект или нет. Смотрите, сразу стоит упомянуть, что это не та UI, о которой вы думаете. У нас не будет UI компонентов, у нас ничего не будет готово, мы будем писать все сами, по факту Horizon UI просто вам предоставляет стили, просто говорит, вот, напиши какие-то стили, и стейл винда, и у вас будет какой-то визуал получится в итоге, то есть какие-то цвета определенные и так далее. Вот и все, вот все, что она делает. То есть каких-то готовых компонентов она вам не дает, поэтому мне Horizon UI не понравилось, я вообще не понял ее приколы, если вы поняли, пишите в комментах, я почитаю обязательно, может быть, я реально чего-то не понял. Так, ну а касаемо нашего тейл винда, давайте мы просто вставим то, что нам дает Horizon UI, и на этом, собственно, мы этот разделчик и закончим. Значит, контент мы оставляем, здесь вставляем DarkMod класс, на основе класс DarkMod будет ставиться, и Mod ставим JIT. Mod JIT обозначает, что мы можем с вами динамичным образом писать классы. Дальше, в категории ZEM там очень много всего, я просто это вот с копируем пачкой, благо у вас будет бесплатный исходник, если в телеге наберете 6200 подписчиков. Так, вот сюда просто вставили это все, если еще ходить на паузу ставьте, условно, Colors мы берем свои, вот такие спейсинги, Font Size вот такие, ну и там пошло-поехало непосредственно. И еще, кроме Extend'а мы еще добавляем с вами экранчики тоже, по-моему, тоже от меня уже пошло и Colors. Это, по-моему, делается прям вот здесь, и вот так сохраняем. То есть здесь очень много разных цветов идет, очень много разных цветов. Опять же, цвета, кстати, это единственное, что хорошее в этой библиотеке, они реально неплохие и всем рекомендую. И скрины, да, размер шесть скринов, это тоже важная история. В принципе все, конфиг Телемида готов, настроен. Так, что еще, что еще, и последнее, что мы сделаем из базовых настройщик, это подключим шрифты в нашем лейауте. Шрифты, благо у нас подключаются в Next'е очень и очень удобно, в отличие от того же React'а, здесь прям, ну, не знаю, благодать если так можно выразиться, да, то есть здесь в этом плане ограничений нету, все прям наслаждение и так далее. Мы просто берем шрифт вот отсюда, да, у нас это будет NotaSans, мы его просто коннектим, берем, значит, создаем константу вот эту вот, заменяем ее на вот эту, NotaSans, сабсет у нас будет кириллица и латиница, жирность вот такая будет, дисплей свап, перемена fontzen и style normal будет. Все, в принципе, да, и это мы подключаем в classname в body, опускаемся ниже, body, classname, мы это все дело интегрируем вот сюда. Красиво, красиво. Далее, метаданные, давайте их чуть-чуть заменим, мы их заменим на такие метаданные, это будут метаданные, которые будут шаблонами для других. Смотрите, в чем смысл? Видите, мы используем не просто title, а используем title, по умолчанию будет название нашего сайта, которое мы прописали в нашей константе, вот здесь, да, а также template, то есть это для других страниц у нас будет наследоваться автоматически данный шаблон, то есть будет название страницы конкретной, через вертикальную черту будет название сайта, очень удобно, и описание. Так, сохраним, и давайте еще сразу react query подключим, чтобы далеко не ходить. Я просто хочу базу, ребят, все настроить сразу же, да, чтобы мы дальше уже могли спокойно работать и наслаждаться, значит, смотрите, подключение всяких провайдеров в Next требует всегда вверху useClient, иначе у вас работать не будет, это очень важная история. Во-вторых, что важно понимать, в этот раз мы немножко другим способом подключили, вроде бы он лучше, перед документацией рекомендуют именно этот способ подключения, особой разницы я не заметил, но вроде бы более лучшей оптимизации, да, если вы делаете таким образом. То есть раньше мы как выносили это за рамки компонента, теперь мы это делаем внутри компонента, внутри useState, и потом мы это все просто вот сюда записываем. Значит, new queryClient, я указал свой любимый параметр, это чтобы при изменении фокуса на окне, чтобы не производился запрос, вот, потому что лишний запрос мне не нравится, я не хочу, чтобы они вообще производились в целом, поэтому мы делаем refresh on Windows Focus, ставим false. Тут обычная обертка, и также включаем те самые DevTools, чтобы были у вас удобные инструментарии для дебага вашего React Query кода, вот и все, сохраняем, отлично. Возвращаемся в layout, и все, дело оборачиваем. Оборачиваем, значит, импортируем обязательно, импортируем, да, и вставляем наш тостер также, пока мы уже в этом месте находимся, только он идет после Children, я его здесь хочу поставить, и это наш замечательный тостер. Так, кстати, импорта почему-то он нам не подсказывает, импорт, ручками это сделаем, импорт тостер from отсюда, да, сохраняем, это вот тот самый тостер, те самые уведомления, по умолчанию будет тема темная, появляться будет внизу справа, duration полторы секунды будет появляться, вот и все. Ну, наверное, ребят, касаемо базовых настроек, все, давайте все протестируем, проверим, как оно работает. Значит, пишем PNPM, мы еще не сделали сервисы, мы еще типизацию не сделали, это сделано на следующей части видео, мы еще с вами что-то еще не настроили, условно, но я думаю, что, наверное, нам это достаточно будет на данный момент. PNPM Dev пишем, ждем какое-то время, 3001 порт сьюзается, у меня 3000 нызайн, как я говорил, вот у нас открылся сайт, давайте его обновимся, сейчас обновляемся, так, у нас ошибочка, что логично, да, мы забыли поменять, так, это у нас где идет, получается, это у нас идет в лейауте, мы поменяли расширение у стилей, но забыли их здесь поменять, значит, здесь идет точка, точка CSS, вот, сохраняемся, вроде бы все нормально, но не совсем, да, как я вижу, что-то ему до сих пор не, давай обновимся еще раз, так, ему не нравится Tailwind Config, что-то ему не нравится, CanFindModel, не может найти модуль, все очень просто, потому что так он не видит импорта, вишь, мы используем алиасы, а он алиас здесь не воспринимает абсолютно никак, поэтому имейте в виду, что алиасы не работают в Tailwind Config.ts, и мы должны указать путь именно без алиасов, то есть прям обычный путь, вот такой, а что ты ругаешься тогда, не понимаю, давай, сами попробую найти, да, source, потом constants и color constants, вроде опечатки никакой нет, constants, все вроде бы правильно, окей, так, обновляемся еще раз, так, он закэшировался, давайте, нужно просто перезагрузить терминал, перезагружаем, ждем какое-то время, что-то у нас обновилось туда-сюда, вроде бы заработало, да, у нас здесь, видите, поменялись цвета, поэтому смотрится не очень хорошо, ну, нам это не важно абсолютно, главное, сайт работает, шрифты, видим, подгрузились, да, успешно, сколько я вижу, вроде бы, да, в принципе, это все, давайте перейдем на сайт, такой живой лайф небольшой, я посмотрю nextjs14.1, что там добавилось новенького, почитаем, может быть, вам будет актуально, так, импровид селф-хостинг, турбопак улучшили, push state, replay state, параллел и next image impromise, ну, ничего особо такого нового не завезли, скажем так, просто оптимизировали, сделали просто лучше, вот, собственно, нам нужно сделать некоторые еще чуть-чуть базовые настройки, буквально парочку, даже не то, что базовые настройки, просто добавить типы некоторые, перенести их с бэкэнда, пока у вас свежие знания, скажем так, да, чтобы мы быстренько с вами перенесли все типы из бэкэнда из нашего, да, есть технологии по типу TRPC, по-моему, называется, да, когда у нас общая типизация с бэкэндом, если вам это актуальная тема, тоже в комментах пишите, заснимем обязательно такой стэк, то есть, ну, я, наоборот, открыт к тому, что пробовать каждый раз новые стэки, потому что на одном стэке писать одни и те же приложения надо, и дай, честно, признаться, поэтому давайте сделаем именно вот таким образом. Давайте напишем типизацию. Помните, на бэкэнде у нас было не так давно, мы с вами описывали схему для помодора таймера, для помодора раунда, для помодора сессии, для юзера, для тайм-блоков, временных блоков и для задач непосредственно, вот, эти же типы нам по факту нужно перенести во фронтенд, создаем папочку new folder type, и в ней сразу же напишем все types, которые нам нужны будут, вот, чтобы просто потом не бегать, не искать и так далее. Значит, во-первых, я напишу ауф types или user types написать, я вот думаю, как лучше сделать. Давай, наверное, ауф types, там будет и то, и другое, пусть будет таким образом. Итак, начнем мы, собственно, с нашей формы. Форма принимает в себя два поля, это e-mail и пароль, это очень важно описать, потому что у нас форма, как вы помните, будет react-hook форм, и она очень хорошо типизируется, поэтому мы описываем сейчас все поля нашей формы. e-mail и пароль, два поля, для логина и для регистрации. Дальше, самого интерфейса интерфейса с юзером. У юзера, помните, были поля там e-mail, имя, айдишник, workinterval, breakinterval и intervalscount. Давайте их добавим, idnumber, namestring, name не обязательно поле и e-mailstring. Также здесь workinterval number, breakinterval number и так далее number. И еще последний тип, это iAuth response, да, это именно тип, точнее интерфейс, который мы будем указывать при ответе сервера. То есть к нам приходят данные сервера, мы должны указать, что нам приходит с сервера. И как вы помните, мы с вами инсомнио вот настраивали буквально недавно, да, и там у нас приходил как раз таки юзер и access token, поэтому это фиксируем. А refresh token шел у нас параллельно через серверные куки. Косема с ауфтайпсами готова. Теперь давайте мы еще разработаем task, types тоже сделаем, task types.ts. У types будет непосредственно но enam, enam task priority. Помните, мы делали опять же, enam он был и в призме enam, и на бэкэнде везде там enam был, и здесь тоже будет enam. Enam task priority. Только может быть два варианта приоритетности. Первый это low, второй это medium, третий это high. То есть низкая, средняя и высокая приоритетность. Дальше. Интерфейс для ответа от task. Ну, ответ task response, либо просто task особо разницы не имеет. То, что нам будет приходить сервер, это и есть наша задача непосредственно. Поэтому тут мы описываем сам task. Это id-шник, дата создания, дата обновления, и имя, приоритетность и выполнение выполнено. В принципе, все. Дальше мы также на основе этого интерфейса, с помощью двух utility types мы делаем интересные моментики. Смотрите, этот тип нам потребуется, опять же, для нашей формы, чтобы мы сделали форму для добавления новой задачи. Спойлер, как вы могли посмотреть в демке, вы не видели никакого, как такого формы полноценной, да? У нас форма, то есть у нас таблица, это уже является формой. То есть мы сделаем это все максимально бесшовно и незаметно. И вот этот самый огромнейший кайф, который только может быть. Здесь мы делаем омит. То есть мы вырезаем из task response два поля, id-шник вырезаем и дата обновления. Поля мы вырезаем. Дальше мы указываем partial. То есть мы вот это вырезали, во-первых, да? Получили в ответе все, кроме этих двух полей. То есть кроме этого и этого оставляем это, это, это и это. Четыре поля. Почему только их? Потому что только они будут редактироваться. Только эти поля будут редактироваться. Все остальные поля редактироваться не будут. И partial мы указываем тем самым, что они все будут необязательными полями. Все будут с вопросиком. Понятно, да? Это и будет наша форма. Дальше давай мы сделаем с вами time block. Time block types. Отлично. Export interface item block response. То же самое. Здесь у нас будет id, create add, update и так далее. В принципе можно вынести, кстати, в отдельный тип. Да, чтобы правильно было. Ну давай сейчас, хорошо, сейчас вынесем после этого фрагментика. Имя у него будет, название нашего блока времени, цвет, длительность и порядок его в очереди. Вы это все помните, да? За бэкэнда еще. Type у нас будет вот такой. Все то же самое. Вырезаем два поля. Мы их и оставляем в итоге. Здесь нам спойлер. ID-шник понадобится. Чуть дальше узнаете для чего. Но здесь нам ID-шник понадобится. Кое-то для каких-то интересных моментов. Давайте кое-чем займемся. Я здесь создам root types.ts. Да, рутовый такой. И это у меня будет экспорт интерфейс. Он будет у меня называться iBase. Пусть будет iBase. Просто такая база определенная, да? И в базе будут лежать эти три поля. Они всегда у нас везде используются. Мы их возьмем. Здесь мы их просто будем extendиться, extendиться и указываем iBase. Вот так. Все. Теперь нам не нужно их будет каждый раз писать. Они всегда будут нам доступны. Здесь. Здесь мы тоже это убираем. Сохраняем больше вроде бы нигде. Ну, по факту, у юзера тоже есть на самом-то деле. Не будем лукавить. Но, наверное, здесь я это делать не буду. Мне кажется, это бессмысленно просто. Поэтому оставим вот таким образом и пойдем дальше. И последнее, что нам нужно сделать, это помодоры. Помодоро types. Мне кажется, при такой ситуации, когда мы так все описываем грамотно, да, наверное, потом будет просто легче идти разработкам. Ну, благо у нас есть такая возможность. Еще у меня такая возможность есть, да? А у вас есть возможность посмотреть на такую реализацию. Потому что я этот проект сделал уже заранее. Он полностью абсолютно готовый. И я сейчас на видео записываю, как бы, можно сказать, чистовик по новому, по второму разу. Поэтому здесь есть возможность подготовить все заранее. Конечно, в реальной разработке это сложно сделать, потому что ты обычно пишешь проект, ну, там, максимально хаос у тебя, да, там, и ты не понимаешь, что происходит. Вот. Ну, на самом деле, это более правильный подход, когда ты заранее готовишь все сущности, там, типизацию, стили, цвета. И потом у тебя, вот, все, у тебя готовый инструментарь. То же самое, что, там, на кухне шеф-повар с вам, да, он себе приготовил все инструменты. И он дальше может легко, быстро готовить еду, потому что у него есть все эти инструменты. И все. И вам больше ничего не нужно. Это, наверное, самый такой крутой сок, вот, что только может быть. Помодоро Type. Здесь Type будет чуть побольше, потому что, помните, у нас есть не только сессия, но еще есть и круг. То есть отдельная сессия сущность, отдельная сущность круга непосредственно. Значит, экспорт интерфейс. iPomodoroRoundResponse. Это именно сам круг. Он в себе держит ID, даты и так далее. Мы сейчас их заменим чуть дальше, когда файлик закончим. Выполнено, не выполнено, опять же. И все, сколько, total minutes. Мы, опять же, вспоминем на секунды. Потом сама Pomodoro SessionResponse, да, то есть сама сессия. В сессии будут те же самые поля, выполнено, не выполнено и сами круги непосредственно. И будет два типа. Первый тип для формы, именно для формы сессии, а второй тип для формы, именно раунда. То есть они называются FormState. На самом деле это уже не FormState, потому что, ну, можно просто State написать, по большому счету, это будет более правильно, потому что в форме это не используется. Но это будет использоваться немножко в других местах, где, ну, дальше вы узнаете, где именно. Давайте здесь только вот это все удалим, вот это целиком, да, вот это все добавим. Extents от iBase. В принципе, наверное, ну, это выносить не вижу смысла. А здесь делаем Total Seconds. Помните, мы это меняем, да, это история. Все, сохранили. Вот такие типы для Pomodoro. Все, у нас получилось 5 типовых файлов. И, блин, это невероятно будет удобно. Я вам серьезно говорю, это будет очень и очень удобно. Давайте теперь займемся запросами к серверу. Сразу же их тоже подготовим, чтобы у нас был каркас весь такой весомый и готовый. Значит, мы создадим папочку API обязательно, New Folder API. И в ней будем описывать наши инстансы. То есть, смотрите, у нас один инстанс будет для всех запросов, да, а второй инстанс будет для запросов непосредственно авторизированных. То есть, где будет привязываться токен к запросам. Важно упомянуть, да, в рамках NX114, что многие говорят, ну, о том, типа, Макс, как там Axis использовать, там, либо Fetch, потому что Axis вроде бы уже не поддерживается, там, нельзя серверные запросы делать и так далее. На самом деле люди заблуждаются. Они плохо читают вот этот мелкий текст, вот этот самый мелкий текст в документации NX104. Там черным по белому написано о том, что, ребята, смотрите, ситуация следующая, да. Мы кэшируем абсолютно любые запросы. Неважно, они будут сделать какую-то библиотеку. То есть, вы можете почтать документацию NX104, там реально так написано. То есть, как это будет кэшироваться? Если вы хотите сделать серверный запрос, он хоть, допустим, он у нас будет статичным, либо ISR, то есть, Incremental Static Regeneration, да, то есть, с помощью ревалидации. Вместо того, чтобы прям внутри фича прописать, вы прописаете отдельную перемену. То есть, например, там, Export, Const, Revalidate, 60 секунд. Прописали, и все. И неважно, какой запрос будет на страничке. Допустим, в моем продакшн-проекте есть Apollo. Я использую Apollo, потому что Apollo для GraphQL лучше подходит, чем обычный Fetch. Здесь будем использовать Axis, потому что Axis лучше работает с авторизацией, нежели Fetch. И вы можете спокойно использовать все, что вам нужно. Да хоть тот же самый Kai используйте, без проблем. Но более подробно не читайте информацию с документацией, чтобы вы с этим ознакомились, скажем так. Вот, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. New File, Interceptor, Interceptor, СН, да, вот так ТС напишем. Почему Interceptor? Потому что это идет работа с Interceptor. Опять же, напомню, что мастер-класс уже доступен по ссылке в описании, можете покупать его. Я открою продажи только для этого видео, там, в ближайшую неделю сможете купить, по супервыгодной цене нет. Ну, кому нужно доп. образование, скажем так, покупать мастер-класс. Это отдельно от нашей платформы, и платформа крутая, и мастер-класс крутой, и так далее. Просто там я более детально на этой теме останавливаюсь. Я прям со схемами, там, со всеми сижу, там, рисую в тетрадке, там, и так далее. Прям разрисовал вам все, как работает авторизация с нуля, там, и так далее. Здесь же мы это не поместим в этот ролик, этот ролик, конечно, что-то про другое, этот ролик про практику. Поэтому имейте в виду, если что-то будет непонятно, предупреждаю вас заранее, да, купите мастер-класс, не полиньтесь, он стоит, там, тысяча, тысяча, пятьсот рублей, там, но это совсем небольшие деньги для того, чтобы получить такую волшебную таблетку по авторизации. Так что чекайте обязательно, по ссылке в описании, если кому интересно, опять же, это ни в коем случае не обязательно. Сначала мы напишем опции. Это опции, которые будут у наших двух инстанцев Axios. Так, они по типу будут, значит, Axios Options, да, по-моему, или как он называется, Create Axios. А почему у меня нету? Так, сейчас, ребята, я скопирую, что-то не хочется подхватываться, давайте подхватим сами. Вот, Import Axios и Type Create Axios Defaults. Вот так он работает, странно почему не работает, ну ладно. Здесь указываем именно опции. Значит, базовый URL у нас будет, http, localhost. Вообще, в продакшене лучше это вынести в env-файл, имейте в виду, 4200, slash, api. Это будет наш базовый URL, который будет ввязаться к каждому запросу абсолютно. Дальше, headers. Headers, здесь все по классике, в принципе, content type, application, json. application, json. Ну, здесь все по классике, мы работаем с json данными, поэтому это важно учитывать. И последнее, очень-очень важное свойство, которое, опять же, некоторые пропускают, и потом у них не работают серверные куки. Укажите свойство withCredentials, что мы указываем, что да, мы работаем с вами серверными куками. Хорошо, дальше создадим функцию с вами для отлова ошибок. Ее лучше вынести, конечно, отдельно. Тут же на ваш вкус и цвет, error, ну, error test я напишу, прям так, не буду особо что-то выдумывать. Error catch, вот такая функция для обработки ошибок просто сервера. Опять же, мы ее много раз разбирали, поэтому повторяться не будем. Теперь создаем первый instance Axios, он будет абсолютно простой, обычный. const Axios, Axios Classic, я его так называю, потому что он будет без авторизации работать. Хотя, честно признаться, честно признаться, в нашем проекте, по-моему, мы вообще не будем использовать. Или, наверное, только если в двух местах, наверное, в логине, в регистрации мы будем использовать. Больше нигде, потому что он и не нужен на самом деле. Создаем просто обычный instance, да, то есть мы могли раньше взять вот этот Axios основной, и там его использовать, get the pro, да, допустим. Здесь мы создаем свой instance, вместо этого, да, так же будет работать, но уже со своими опциями. То есть базовый URL будет настроен, будет настроен headers, короче, credentials и так далее. Но помимо этого нужно создать отдельный еще instance. К сожалению, мы не можем этот же instance взять и на основе него дубликат сделать, такой возможности нету, ну, точнее есть, но она, ну, костылявая, поэтому мы так делать не будем. Мы сделаем Axios with auf, еще один instance, абсолютно такой же, но он будет изменяться чуть дальше. Axios with auf, interceptor, есть два interceptora. На request и на response. На request это на запрос, response это ответ. То есть первый раз мы отлавливаем, когда делаем сам запрос, производим, да, что мы производим. То есть, допустим, мы сейчас будем, когда делается запрос, вешать к нему токен. Помните, да, мы в Insomni вешали токен, вот то же самое здесь. А в response нам важно обработать кейс, когда у нас токен пропал, либо кончился. Если токен кончился, мы хотим бесшумно, помните, у нас есть refresh token, с помощью него обновить новый CSS token получить. Вот такая история. Поэтому это нужно тоже иметь в виду. Request.use. Здесь делаем config, const, access, токен, и тут делаем get, access, токен. К сожалению, у нас здесь этой функции пока что нет в проект. Давайте ее сейчас создадим быстренько. Для этого перейдем в сервис. У нас пока их нету, да, здесь сервиса. Хотя, я думаю, можно здесь, да, написать, наверное. Правильнее будет вынести в сервис. Это больше к этому сервису. Нажмем создать. Так, создать. Это будет auf.token.service.ts. Это именно сервис, ну, то есть сервис, это не обязательно по работе с данными именно бэкэнда, да. Это может быть так же и просто вынесенная бизнес-логика, как здесь, например, да. Что у нас здесь будет происходить? У нас здесь происходит, собственно, access token, token storage и remove storage. Все. То есть как мы с вами получаем токен с помощью библиотечки JS cookie, получили, да. Как мы его сохраняем, сохранили, и как мы его удаляем, удалили. Все. Ничего здесь сложного, абсолютно нет. Я прям здесь добавлю, пожалуй, инамчики. Они очень важны, как я и говорил в бэкэнде, да, когда мы работаем со строками, инамы очень важны. Я их добавлю здесь. Мне они нравятся больше, чем в другом месте. Access token, access token, refresh token, refresh token. Все. То есть мы теперь четко понимаем, что у нас к чему относится. Ну, мы не можем ошибиться просто, понимаете. Если бы мы строку указывали здесь в одной букве ошиблись, у меня такие были баги по истории программирования. Один символ ошибся, у тебя все поломалось. Поэтому такая ситуация. Так, закрываем. Теперь мы это импортируем отсюда. Все, мы получаем наш access token. Дальше мы можем спокойно ввязать к запросу и идти дальше. Здесь мы делаем проверку просто, чтобы конфиг существовал. Если конфиг реально существует, мы к конфигу, то есть к самому запросу, к хедерам привязываем нашу авторизацию. Вот авторизация, bearer, вот наш токен. Все, привязали, готово. Наш первый интерцептор успешно готов. Теперь нам осталось описать следующий интерцептор. Это интерцептор по работе с респонсом. Итак, пишем. Access without interceptors response use. Отлично, да. Дальше. Конфиг. Мы просто возвращаем конфиг. Мы его не трогаем, потому что, опять же, интерцептор в связи содержит две вариации. Вы можете либо изменять запрос, как-то с ним работать, либо обрабатывать ошибку. Вот нам нужно обработать ошибку, поэтому первый аргумент пропускаем, а второй аргумент будет короткая обработка ошибки. Асинхронная callback функция. Ну, асинхронная стрелочная функция. Дальше мы возвращаем здесь ошибку обязательно. Здесь мы указываем оригинальный запрос. Error config. Вот тот самый конфиг, только мы теперь его из ошибки берем. И делаем несколько условий, потому что не всегда эта ошибка должна знать, что мы должны переобновить в токен. То есть нам нужно проверить сначала много раз о том, что реально ли это к нам подходит. Первая проверка. Статус должен быть 401. То есть 401 статус значит о том, что у нас что-то не так с авторизацией. Дальше. Проверяем опять же с помощью error catch функции. Проверяем ошибку. Если она равна gvt expire, то есть токен кончился, значит это в наш кейс к нам нужно идти. Забнули на токены. И либо если gvt должен быть прокинут, а мы вдруг забыли прокинуть, тоже нужно сюда обращаться. И при этом всем, то есть это или, или, или. И при том, что у нас существует error config, то есть сам запрос, с которым будем обрабатывать. И при том, что у нас он не является повторяемым. Да, это очень важная история. Потому что если он будет являться повторяемым, мы сейчас это будем с вами перезаписывать, да. То у нас мог бы быть бесконечный цикл. Такого быть не должно, поэтому мы обязательно проверяем, чтобы он не был повторяемым. Чтобы это вот, если мы это уже делали, чтобы мы больше к этому не возвращались. И вызываем, собственно, инструкцию, да. Здесь у нас original request и retrace time true. То, что мы уже его один раз провели, и больше проводить его не нужно. Чтобы дальше он уперся в эту ошибку и дальше не пошел. И try catch. Берем офф сервис, у него берем get new tokens, мы сейчас его напишем, да. Возвращаем с вами axios with auff. И делаем с вами реквест непосредственно. Дальше. Catch. Если мы опять же видим ту же самую ошибку. Значит, не судьба. У нас не получился 1 витокен. Все, давайте выгоняйте из системы нашего пользователя. Мы делаем логаут, выход из системы. Remove from storage. Отлично. Теперь мы импортируем все, что нам нужно импортировать. Это мы тоже импортируем. Красиво. Это мы сделали. Так, здесь нам не хватает auff сервиса. Тут давайте в конце закончим. Мы должны просто экспортировать две эти сущности. Это axios classic и axios with auff. Сохраняем. То есть, если вам нужно будет сделать запрос с авторизацией, делаем эту штуку. Если запрос без авторизации, делаем эту штуку. Вот и все. То есть, а два axios у нас полностью готовы. Теперь, создаем новый сервис. Значит, auff. Я говорю, ребята, auff, потому что мне так проще говорить. Можно говорить правильно, типа auff и так далее. Ну, я не хочу этим произношением. Итак, создадим наш auff-сервис. Сервисы можно создавать с помощью классов, с помощью объектов. Тут на ваш вкус и свет, опять же, разницы особо здесь нет. Здесь сделано, например, с помощью объекта условно. Делаем объект какой-то определенный и в нем описываем конкретные методы. Первый метод. Метод main. Он будет в себя включать и логин, и регистрацию. Я сделаю им таким образом, потому что мне кажется, что так будет гораздо удобнее и гораздо круче. Поэтому пишем async main. Type будет логин или регистрация. И дата, которая приходит IAU form, которую мы уже описали. Дальше мы делаем запрос с помощью Axios Classic, то есть без авторизации, потому что мы делаем логин, но пока нету токена. На такой-то путь ау в слэш-тайп. Передаем всю дату обязательно в теле. И если асс-токен на месте, мы его сохраняем в наши клиентские куки с помощью нашей функции, которую мы уже описали. Дальше делаем следующий метод. Следующий метод будет для обновления токенов. Помните, мы на бакэнде его делали. Значит, await Axios Classic post-запрос. Ауф логин асс-токен. И получаем новый токен. Опять же, записываем то же самое. И последнее это на логаут. Выход из системы. Делаем запрос. Если все окей пришло, мы просто удаляем storage. Все. На этом все у нас готово. Давайте все импорты сделаем. Все. Все отлично. Теперь здесь тоже импортируем, чтобы у нас ошибки не было. Все готово, ребята. Вот таким образом мы все с вами проделали. Что-то можно так вместе сделать, что мне кажется, будет лучше смотреться. Ну, круто получилось, мне кажется, круто. И такая прям получилась очень хорошая выжимка на самом деле. Очень неплохая, очень крутая выжимка получилась. Нажимаем new file. Пишем user service и создаем его. Значит, user service здесь максимально будет простой. Да, у нас просто идет интерфейс, что мы будем получать в ответе. Помните, мы на бакэнде описывали. Будет приходить user и будет приходить статистика, label и value. Все. Тут я решил сервис описать в рамках класса. Опять же, для разнообразия здесь в рамках объекта у вас будет пример. Здесь в рамках класса. На мой взгляд, класс покрасивее смотрится, честно говоря. И можно еще private base URL задавать. Ну, то есть, есть свои приколюхи там и там. Значит, класс user service. Приватный у него будет base URL, user profile. Get profile мы получаем axios with auf iprofile response is base URL. А update, когда мы обновляем наш профайл, мы берем type user form, которого у нас почему-то здесь нет в проекте. Сейчас мы его быстренько добавим. Давайте мы сразу же, наверное, так, это type user form. Давайте к юзеру мы все это запишем. С вами user types. Давайте в авторизацию вот сюда запишем. Вот, type user form. Сразу запишем, чтобы оно было здесь. Хорошо, можно его импортировать спокойно. Импортировали. Сохранили. Так, с этим, я думаю, момент понятен. Дальше. Следующий у меня идет pomodoro. Pomodoro service. Это все, что касаемо работы с таймером. Итак, создаваем класс с вами. В нем дальше описываем некоторые поля, которые нам нужны. Значит, базовый URL будет user timer. Первый метод для подключения к серверу, да, то есть для получения текущей сессии именно today session. Опять же, ребят, почему я сейчас вот некоторые моменты вставляю, да, и, ну, стараюсь вотколько это видео. Потому что у нас еще будет огромное количество функционала. И то, что я сейчас делаю, это максимально монотонная работа. Да, вам в ваших проектах, вам нужно набивать руку, вы это будете писать. Так, этот проект я уже пишу второй раз, то смысла мне писать его повторник, его нет. А то, чтобы мне объяснить, я могу и вставить, и объяснить, да, на самом деле. Поэтому, опять же, пишите в комментах, мы к вам прислушиваемся. Да, если вам такое не нравится, и нужно прям, ну, ничего не вставлять и просто писать код, и чтобы ролик растянулся там в три раза, он был длиннее по длительности, то пишите в комментах, я так сделаю без проблем в следующих проектах. Вот, ну, как мне кажется, что растягивать лишний раз в моментах, где это не стоит делать, наверное, не нужно. На мой взгляд, это бесполезная история, поэтому я так делать пока что точно не буду. Вы этот ролик, скорее, смотрите сначала, и вначале мы уже писали бэкэнд. Мы эти же самые эндпоинты уже готовили, уже их писали. Поэтому для вас это все абсолютно знакомо. Здесь ничего не меняется, кроме запроса. Вот и все. Дальше, создание сессии. Просто идет создание, вот такой ответ идет. Update сессии, то есть обновление сессии, удаление сессии и update самого раунда непосредственно. Все, мы это дело сохраняем. Идем дальше. Так, нам еще нужно time-blocks-block.service.ts. Так, здесь мы указываем базовый URL user time-blocks. Далее мы с вами указываем непосредственно get time-blocks, получение всех time-блоков, которые есть у этого юзера именно. То есть, видите, у нас все запросы идут с акцию списков, потому что по-другому никак. Дальше мы создаем новый time-блок, если нам нужно его создать. Обновляем какой-то time-блок. Прошу прощения, вот здесь мы обновляем time-блок, а здесь мы обновляем его порядок. Порядок его в списке. Это очень важно, мы делаем с помощью транзакций на бэк-энде. И удаляем time-блок. В принципе, и все. И в конце мы его просто экспортируем. Так, ну и последний, ребята, task-сервис, он вообще максимально простой и, наверное, проще, чем любой другой сервис. Получаем все таски, создаем таску, обновляем таски и удаляем таски. В принципе, и все. То есть, максимально все просто. Казалось бы, ребята, нафига мы это делаем? То есть, просто копируем, вставляем, одни и те же какие-то endpoints, одни и те же методы пишем. Зачем мы это делаем? Для чего вообще это все делается? Это так кажется, первый взгляд, на самом деле. Да, если вы уже долго программируете, если вы уже давно программируете, вы прекрасно понимаете, насколько это удобно. Это очень-очень удобно, ребят. Это прям, это must-have. Это просто must-have. Я это пишу с самого начала, именно в таком формате программирую, чтобы мой код был максимально читаемым и понятным. То есть, и при такой конфигурации, когда мы все вынесем в сервисы, так называемую бизнес-логику, да, то, ну, в таком случае нам теперь максимально будет удобно. Прикиньте, мы делаем любой запрос. Мы теперь всегда знаем, какие у нас запросы существуют, какие не существуют. У нас есть четкое понимание, что мы можем запросить с бэкэнда, что мы не можем запросить с бэкэнда. У нас полностью есть все поля. Даже когда проект я делал в первый раз, я уже тогда, ну, допустим, перед созданием какой-то сущности, там, делаю задачу, подготавливаю класс для задачи, делаю там таймблок, подготавливаю для таймблока и так далее. То есть, я всегда, когда сделал бэкэнд, иду сразу, переношу во фронт, в сервис, переношу сразу все эндпоинты. Только так можно вообще сделать какой-то серьезный такой проект. На мой взгляд, опять же. Не знаю, как вы это вообще думаете, ну, вот, мне кажется, это прям, это прям крутая история. Вот и все, ребят. Мы с вами сделали полностью весь каркас, всю базу. Наверное, больше делать там что-то не имеет смысла. Уже стоит переходить к конкретным страницам. Я думаю, что, наверное, да. Надеюсь, мы ничего не пропустили. Если что-то по ходу дела все восстановим, ну, наверное, мы сделали максимум, что могли сделать. У нас есть полностью авторизация. Ну, практически полностью. Нам еще осталось middleware накатить. Это очень важная история. Нам еще осталось накатить логин, регистрацию и так далее, все другие существа по списку. Приходим к следующей части видео. Давайте, собственно, переступим теперь к реализации формы логина и формы регистрации. Мы с вами сделали уже аксиус полноценный. Мы с вами сервисы настроили. У нас все полностью готово. Вообще для всего абсолютно, да. То есть мы с вами готовы перейти к непосредственному созданию логин-формы либо формы регистрации. Нажмем правая кнопочка, new folder и пишем авторизацию. В авторизации, в принципе, у нас будет в одном месте и регистрация, и логин. Опять же, для удобства создаем Page TSX. Чтобы в новом Next-те нам создавать правильный роутинг, мы должны писать папку. Да, она будет уже входить в наш путь. И потом сам файлик Page TSX. Только в таком случае будет открываться на экране тайная страница. Если выходит, что папка условная... Вот многие на стримах меня спрашивают. Макс, зачем ты папку делаешь в круглые скобки? Если выходит, что папка это просто являлась оберткой для чего-то. Для layout, допустим, для error и так далее. Но при этом, чтобы она не считалась в URL, то вы просто обращиваете ее круглыми скобками и все, она не будет считаться в URL. Так что такая ситуация. Теперь разворачиваем сниппет нашим. Next-компонент. Отлично. Здесь пишем авторизация. Здесь пишем тоже авторизация. И здесь временно тоже пишем авторизацию. Так, сохраняем. Идем сюда. Открываем сразу же. Вот наша авторизация успешно открылась. Я на самом деле бы сделал редирект вообще, да, прямо отсюда туда. Ну, в принципе, мне это как бы не мешает. Ну, если что, может, это редирект. У нас просто не будет паблик пейджи вообще, в принципе. Наше приложение будет все через кабинет работать. Теперь создадим, вынесем отдельно сам компонент. И мы так всегда будем делать, потому что, хоть нам и Next позволяет прямо здесь все дело писать, но это неудобно. Это неудобно, потому что это серверный компонент, а мы не можем в серверном писать, допустим, там, хуки и клиентские всякие штучки интересные. Поэтому мы вынуждены вынести отдельно всю логику. New file. Пишем auv.tsx. Делаем компонент быстренько. И здесь вот сразу же мы подхватим. Так. Все, с этим закончили. Теперь вверху ставим здесь на useClient. Это очень важная история. UseClient. Хорошо. И, собственно, все можно начинать описывать. Начнем у нас в формочке. Да, const. Мы используем будем React hook form. Делаем useForm. Это такой state нашей формы, скажем так. Только почему-то я, опять же, импорт у меня не работает. По какой-то причине я не понимаю, почему. А давайте я пробую сделать extension restart. Возможно, у нас среда разработки не подгрузила что-то. Потому что у нас такое не первый раз почему-то в этом приложении. Так. При этом у нас hook form установлен, скорее всего. Да, он стоит. Но useForm не работает. Давайте сами тогда импортируем. Import from React hook form. А вот так работает, да? Не знаю, почему не работает. Вопрос. Здесь указан generic. Generic позволит нам указать конкретные поля, которые будут в нашей форме. Благо мы это тоже с вами подготовили. I.O. form. Вот буквально недавно мы это делали, да? Вот эту историю. Два поля у нас всего лишь будет, да? И в принципе, я думаю, что все. Но тут можно указать еще mod. Да, можно указать onChange. При изменении полей сразу встречались ошибки. Тут забираем три перемены. Это регистрация для регистрации импутов, для связки их с нашей формы. Это control. Да, для связки других импутов есть обычные импуты. Есть select, допустим. Да, ну ладно. Control я передумал. Ребят, control здесь точно не будет. Control это в другой часть нашего приложения. Handle, submit для того, чтобы мы подвязали отправку формы, да? Как в нашей форме. И reset, да? То есть сброс. То есть очистка нашей формы полная. Теперь сделаю еще два состояния. Это будет useForm. Делаем по умолчанию false. Будет, собственно, у нас isloading. Set isloading. Вот таким образом у нас это будет все реализовано. То есть у нас форма будет иметь два состояния. Либо она не loading, прошу прощения, ребят. Islogin.form. И здесь вместо useForm, useState. UseState. Хорошо. Все, то есть два состояния будет формы. Либо она у нас будет являться... Давай, кстати, useClient мы выше вынеси. Там будет лучше. Либо она будет являться формой для логина для входа в систему, либо для регистрации. Кроме этого, нам потребуется также обязательно это useRouter. Для того, чтобы мы после успешной... То есть будьте внимательны, да? Мы импортируем только именно из NextNavigation. Будьте внимательны, потому что бывает, что импорты идут из NextRouter, и у вас работы не будет. Будет ошибка выскакивать. Мы здесь, собственно, берем push. Он нам потребуется для того, чтобы перенаправить человека на другую страницу после успешного входа в систему либо регистрации. И далее мы с вами подключили tanStackQuery. И сейчас самое время сделать первый наш запрос tanStackQuery. Значит, пишем const. Это уже новая версия tanStackQuery, поэтому на канале был полный курс. Но был там по четвертой версии, а состопятая вышла, поэтому чуть отличается. UseMutation. Делаем это у нас мутация, потому что мы делаем запрос постформата. Здесь делаем объект. И в объекте мы пишем mutation. Во-первых, будет ключ. В массиве пишем, это у нас будет ключ авторизации просто. И второй моментик это mutation function, сама функция. Как я и сказал, она у нас уже готова полностью, поэтому мы делаем вот таким образом. Здесь забираем дату. Она будет по типу AUF form. Вот так делаем. А здесь берем наш AUF service, который мы написали, точка main. В него мы передаем type непосредственно. Type будет на основе как раз из логин форма. Если логин форм, то логин, если нет, то регистр. Логично, да? Так, хорошо. И через запятую мы указываем саму дату. Саму дату. Все, с этим закончено. Также после успешной отправки формы, как только мы с вами вошли в систему, да, нам сервер ответил о том, что у тебя все успешно произошло, мы добавляем onSuccess. То есть что будет происходить при успешном запросе? При успешном запросе мы будем очищать форму полностью, перенаправлять на дашборд pages home, на главную страничку, да, именно админ панели, точнее панели личного кабинета пользователя. И выводить наш тост. Вот, тост мы тоже берем из библиотечки Sonor. То есть о том, что ты успешно вошел в систему. Отлично. И здесь все, что мы забираем, это просто мутацию. Все. За счет этого функции мы будем вызывать нашу мутацию. Ну и допишем еще саму формочку onSubmit, да, которая нам позволит, собственно, отправлять форму на сервер. Мы здесь укажем, что это у нас будет SubmitHandler. Здесь мы указываем IOForm. Тут мы указываем Data. И Data у нас будет куда-то отправляться, а именно в мутацию. Мутация, Data. Вот таким образом. Все, эту функцию мы сможем спокойно с вами включить в нашу форму, и она будет отправляться успешно. Теперь давайте напишем JSX-код. Итак, для начала подготовим следующий JSX-код. Берем div class name. Да, у меня здесь много классов рядом написано, как я и говорил. Да, я буду это пренебрегать этими моментами. Вообще, в своих продакшн-проектах я выношу эти классы для удобства в отдельном модульном файле. Здесь я этим сэкономил время, скажем так, да. Вы у себя в продакшн, если будете этот проект делать, то имейте это в виду. Дальше мы берем формочку, формочку делаем Е-ширину, чтобы у нас просто посередине был такой логин форма. И дальше при сабмите мы делаем handle submit непосредственно, да. После этого мы вызываем div, и в котором мы будем с вами описывать кнопочки. Давайте их сразу запишем, две кнопки у нас будет. Первая кнопка у нас будет отвечать за... Ну, опять же, кнопки у нас пока нет кнопок, давай я пока комментарий оставлю. Buttons. Buttons, да. Здесь должен быть у нас еще heading и inputs, ну, либо fields, сами поля, да, которых пока что у нас нету. Короче, мы обозначили с вами, какие компоненты нам потребуются. Это компонент heading, то есть заголовка, компонент полей и компонент непосредственно кнопок. То есть, ну, одной кнопки, точнее, мы их продублируем просто. Все эти компоненты, кроме heading, наверное, да, мы, как за пример, брали из... Помните, я в самом начале ролика вам говорил про Horizon UI, вот если вы вдруг помните, да. Вот, именно оттуда мы их и брали, да. Поэтому они будут не такие красивые, да, потому что это не мы писали, да, это предоставляет нам библиотека. Но, тем не менее, я их вынужден использовать, потому что, ну, там, просил наш подписчик, который там на аукционе нас поддержал очень хорошо в плане финансовой поддержки. И вам будет полезно посмотреть, что такое Horizon UI и почему его не стоит использовать в своих проектах. Идем в папочку Source, обязательно нажмем New Folder и пишем Components. Создаем дальше папочку UI и в UI будем уже описывать непосредственно. Тут в UI будет у нас, значит, New Folder, это Button. Может, Buttons во множественном числе написать? Да, давайте во множественном числе будет более правильно написать. Потом будет Fields, то есть все поля. И будет также CheckBox. Ну, CheckBox будет один, поэтому я сделал CheckBox один. Значит, CheckBox идем сюда дальше, да, и создаем с вами файлик. Ой, точнее, не CheckBox, а Field. New File, Field.tsx. Значит, вставляем код. Опять же говорю, что он у нас полностью взят из Horizon UI, поэтому я его могу себе позволить вставить. Я вам просто его расскажу максимально, опишу. И расскажу, что я здесь добавил для себя очень такого крутого, и то, что вам стоит взять на заметку. Значит, смотрите. ID, Label, там Extra, это все у нас уже здесь было, прямо из коробки. Placeholder, варианты, это все у нас было уже. Дальше. State тоже был из коробки. Disable тоже. Type и так далее. Вот. Я лишь добавил здесь, по-моему, OnChange, да, потому что я его хотел перезаписать, если я ничего не путаю. Давайте посмотрим. А, я уже его не хочу, да, перезаписать. Давай мы все-таки OnChange что-то уберем, вот так, чтобы он подгружался нормально. И дальше я добавил одно поле. Это isNumber, то есть Boolean, либо не Boolean. Для чего я это сделал? Почему я просто в Type не прокинул TypeNumber? Потому что я хотел сделать красивый input, красивое поле. Как вы знаете, если мы напишем TypeNumber, у него будет очень много всего лишнего. Если вы там крутите на трекпаде, условно, колесико, да, имеется двумя пальцами вниз-вверх, то у вас будет меняться число. Это неудобно, это юзабилити портит. В том числе у вас стрелочки появляются, которые можно выключить, тоже неудобно. Короче, они сделали так, что оно максимально неудобно. На мой взгляд, опять же, это мое мнение. И поэтому я сделал отдельную перемену isNumber, да. И если мы ее прописываем, то в таком случае мы будем делать некоторые определенные действия. Я хочу, чтобы это было обычным полем, но при этом мы с помощью определенных манипуляций сделаем, чтобы там были только цифры без букв. Как мы это сделаем? Сейчас покажу. Обязательно мы сделаем forwardRef, потому что без него работать не будет регистрация из... Вот этот регистр не будет работать из useForum, потому что регистр требует прокинуть ref к какому-то элементу, то есть провести с ним связь определенную. Без forwardRef он прокинет ref сюда, да, ref сюда не нужен, ref нужен на самом деле вот сюда, вот сюда ref нужен, да, потому что именно это поле является импутом, является там value onChange и так далее. Поэтому, чтобы нам сюда прокинуть ref, нам нужно сказать forwardRef обязательно. И в конце также указать fillDisplayName, иначе будут ругаться, не забудь это сделать. И мы, собственно, плавненько переходим к тому, что я еще добавил в этом замечательном поле. Я добавил функционал по onKidown. OnKidown срабатывает event событие, когда мы именно кликаем на кнопку, ну, нажимаем на кнопку на какой-то клавиатуре. Дальше мы берем event, да, и с помощью небольшого регулярного выражения мы проверяем, чтобы это были только цифры. Если из number, да, который мы до этого прокинули, и это не цифры, видишь, нет цифры, нет цифры, да, и при этом, если это не backspace, tab, enter, стрелка левая, стрелка вправо, это сделано для того, чтобы у нас работали в инпуте стрелка влевая, стрелка вправо, backspace, enter и tab, чтобы это все работало, поэтому я это здесь добавил. Опять же, можно вынести в отдельную функцию, как бы вам уже судить, как это правильно и красивее сделать. Я оставил таким образом, вам уже, ну, вы можете это как-то под себя подделать, без проблем. Если это все сочетается, то мы выключаем стандартное поведение. Вот такой у нас код получился, если что, ставьте на паузу, копируйте, ну, у вас опять же будет бесплатный исходник, если в телеге наберется 6200 подписчиков. Field готов у нас полностью, только я его переименую в Field, в единственном числе, не забудем это сделать. Теперь сразу же предлагаю сделать checkbox, раз мы не отходя от кассы, тем более мы для него стили уже с вами сделали в начальной части по фронтенду, мы стили сделали в глобальном файле stss, поэтому нам теперь остается лишь все это в gsx перевести. Checkbox.tsx, отлично. Так, simple component, то же самое, да, дело. Для checkbox та же самая ситуация остается, да. Тут, кстати, так у нас один checkbox, я могу позволить себе написать индекс, вот, чтобы у нас путь не был там checkbox, slash checkbox, чтобы просто вот написать индекс, тогда путь будет slash checkbox при импорте. Короче, здесь у нас тоже компонент из Horizon UI. Давайте я вам покажу, что такое Horizon UI, чтобы не быть голословным просто, да. Вроде бы крутая штука, ну, выглядит прям презентабельно, круто и так далее, вы сами видите, да, как оно смотрится, но есть нюансы. Во-первых, она на базе Chakra UI, но я-то не понимаю смысла, зачем ее использовать, зачем использовать Horizon UI, если есть Chakra UI. То есть, зачем на базе Chakra, либо на базе Tailwind, использовать Horizon UI, я не понимаю. То есть, по факту, все, что вам дает Horizon UI, это просто, типа, вот, сделай вот так-то и с использованием такой-то библиотеки. То есть, нет готовых компонентов, да, ничего такого нет, вы просто делаете по инструкции. И это мне вообще не понравилось, я брал именно версию с Tailwindом. Мне Chakra не сильно заходит, хотя я знаю много фанатов, в том числе и моих подписчиков, мне Chakra не сильно захочет, честно признать. Хотя, если попросите сильно, то, может быть, в каких-нибудь роликах сделаем. Но, опять же, я не хочу об этом думать, потому что я делаю проекты очень красивые, визуальные, да, очень приятные визуальные проекты, поэтому как-то их делать по-другому я не хочу. И мы, допустим, переходим, там, я не знаю, ну, вот компонент, да, переходим, во-первых, она платная, да, условно-платная, и, допустим, переходим в аватарку. Перешли в аватарку, что он нам говорит? Он говорит, бери из Chakra UI аватар и используй, вот и все. Ну, то есть, я не понимаю просто, что это за такая UI-библиотека, которая делает вот такие вот истории, я не понимаю. То же самое можем условно выбрать Tailwind, и он вам будет подсказывать Tailwind. Вот Tailwind выбираем, чекаем, кликаем все, точнее, берем аватар, откроем код, вот, пожалуйста, вот ваш Tailwind. Вопросы есть, ребят? Вопросов, я думаю, нету, я не понимаю. Напишите, ребят, в комментах, может быть, я не прав, может быть, я что-то не заметил, и, может быть, Horizon UI стоит какого-то почтения, я не знаю, но пока что это очень сыро выглядит и никчемно, на самом деле, да. То есть, если мы возьмем, допустим, давай еще вот TextArea возьмем, откроем код, как видишь, он использует TextField откуда-то отсюда, да. Вы потом переходите к ним в GitHub, берете TextField, копируете, и вот получается то, что мы сейчас будем с вами писать. Короче, я остался недоволен этой штукой. То есть, в таком случае, лучше вообще взять the Chakra UI для себя. Так, мы вставляем то, что они нам дали из GitHub. ID, Extra, цвета. Мы их вообще, мы их не все будем использовать, честно признаюсь, но часть нам пригодится, а именно один цвет нам пригодится, ну, чтобы у вас было разнообразие какое-то. Обязательно класс DefaultCheckBox, и вот эти вот классы тоже обязательные, да, потому что это наш класс, который мы писали еще с вами в Global CSS файле. Здесь всякие стили, там все это понятно у нас, да, опускаемся, опускаемся, вот, и, наверное, в конце у нас вот этот, мы добавляем вот эту историю, это наша именно. Дефолтный параметр определенный. Все, тут сохраняем. Тут Name я указываю специально, по-моему, я его указал руками, чтобы не было ошибок. По-моему, были какие-то ошибки, я Name решил прям застопить и указать прям любой Name здесь. Все, сохраняем, CheckBox у нас готов. Короче, с CheckBox, такая ситуация немножко, немножко скучно и неинтересно. С Button абсолютно то же самое. Переходим в Button, Button. Наверное, хейтерочки спросят, Макс, так, а зачем ты? А что, нельзя было подготовиться? Вот некоторые, да, пишут тебе, почему ты не мог сразу там взять условно, переделать перед роликом, переделать на свои компоненты. Зачем ты отдаешь эту кашу условно, да? А я вам отвечу, я хочу, чтобы на канале было разнообразие. То есть и даже плохие кейсы тоже важно показывать, потому что вдруг вам какой-нибудь работодатель, либо там какой-нибудь на фрилансе где-нибудь, вам скажут, используйте Horizon UI. Вы будете знать, что вы обратитесь к этому ролику, и вы сможете использовать Horizon UI. Окей, по-моему, это чуть проще ситуация. Здесь мы Effect Liner, да, по-моему, я делаю Effect Liner, это называется, да, Transition Timing Liner я делаю. Дальше округление небольшое, ну, то есть здесь все, в принципе, видите. Хотя, кстати говоря, ладно, я вас обманул, ребят, наверное, все-таки кнопочку я сам делал, я уже просто запутался в этой каше, да? Наверное, кнопочку все-таки эту я сам делал. Здесь все максимально примитивно просто, мы делаем просто интерфейс, хотя я бы сейчас, на самом деле, это тоже не лучшая практика, вот таким образом делать интерфейс. Да, он прекрасно будет работать, экстендится, все нормально, но я бы, наверное, сейчас даже через тип сделал. Мне кажется, тип здесь будет смотреться лучше и правильнее, потому что есть конфиги, есть линтов, которые на эту штуку будут ругаться, потому что, ну, типа запрещается делать пустой интерфейс, хотя вроде бы мы наследуемся. Давайте, по-моему, сделать Type, Type Button, и Type просто в чем прикол, вы можете его просто приравнять. Вот, приравниваете, и у вас все то же самое, только теперь все по правилам идет. Так что имейте в виду, что где нужно использовать Type, где нужно использовать интерфейс, это очень разные моменты, и стоит иметь в виду, чтобы, ну, чтобы не путаться просто. Отлично, дальше делаем классы, и все, в принципе, REST оператор сюда прокидываем, все остальное, то есть там value, какой-то, может быть, disable, не disable, что угодно. Сохраняем. Закрываем, пошли дальше. Все у нас готово, так, кроме хейдинга, кроме хейдинга мы забыли еще сделать, сейчас давайте сделаем хейдинг. Это у нас идет UI, new file, прям здесь сделаем heading.t6. Вставляем, здесь просто один интерфейс будет, title, просто заголовок, вот такой будет title, и я также делаю небольшой здесь отступ, небольшой отступ и небольшую линию. Так это идет у нас хейдинг именно, заголовок, то у нас все эти заголовки, они идут H1, то есть самый верхний заголовок, и при этом у него идет нижняя полосочка, такая тоненькая 0.5 рема, точнее 0.5 показатель по tailwindу, это 2 пикселя получается, прям супер такая тоненькая полосочка, так что мы ее добавляем. И пока мы здесь находимся, сразу давайте еще сделаем loader, обязательно loader, мы его часто будем использовать, он будет очень примитивный, максимально примитивный, ребят, там настолько примитивный, что вы просто офигевать будете. Смотрите, здесь анимация очень и очень простая. Мы берем loader icon, который есть в Lucid Icons, помните, да, наши иконочки, которые я использую везде и всегда, я прям от них невероятно кайфую и счастлив, это гораздо лучше, чем React Icons, это прям топчик. Кстати, ребят, хочу попросить помощи у комьюнити, ребят, напишите в комментариях библиотеки, которые вы знаете, они очень-очень крутые, библиотеки там, фреймворки, возможно, мне это очень интересно, вот в том числе, Lucid Icons, допустим, я в один момент его увидел на YouTube у кого-то блогера, англоязычного, да, и я такой, почему бы не реализовать в проекте, и я начал пользоваться, я понял, что это лучшие иконки, которые есть в React, или тот тоже самое, допустим, подписчик мне порекомендовал React Hot Toast, я теперь не могу от нее отвернуться, это самая лучшая библиотека для нотификации, вот, подписчик, кстати, Миша, по-моему, большое спасибо, Миша, так что имейте ввиду, пишите в комментах ваши идеи, возможно, попадут в следующие ролики, так, что мы делаем, ребят, а мы ищем иконочку, да, иконочка есть Loader, вот, вот такая есть иконочка, есть такая иконочка, есть такая иконочка, я сделал вот такую иконочку, именно, да, и все, что мы с ней сделаем, мы ее просто запустим с помощью CSS анимации, просто по кругу она будет крутиться, гениально, я считаю, я считаю гениально, да, анимейт спин указывает, а это прям Tailwind предоставляет нам эту штуку, и она будет крутиться, все, сохраняемся, и последнее, это Bage, Bage нам потребуется в одном, по-моему, месте, да, в приоритетности, у нас будет задача, у нее будет приоритетности, Low, Medium, High, и там будет Bage, вставляем, здесь мы уже сделали на основе Tailwind Variants, непосредственно, взяли интерфейс, простенький максимально, очень важно здесь указывать style, CSS Properties, и если вы импортируете Type, будьте добры добавлять сюда Type, да, это очень важная история, и вот мы используем первый раз в нашем канале Tailwind Variants, честно, какой мой фидбэк, мне не сильно понравилось, на мой взгляд, лучше через SLSX сделать всю эту историю, но пусть будет для разнообразия, опять же, но мне не сильно понравилось, как-то, ну, не так оно красиво смотрится, не так удобно, на чем указан базу, база это то, что всегда будет у нашей кнопки, у нашего бейджика, потом варианты, которые будут нашего бейджика, вариант бывает обычно серенький, дефолт будет вариант высокоприоритетность, средняя и низкоприоритетность, вот они указаны здесь, и дефолтный вариант будет Background Color Gray, дальше вот сам бейджик, мы сюда все это подключаем вариантики, и дальше мы их здесь отображаем, вот и все, это обычный спан по факту, который будет выглядеть как бейджик, сохраняем, закрываем, 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 все, это мы подготовили полностью, можно переходить дальше к нашей разработке, так, хейдинг, делаем так, и делаем у него title, будет это авторизация, так, филды, по филдам, филды у нас будет филд, давайте мы сразу развернем, и посмотрим, что они требуют, ну, во-первых, регистр, да, неизменный регистр, 100% регистр, и регистрируем, у нас это будет поле e-mail, проверку какую-то можно сделать по e-mail, в принципе, да, но в этом проекте я решил этого не делать, потому что, потому что забирает время просто, да, можете, если вам нужно сделать валидацию на e-mail, можете посмотреть наш ролик на канале, Amazon 2.0, там мы реализовали эту историю, поэтому можно вот так вот все по кусочкам рассматривать, так, айдишник будет e-mail, я не люблю, честно говоря, айдишники писать, но раз просят, то пусть будет, да, для чего он здесь нужен, для того, чтобы он связался с лейблом, по факту, хотя я обычно лейбл просто оборачиваю, так мне нравится больше, окей, enter e-mail здесь делаем, здесь мы, что у нас еще осталось, там, disabled extra, extra нам понадобится, да, нам небольшие маржины понадобятся, и, наверное, еще надо не забыть указать type e-mail, type e-mail и маржины, а маржин у нас будет здесь по 4 поинта, и мы сохраняем, это я перенесу вниз, да, чтобы, если что, перезаписалось, и, в принципе, все, то же самое копируем, делаем для пароля, вот наш пароль замечательно, тоже сохраняем, и дальше инициализируем две кнопочки, первая кнопочка у нас будет непосредственно отвечает за вход, вторая за регистрацию, то есть, они обе будут отправлять сразу нашу форму куда угодно, да, но первый будет отправлять нашу форму с логин формой, то есть, она будет логин, а вторая только регистрация, вот все, сохраняемся, смотрим, прежде чем смотреть, давайте мы создадим вообще роутинг для админки, напишем i, и сделаем просто page tsex, это у нас будет page next component, это у нас будет dashboard, хорошо, там, по-моему, у нас будет статистика, если я ничего не путаю, поэтому, поэтому, да, сохраним, так, давайте посмотрим дашборд, вот формочка готова, абсолютно красивая, неплохая, мне кажется, идеально нам подходит, и если мы откроем i, то мы увидим наш дашборд, хорошо, давайте попробуем теперь произвести авторизацию, так, вот, кстати, у нас внизу, видите, это react query devtools, кому нужно, пользуйтесь, тоже достаточно удобная история, но я ее использую в момент, когда у меня какие-то ошибки в коде, так просто я ее не использую, потому что, наверное, нет смысла никакого, test.ru, 1, 2, 3, 4, мы уже на бэкенде с вами регали юзера, поэтому у нас уже присутствует, и входим в систему, как видите, успешно вошли в систему, нотификация появилась, смотрим инспектор, application, смотрим, значит, дальше cookie, 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 заходим в cookie, и видим, что у нас есть непосредственно с вами access token, и refresh token, видите, да, то есть, казалось бы, у нас, вот, типа, максы там на бэкенде рассказывал нам другие являются серверными, так почему нам хром показывают серверные cookie, если они такие, типа, невидимые, все очень просто, к этим кукам вы не можете иметь доступ через обычный объект window, вы не можете написать window, там, cookie, и получить их каким-то образом, да, такого нет возможности, то есть, из браузера никак с помощью джаваскрипта на них взаимодействовать невозможно, можно взаимодействовать на access token, да, и мы с ними так и будем работать, а с refresh мы не можем так сделать, и вот в этом-то и заключается сама защита, а почему здесь отображается, это не так давно хром и фаерфокс эту штуку ввели, серверные cookie раньше можно было смотреть только во вкладке network, здесь, по-моему, их не было, вот, но теперь они их автоматически туда добавляют, при этом со статусом http only cookie и secure true, и same site known также, да, то есть, они видно, что они являются серверными куками, и дальше вы можете перейти в сам network, к сожалению, мы здесь не можем, да, посмотреть, наверное, да, потому что у нас не была открыта консоль, когда мы делали запрос, ну ладно, давайте, пока у нас нет логаута, мы можем еще раз войти, просто для эксперимента, тест, собакатест.ру, 123456, логин, видишь, прошел запрос, запрос ушел нас непосредственно, да, и здесь можно отобразить, вот пилот, который мы прокинули, e-mail пароль, в ответе получаем мы отец токен и юзера, все как и должно быть, вот он, респонсор, замечательно, да, и вот здесь во вкладке cookie можете посмотреть, какие cookie к нам приходят, request cookie, это cookie в запросе туда, это, они отправляются по той причине, потому что мы указали with credentials, поэтому они отправляются, нам это не интересно, нам интересно вот это, респонс cookie, то, что нам приходит в ответе, а в ответе нам приходит лишь одна кука, refresh токен, и она является серверной кукой, вот такая история, поэтому это очень удобно, здесь даже можно посмотреть, это реквест, а вот респонс смотрим, и вот видишь, наша сет cookie приходит успешно, вот, ну чтобы так все идеально работало, ребят, имейте в виду, что вам нужно чуть постараться, и вообще, кстати, вот это рекомендуется скрывать, видишь, внизу написано xpowered by express, тоже можно это скрывать, на самом деле, в nest.js, потому что, ну, типа тоже небезопасно, на самом деле, можно тоже это скрыть, момент, ну, в целом, ребят, работает, в целом, работает, но у нас еще по авторизации дела не закончены, значит, сейчас у нас, как бы оно все так отстранено работает, и если у нас, допустим, человека не будет в системе, если он не авторизирован, у нас также будет доступ к админке, такого быть не должно, поэтому давайте мы сделаем middleware, который будет это ограничивать, в папке source должен находиться в middleware, давайте закроем, сейчас самая интересная тема для тех, кто мечтал, чтобы на канале появились middleware, и вот они появляются, значит, мы берем middleware, замечательный, да, что такое middleware, давайте сейчас обсудим, да, то есть это такая прослойка определенная, которая делает какую-то валидацию, появилась штука, это в next, там, ну, 12 версии в бете, по-моему, в 13, что-то в этом формате, позволяет нам, очень круто, на этапе еще загрузки страницы, валидировать, и если, допустим, человек у нас в системе находится, да, проверять там, роля можно проверять без проблем, там, админ, не админ, или можно проверять просто он в системе, либо не в системе, если проверка прошла, мы открываем страницу, если нет, то мы его выбраться на другую страницу, вот такая история, export async function, указываем middleware, middleware, здесь я принимаю два аргумента, это, как обычно в любом бэкэнде, это request, request, это next, request, именно указывать данные типы, потому что другие типы вам не подойдут здесь, у них кое-чего будет не доставать, по типизации, next response, здесь указан, что это является тайпами обязательно, взяли два аргумента, теперь мы с ним можем таким манипуляцией проводить, к примеру, мы из них можем достать наши куки, значит, мы выбираем здесь request, и достаем из него, да, допустим, URL и куки, чтобы нам это все тестировать с вами, давайте мы укажем условия, при котором будет срабатывать этот middleware, то есть вы должны указать определенное условие, при котором он будет срабатывать, он не может срабатывать, типа там, при всех условиях условно, все очень просто, указывается через config, export, config, и mature, при котором условия будет срабатывать, у меня два условия, потому что будет срабатывать два кейса разных, при заходе на страничку входа, и при заходе на любую страничку нашего личного кабинета, сохраняем, и давайте в конце локи это выведем, в конце лок, URL и cookies, сейчас объясню, для чего нам это все нужно, давайте, допустим, на страничке dashboard находимся, обновляем, в браузере мы ничего не увидим, а вот на сервере, видите, внизу отображается, значит, localhost.3001.i, URL успешно работает, а куки, вот они, наши куки, refresh токен, там такой-то name условно, value, access токен и так далее, то есть понимаете, мы отсюда имеем доступ к нашим кукам, даже несмотря на то, что есть там, access токен, это является браузерной куки, потому что этот middleware срабатывает именно в моменте, когда мы загружаем страницу в браузере, и это очень удобно, это реально очень и очень удобно, теперь мы здесь с вами обязательно записываем в переменную refresh токен, то есть мы берем cookies, get enum tokens, refresh токен value, записали в переменную refresh токен, вот он записался, дальше мы фиксируем, делаем проверку, когда у нас будет dashboard page, потому что помните, у нас два условия, то есть и то же самое может работать и для одного условия, и для второго условия, и нам нужно ограничить, поэтому пишем dashboard, из dashboard page, это будет url, точка, и мы здесь проверяем, да, includes, includes i, а здесь дальше будет из, ауф page, да, это страничка именно авторизации, делаем ауф, дальше, если это является у нас авторизацией, и при этом у нас существует refresh токен, это значит, что правильно, то, что мы должны выкинуть человека с этой страницы, он не имеет права смотреть на страничку логина, когда он уже и так есть в системе, поэтому мы делаем return, return, точнее, будет правильно, да, произнести, next response, точка, и мы делаем redirect, redirect мы делаем на new url, new url, отлично, да, и указываем на какой url, ну, у нас нужно url перенаправить именно, мы, наверное, возьмем даже board pages отсюда, да, возьмем home просто, и вот сюда мы будем перекидывать непосредственно, тут запятую ставим url, вот, чтобы у нас все отлично отработало, а если же мы прошли дальше, то есть здесь не сработало, идем дальше, делаем еще одну проверку, если все-таки это продолжает быть страничка авторизации, но при этом токена нету, то мы спокойно можем вернуть страничку, на которую человек хочет перейти, next response, точка next, вот и все, мы просто прокидываем дальше, пусть проходит, проблем в этом нет никаких, а если же мы идем дальше, и уже у нас, мы уже находимся в кабинете все-таки, и при этом у нас нету refresh токена, refresh токена, то мы вынуждены человека выкинуть эту систему, и перенаправить его непосредственно на страничку, на страничку 404, либо на страничку логина, сейчас объясню, как это будет устроено, и указываем здесь dashboard pages, точка, так, а у нас здесь нет, да, dashboard pages, ну, это просто на страничку авторизации, да, ну, и в конце тоже не забываем просто вернуть, дальше пропустить, если ни одно из условий не сработало, значит, в больших продакшн проектах, которые там я разрабатывал, условно, мы здесь делаем еще более сложную логику, и здесь тоже везде в принципе, да, почему так, потому что там чуть больше условий требуется, во-первых, у нас идет проверка на роли обычно, да, как она делается, сделается абсолютно так же, только вы, помимо этого всего, здесь производите запрос на сервер, вы делаете запрос на сервер, с помощью access токена, который получаете здесь, запрос на сервер, он вам отдает свеженькую информацию о том, какая роль у данного человека, если роль такая, то вы его отправите туда, если роль другая, отправить туда и так далее, если же мы говорим дальше, да, я еще обычно как делаю, я разделяю, то есть, если эта страничка, именно админ панель, то мы перенаправляем человека, не на авторизацию, а на страничку 404, почему так, потому что в таком случае, злоумышленник, допустим, да, он не будет знать, что здесь находится админ панель, он это никак не поймет, а если мы будем отправить на ауф, он может методом тыка понять, какой адрес у нашей админ панели, потому что он не будет переходить, и она его будет приадресовывать на ауф, а другие странички не будут приадресовывать, поэтому вы сделаете проверку, если это админ панель, то мы переадресовываем на 404, если это обычная панель, которая всем известна, то на страничку авторизации, ее можно как бы полить без проблем, вот, и поэтому, собственно, я сделал эту перемену, да, но она здесь не потребуется, я ее удалю, но поэтому я ее сделал, да, чтобы вам просто показать, как это работает, так, сохраняем, закрываем, давайте тестировать, значит, смотрите, у нас сейчас есть, обновляемся, все работает, да, перед этим, если мы перейдем на авторизацию, слэш авторизации, смотрим, видишь, нас обратно перенаправилось сюда же, моментально причем происходит, благо, next позволяет это делать, что же нам делать дальше, да, а если, допустим, мы идем в application, и чистим полностью все куки, удалили куки, да, обновляемся, все, он нам говорит, чувак, извини, ты не в системе, вот у тебя страничка входа, вот в этом прикол middleware, они работают невероятно быстро, при этом они не стопят в ваше приложение, оно также работает в формате, если вам нужно какой-то статики условно, ну, условные статики, я имею ввиду incremental static regeneration, к примеру, и это прям вообще кайф, входим в систему еще раз, вошли, вот, отлично вошли в систему, так что вот так, ребят, поэтому все достаточно круто, мы реализовали с вами авторизацию, можно переходить дальше, и так, ребят, самое время перейти к статистике, по плану у меня было сейчас делать настройки, но потом подумал, что, в принципе, раз мы уже находимся на главной странице, то можно, в принципе, сделать статистику, именно в этой части, сейчас мы ее реализуем, она очень проста, у нас тут примитивна, и очень хорошо, что в этой статистике у нас, непосредственно, уже есть для нее готовые endpoints, готовые запросы к серверу, и так далее, опять же, еще раз скажу, круто, что мы буквально вот недавно, да, с вами настроили сразу все сервисы пачкой, сразу все тайпы описали, и если у вас так получается сделать в проекте, это прям, ну, это невероятно, да, потому что это просто удобно, у вас все уже готово, во-первых, мы сразу back написали, фуловый, и за счет этого мы можем спокойно его использовать, ну, у нас нет ограничений, понимаете, вот в этом основной прикол, у нас есть дашборд, вот он, где он, пейдж, да, здесь tsk находится, давайте, так, это дашборд кое, это дашборд общий, этот мы не трогаем дашборд пока что, кстати говоря, здесь в принципе можно вернуть авторизацию, на самом-то деле, да, может здесь вернуть авторизацию, чтобы она отображалась, как вариант тоже, ну, либо, либо ничего просто не возвращать, на самом-то деле, можно вот так сделать, layout провайдеры, вот, мы идем сюда, в наш дашборд, и вот наш дашборд, здесь я что буду возвращать, вернем, уперединг, heading, отлично, heading, готово, мы его импортируем, можно было как children сделать, title, но я сделал через атрибут, ну, через props, как вам уже удобнее, так и делайте, напишу statistics, это статистика, и здесь сам компонент статистики, statistics, вот таким образом, создадим его теперь, new file, и напишем по statistics, statistics.tsx, так, здесь мы simple компонент, разворачиваем все, здесь просто мы это указываем, импортируем, готово, статистика у нас готова, здесь дашборд будет написаться, можно написать статистику, как бы вам уже на свой вкус, там, что заходить, то и пишите, вот так он выглядит, пока что без layout, то есть у нас не будет сейчас шапки, не будет там сайтбара, мы это сделаем чуть позже в ролике, но сейчас нам важно реализовать, собственно, просто статистику определенно, вывести блоки и так далее, для начала разработаем хук, который будет использоваться не только здесь, но и в другом месте, поэтому он будет являться глобальным хуком, давайте мы его сделаем на уровне сорса, new folder, hooks, use profile, хук будет называться, .ts, давайте его развернем быстренько, в этом хуке мы просто по факту будем выполнять то же самое, этот unstuck query, только будем его просто переиспользовать, чтобы в одном месте у нас этот хук создавался, в другом месте мы его выводили, и не было с этим никаких проблем, use query, тут делаем query key ключ, да, определенный ключ у нас будет здесь, get profile, или просто можно profile, это тоже как бы на свой вкус и цвет, дальше здесь query function, мы делаем нашу функцию, сюда-сюда, user service у нас идет, и у него есть profile, get profile, отлично, да и в принципе все, да, в конце нужно отдать дата, состояние даты и состояние из лоудинга обязательно, я постоянно путаюсь, потому что они теперь сделали, что в use mutation, по-моему, там нет больше use loading, там есть is pending, поэтому я теперь путаю постоянно, но смысл этому понятия, ну такой простой хук, мы по факту просто вынесли логику в отдельный хук, что позволяет нам декомпозировать, и потом переиспользовать данный хук в любом другом месте, это невероятно удобно, поэтому мы сделаем таким образом, а здесь мы его уже будем использовать, берем const, разворачиваем, берем use profile, и все, вот наш профиль готов, то есть мы в одно мгновение получаем наш профиль, просто и всегда тут будут максимально свежие данные, теперь, значит, что здесь делаем, если идет загрузка, loading, то мы делаем наш загрузчик, благо мы его разработали в прошлой части видео, вот он, loader готов, а далее, если все окей, то мы разворачиваем div, и делаем, собственно, определенную сеточку, значит, смотрите, как у нас будет выглядеть статистика, в целом, там идет просто 4 блока, раз блок, два, три, четыре блока, и в каждом блоке будет label и value, все, максимально примитивная статистика, сразу скажу, но я это вначале еще в демке сказал, не видел смысла над ней как-то париться, что-то делать, не то, ради чего стоит стараться, максимально минимальный функционал, так можно сказать, есть более важные разделы, которые более жирные по функционалу, вот над которыми, собственно, я прикладывал больше усилия, давайте здесь добавим сразу классы готовые, tailwind это grid, grid calls 4, и gap, то есть расстояние между ними 12 поинтов, 12 поинтов и 48 пикселей, отлично, теперь внутри каждого мы сделаем проверку, во-первых, что у нас в дате, в statistics length, то есть они существуют, статистика существует, если так, то мы берем data statistics, и там мапим, дальше поехали, мапить, да, статистик, можно вот так сделать, и дальше мы, собственно, выводим сам элемент, иначе, вот где-то вот здесь, да, наверное, на этом этапе, иначе, мы выводим текст в том, что статистика не найдена, можно not found, можно not loaded, я напишу not loaded, и здесь выводим сам уже непосредственно divчик с нашей статистикой, здесь мы выводим div, у него классным указываем, bg border, с 5 прозрачностью, да, 0,05, чтобы такое прям еле-еле был видим, это именно фон, это фон я указываю, да, почему я именно так делаю, почему я там не придумываю сам цвет, потому что тем самым мы делаем максимально, как сказать, масштабируем приложение, то есть в случае, если у нас вдруг цвет поменяется, либо там будут светлые тоналы какие-то условно, у нас есть один класс, который просто меняет прозрачность, если мы поменяем там на другой цвет, он будет так же идеально подходить под эту всю ситуацию, это реально круто, а округление там при наведении будет небольшого подкидывания вверх, там, ну, тут базовые максимальные настройки, что-то объяснять здесь не вижу смысла, здесь вот просто дивы обычные, все, выводим label и value, смотрим сюда, так, use query не работает, знаете, почему не работает, потому что мы забыли вверху написать use client, не забывайте это делать, это очень важно, use client, фиксируем, вот и заработал, пожалуйста, обновляем, видишь, небольшая идет загрузочка, честно вам скажу, мне вот эта загрузочка не то, чтобы сильно нравится, она, ну, максимально примитивная, можно, как бы, использовать эту настройку, можно, если, допустим, выходить что-то такое более свежее, более молодежное, более такой, моторный дизайн сделать, то, наверное, сейчас больше в тренде, это скелетон лодинг, который мы делали тоже в каких-то проектах на канале, ну, собственно, он так выглядит, да, images можно посмотреть, вот таким образом, то есть, когда у вас заполняется весь блок, который скоро будет на YouTube, та же самая загрузка идет непосредственно, да, и просто по ней как бы бегает градиент определенный, видишь, они все популярные сайты, сейчас используют именно такую штуку, я в этом приложении решил не запариваться, и, честно говоря, что на это нравится очень много времени, то есть, вам нужно под каждый блок отдельно задать ширину, отдельно задать количество блоков и так далее, это занимает время, и он того не стоит реально, на мой взгляд, опять же, не так сложно делается, так, статистика у нас полностью готова, идем дальше, сделаем лаяут, у нас какой-то голый сайт получается, у нас нету ни сайтбара, у нас нету ни шапки сайта, вообще прям максимально все некрасиво смотрится, да, перейдем в лаяут, в лаяут, точнее не в это лаяут, да, я немножко путаюсь, лаяут, вот этот, который здесь находится, это лаяут относится ко всему сайту, понимаете, да, а вот непосредственно лаяут, если мы сделаем здесь, то он будет относиться только к админке, вот, это очень важно понимать, лаяут .tsx, здесь мы делаем лаяут next component, здесь все оставляем, только единственное, мы делаем обертку, обертка будет у нас, дашборд, дашборд, лаяут, лаяут, это будет клиентская обертка, понятное дело, мы ее копируем и создаем, значит, у нас есть components, в нем создаем новый фолдер, новую папочку, да, будет называться у нас, ну так и назовем, дашборд, дашборд, лаяут, это именно лаяут, который будет действовать только на наш личный кабинет, больше нигде действовать не будет, здесь дальше делаем new файл, дашборд, лаяут .tsx, и разворачиваю сам компонент определенный, ну он опять же, он у нас является опять же layout next component, поэтому его разворачиваем, смысл, я думаю, понятен, дашборд, вот, так, с этим я думаю закончу, здесь импортируем, чтобы оно не ругалось, и с этим закончено, дальше давай создадим здесь еще парочку файликов, смотри, нам потребуется, вот прям здесь, я думаю, создадим, header у нас будет, и у нас будет sidebar, sidebar, и наверное внутри header еще, создадим профайл, у нас будет там профайл определенный, окей, давай создадим файлики, чтобы мы их просто подключили, приконнектили sidebar.tsx, значит, это обычный simple component, разворачиваем, так, хорошо развернули, тут тоже самое, new file, simple header.tsx, я их называю максимально просто, примитивно, потому что у нас проект не такой прям сложный, ну, вообще в целом, по-хорошему их было назвать бы dashboard header, dashboard sidebar, так было бы более, более правильно, вот так, здесь делаем профайл, профайл.tsx, хорошо, тоже мы это генерируем автоматически, теперь мы идем в dashboard layout, и здесь вставляем определенную логику, точнее логика громко сказана, просто вставляем JSX код, по факту обычный HTML, мы берем sidebar, и мы берем dashboard header, то есть у нас называется, точнее просто header, отлично, значит, что мы здесь делаем, опять же классы, по-хорошему ряд, по-хорошему, как мы делали в других проектах, возьмите, вынесите вот, и вот это, и вот это в отдельный класс, вам будет лучше, вам будет чище и так далее, в модульный класс вынести, и будет все красиво, я в рамках ограничения времени, этого не делаю, потому что хочу для вас, быстрее выпустить контент на YouTube, это очень важно, лучше я в этом плане сокращу, зато быстрее выйдет ролик, нежели я там буду, что-то до идеал доводить, значит, sidebar готов, вот он sidebar, header готов, только смотрите, в чем внимательность, да, определенно, у нас есть div, то есть, что с ним происходит, смотри, минимальная высота, у него идет на весь экран, это очень важная настройка, чтобы у нас работал и скроллинг, и при этом, чтобы он растягивался по всей высоте нашего экрана, у нас сетка grid будет, да, display grid, при 2xl, то есть, это идет у нас при минимальной ширине 1320, прям большие экраны, мы делаем 1 на 1 фракция sidebar, и 6 фракций, остальная часть правая, а во всех других случаях, делаем 2 фракции на 6 фракции, то есть, ваш шринг можно, в принципе, убрать, он себя никак не показал, то есть, можно убрать, он здесь, наверное, неактуальным будет, что здесь, какой может быть для вас рост на будущее, что можно здесь улучшить, я бы, я хотел это сделать, честно признаюсь, но потом понял, что по времени мы не помещаемся, и я этот момент оставил, но вы, у вас время неограничено, вы хотите больше практики, поэтому в рамках крутой практики, знаете, что можете сделать, сделать, чтобы вот этот sidebar, можно было с помощью ползунка редактировать его ширину, и она сохранялась где-то, возможно, там, либо в профиле, в базе, либо там, в local storage, в куках, где угодно, можете ее сохранить без разницы, либо там, просто памяти приложения, где угодно, то есть вы когда двигаете ползунок, вот этот определенный ползунок, вы двигаете, да, чтобы у вас менялся sidebar, это очень полезная тема, потому что, еще можно сделать, чтобы вообще он скрывался полностью, то есть, ну, это тоже прикольная тема, это маленькие темы, но они очень сильно бустят юзабилити сайта, насколько он удобен пользоваться и так далее, это то же самое, что интеграция, там, горячих клавиш в ваше приложение, вот, и у нас отдельно идет sidebar, и отдельно идет main, то есть правая часть, и правая часть у нас идет header, ну, и в принципе сам children, все то, что мы выводим, сохраняем, так, что у нас в итоге получается, вот такая статистика, отлично, да, и здесь мы с вами видим sidebar, место под sidebar, место под header, я думаю, с чего бы нам начать, с header, либо с, давайте, наверное, с header начнем, потому что в header будет просто profile, который у нас уже есть на самом деле, потому что у нас есть hook use profile, давайте его инициализируем, в profile сначала укажут, что это use client, хотя, в принципе, если вы у родителей указали, можно здесь не указывать, ну, я на всякий случай указал, дальше мы с вами делаем const, берем use profile, и, собственно, из него забираем нужные нам поля, мы, кстати, еще интересную штучку одну сделаем, ребят, из tanstack query, я уверен, что вы о ней не знали, но оно тоже прикольно достаточно, опять же, подчеркивает, как-то, мне кажется, юзабилити, чуть улучшает вообще пользовательский опыт, на мой взгляд, опять же, и так, здесь мы делаем absolute, top big layout, write big layout, это значит, что у нас определенные отступы, которые есть только у нашего лаяута, я сделал этот блок абсолютным, почему, потому что я не хочу, чтобы он как-то сдвигал моего children, скажем так, да, вот все данные, которые там есть, всю страницу, я не хочу, чтобы он двигал, потому что там всегда остается пустое место, вот здесь вправо, всегда остается пустое место, и даже можно не двигать, оно всегда здесь будет пустым, поэтому почему бы там просто с помощью абсолюта не задать вот то, что я хочу задать, далее, далее мы делаем, что если идет загрузка, мы показываем loader, loader мы сейчас импортируем, после этого мы показываем flex item center, краски блок профайла, текст write, и справа у нас какая информация будет, у нас будет юзер name, у нас будет юзер email, в принципе все, точнее это не справа информация, это информация слева, но прижата по правому краю, мне показалось, так будет красиво, а непосредственно сам аватарку саму я решил сделать очень креативно, как в том же гугле делать, в gmail и так далее, то есть мы могли бы сделать с вами там загрузку картинки, условно, какой-то, но опять же это не помещалось в наш функционал, а здесь я решил как бы обойти, но очень хитро, я сделал аватарку, исходя из первой буквы имени данного автора, ну данного пользователя в том числе, то есть мы делаем, смотрите, div class name with height 10, и дальше мы делаем uppercase, там и так далее, data username chart 0, да, то есть мы забираем именно первый символ, да, если он существует, то мы его показываем, если нет, то показываем просто букву A, ну типа A аватар, ну или A аноним, я вот так решил, его может реально не быть, потому что у нас имя не обязательно поле на самом деле, так, что давайте импортируем лодер, так, лодер не оттуда, будьте внимательны, лодер отсюда импортируем, вот такой у нас получился профайл, теперь в хедере, ну перед хедером, ребят, одну интересную штучку надо сделать, давайте зададим файлик, про что я говорил, мы сделаем, короче, global loader, очень такой, такой интересный компонент, для чего я его делаю, на самом деле, просто ради эксперимента, значит, я подумал, да, есть сайты, ну, у нас сейчас много сайтов, которые являются веб-приложениями, которые на реактивном, на ксте сделаны, на ангуляре, они делают следующим образом, они показывают, либо там кругляшок на весь экран, да, в кабинете, либо где-то справа, там, в углу и так далее, и он постоянно крутится, да, что-то происходит, он крутится, скажем так, тот же, допустим, кликап приложения по планированию, там, Asana, все они так же делают, я подумал, почему бы нам здесь то же самое не сделать, у нас тоже приложение по планированию, почему бы нам то же самое не реализовать, о чем я говорю, я говорю о том, чтобы сделать загрузчик, который будет реагировать на любую мутацию в нашем проекте, почему именно на мутацию, потому что реагировать на каждый квери-запрос будет слишком часто, то есть он слишком часто будет крутиться, это не имеет смысла, и там, где он с квери-запросом, мы чаще всего сами обрабатываем этот лодер, но есть случаи, когда хочется человеку объяснить, что у нас идет загрузка сейчас, допустим, он там переточил задачу свою, да, либо поменял дату задачи, либо удалил задачу, и чтобы он видел, когда происходит процесс загрузки, чтобы мы это не отображали в нашем task view, скажем так, так вот, как это сделать, есть два прикольных хука, а первый хук из мютейтинг, то есть сейчас идет мутация, либо нет, называется он так и называется, use is mutating, а второй хук, дублируем, да, он называется is fetching, то есть есть запрос, а есть fetching, fetching это как раз таки, когда мы переобновляем кэш, то есть когда мы заново реферчим какие-то данные, скажем так, теперь если у нас идет is fetching, или is mutating, то в таком случае мы показываем вот тут что-то, а иначе просто налад даем, а тут показываем наш обычный лоадер, к которому небольшие стили привязывают, чтобы он был фиксирован, я ставлю ему display fixed, точнее position fixed, top layout, right layout, is that index 50, вот такой будет лоадер у нас крутиться, так, ну и тут все очень просто на самом деле, мы просто берем хедер, и добавляем здесь два элемента, во-первых, это global loader, global loader, да, он position fixed, он нам никак, на нас не влияет, а во-вторых, это непосредственно profile, profile, так, у нас ошибка некоторая, некоторая, почему? потому что опять нет use client, не забываем указать use client, use client, сохраняем, обновляемся, как видишь, идет загрузка, видишь, да, загрузка сейчас идет, и удобно, то, что она крутится, ну ладно, это не та загрузка на самом деле, да, эта загрузка сейчас идет за счет профиля, непосредственно мы грузим профиль, вы потом дальше увидите загрузку, именно, когда мы что-то обновлять будем, она там будет прям, прям кстати, скажем так, переходим к сайт барчику, здесь нужно вывести, во-первых, в отдельную константу менюшку, чтобы у нас было понимание, какие есть все пункты в меню, вообще в супер больших продакшн проектах, конечно, более правильно всю информацию, абсолютно всю информацию, которая будет рано или поздно меняться, вынести в базу данных, поверьте мне, это вам только будет в плюс, потому что вы всегда сможете из любой точки мира зайти через телефон, поменять допустим менюшку, и у вас все будет прекрасно работать, да, но к сожалению, как и я в том числе, и другие люди, если стоит вопрос сроков, если вам нужно быстро написать проект какой-то, мы этим пренебрегаем, и вот как сейчас будем делать обычную константу, где будут все меню айтемс, это неудобно, потому что если вам нужно обновить меню айтемс, вы лезете в код, редактируете, делаете запрос на гид, переобновляете на сервере, на продакшн и так далее, это неудобно, это реально неудобно, но к сожалению, в наших реалиях, когда скорость превыше, чем качество, то мы этим можем пожертвовать, просто имейте ввиду, что вот как это все работает на самом деле, давайте сделаем меню.дат.тс, значит смотрите, я здесь вставлю сразу же, чтобы далеко не ходить никуда, меню интерфейс.тс, интерфейс у нас будет следующий, тоже очень простой, максимально это у нас линка, ссылка, да, непосредственно, это имя, меню айтема, да, и это иконочка, по типу lucid icon, так это сохраняем, дальше идем, смотрите, что здесь происходит, здесь очень все просто, ну куда еще проще, давайте type допишем, куда еще проще, в чем просто заключается, в том, что мы делаем просто обычный, классический, джаваскриптовский массив, данных, внутри которого есть очень много объектов, в каждом объекте идет иконочка, ссылочка, имя, из-за того, что мы с вами умные ребята, и вывели все в конфиге, дашборд пейджис, у нас все очень и очень прилизанно и красиво смотрится, у нас нет никаких там лишних текстовых тринговых полей, скажем так, у нас такого нету, у нас все зарезервировано четкими константами, и это невероятно важно, как я говорил до этого, значит мы берем здесь иконочку, берем ссылочку, берем название, все, и то же самое делаем, дашборд, таскс, помодора, таймблокинг, сеттингс, все, этих элементов нам хватит в нашей менюшке, давайте, чтобы далеко не ходить, я создам сразу же логаут баттон, он у нас тоже будет в сайт баре располагаться, баттон.tsx, так, simple component, здесь по-хорошему тоже useclient указать, и сделаем парочку моментов интересных, во-первых, сделаем хук, который будет отвечать мутации за то, чтобы мы вышли из системы, помните, да, что нам на бэкэнде очень важно отправить запрос на логаут, чтобы у нас сбросилась дата у рефреш токена, чтобы он обнулился, use mutation, это очень важно, иначе у нас не сбросится авторизация, так, и ключ сразу, ключ, ключ будет у нас логаут, логаут, а здесь функция будет, получается, ауф сервис, да, по-моему, у нас идет точка логаут, так, здесь не забываем стрелочную функцию, это очень важно, так, и здесь не забываем взять mutate, кроме этого, мы здесь сделаем также роутер, обязательно берем, потому что нужно сделать переадресацию после выхода из системы, роутер, use router, так, next navigation, отлично, и тут очень просто, при саксессе, при успешном запросе, мы с вами делаем стрелочную функцию, и вызываем роутер, точка, push, и перенаправляем на страничку входа в систему, то есть на авторизацию, все, вышел из системы, человек сразу его кинул на авторизацию, будь добр, войти заново в систему, вот, а по визуалу, тут будет тоже максимально просто, мы берем иконочку из lucid icons, иконочку, и вот такие дальше в стиле небольшие, отлично, с логаут ботом закончен, сайт барчик, у нас для сайт бара потребуется меню item, давайте его создадим сначала, меню item.tsx, здесь мы экспортируем меню item компонент, он принимает себя props item, item menu item, и собственно, здесь мы его просто выводим, будьте внимательны, компонент, вот, допустим, lucid icon, она является компонентом полноценным, то мы ее не можем вывести условно вот так, забрать с помощью деструктуризации отсюда, да, и вывести ее вот так, вот так, вот так мы ее не можем, так запрещается правилами React, имейте в виду, если вы вводите иконку, вот, и хотите ее вывести с помощью деструктуризации, то тогда вам придется ее переименовать и сделать, я не знаю, так можно сделать или нет, с большой буквы, вот если вы делаете ее с большой буквы, Она всегда будет работать А если же вы хотите сделать С маленькой буквы Тогда только через родителя То есть вы делаете вот так Item.icon Тогда она тоже будет работать Понимаете Короче, если с маленькой буквы Иконка, работа она не будет Это тоже нужно иметь в виду То есть либо делать из большой Либо вот как я через точку Итак, переходим к написанию сайтбара Тут делаем классы для нашего сайтбара Там всякие бордеры Высоту делаем максимальную Flexcall и так далее Чтобы у нас все красиво выровнялось Дальше делаем еще один div В котором у нас будет ссылка Здесь, как вы уже могли понять Будет логотип Логотип мы какой-то не придумывали Я просто взял иконку Поставил рядом текст И получилось достаточно красиво Как мне кажется А значит, сама иконочка Да, Gant, Chart, Square Дальше у нас идет Red Planner Это текст нашего логотипа И рядом я сделал пометку бета Потому что я планировал Этот проект выпускать в продакшн И возможно он реально выйдет в продакшн Просто, к сожалению, времени не хватило На эту историю И, кстати, если вам интересен Депло этого проекта Скорее всего, мы так и будем делать То напишите, ребят, комментарий Поставьте очень много лайков Это будет очень... Ну, это реально важно Это мы сделали Это сделали Дальше Дальше у нас идет уже сама менюшка Да, мы берем logout button Во-первых, он идет рядом с менюшкой И потом маппимся по нашей меню константе Которую мы до этого дописали Помаппились по массивчику Вывели на каждой итерации меню item Готово В конце я еще добавлю небольшой футер Футер просто, ну, для красоты, скажем так Да, типа, опять же With love from red group Просто для красоты такой определенный Давайте все импортируем теперь Так, dragable false Это мы убираем Сохраняем Все, готово Здесь, в принципе, меня все устраивает, наверное Сайт барчик у нас, наверное, я готов Так, что у нас получается Ага Что-то у нас Что-то у нас не клеится, ребят Что-то не клеится Так, сайт бар Думаю предположить, что у нас Что-то не так с Давай, use client будем повесить Use client Так, что-то у нас, ребят Здесь неладное происходит Давай посмотрим, в чем проблема Ага, и тут почему-то SVG-шка почему-то идет здесь Item center, flex А почему SVG-шка? А, мы линку неправильно взяли, ребят Линку мы берем не отсюда Опять же, будьте внимательны Часто-таки конфликты происходят Линку берем мы не отсюда А линку мы берем из next Next link Обязательно Да, иначе будет какая-то у нас проблема Вот, теперь сохраняем Все будет работать Отлично Все, с этим хорошо Вот такая менюшка у нас получилась Как видите, написано вот тут Висла from red group Опять же, если будет проект Вдруг задеплоен на production Чтоб люди узнали, что это разработка red group Ошибок в консоль не должно быть Да, консоль чистый абсолютно Слушайте, выглядит красиво и презентабельно Уже выглядит прям очень симпатично Сразу сайт бар добавили Сразу плюс 500 к визуалу Моментально Теперь переходим к настройкам непосредственно Да Нужно сделать те самые настройки Которые нам помогут контролировать Другие разделы сайта Это мы с вами закрываем Закрываем Теперь У нас есть layout Там туда-сюда New folder Settings Settings Создаем дальше файлик PageTX Разворачиваем PageTX component Здесь пишем Settings И здесь Пишем Тоже Settings Дальше Делаем отдельный компонент Как мы это обычно И делаем Settings page На самом деле Очень простой компонент Ничего сложного в нем Не будет То есть это компонент Который разворачивает Нашу react hook форму Ничего там сложного нету Не знаю Так сюда наверное говорю Хотя мне кажется Что нет Наверное есть реально Какие-то сложные вещи Но конкретно То что мы сейчас пишем Точно не про это Единственное Ребята Я кое-что забыл Давайте мы в пейджем Не просто сеттинг выведем Да А я хочу хейдинг добавить сюда Забыл добавить хейдинг Давай добавим Сюда Сюда Хейдинг Отлично Так И в нем у нас будет Непосредит тайтл Тайтл будет сеттингс Такой вариант Меня в принципе Плюс-минус устраивает Закрываем В принципе мы готовы Да мы готовы Можно делать формочку Конст Use Use form Отлично Так нам нужно именно форм Наверное type form Да что у нас такое будет Type user form Наверное это про это Давай посмотрим Что у нас здесь идет Да то есть мы Мы с вами вырезаем Айдишник И добавляем пароль Потому что пароль Очень важное поле И оно должно быть Все-таки мы с вами Редактируем настройки профиля Тут как обычно делаем регистр Handle submit Reset Все по классике Здесь делаем Mode on change Чтобы только при изменении Поле у нас Показывали ошибки Так теперь я предлагаю Пару очков моментов Вынести в хуки Чтобы нам сэкономить место Чтобы у нас было Все чистенько Красивенько Значит первый хук Это будет Use update Наверное Да update settings Use update settings Я думаю что нормально будет Use update settings Наверное да Оставим таким образом Да Это чисто хук Который будет Планить мутацию На обновление Наших настройчик Итак Use mutation Pending Mute Про что я говорил Да что теперь Пендинг здесь вместо Лодинга Дальше ключ мутации Update profile Функция мутации Дату принимаем сюда Вот определенную Да форму наша И user service update Выполняем При успешном запросе Мы показываем Удавление о том Что успешно Обновлен профит И также нам нужно Переобновить наш профайл Глобально Чтобы он везде Переобновился И в этом и прелесть React query То есть мы в одном месте Можем это переобновить Оно везде переобновится С помощью query client Invalidate queries Указываем какой query Нам нужно ревалидировать То есть инвалидировать Точнее Это профайл Нам не хватает query client Давайте ее вызовем Use query client Отлично Тут будьте внимательны Ребят Если вы попытаетесь Как я в одно время Вытащить вот эту штуку Прям отсюда С помощью декоризации Да отсюда То оно работать не будет То есть имейте ввиду Вам нужно только вот так Через точку вызывать Как метод Так оно будет работать Тут дальше делаем Mutate Mutate И expanding Сохраняемся Закрываем Отлично Так И еще один хук Сделаем Это хук Который будет отвечать За загрузку наших данных В нашу форму То есть как-то надо его назвать Use initial Initial data Я бы так его назвал Или use Use law data Допустим Давай я напишу Use initial data Все-таки вот так Я, наверное, сделаю Это хук Который у нас будет позволять Загружать наши данные И автоматически Добавлять форму То есть мы же Когда грузим страничку Где у нас форма будет У каждого поля Должны быть Значения по умолчанию Как они туда попадают Они туда очень легко попадают Мы просто с вами Берем Делаем запрос на сервак И когда успешно Все проходит Мы переобновляем Состояние нашей формы Раньше я это делал Вручную через set value Забирал из use form Но это не так круто Гораздо круче Забирать из use form Ресет И с помощью ресета Все это дело производить Реально гораздо круче Так, ну для этого Нам кое-что потребуется поменять Смотрите, у нас есть use profile Он нам подходит здесь идеально Но он нам не отдает Из success Давайте его заберем отсюда Из success Потому что его нам нужно будет Отслеживать Когда я на запрос Прошел успешно Потому что мы В react query Мы лишились on success Здесь раньше был on success Теперь его здесь нету То есть он есть в мутации Но его нет больше в query То есть мы этого лишились Так, давайте сделаем Const use profile Потом дальше делаем Здесь значит Из Дату делаем Да, из success Больше нам здесь ничего не нужно Теперь Мы делаем use effect Use effect Который будет реагировать На из success И выполнять какие-то Определенные действия Но чтобы он выполнял действия Нам нужно получить reset Смотрите, раньше как я делал Ребят Раньше я брал Set value отсюда И с помощью него Как бы менял объект В массив Потом пробегался По этому массиву Все это менял И так далее Было все круто, но геморрно Очень геморрно все было Теперь на самом-то деле Можно через reset Не только чистить форму Но и через нее Можно добавлять Данные по умолчанию Это очень круто на самом деле И сейчас мы этим воспользуемся Мы получим тип ресета Ресет имеет такой тип Тут сохранимся Здесь мы должны получить Так, можно прям Наверное Прямую получить Нам больше здесь ничего И не будет требоваться Как мне кажется Поэтому просто получаем reset И это будет являться Вот таким типом Use form reset Type user form Отлично Теперь Мы вот здесь Вполняем reset Reset И дальше назначаем Определенные поля То есть там e-mail Будет e-mail Условом data E-mail Ну и так далее И пошло-поехало Скажем так Вот так у нас должно В итоге получиться Только не забываем Что дата у нас пока что undefined Чтобы она не была undefined Мы делаем проверку If Is success И только в таком случае Мы все дело производим Вот так Даже можно проверить на дату На самом деле И дата есть Вот так Все, если success и дата есть Мы форму добавляем Данные по умолчанию Вот и все В принципе даже возвращать Ничего не нужно Потому что нам это Наверное даже не будет требоваться Мне так почему-то кажется Так все, return мы просто убираем Все, вот такой у нас хук Замечательный Теперь давайте их инициализируем Первый хук Use initial data Передаем reset просто Красиво А здесь const Забираем use update settings Хорошо Забираем сюда мутацию Penning и мутацию Красиво Наверное да Не знаю Мне прям очень нравится Как получается С помощью декомпозиции У нас все прям красиво Ну и он сам Не забудем сделать Саму форму Для того чтобы мы отправляли Да Только здесь та же самая проблема Смотрите У нас ни в коем случае Ни в коем случае Да Мы не должны отправлять пароль Если он у нас вообще Не был обновлен Поэтому мы как делаем с вами Значит Берем классический Сабит хендлер Ничего нового здесь нету Собственно Если у нас Есть пассворт Вот мы его отцов Забираем С помощью дескализации Если этот пароль у нас Можно даже вот так Сделать на самом деле Да Если у нас есть Мы его показываем Если же его нет Мы отправим undefined Потому что форма Сама по себе Undefined не отправляет А нам нужно отправить undefined Чтобы у нас сервак понял Что он сам для пароля нету Чтобы у нас случайно И переобновил Окей Ну и осталось сделать поля Итак ребят Делаем div Дальше мы делаем формочку Классическую Дальше мы делаем grid Сетку Да у нас будет Левая и правая часть настроек В левой части настроек Будет email Мы с вами уже делали Имя Мы с вами его тоже уже делали Пароль Тоже мы с вами уже делали То есть ничего для вас Здесь снова нету А вот правая часть Правая часть Будет содержать себе Настройки таймера Какие они здесь Тоже все то же самое Что было выше Просто поменял значение У всех да Полей чтобы сэкономить Ваше время И очень важная настройка Во-первых указываем Из number Помните мы с вами да Филд когда делали Я показывал эту настройку А во-вторых Очень важно указать здесь Что value как number Чтобы react hook form Когда отдавал нам данные Он отдавал это в формате числа Именно в числом формате А не в формате строки Потом дальше break interval По тому же принципу И тоже самое Intervals count И осталась кнопочка Делаем кнопочку Обязательно ставим Disabled и Spending То есть пока идет загрузка Кнопка не должна отправлять Второй раз запрос на сервер Сохраняем И импортируем все Что нужно импортировать Готово Так смотрим Переходим в settings Пока что ошибочка Прыгает бегать куда-то Так давайте посмотрим в сеттинге Да мы забыли опять Use client указать ребят Не забываем этот момент Очень важный Так вот видишь Происходит буквально Мгновение какое-то Ну то есть мы даже Это не замечаем Смотри Происходит буквально Мгновение да И данные подгружаются все Вот Можно здесь loader поставить По желанию Можно не ставить Как вам вздумается Но данные успешно Подгружаются как видите То есть их не было Теперь они есть Это наш email Это наше имя Это наш пароль И так далее Давайте допустим Поменяем наше имя Вместо макса Напишем максим Попробуем сохранить И вверху Оно автоматически поменяется Потому что мы работаем Станстаг query Который синхронизируется И мы если Переобновляем запрос Invalidate query сделаем То он здесь переобновится Нажмем save Как видишь переобновился Напишем здесь еще раз Макс Save Видишь переобновился И вверху Видели Такой был куклешочек Загрузки Потому что произошла загрузка У нас Ну вот так ребят У нас получилось Мне кажется Выходит прям максимально Круто и красиво Так в следующей части видео Ребят нам предстоит Уже сделать более серьезные вещи Вот основные три такие Постулаты Или как сказать Очень важные вещи Это задачи Там будет переключение Двух видов В виде списка В виде канбана Потом помодора таймер Понятно да Там тоже будет Очень много функционала И временные блоки Это мы сделаем В следующей части видео Ребят на этом моменте Не забывайте ставить лайки Подписываться на канал Писать комментарии Ставить колокольчики Поковать подписку на нашем сайте Если вам нужно доп образование Пару минут вашего времени Ребят хотел бы рассказать Про нашу потрясающую Образовательную платформу Чтмлс.ру Это проект Который написал Будучи студентом Это мое детище За которое я топлю И за которое я буду продолжать Топить дальше Давайте разберем Самый базовый тариф Который стоит 3290 рублей Что вы за него получаете Вы получаете 7 интенсивов Разного уровня От начинающего До продвинутого Давайте разберем Наверное Самый такой важный интенсив Самую такую важную базу Которую рекомендую пройти Абсолютно каждому Будь то новичок Продвинутый Неважный абсолютно Это интенсив Который мы разработаем Банковское приложение Со всеми фишками Того самого банковского Веб-приложения При этом Это идеальная база Джаваскрипта Без единой библиотеки Вы реально будете практиковаться Только на Джаваскрипте Мне кажется Это важно Абсолютно каждому Неважно Комфреймворки Вы пишете Кроме этого В других интенсивах Мы разработали Разные абсолютно Приложения От приложения Для тренировок До приложения Онлайн кинотеатра Огромного Веб-приложения Плюс мы еще Мобильное приложение Делали на React Native Ну то есть там Огромное количество Других крутых проектов Также на платформе Есть VIP чат Где вы сможете Получить поддержку Там крутой Вдохновляющий комьюнити Курс интернет-магазин с нуля И более 80 репозиторий В готовых проектов И огромное количество Эксклюзивного материала И в более дорогих тарифах Ребят также И закрытый клуб 5 утра Где мы с ребятами делимся Каждое утро Скриншотами нашего подъема Стоим рано утром Кайфуем И так далее Вам помогает вырвать привычку А мне помогает поддерживать Вашу мотивацию Скажем так То есть я уже 4 года Встаю 5 утра Для меня это Обычная бытовуха Важно понять ребят Что сейчас действует Скидка 15% В связи с падением Курса доллара То есть мы цены Смогли откатить назад И скоро ребят Также выйдет Платформа DarkSide Новая наша версия Образовательная платформа DarkSide И это будет просто Нечто перевернёт Реально всё Но мне нужно больше времени Ребят Просто дайте мне больше времени И я реально разнесу Эти сферу ребят Но это потому что Это настолько годный продукт Будет что вы просто офигеете Но все кто успеет Купить сейчас тариф навсегда Ребят У них также будет оставаться доступ А те кто не успел купить Его не будет Потому что тариф навсегда Мы убираем Из нашего списка тарифов В новой версии платформы Его не будет Потому что он не выгоден для бизнеса Поэтому если вы вдруг Планировали купить тариф навсегда Покупайте сейчас За самое выгодное время Иначе потом вас просто Такой возможности не будет Будете платить помесячно По три месяца и так далее Переходите ряд по ссылке в описании Ознакомливайтесь Покупайте подписку Кайфуйте Наслаждайтесь Начинайте программировать Становиться лучше И кроме получения Крутых знаний Вы также поддержите Нашу команду В нашем росте и развитии Это тоже будет Очень и очень приятно Не упускай свою возможность Стать крутым разработчиком И сделать свою лучшую инвестицию В этом году И на телегу подписывайтесь Тоже очень важно Чтобы получить бесплатный исходник Переходим ряд к следующей части видео Итак ряд Переходим теперь к разработке Странички task list Да в формате листа Будет также в формате канбана Не забываем ряд Что я поменял тему Вот новая тема названия Ее можете себе брать Использовать и так далее Если не забуду В описании также оставлю Собственно здесь Что из интереса Здесь прям все интересно Это у нас Как бы такая таблица В которой есть И разделы определенные Я их буду называть колонками Потому что это Те же самые колонки в канбане И между колонками Можно будет перетаскивать Все элементы И они автоматически Будут записываться в базу данных Это невероятно круто И удобно Синхронизация будет максимальная Изменение даты Будет у нас происходить Дейтпикер Будет изменение select То есть выбор Приоритетности И удаление И редактирование Будет происходить Прямо в режиме реального времени То есть прям здесь Ты можешь редактировать Не нужно открывать Никакие окна сторонние Прямо здесь Будет происходить редактирование Хорошо Давай тогда к этому приступим Значит апп Новую папочку Назовем tasks Дальше сделаем Новую папочку ListView У нас будет KanbanView И ListView Ну я Kanban пока не будет Потому что мы скорее всего На основе ListView Будем просто дублировать KanbanView И здесь будет очень много Важных моментов Давайте во-первых Сделаем page.tsx Развернем быстренько Здесь напишем Что это у нас будет Tasks Хорошо Здесь тоже мы напишем Tasks Так здесь мы сразу же Импортируем tasks Давайте сделаем TasksView Чтобы было более понятно И не забудем Также обернуть в div И не забудем Также дописать Здесь heading Так сюда Heading Heading Хорошо Здесь напишем title Будет у нас Называться tasks Хорошо TaskView Мы тоже создаем Сохраняем здесь New Так давайте вот тут выше New file TaskView.tsx И также генерируем компонент Хорошо Импортируем здесь Готово Найдем дальше TaskView Значит смотрите Здесь вообще на самом деле Для чего этот компонент нужен На самом деле Он нужен для того Чтобы мы с вами Меняли вид Нашего task Поэтому называется taskView Давайте напишем UseClient Потому что он здесь очень важен Дальше поймете Почему он важен здесь Я буду уже на примере В этот раз показывать Чтобы вам было более наглядно И понятно Что мы делаем Давайте закрепим сразу же Как видите у нас идет изменение List на board То есть есть вид списка Есть вид Kanban Прямо сейчас мы это делать не будем Переключатель Потому что сначала нужно сделать Функциональность определенную Для Вообще в целом Тудушек А потом уже Да это можем себе позволить сделать Поэтому для начала Мы с вами Это пропустим Но вообще Это все будет регулироваться Именно в этой части Ну а пока что Мы просто вернем с вами Здесь list view List view Сохраняем И его создаем Прямо здесь New file List view.tsx Хорошо Все с этим С этим понятно Думаю Так здесь кое-что Нужно будет еще обернуть Но я думаю К этому дальше вернемся Значит я напишу To do Second view Second view Да И также Сюда нужно будет Добавить Suspense Дальше вы поймете Что это такое Для чего это нужно Хорошо Итак что нам потребуется В list view Нам потребуются Во-первых все задачи Да И нам нужно их Занести в свою перемену То есть да Мы можем из use query Использовать дату Спокойно Проблем в этом никаких Абсолютно нету Но мы с вами понимаем Что мы будем менять Порядок Да Определенный порядок Будем менять Поэтому мы должны Манипулировать уже Не с датой А манипулировать уже Со стейтом С отдельным Поэтому нам он потребуется Значит давайте Сделаем так Я не знаю Возможно в этом видео Еще важно понимать Что вот во фронте Будут какие-то Недочеты Это 100% Потому что проект Сильно не тестировался Это все-таки Образовательный проект А не какой-то На продакшн Да условно Поэтому имейте ввиду Что если что-то найдете Напишите в комментариях Я поставлю сердечко Условно Чтобы другие люди Тоже заметили этот момент Скорее всего Какие-то баги Будут присутствовать И они в каждом Большом проекте Присутствуют у нас на канале Это абсолютно нормально Да абсолютно нормально Если бы их не было Тогда проект бы делался Не по два месяца А по полгода Скажем так Вам такие сроки Не нужны Как и мне тоже Поэтому этот момент Стоило уточнить Так теперь Здесь делаем хук Use tasks Он будет получать Наши данные Так здесь делаем Use query В query хорошо Здесь делаем Так по привычке Неправильно немножко делаем Query key у нас будет Значит здесь Tasks А здесь будет Query function И это независимо от того Какой будет вид Kanban либо list Оно будет всегда Работать одинаково Task service Get task Зафиксировали Тут просто получаем дату И далее создаем свое состояние Const Items Set items Берем дальше Use state И task response Вот По фактам Вро записываем Просто вместо Использовать дату Будем использовать Свою переменную Да мы могли бы Использовать дату В том числе тоже Ну так мы Занимаемся Манипуляциями Да меняем Ну смотрите Будьте внимательны Если же мы с вами Не будем в итоге Записывать сюда Очередность То в принципе Можно это убрать Я просто точно помню Что я это создавал Для библиотечки DendyKit Если в DendyBeautiful Это не нужно будет То тогда Можете это убрать Но по-моему Оно там тоже требуется И чтобы точно У нас данные были Абсолютно новые Потому что вот это Оно не работает Да то есть бывает такое Что у нас данные Не успевают подгрузиться То мы должны Это все подтвердить Да и отслеживать Изменение этой даты И если она все-таки Изменилась То мы ее будем Всегда держать В свежем состоянии Следим с датой Потом мы просто Записываем сюда В конце даем Да items И set items Set items Хорошо сохраняемся Вот такой хук получился Давайте ребят Для наглядности Я думаю Что мы создадим Папочку еще одну Потому что у нас Сейчас будет Слишком много файлов И не так удобно читать Я напишу папку hooks У нас есть глобальная Папка hooks Но это hooks Именно на уровне тасков Тоже очень важная история Поэтому давайте Тоже попробуем реализовать Так Мы перетащим сюда Обязательно И создим Также useUpdateTask.ts Сохраняемся И разворачиваем наш хук Собственно хук Очень простой Создан для того Чтобы мы просто С вами обновляли Какую-то таску В частности Обновляли Любое из ее полей Там допустим Название Будь то Комплит Не комплит Выполнено Не выполнено Дата Селект Выбора Приоритетности Не важно абсолютно Что угодно Чтобы оно все У нас прекрасно Отрабатывало Здесь единственное Что мы примем Здесь в качестве Аргумента Это ключ Он опять же Не обязательно абсолютно Но будет неплохо Если мы его передадим Здесь собственно Мы с вами сделаем Вот такую историю Почему я встал код Потому что мы это С вами уже проходили В этом ролике Мы берем Квей реклайн Для того чтобы потом Переобновить данные Мы с вами тоже делали С профайлом Дальше мы берем UpdateTask Ключ указываем И просто производим Обновление таска Будьте внимательны Здесь на этом моменте Вот здесь Почему я вернулся в объект Вроде как раньше Можно было здесь Передать просто аргументы Без объекта Именно два аргумента Один аргумент И последний Можно передать Ты можешь спокойно Передать айдишник И мы до этого Уже в ролике Это делали Будет работать Но раньше Вроде бы Можно было через запятую Два аргумента передать А теперь такой возможности нету Потому что будет ругаться TypeScript И теперь возможность Передать только В формате объекта Поэтому будьте внимательны Объект И в нем уже То есть если у вас Больше одного аргумента Передавайте уже в объекте Хорошо Этот хук у нас Тоже полностью готов Ну и теперь Самый важный хук Это use task D&D Это именно хук Будет отвечать За функциональность Переноса Драг-н-дроп формата Это реально Очень удобно Вы сейчас все увидите Сами и поймете Почему это так удобно Значит смотрите Мы с вами Берем отсюда Update task То что мы только что Сделали use update task Для обновления полей Так хорошо Еще раз повторюсь Ребят Как будет происходить Весь процесс Процесс будет происходить Чем образом Мы перетаскиваем Что-то Да Дата автоматически Подхватывается Точнее неправильно Сказал немножко Подхватывается Автоматически Колонга В которой мы хотим Перетащиться Дальше На основе нашего Фильтра определенного Мы с помощью Там switch case Назначаем правильную дату С помощью Библиотечки D.js Вот И тем самым У нас происходит Группировка На основе даты И базе данных Дата также Будет обновляться Так Здесь делаем функцию On drag end Функция как раз Которая отвечает За то Когда мы перетащили Что-то куда-то Здесь будет result Result И drop result Drop result Что-то он зря с импортами В этом проекте Вообще не дружится никак Так Давайте мы Пробуем импортировать Вручную Тут что важно Во-первых Мы отмечаем Что если у нас Если у нас If Result Не будет То мы просто Делаем return Точнее не то что Result А result destination То есть направление Куда он будет идти То мы просто Делаем return Чтобы у нас Не было лишней вложности И мы Отсюда уже вышли Из нашей функции А если не вышли Идем дальше А дальше У нас происходит Следующая история Мы должны Выявить Вот Айдишник данной колонки Мы его будем Назначать чуть позже Представим Как будто у нас Уже есть айдишник Destination Destination Колум Наверное Вот так я напишу Потом мы берем Result Destination И Dropable Айди Непосредственно Вот Тем самым Получили айдишник Колонки В который будем Перетаскивать В нашем случае Это будет Либо там Today Либо tomorrow Либо он This week Он next week Later И так далее Имейте это ввиду Дальше Если Destination Колум Айди Равен Result Result Точка По моему Source Точка Дропабл Айди Если ничего не путаю Да То мы просто Делаем Реторн Почему я так делаю Потому что Если у нас Допустим Мы случайно Дернули И поставили на место В одной и той же Колонке Все происходит Если колонка У нас равна Колонка Которая была Изначально То значит Что мы Тоже выходим Из этой функции И дальше Мы не проходим Тоже правильное решение Потому что Дальше будут идти Запросы к серверу Нам ни в коем случае Нельзя Чтобы мы Выполняли Лишние запросы К серверу Такого быть не должно Дальше Отдельная проверка Отдельный выход Если у нас Смотрите В чем нюанс У нас есть Today Есть Tomorrow Есть On This Week On Next Week Вот это основные У них В принципе Функционал один и тот же Мы везде Просто меняем дату Как и у Later Тоже Там просто обнуляем А вот Completed Там дата не меняется Там просто меняется флажок Выполнено Не выполнено Так вот Поэтому для него Нужно сделать Отдельный функционал То есть Чтобы он был Отдельно Ото всех Поэтому мы делаем Если Destination Column ID Равно Сcompleted То в таком случае Мы с вами Выполняем Update Task Как раз Update Task Здесь мы указываем С вами ID Это у нас будет Result Dragable ID Смотрите Будьте внимательны Ребят Не путайте Новички Есть Dragable ID Есть Dropable ID Вот Dropable Это непосредственно Место Куда мы будем Дропать Что-то скидывать А Dragable ID Это тот элемент Который мы Непосредственно Тащим То есть Перетаскиваем Взяли элемент У него назначен Dragable ID Непосредственно Мы его перетаскиваем Вот И далее Далее у нас идет Data И в дате мы просто Меняем Из completed True В принципе все Вот одно поле Меняем Благо мы с вами Backend сделали так Что нам позволяет Сделать такую штуку В конце не забываем Сделать return Потому что Иначе он дальше Будет тоже идти Выполнять еще Другие запросы Такого быть не должно Мы должны выйти из программы Мы выходим из программы А дальше Мы пока что не можем пройти Файл Здесь будет называться Columns Columns Data.ts Тут будет не только колонки Здесь будут также И сами фильтры По которым будем фильтровать Ну давай для начала Наверное Возьмем Просто сделаем колонки Максимально будет Простой массив Он очень большой Поэтому его просто Копирую и вставлю Вот такой массив Максимально примитивный Здесь идет label То есть то что мы будем Видеть визуально Название колонки То есть в этой части Да в этой части И ее такой как бы ID-шник Либо value Можно писать на самом деле ID-шник Тут как бы На ваш вкус и цвет Я оставлю таким образом Вы можете сделать там что угодно Today, tomorrow, on this week On next week, later Completed Готово Далее мы вверху Делаем уже непосредственно Фильтры Фильтры будут делать На основе DGS Давайте мы сейчас Ее во-первых импортируем Погнали собственно Разворачивать код Касаемый фильтрации Значит смотрите Мы с вами импортируем DGS И type DGS Обязательно Он нам также потребуется Чуть дальше Почему я DGS Пользую они Momentum Потому что DGS Просто там Ну в миллиарды раз быстрее Это самая легковесная Библиотечка Которая только существует Поэтому имейте ввиду В DGS вообще топ Дальше я ставлю Локаль Или как она называется То есть это локализация Я ставлю русскоязычную локализацию Вы ставьте там Какую вам нужно В вашей стране Либо опять же Если вы используете Какое-то условное I18n Вы можете там это поменять Подключаем локал Да если она вам нужна Дальше Берем ISO week Это специальный плагин Который нам позволит Собственно Дять неделю именно Потому что изначально Такого возможности нету Отчитывать условно Когда конец недели Когда начало недели И так далее Потому что изначально Мы можем только днями Манипулировать Можем там указать Плюс 5 дней Минус 5 дней И так далее Но мы не можем указать На этой неделе условно Это нам позволит Сделать данный плагин То есть плагин ISO week Дальше Такой же есть плагин Только week of year Тоже нам помогает Для этой работы Плагин для работы С недели я не подписал И дальше мы их подключаем DGS extent DGS extent Вот в чем люблю DGS Очень легко все подключается Без каких-либо проблем Далее Мы экспортируем Константу с фильтрами Здесь очень интересная реализация Значит смотрите Что значит рекорд Многие новички Просто там Не понимают Они держатся за голову И вообще Не понимают Что это значит Они боятся этого Реально боятся Многие мне пишут Макс что это такое Объясняю Тут все опять же До простоты легко Если так можно сказать Очень легко Смотрите значит Мы описываем рекорд И дальше Если это относится к объекту Допустим То мы описываем Какой тип в объекте Будет левая часть И правая часть Это у нас обозначает Ребят Что у нас левая часть ключа Точнее просто ключ Будет строкой являться А правая часть Будет являться форматом DayJS И наполним по такому же принципу Другие наши поля Так здесь будет не value Здесь будет later Значит смотрите Что здесь происходит Today Сегодня Да это у нас DayJS Start of day То есть прям Берем начало дня Да и прям сегодняшний день Tomorrow Это сегодняшний день Плюс один день Логично да в принципе На текущей неделе Это текущий день Но окончание недели Коррески ISO week Нам понадобился Следующая неделя Это то же самое Только DayJS Добавляем одну неделю просто А later Это DayJS Плюс я добавил Две недели условно Вот вы там уже Как бы сами думаете Что для вас значит later Для меня later Значит плюс две недели Сохраняем Закрываем Вот такая штука у нас получилась Так окей Теперь можно перейти Дальше к реализации Нашей useTaskGind Значит здесь создаем дату Которую потенциале Будем записывать New Created Created Ad Берем фильтры Filters И берем здесь Как раз таки Destination Column ID Вот и все Она нам вычислит Конкретную дату Которую нам нужно Формат DayJS А дальше нам Нужно просто записать эту дату И не париться И не париться Точнее как сказать Она у нас выведется Теперь нам нужно Я буду сейчас Сделать Точка форма По моему Точка Форма Так не дает мне немножко Вот так Сделаем И тогда это будет формат Уже строки непосредственно Переводим ее в обычную строку Ну и дальше берем по принципу Как мы делали выше Берем update task И обновляем Значит дата вот такая Будет указать Здесь какая-то ошибка Потому что Наверное может быть Сейчас будем проверять В чем проблема Что-то мы видим Пропустили Резалт указу Важно указать Изкомплитет фоллс Да Чтобы у нас точно Не было никаких проблем Точно в этих колонках Только со значением фоллс Все остальные выполнены Будут в отдельной колонке Так Вопрос в том Почему у нас Кредит не подгрузился Проблема в типизации Давай ее пощупаем Посмотрим Значит перейдем сюда Перейдем сюда Так Ага У нас iBase Мы забыли импортировать Поэтому не работает Все импортировали Тут не забываем Добавить type Сохраняем Так А в других Мы не забыли импортировать Да Ну там все отлично Правда у нас импорты Там немножко неправильные Давай добавим type Для Для лучшей оптимизации Так И вот тут Тут по-моему тоже забыли Нет Тут не забыли Вот тут забыли Сохраняем Закрываем Так Тоже закрываем Здесь все отлично И все ребят В конце просто возвращаем Dragind И все Давайте мы еще раз пробежимся Потому что время прошло много Пробежимся по этой же функции Смотрите значит Берем обновление задачи Да Именно на сервере На сервере Дальше Функция отец срабатывает В момент перетаскивания Вот мы отпустили элемент Перетащили Отпустили Срабатывает Значит Мы сразу же выходим из функции Если у нас Не найдено Куда мы передвигаемся Если этого не передано Вдруг каким-то образом Да Или Если у нас Соответствует То что уже есть У данного У данной таски Тому куда мы ее тащим Чтобы у нас не было Лишнего запроса на сервер Дальше Если выполнен Если мы перетаскиваем в колонку Completed Успешно выполнен Да То мы просто меняем Из completed room Если же идем дальше Мы просто по фильтру ищем Вот наш фильтр Передаем туда ID-шник нашей колонки Вот передаем И вот он здесь есть Это ID-шник Да И в зависимости от него Получаем нужную нам дату Получили дату Форматируем ее в формат строки И дальше обновляем нашу задачу Собственно У нас есть Еще раз повторюсь Вот такая история Да У нас есть вот такая страничка Еще раз повторяю Да Вот такой компонент Мы сейчас разрабатываем Да Давайте разобьем На небольших компонентов Вот этот вот большой компонент Мы могли бы все сделать В одном компоненте Но это было бы не очень Важна декомпозиция Важно выносить отдельно Всю логику Отдельно выносить компоненты Под компоненты Да Иначе Ну если мы это делать не будем У нас код будет просто Максимально не читаем И там будет там 300-400 строк кода Это очень много Я рекомендую вам писать Не больше 100 строк кода На один файл Это наверное Само-таки оптимальное решение Если больше То будьте добры Оптимизировать его И куда-то выносить Значит смотрите В нашей ситуации Понятное дело Что будет каждый Еще UI компоненты Вот это UI компонент Это тоже UI компонент Именно там Вывода даты Это тоже UI компонент Вывода Выпадающего списка Чекбокс Тоже UI компонент И так далее Но Что дальше Во-первых Кнопочка Это добавить задачу Добавить задачу Кнопочка Это отдельный компонент Во-вторых Сама одна строка Вот эта вот Это тоже один компонент Который будет итерироваться Внутри колонки В-третьих Уже получается Вся эта общая колонка Вместе со всем Это уже третий компонент Он будет называться У нас List Parent Row Я так придумал То есть Родители нашей строки По факту Ну и собственно Все остальное Это уже будет Самый такой Рутовый глобальный Вот List View Глобальный родитель Давайте теперь этим займемся Значит давайте сделаем List Row Точка TSX Хорошо List Row Это вот Одна эта линия Одна строка Одна строка Тут на самом деле Очень много всего Особенно Много запросов Особенно много Танста Квери и так далее Мы сейчас это все будем оптимизировать Честно вам скажу У меня на черновике Который разрабатывал До этого ролика Не так все красиво выглядит Вот Но я специально так делал Чтобы сэкономить время Да А уже с вами на видео Сейчас мы это все декомпозируем Сделаем красивую логику Там реализация будет Очень-очень интересна Поэтому не переключайтесь Ребят Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И на телеграм-канал Тоже подписывайтесь Очень важно Итак Начнем с UI компонентов Да То есть Пойдем от меньшего к большему Самое меньшее Это UI компоненты Давайте их разработаем Переходим сюда Переходим Components UI New Folder Я напишу Наверное Task Edit Мне так наверное Больше будет Понятно И нравится Вы можете Как угодно Называть Зададим папочку DatePicker DatePicker Хорошо В ней будет файлик DatePicker .tsx И подготовил Небольшой файл стиле Сразу же Чтобы мы К нему не возвращались DatePicker .sss Только он будет Обычный .sss файл То есть без Без модульности Здесь просто мы Редактируем Немножечко некоторые колонки Вот Это глобальные переменные Именно относящиеся К этому DatePicker Вот мы их редактируем Чтобы у нас Выглядело все так Как у нас получилось В итоге Ну и уменьшаем Размер шифта Немножко Так далее Сам DatePicker Смотрите значит Мы будем использовать Готовый DatePicker По понятным причинам Зачем придумать велосипед Если он уже есть Он непосредственно Сейчас покажу вам Библиотечку Которую будем использовать Она называется React DatePicker Не путать с DatePicker Это абсолютно разное Вот React DatePicker Есть такая штука Да А есть как раз таки DatePicker по-моему Да есть такая штука Вот Но DatePicker Мне не понравился Сразу скажу Он стремно выглядит Согласитесь Да Некрасиво абсолютно Вот А DatePicker Мне понравился Своей красотой Выглядит реально прикольно Презентабельно Можно использовать Также мы там сделали Еще времена года Будет отображаться То есть прям конфетка Можно и так сказать Export Function DatePicker Значит погнали Мы во-первых С вами Добавляем нужную Библиотечку Которую нам потребуется Чтобы врос Опять же Было чуть поэкономим По времени Localize Формат Мы берем обязательно Это опять же Из DateJS Нам предоставляется Для того Чтобы мы локализовали Формат под наши нужды Дальше Интерфейс Что нам будет принимать Наш DatePicker Простые поля абсолютно OnChange Value Value это его значение Текущее OnChange это значение Которое будем менять Функция для изменения значения И Position Left or Right Значит смотрите У нас есть Kanban вид Есть ListView Вот Еще раз повторюсь ListView и Kanban вид Так вот Когда мы кликаем на дату Она открывается Либо по правой части Либо по левой части Вот это тоже очень важно Поэтому я это здесь указываю Position Дальше давайте Давайте все пропишем После этого создаем состояние Selected Set Selected Оно нужно нам Для того чтобы мы Выбирали дату То есть одно состояние У нас будет храниться В нашей форме Другое состояние Будет храниться здесь Потом Use Outside Это мой кастомный хук Ну как мой кастомный хук Он не то чтобы мой И по-моему Мы его даже еще не создали Это хук Просто которым Мы используем Абсолютно в каждом проекте Хук позволяет нам При клике вне области Данного элемента Этот элемент закрывать Открылся DatePicker Кликнули вне Он закрылся Мне кажется Это очень важно Для юзабилити Создадим функцию Handle Day Select С типом Select Single Event Handler И дата Конвертируем дату В формат Исус стринг В обычный стринговый формат Записываем состояние После этого Если дата существует То мы Выполняем Как раз Он change И закрываем Наше окошко То есть тем самым Мы выбрали И закрыли окошко А вот он change Мы тем самым Добавляем ее В наш react hook форм А если не выбрано То мы просто очищаем Он change Вот и все Здесь что мы делаем Здесь div relative Ref привязываем Не забываем Он нам требуется Для use outside После этого Button on click Это будет для открытия Открытие будет происходить По клику Прямо на дату В дате будет написано Value В формате DGS LL формата идет А потом Click for select То есть если допустим У нас дата есть То мы в формате В красе мы его вводим Если нет То click for set Вы там уже можете Свой формат указать В официальной документации Все это указано И дальше Если значение есть То мы с вами Показываем непосредственно Кнопочку В ней делаем On click on change И кнопочку закрыть Обязательно В целом Это вся кнопка Это маленький Такой иксик Будет для того Чтобы мы просто Могли очистить поле Допустим Нам дата Нам она не нужна К примеру Мы решили Что дата нам не требуется Бывает такая задача Когда они без даты Мы на крестик Закрываем нашу дату Просто очищаем поле И если у нас Is show true То есть если все-таки Мы открыли И оно показывается То тут показываем Сам day picker Позиционируем его Относительно От нашего выбора Топ Такое-то значение Day picker И вот такие настройки Я указываю Минимальный год 2023 Максимальный год 2054 Тут на самом деле Можно поиграться Чего хотите указывать И не так это важно По умолчанию Фокус Да будет Если он открыт Фокус Сразу же назначается По умолчанию Mod Single Default month Selected То есть месяц По умолчанию И как раз таки Вот дальше Selected Selected Handled Selected И начало недели С единички И дальше Форматерс Определенный Сейчас объясню Для чего нам нужен форматерс Форматерс Это очень интересная штучка Ну чисто для Опять же визуала Но перед этим Давайте мы настроим Hook useoutside Значит new file Useoutside.ts Hook Хорошо Тут по классике Ребята Абсолютно в каждом ролике Мы разбираем Поэтому еще раз разберем Значит принимаем сюда Ref Из шоу Сет из шоу Дальше мы с вами Что делаем Создаем состояние Внутри здесь Создаем ревку Для того чтобы мы привязались И понимали какой элемент Наша Какой элемент Не наш Скажем так При клике Что будет происходить Если это текущий элемент И если это не содержит Текущий event target Да То мы закрываем окошко Успешно Понимаете То есть когда мы кликаем Outside То есть вне нашего элемента Кстати event Можно наверное Что-то его назначить Хотя не факт Что получится Потому что у нас Разные event И бывают Наверное да Дальше И useEffect Собственно UseEffect При котором При клике у нас срабатывают На документе А слушатели Дальше мы отключаем С вами Вот То есть подключаем И важно в useEffect Отключать слушатели При размонтировании компонента Так UseOutside Что-то ребят У нас как-то Жестко шалит Конечно И последний ребят DatePicker Caption Что это такое Смотрите Это как раз таки Очень-очень крутой функционал Вот форматирование Это штука Которая нам позволяет Видоизменить Caption То есть Короче Сделать так Что допустим У нас каждый там Сезон отображалось Время года Это очень прикольная фича То есть вы коли ставите DatePicker У вас зимой там Будут зимние Эмоджи Там Потом Осенью Осенние Весной весенние И так далее Прикольная история Я решил ее сделать Ну я увидел документацию У них Я подумал Что почему бы Не приукрасить Нашу UI Почему бы Не приукрасить Давайте этим займемся Честная признация У них на сайте Была немножко Неправильная функция Она неправильно Вычисляла Времена года Сейчас я покажу Как я ее переписал DatePicker Caption Caption.tsx Значит смотрите Во-первых Мы с вами назначаем Season Image Сезонные Для зимы Будет вот такое Для весны Будет такое Для лета Такое И для осени Такое Фиксируем здесь Рекорд До этого Уже объяснял Что это такое То есть это у нас Строка И это тоже Строка 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 Понимаете Get Season Получаем текущий сезон Мы получаем Здесь месяц Конкретный В конце Мы отдаем K-off Type-off От этого Значения Понятно Да Чтобы мы не могли Ничего отдать Кроме этого ключа Нам нужно отдавать Только один из этих ключей Дальше мы получаем Month Number То есть берем Get Month Плюс 1 Да Чтобы у нас был Правильный Month Number И если у нас Там больше 2 Там меньше 6 Мы Spring Если больше 5 Меньше 9 Summer Если больше 8 Меньше 12 At Autumn То есть осень И иначе Иначе просто Делаем Winter Вот и все Либо можно вообще Без иначе На самом деле Можно просто Ретор Дальше мы Делаем наш Как раз таки Caption Непосредственно Да Здесь мы указываем Month Season Get Season Выполняем Да И сюда Мы вопросы Передаем успешно То есть мы Как-то трансфорируем Определенным образом Сохраняем Не даешь Да Не импортирует Нормально Давайте руками Импортируем Import From Вот сюда Ну вот и все Ребят Day Picker готов Так Что нам еще Нужно сделать И еще Вот Select Select будет проще Смотрите Какой вариант Select Так создадим файлик В Task Edit New File Значит Я сделан Single Select Напишу Single Select Да Смотрите Значит У нас мог быть Вариант Следующий Мы могли с вами Использовать React Select Как мы это делали Опять же В других роликах Вот Но здесь я подумал Что это будет перебор Он здесь будет Максимально излишний Вообще Ни к чему Абсолютно У нас очень простой Выпадающий список Поэтому я думал Я реализую его Прям сам Вот и все Сделал сам Сделаем анимацию Красивенькую И почему бы и нет Итак ребят Что по Single Select Значит смотрите Здесь мы будем Принимать все Пробсы Как и везде Как и в React Select Они никак не отличаются Это пробс Даты будет обязательно То есть изначальная дата Ну весь список элементов Которые там могут быть А потом Текущее состояние OnChange Да и в принципе Наверное все Ну и какой-то Наверное еще будем Пробс принимать Для визуала Потому что у нас Будет отличаться Визуал здесь От визуала в канбане Итак Подключим Все нужны нам импорты Дальше сделаем Как в React Select Интерфейс IOption Вы все его знаете Прекрасно Это лейбл и стринг То есть лейбл и value Дальше в самом Single Select И принимаем дату Как я сказал Будет в формате этом OnChange Value И isColorSelect То есть он будет Либо цветной Либо не цветной А я вспомнил ребят Я вспомнил для чего Мы это будем еще применять Мы этот Single Select Будем применять Также и для Этого Для таймблокинга У нас там тоже идет выборка Идет тоже выпадающий список Поэтому это тоже очень важно Дальше принимаем пропсы Date OnChange Value IsColorSelect По типу вот такого Будет пропсы Дальше UseOutsideHook Который мы только что Буквально 5 минут назад Использовали GetValue Значит как он будет вычисляться GetValue То есть получение текущего значения Нам повезло Что у нас Select Является одиночным То есть не множественным За счет этого У нас прям Ну руки развязаны И мы можем сильно не париться То есть здесь просто Нужно взять дату По ней поискать Найти item Value равный value И получить в итоге value Вот и все То есть максимально элементарно Дальше G6 Классы определенные Здесь на них Можете смотреть Можете не смотреть Я их обещать не буду Чтобы не отвлекать вас И не отбирать ваше время OnClick При OnClick Значит у нас идет PreventDefault Да мы выключаем Дефолтное поведение Нашего баттона И делаем обратное Отшоу Либо если он закрыт То он открывается Если он открыт То он закрывается Дальше GetValue Получаем текущее значение Если оно есть То показываем сам бейджик Бейджик помните Мы разрабатывали здесь Вот наш бейджик Классный капиталайз Я указал Чтобы большая буква Была просто первая Если из Color Select Вот такой бэкграунд Если нет Почему из Color Select Называется Потому что у нас Помните в таймблокинге Там разные цвета идут кнопок То есть у нас же Разные цвета У временных блоков И вот поэтому Color Select А иначе Будет текст Просто кликни для выбора Если Value есть Мы с вами делаем Тот же самый Кресик для закрытия Ну не для закрытия Для очистки Как мы делали уже До этого в Dead Picker Далее Если показываем То показываем Весь выпадающий список В нем у нас будет Маппимся по дате По всем нашим элементам И каждый элемент Это будет обычная кнопка В кнопке у нас При клике Будет отключено Дефолтное поведение кнопки Переназначаем значение Состояние меняем И закрываем наше окно Выбрали Окно закрылось Класснеймы определенные Стиль определенный Для Color Select И вот наш бейджик Замечательный Плавник подготовились Плюс-минус Мы сделали Я и компоненты Очень важные Которые нам потребуются Ну и наверное Нам сейчас предстоит Еще декомпозировать логику Вынести в отдельные хуки Логику касаемо Всяких там Запросов и так далее Так Значит у нас есть лист View В нем У нас есть уже хуки рядом Да Вопрос только туда же Класть или нет Или не туда же класть Сейчас я чуть-чуть Надо подумать Итак Нам нужно сделать Несколько хуков Давайте Все-таки я подумал Здесь и сделаю Наверное так будет лучше Значит Use Create Task Для создания Давайте тоже хук Развернем здесь Все как и везде Как и в апдейте То же самое Давайте импортируем Всю эту историю То есть берем Query Client Для того чтобы потом Его переобновить Да Когда у нас добавилось задачи Мы должны переобновить Чтобы у нас всегда были Свежие данные Чтобы не было такого Еще раз повторюсь Что человек там Что-то сделал на клиенте Потом обновил страничку У него все пропало Такого быть не должно Поэтому все должно быть Жестко в этом плане Структурировано Create Task Берем здесь дату дальше И создаем Create Task Максимально все просто В конце отдаем Create Task Хорошо По этому же принципу Сделаем Так Use Update у нас есть Теперь Use Delete Task Это хук для удаления Задачи именно Use Delete Task Именно сервера удаления У нас будет два удаления вида Один сервера Один не сервера Если мы вдруг добавили И передумали его заполнять Просто он будет пустой абсолютно И мы его хотим удалить Он удаляется только с клиента То есть у нас достаточно умная система Получается А если же Там реально есть какие-то данные Которые нам нужно отправить на сервер Он будет их отправлять на сервер И тогда удаление будет происходить Уже с сервера Вот такая у нас системка будет Давайте сделаем хук Отлично Этот мы сделали Ну и то же самое в принципе Давайте отсюда мы заберем Query Client Чтобы просто каждый раз не писать Query Client Можно вообще его в сниппет вынести Так часто мы его используем На самом деле Так Вот так Вот так Значит смотрите Delete Task В принципе можно item переносить Можно не переносить Тут как бы не так важно На самом деле Давайте мы чуть наверное По другому поступим Я думаю просто Как лучше нам поступить В этой ситуации Ключ можно не писать Он не так важен Вот именно ID-шник в ключе Это не так важно Это мы удаление производим Вообще не важно абсолютно Давай мы все-таки По правильному сделаем Я здесь удалю ID-шник будем получать Отсюда ID-string Передавать его будем сюда И потом уже будем вызывать Просто функцию Delete Task Так Delete и из Delete Paddling Вот такой хук Для удаления именно То есть видишь Мы декомпозируем логику Вот как я и говорил Что я сейчас сделал на чистовик На видео И показывал вам В лучшей практике Понятное дело Что за кадром Когда я это разрабатывал У меня там 200 строк кода Потому что я просто Ну все время ошибки Там дебажил И так далее И когда ты дебажишь Много ошибок Декомпозиция немножко мешает Потому что слишком Слишком глубоко Придется приходить Залазить И не так удобно Дебажить код Но во всем остальном Это гораздо удобнее Итак По поводу хуков Значит что надо сделать Нам надо сделать хук с вами Который нам позволит Включить функцию Дебаунса Смотрите Повторюсь дальше Распомните У нас умная система У нас реально умная система Она очень удобная В чем ее удобство В том Что у нас не открывается Никаких модальных окон У нас нет такого Что мы кликнули Модалка открылась Там мы ее отредактировали Сохранили И так далее Это было бы слишком просто Это может сделать Каждый абсолютно человек В том числе и вы допустим Это слишком просто То есть сделать выпадающее меню В котором сохраняется И так далее Это не интересно Я решил сделать так Как мне будет по кайфу И так как мне понравится И для вас Это новая такая Будет практика Смотрите значит Я хочу сделать так Чтобы у меня При редактировании Поля конкретного Он автоматически Обновлялся в базе данных Вообще бесшовно абсолютно Вообще человек Не будешь замечать Просто редактирует Бам Обновилась в базе сразу Как это будет происходить Есть специально для этого Функция debounce Которая мы будем брать Из ладеша Она там неплохо сделана В принципе Штука которая будет срабатывать Через какое-то время То есть у них будет перерыв Между использованием То есть между запросами Смотрите Как изначально все происходит Мы допустим Добавляем букву И при нажатии на каждую букву Идет запрос на сервер Это вообще не оптимизировано И так никто не делает Потому что Если вы так сделаете У вас Ляжет сервак Рано или поздно При первой тысячи человек На сайте Даже при первой сотке Это слишком не оптимизировано Прикиньте На каждую кнопку Идет запрос на сервер Так никто не делает У вас база взорвется Поэтому Как по правильному По правильному Ставят функцию debounce Которая сама держит Этот промежуток Между этими отправками Которые мы сами укажем Мы там будем указывать 400 миллисекунд условно И пока мы будем писать Собственно Запрос не будет отправляться Запрос будет отправляться Только там спустя 400 миллисекунд После последнего обновления Скажем так Вот Но не так все просто То есть не просто Знаешь таймер То есть там 400 миллисекунд И потом еще 400 миллисекунд Так оно не работает Debounce function Что задерживает Да И выполнение функции До после ожидания Миллисекунд Вот То есть задерживается На 400 миллисекунд В нашем случае Да будет 400 миллисекунд Вы можете указать 100, 200 Сколько угодно До С момента последнего Ее использования Это очень важно Ну дальше вы можете Прочитать информацию Там уже более такая Дополнительная информация Короче на практике Сейчас посмотрим То есть мы когда будем писать Что-то Запроса не будет Останавливаем написание 400 миллисекунд проходит Запрос отправляется на сервер Все Вот такая умная функция Она очень удобна И ее часто используют Допустим при Поисковики там допустим И так далее Вот я сейчас проживаю В Таиланде Ну подписчики знают Собственно да И здесь есть магазин Топс допустим Онлайн магазин Ну и онлайн и не онлайн Супермаркет И так далее Вот И у них на сайте Вот я как программист Замечаю эти вот недоработки Они сделали Зачем-то так Во-первых Если ты оставляешь Поле поиска пустым У тебя реально пустые товары Отображаются Ну так вообще никто не делает То есть обычно же Ты когда стираешь Поиск товаров У тебя отображаются Просто все товары Потому что искать по пустому полю Никто не ищет никогда И то же самое касаемо Дебаунс У них я не знаю Как это реализовано Но Поиск срабатывает Слишком быстро При написании То есть это Максимально оптимизировано Либо они сразу Пальчика грузят все Что не очень хорошо тоже Ну короче Разработка ребят Плохого уровня Все Это все я обсудил Давайте теперь сделаем хук New file Use the bounce Так Давай наверное я напишу Use task the bounce Use task the bounce Так будет более правильно Потому что он будет Не только на update Он будет также и на создание Если у нас Айдишника нету Он будет делать создание Если айдишник есть Будет делать обновление Вот такая Небольшая ловушка получается Итак Функция Use task the bounce Значит смотрите Нам нужно создать сейчас Две функции Новые Которые будут вызывать Update task И create task Они будут как раз Обернуты the bounce Чтобы у них происходил Тот эффект Который только что Мы описывали Там пару минут назад Понятно да И также Нам важно их Обернуть в use callback Почему У меня с этим Была ошибка определенная И the bounce Он не работает Так как ожидает Почему это происходило Потому что мы не используем Use callback Тем самым у нас Не сохранялась Сама функция Между рендерами Между рендерами Функция не сохранялась А use callback Позволяет там Как бы один раз Ее инициализировать Функцию Она сохранится И дальше мы эту же функцию Будем переиспользовать Поэтому use callback Здесь невероятно важен Итак Значит Const The bounce Create task Use callback Отлично Обернули Теперь у нас стрелочную функцию Делаем стрелочную функцию Оборачиваем ее The bounce Из ладэша Мы сейчас его вытащим Он себя принял Форм Дата То есть все данные Которые будут С нашей формы Это имя Приоритетность Комплитет Не комплитет Потом дата И так далее 444 миллисекунды Я ставлю Можете там Другое значение поставить И create task Выполняем функцию Которая будет браться Из хука Use create task Далее То же самое делаем Для update task То же самое абсолютно Теперь Нам нужно сделать Use effect Который будет обрабатывать Эти моменты Делаем use effect В нем Мы подписываемся Подписываемся На изменение нашей формы Вот что интересно Почему все В реал тайме происходит Потому что мы подписываемся Мы слушаем Нашу форму Мы слушаем Когда она изменяется Подписались На каждой итерации Мы можем Ну не итерации На каждом Слушать Ну как сказать На каждом этапе Вот этого слушателя Отслушали Сигнал пошел Мы можем получить Текущее состояние Наши формы То есть форм дату Получаем Если вообще ID присутствует у нас И он есть в этом компоненте То мы делаем что Обновление Правильно Потому что у нас ID присутствует Но приоритетность Мы задаем отдельно Потому что Если у нас вдруг Приоритетность не выбрана Я должен на backend Отправить именно undefined Ничего другого Только undefined Поэтому я делаю так А иначе создаем Окей Далее В конце очень важно Как я говорил Use effect Для лучшей оптимизации Мы должны забрать Unsubscribe И отписаться от слушателя Если вы это не сделаете У вас будет копиться Бесконечное количество Слушателей И приложение будет подвисать И в конце мы слушаем Watch Во-первых А также мы отслушиваем С вами The Bounce Update Task Можно в принципе Create Task Тоже слушать У нас React Любит всегда Слушать все подряд Чтобы быть Постоянно Переобновляемым Все Это мы забрали Теперь здесь Добавляем хуки Видите как мы вынесли логику Стало все прям в разы красивее На мой взгляд Опять же Use Update Так Use Update Task Забираем с вами Update Task И то же самое Делаем на Use Create Давайте чуть выше сделаем Use Create Task Хорошо Здесь мы с вами уже забираем Непосредственно Create Task Так С этим понятно Дальше Form Data Что-то с ней не так У нас Watchа нет Наверное А Watch Потому что не отсюда берется Watch не отсюда Watch должен нам приходить сюда Так Watch я буду получать здесь Watch Вот Он будет у нас по типу Как Сейчас мы посмотрим Типа очень легко Подсматривать Наводите просто Подсматривать Давайте у себя Подсмотрю тогда Watch Это у нас по типу Вот такому да Давайте мы лучше В отдельный интерфейс Вынесем для красоты Интерфейс Use Task The Bounce Watch Вот Use Form Watch И вот такой у него Тип будет непосредственно Подожди А это разве не то же самое Что если бы мы сделали Вот так Это же по-моему то же самое Нет А ну да перейдем Да это то же самое Это то же самое Вот я просто не знаю Зачем мы так длинно писали Так Это сюда Фиксируем И теперь Watch у нас Должен быть исправлен Так Form Data он ругается Почему Потому что Update Task Вся принимает теперь Не только Form Data Он вся принимает IDшник Item Item ID И Принимайся Data Form Data Так Сам Item ID Мы должны сюда принять Да Давайте примем Item ID Он будет являться Стринговой у нас Стринговой Либо по-моему Undefined Тоже мы сейчас Это тоже уточним Если Если короче Будет ошибка Мы ее просто Подправим потом Так Это сюда вставляем Это сюда вставляем Заменяем Вот такой у нас Хук получился В ответе Что нам Что-то дать нам Или нет Наверное Нет Даже Да Потому что У нас все происходит Прям в реалтайме Теперь Debounce Update Таск Будет сохраняться Между рендерами И Debounce Будет работать Как ожидается Потому что Не все понимают Значение Use Callback А теперь Вы будете понимать Вот и все Сохранили Так Хуки настроены Ребят Итак Ребят Пришло Теперь время Разработать Непосредственно List Row То есть Нашу Вот эту Линию Непосредственно Вот эту Всю линию Давайте этим Займемся Напомню Что мы Сделали с вами Очень много Хуков Теперь у нас Не ограничится Функционал Теперь доступно Давайте Сделаем Интерфейс Интерфейс Здесь мы Укажем То что нам Нужно принять Нам нужно Принять Item По-любому Да Это сам Элемент У нас Будет Itask Response Вот Также Нужно Принять Set Items А Set Items Давайте Вы сейчас Подумайте Просто Подумайте Для чего Нам Нужен Сейчас Set Items Для чего Нам Здесь Может Быть Нужен Task Response Massive Это Вот тот Самый Items Который Мы Берем В Use Tasks Вот Это Items Вот Мы Будем Использовать И вопрос Для чего Напишите В комментах Или Просто Подумайте Про себя А я Вам Сейчас Отвечу Короче Мы Это Реализовываем Для чего Для того Чтобы Помните Я вам Говорил Что Мы Можем Удалять Либо Через Базу Данных Либо Если Просто Пустое Место Мы Еще Ничего Не Заполнили То Просто Удаляем Из Списка Вот Поэтому Это Сделано Для того Чтобы Мы Могли Вырезать Из Нашего Массива Стоит Тогда Вырезать Оттуда Лишний Элемент Который Абсолютно Пустой Для Этого Это И Реализовано Так Здесь Вызываем Use Task The Bounce Обязательно Так Он Себя Принимает Watch Да Watch У нас Пока Нет Делаем Форм Use Form Так И Не Забываем Дальше По Умолчанию Я Задам Default Values Это Дефолт Поля Которые Будут Уже Назначены У Нашей Формы То Это Вся Линия Это Просто Форма И Мы Заполняем Поля По Умолчанию А Сначала Давайте Пропишем Тип Формы Иначе Не Подсказывает Ничего Прокидываем Что Импортируем Хорошо Теперь Напомню Что Это За Тип Вот Так Он Можем Все Это Дело Задать Ну Там Делаем Name Item Name И так Далее Вот Я делаю Специально Вот Так Вручную Чтобы Ничего Лишнего Не Добавилось Так И Также Completed И Дата Добавления И Приоритетность Отлично Теперь Здесь Можно Watch Спокойно Прокинуть Хорошо Только Что Ему Не Нравится Все Равно Организация Параметр I Use Task Так Подожди Или Массив Здесь Да Здесь Массив По-моему Да Watch Передаем И Передаем Item ID Item Будет Item Как ни Странно Item ID Все То есть Видите Мы Все Упаковали В отдельную Логику Переходим Сюда Здесь Целый Прям 50 Срок Кода Условно Удобно Наверное Удобно Как мне Кажется Невероятно Удобно Притом Сюда Мы Запаковали Сразу И Хуки Для Акредита Класс Нейм Библиотечку Либо SLSX В более Таком Простом Быстром Варианте Мы Просто Совмещаем Два Класса И Сделаем Проверку Проверяем Чеком Свойства Completed Если Сейчас Выполнено Почему Именно Через Watch Потому что Watch Позволяет Слушать Слушать Переменную Если Мы Возьмем Get Value Оно Один раз Работает И Не Будет Перерендер А когда Watch Мы Див Именно Для Левой Части Для Нейма В Котором Мы Делаем Button Это И Будет Наша Штучка Для Перетаскивания Грипп Или Как Он Называется Грипп Вертикл И Мы Указываем Его Здесь Далее Берем Контроллер Контроллер Это React Hook Form Берем Completed И Здесь С Помощь Него Связываем С Нашим Чекбоксом Передаем Он Чень Дальше Кстати Напишите В Комментах Требуется Ли Вам Курс На Канале По React Hook Form Не Зна Напишите Нужно Или Нет В Комментариях Буду Очень Благодарен Возможно Мы Объединим Сделаем Полный Курс И По React Select Transparent Field Есть Поле Которое У нас По Моему UI Под Него Нет Это Как Обычный Field Только Он Транспарент Это Знать Что Он Прозрачный И Вообще Не Заметно Что Это Является Input Просто Как Будто Это Текст Но При Этому Это Является Transparent Field Тут Регистрируем Тоже Мы Это С вами Умеем Делать И Дальше Касаем Даты Берем Control Указывает Что Это Будет Поле Created Add Date Picker И On Change Value Хорошо То же Само Здесь Здесь Делаем Приоритетность Опять же Также Связан Single Select Здесь Что Важно Мы Просто Делаем Massive High Medium Low Три Показателя Выводим И Разворачиваем Конечно Это Не Супер Идеальное Решение И Если Вы Делаете Супер Большой Production Проект Так Конечно Делают Это Лучше Взять Из Бэкенда Но У нас Проект Не Такой Большой Поэтому Могу себе Позволить И Берем И С помощью Слайса Вырезаем Вот Минус Один Последний Элемент Отлично И Здесь Делаем Если Загрузка Показываем Загрузчик Если Нет То Кнопочка Удаления Иконка Удаления Готово Давай Теперь Мы Только Delete Task Тоже Вытащим Все Импорты Возьмем Так Вытащим Это Тоже Мы Вытащим И Тоже Мы Вытащим Идем Сюда Выше Опускаем Чуть Ниже Const Use Delete Task И Вставляем Это Вот Здесь Хорошо Только Здесь Надо Подредактировать Он Нам Требует Не Вроде Он Один Требует Только Item ID По Моему Требует Если Стиль У нас Будет Вот Так МРС Разворачиваем Здесь Будет Лежать Стиль Давайте Стили Сейчас Возьмем С вами Так Они Будут Называться У нас Честно Говоря List View Module Module .scss Отлично Сюда Вставляем И Собственно Сохраняем Такие Стили Вот Кому Надо Можете Поставить На паузу Там Посмотреть Скачать И так Далее Напомню Что Исходник Бесплатно Будет Наше Телеграм Канале По ссылке Описание Но Нужно Набрать 6200 Подписчиков Телеги Только После Этого Мы Раздадим Эти Материалы И Здесь Меняем На List View Так Что Еще Да Transparent Field У нас Не существует Давайте Я Забыл Сделать Наверное Прямо Здесь Сделаем Будет Более Правильно Или В UI Хотя Давайте В UI Наверное Сделаем Я Здесь Очень Все Примитивно Берем CN SLSX Чтобы Просто Скрести Два Класса Раз Класс Два Класс Ну То есть Много Классов И Класс Класс Которые Двне Приходят Ref Привязываем Rest Похожи Компоненты Мне кажется Мы уже Делали В каком То Месте Здесь Единственное Как и там Мы сделали Я это Перепишу На Type Мне так Больше Нравится И Более Правильно Все А это Мы удаляем Так Забыл Горячую клавишу Для удаления Целой строки Ну и Ладно Здесь Мы Меняем Type Transparent Филос Сохраня Простенький Класс Здесь Практически Ничего Мы Вообще Не Сделали Так И Внизу Не Добавить Display Name Указать Из-за То Что Мы Используем Forward Ref Для регистра Display Name Очень Важно Так Сохраняемся Импортируем Готово В принципе Listrow Готов У нас Давайте Допишем Здесь Где-то Type Где нам Это Нужно Будет Так Еще Где у нас Type Нужны Здесь Не Нужны Здесь Не Нужны Вот Тут Тоже Type Нужны И В принципе Наверное Все Сохраняемся Закрываем Так Listrow Готов Очень Долго Мы Над ним Трудились Но Тем Не Не Items И Set Items Все По Классике Дальше Дальше Мы Забираем Отсюда Из Пробсов Далее Мы Вызываем Dropable Component Тем Самым Мы Забираем Из Библиотечки Hello Pangea По Денди Но По факту Это Понимает Библиотека Старая React Beautiful D&D Просто Они Обновили Сторонние Авторы Потому Что Та Устарела На самом деле Здесь Если Сравнить D&D Денди Мне по разу Гораздо Больше Она Очень Быстро Внедряется В отличие От Той Стория Там Круто Сделать Сортировку Именно Сортировка Там Круто Делается А Все Остальное Там Реально Делается Не Очень Хорошо То Хочешь Чтобы Понимая Информация Перешли Сюда И Здесь Вот Видите Вот Это Drop D&D Вот Как раз Мы Соберем Так Дальше Мы Берем Provide Про Стрелочную Функцию Интегрируем Сюда Дальше Интегрируем Див В котором Прописан Реф И Provide Drop It Все Из Документации React Beautiful D&D Здесь Ничего Нового Нет Дальше Берем Сам Заголовок Который Вот Мы Пишем Заголовок Нашей Колонки Он У нас Идет От Label Дальше Фильтер Таск Мы Фильтруем Все Наши Задачи Фильтруем Все Наши Задачи И Именно Распределяем По Колонкам Чтобы В конкретной Колонке Была Определенная Задача Чтобы Не Было Такого Что У нас Задачи Вне Тех Колонки Кладутся И так Дальше Мы Фильтруем Обязательно Дальше Берем Дракабл Это Именно Уже Сам Элемент Который Будем Тянуть Мы Оборачиваем Специальным Тегом Дракабл Указан Дракабл Ид Индекс И так Далее Потом Еще Одну Функцию Provided И Проводим Сюда Реф Дракабл Пропс Хендл Пропс И так Далее Ну Чтобы Она Адекватно Перетягивалась По З4 Релатив Можно Убрать На самом деле Я экспериментировал На черновике Можете Это Убрать И Берем Лист Ров Непосредственно Тот Элемент Который Мы Только Что С Вами С С Делали После Этого Берем Provider Place Holder Обозначаем Здесь Это Место Куда Мы Можем Тянуть Если Value Не Равно Completed И При этом Items Получается Не Равно А Если Нет То Мы Внизу Это Логично Потому Зачем Нам Добавлять В Completed Но При Этом Если Мы Уже Добавили То Бо Мы Не Могли Добавить Повторно Поэтому Мы Делаем Эту Проверку Чтобы Мы Не Могли Повторно Добавить И Фильтруем Дату Это Тоже Важно Для Это Дэро Инпут Мы Сохранили Здесь Что Делаем Здесь Что У нас Ошибка Это Undefined Боюсь Что Не Подходит Давай Сюда Перейдем Да Думаю Что Здесь Нужно Undefined Указать Undefined Ошибка Пропала Так Здесь Фильтр Таски Мы Еще Не Сдел Давайте Разработаем Так New File Filter Tasks Тс Готово Здесь Что Мы Делаем Здесь Мы Будем Настраивать Весь Функционал По Фильтрации Очень Интересный Файл На самом Деле По Реализации Поэтому Давайте Смотреть И так Я Уже Базу Накину Определенную Чтобы Не Тратить Время Смотрите Мы Берем Значит Очень Важные Моменты Берем Is Same Or After Is Same Or Before Тоже Is Djs Плагин Вот Реально Мне В этом Djs Очень Понравился У Них Очень Много Крутого По Плагинам Реально Очень Полезная Тема И В конце Их Колонки Потому Что Есть Колонки По Типу On This Week On Next Week И так Далее То есть Им Тут Нужно Более Так Детально Чтобы Они Не Конфликтовали Друг С Другом И При Этому Чтобы Они Правильно Вставали Давайте Описывать Это Будет Обычный Switch Кейс Где Мы Валю Принимаем Сюда И Дальше Будем Отфильтровать С вами По Дело И Перенимаем Таску Которую Будем С вами Фильтровать Первое Условие Это Кейс Today Если Today Мы Берем Tasks Filter Берем Item DayJS Data Такая же И Same Как Сегодняшний День И Не Выполнено Везде Будет Условие Одно И то же Чтобы Оно Было Не Выполнено Все Выполненные Моменты Они В отдельную Колонку То есть Понимаете Ставайте Галочку Переносит В отдельную Колонку Так Вот Чтобы Дата Была Такая Же Same Как Сегодняшняя Дата Дальше Tomorrow Все То же Самое Только Здесь Указываем Именно Такая Же Как Tomorrow Filters Tomorrow А Фильтер Помните Мы С вами Делали Фильтры Today Помните Tomorrow И так Дальше Дальше Более Сложная История То С чем Я Больше Всего Парился Case Кстати Ребят Если Вы Допустим Сейчас Написал Условие Огромное Если В этом Допустим Функции Вы Как-то Обнаружите Что Можете Что Более Коротко И Вы Этим Поможете Другим Участникам Нашего Сообщества Red Group Community То Напишите Об этом В комментариях Я поставлю Сердечко Чтобы Если Вы Будете Видеть Похожие Коменты Ставьте Like Чтобы Они Продвигались Топ И Моей Да А Там 10 100 50 60 Тысяч На канале Скоро Да Уже Это Гораздо Больше Поэтому Имейте Ввиду Так On This Week Tasks Filter Тут Смотрите Что Мы Делаем Оно Не Должно Быть Today Не Должно Быть Tomorrow Потому Что Это Может Быть Так Как Мы Чекаем Текущую Неделю Логично Что На ней Есть И Сегодня И Завтра Не Существует Условно У нас Допустим Это Идет 4 Февраля Да Сейчас Плюс Минус Последние Недели То есть Либо Это Должно Быть 4 Февраля Либо До 4 Февраля Но При этом Чтобы Оно Не Стакалось Другими Мы Указан Два Эти Условия Вот Так Следующий Фильтр Это На Следующей Неделе Должно Быть Обязательно После Текущей Недели То После 4 Дальше Лейтер Лейтер Это Будет Собственно После Next Week Все Что После Next Week И Все Что У нас Не Имеет Даты Вот Это Все Что Касаем Этого И Последнее Это Дефолт Я Просто Возвращаем Пустой Массив А Также Если Completed Мы Фильтруем Просто По Completed Готово Ребят Вот Такая Штука Получилась Такой Свич Кейс Приятный Красивый Нового Поля Так Сюда Дойдем New Файл List Add Arrow Input TSX Итак Смотрите На самом деле Здесь Все Очень Примитивно По Какой Причине Примитивно Потому Что Мы Производим Добавление Нового Элемента Нам Его Не Нужно Добавлять В базу Данных Пока Что Мы Просто Добавляем В список Как Просто Пустой Элемент С Пустыми Полями А Уже Потом Помните Логику Где Мы Проверяем Если Там Есть Идишник То Он Обновляется Если Нет Идишника Он Добавляется В базу Данных Так Что Мы Здесь Делаем Получаем Filter Date Отфильтрованную Дату Которую Нам Нужно Добавить Это Зависимость От того В какой Колонке Мы Находимся Если Мы Здесь Добавляем Дата Ставится Сегодняшняя Если Добавляем Здесь Дата Ставится Завтрашняя Если Добавляем Здесь Дата Ставится На Текущей Неделе И так Далее И Set Items Что Мы Делаем Дальше Создаем Функцию Add Row И Тут Делаем Дальше Set Items Берем Предыдущее Значение Нашего Массива Стрелочного Функта Разворачиваем Если Нет Предыдущего Возвращаем Если Есть Возвращаем Предыдущее Плюс Один Пустой Элемент ID 0 Name 0 Completed False Created Add Filter Date Понятно Да И Дальше Просто Показываю Нашу Кнопочку Изи Наверное Изи Надеюсь Вас Не бесит Я говорю Постоянно Изи Потому что Я помню Кто-то писал Что Макс Ты говоришь Изи А на самом деле Нифига Не Изи Вот и Все Парен Тоже Готов Так И Последним Нам Осталось Моментиком В нашей Конструкции Это Настроить List View Итак Вверху Обязательно Ставим Use Client Потому что Данный Компонент Должен Быть Только На Клиент Создаем Сам Компонент Импортируем Все нужные Импорты Которые Нам Потребуются В этом Компоненте Берем Drag And Drop Context Вот Основные Важные Элементы Библиотечки React Beautiful D&D Drag And Drop Context Дальше Dropable Поле Куда Будем Дропать И Dragable Тот элемент Который Будем Перетаскивать Все Три Составляющие Остальные Будут Работать Идеально Тут Функцию Мы Заберем Из Hook Делаем Use Tasks Классически Получаем Все элементы Из Hook Мы Забираем On Drag And Далее Мы Создаем Колонки У Таблицы Task Name Date Priority И так Далее Что здесь Важно Понимать Касаем Таблицы Почему Я делаю Таблиц Но делаю Дивами Потому Что изначально Эта вариация У меня Была В виде Таблицы Но В моменте Отстолкнулся Проблем Таблица Очень плохо Реагирует На Перетаскивание Она Для этого Не Создана Поэтому Я Просто Полностью Переработал Потратил На это Два дня Наверное Времени Своего И Подготовил Для вас Как раз Через Дивы И Теперь У нас Drag And Drop Работ Идеально Далее Нам Все Давайте Импортируем Что-то Оно Не хочет Нормально Работать И Все Заимпортировали В принципе Ребят В принципе Можем Тестировать Берем Переходим Раздел Таскс Так У нас Да У нас Закончилась Авторизация Давайте Зайдем Заново Так Переходим Раздел Таскс И Ошибочка У нас А Я не Там Создал Таскс Ребят Таскс Переносим А Именно Немножко Неправильная Структура Была Таскс Переходим Вот Все Заработало Отлично Так Что-то Здесь Не хватает У нас Вверху Мы Хотели Сделать Переключатель Помните У нас По дизайну Есть История Переключатель А так Все Работает Вот Они Перетаскиваются Дата Меняется Правильно Ли Считает 31 число Это Правильно Все Правильно Это И Не Сегодня И Завтра Это Текущая Неделя То В tomorrow 3 февраля Отлично Попробуем Добавить Новый Давайте Во-первых Вынести Мусор Это будет Low priority Так У нас Что-то Перекрывается Немного Ребят Перекрывается Я по-моему Z-index Помните Где-то Там Поставил Случайно Я вам говорил Что можно Убрать Давайте Его уберем Вот Z-index Он Здесь Не нужен Абсолютно Вот Теперь Все нормально Должно Быть Так Ставим Здесь Допустим Low priority А ремонт Айфона Это очень важно High Нажмем Обновляем Страницу Все данные Подгружаются Бэкэнда Идеально Ну кайф же Ребят Ставим галочку Переносится В completed Убираем Галочку Возвращается Обратно Давайте Добавим Пустое Поле Допустим Здесь Добавили Пустое Удаляем Удаляется Без проблем Добавим Здесь Еще раз Допустим Buy MacBook К примеру Сохранилось Все отлично Блин Ну кайф Ребят Что я могу Сказать У меня Других слов Нет Выглядит Превосходно Мне кажется Наверху Сейчас линии Подправятся Мы сейчас Сделаем Переключатель Еще Но выглядит Мне кажется Максимально Превосходно Итак Давайте Разработаем Теперь Непосредственно Переключатель Нам осталось Это сделать То есть У нас Отлично Работает У нас Есть Список Задач Но мы Хотим Другой Вид Вид Канбана Есть Лист Есть Канбан View Для этого Давайте Создадим С вами Компонент Я думаю Прямо Здесь И назовем Его Свитчер Свитчер View То есть Переключатель Лида Сделаем Так Только Формат Сx Обязательно Подготовим С вами Импорты Use Клайн Обязательно Импорты Слс Нам Потребуется Две Иконочки Это Лист Туду И Канбан Тайп Вью Возьмем Из Нашего Таск Вью Непосредственно И Пойдем Дальше Дальше Сделаем Интерфейс Получаем Type И Set Type Далее Экспортируем Саму функцию Switcher View В этой функции Непосредственно Наш компонент Непосредственно У нас будут Две кнопки Основные Первая кнопка Это Кнопка List Туду Лист Иконочка Если Type Канбан То она Будет серым Подсвечиваться И приклик Будет назначаться На Type Лист А далее Тоже Самая Кнопка Только для Канбана Касаемо Этого компонента В принципе Все Но Вы спросите Макс А где Само Состояние Где ты Будешь Редактировать Всю Историю Переходим Назад Tasks View И подготовим Тип Тип Будет Следующий Export Type Type View List Канбан Можно Вынести В отдельный Type Файл Но я Оставил Здесь Мне кажется Лишним Точек Не будет И далее Нам потребуется Реализовать Интересный Hook Hook Будет Называться Use Стэкбуд Автоматически Сохраняться В Local Storage Я думал На самом деле Стоит ли усложнять Либо не стоит Можно было записывать К примеру В базу данных Сразу же Можно было Ну мы это С вами умеем делать В плане практики Можете взять На заметку Там не знаю Вы допустим Уже умеете Реализовать Призму То же самое С вами Вначале Этого замечательного Хотел сказать Интенсивно Но этого видео Большого делали Поэтому Также можно Создать отдельное Поле под Вид Непосредственно И оттуда Его использовать Use Local Storage Use Local Storage Точка Тс Готово Итак Создаем Функцию Export Function Use Local Storage Нам потребуют Следующие Моменты Dispatch Set State Action Use Effect Use Ref Use State Многие Могут Подумать Зачем Use Ref Сейчас Я Объясню Для чего Смотрите Принимаем Пропсы Отдаем Будем Давать Картеж Картеж Когда у нас Фиксировано Количество Элементов Массив Когда мы Добавим Еще Из Loading Чтобы Было Понят Когда Идет Загрузка Потому Что Мы Тоже С Вами Забираем Из Local Storage И Там Происходит Загрузка Дальше Мы Приняемся Generic Мы Фактически Прописывать Не Будем Либо Можем Прописать Из Дефолтных Данных Дальше Получаем Ключ Определенный По Которым Будет Записываться В Local Storage Наша Определенная Ячейка И Дефолтное Значение Вот То Самое Значение Дальше В ответе Мы Отдаем Картеж Как я Сказал Т Первое Дефолтное Значение Вот Value Дефолтное Значение Такой Тип Потом Dispatch Set State Action Это Set Value И Boolean Это Обычное Boolean Значение Дальше Создаем Состояние Loading Set Loading Чтобы Отслеживать Когда идет Загрузка Это Очень важно Потому Изначально Он может Неправильно Подхватываться Нам нужно Ждать Какое-то Время Что Произошла Загрузка Данных Из Local Storage Дальше Is Mounted Очень важная Тема Особенно Для Next Js Приложения В React Можно Не Уз В принципе Это Очень важная Тема Чтобы Мы Понимали В какой Момент Нам Нужно Подгрузить Данные В Local Storage Чтобы Это Все Нормально Сработало Дальше Непосредственно Мы получаем Value Set Value Записываем И делаем UseEffect Который Будет позволять Нам Получать Наши Данные Из Local Storage Пока Не записать Пока Только Получать Как Мы Это Делаем Try Cache Оборачиваем Чтобы Ввести Если что Ошибки И Finally Для того Чтобы Loading Обработать В конце Не забываем Мы Должны Поменять Из Mounted На Current False Вот То есть Это Такая Статичная Переменная Дальше Втрое Мы делаем Const Item Равно Window Local Storage Get Item Получаем По ключу Да Непосредственно Get Item Получили По ключу При загрузке Нашего Компонента Далее Если Item Существует Мы его С JSON Парсом Забираем То есть У нас В Local Storage У нас Хранится Все В формате В формате Строки Здесь Мы Забираем JSON Парсом И Записываем Наше Значение Далее Мы Делаем Непосредственно Все Делать Записать Мы Отслеживаем Ключ Отслеживаем Value И Если Что-то Меняется И При Этом Из Mounted Current То Мы Назначаем Set Item А Если Нет Current True Ставим Вот Такая Тема Тема У нас Получается Вот Такой Небольшой Hook Который Позволяет Нам Записывать Данный Local Storage И Спокой У нас По факту Тот же Самый Как Обычный U State Плюс Парочку Из Эффектов Которые Отслеживают Наши Рефы И С помощью Этих Манипуляций Мы С вами Добавляем Либо Забираем Данные Из Local Storage Очень Полезная Тема Так Что Ставьте На Более Будет Наглядно Давайте Улучшим Наш Код Немного Мне кажется Так Будет Более Читаем Так Интерфейс Незабываем Generic Принять Здесь I Use Local Storage Вот Так И Передаем Свой Generic Сохраняем Так Теперь Получаем Те же Самые Поля Отсюда Абсолютно Тоже Самое Сохраняем Но Теперь Здесь Было Две Строки И Мне Человек К этому Проекту Не притрагивался На ближайшие Условно Пять дней К этому Файлу Плюс Минус То Я Забыл Почему Здесь Лист А почему ViewType Лист Понятно Лист Это Вот Эта История А ViewType Я не Понял Что Это Наш Ключ Вот Поэтому Не Забы Так Сделаем Просто И Default Value Вот Так Мне кажется Так Будет Лучше Ну Более Читаем Становится На Мой Вы На Опять На Свой Выбор Можете Менять Коды Как Угодно Абсолютно Напомню Исходник Будет Бесплатно Доступен Посылки Описания Так Use Local Storage Это Все Мы Сделали И Если Загрузка Мы Показываем Loader Пока Что Мы Ничего Не Показываем Кроме Loader Хорошо Теперь А Suspense Нам Нужно Или Нет Или Это Старая Информация И Я Передумал Использовать Так Подожди Так А мы Уже Уже Узаем Да Слушай Это Старая Информация Нам Suspense Ребят Не Нужен Здесь Я Передумал Его Использовать Я В какой-то Момент Хотел Использовать Для этого Lazy Query Но Потом Я Подумал Что А Зачем Так Здесь Мы Делаем Див Далее Мы Здесь С вами Задаем Свитчер 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 Отлично Он Принимает Не Забываем Set Type Set Type Потом Принимает Type Это Будет Тоже Type И В Принципе Что Там Еще Принимать Себя Ну Ключ Нам Здесь Не Нужен Сохраняемся И Дальше Здесь Делаем Условия Очень Просто Условие Если Type У нас Равен Лист То Мы Показываем Лист При этом Если Иначе То Kanban View Kanban А У нас Kanban View Еще Нет Пока Что Лист View У нас Есть Я Беру Лист View Копирую И Вставляю Это Рядом У нас Есть Hook И Оставляю Рядом По факту Логика Не Будет Отличаться Да У нас Есть Переиспользуем Условно Hook Они Лежат Отдельно Красивенько Сложен Я Кайфую От Структуры Она Реально Красива Получилась Но При этом Все Эти Файлы Будут Повторяться Просто В Другом Виде Поэтому Сюда Копируем Пишем Kanban View И Про Это Мы Не Забываем Хорошо Здесь По хорошему Все Поменять Конечно Не Помешало Бы Kanban View Ну Давайте Ладно Поменяем Kanban Так Только Здесь Не Row Здесь Kanban Card Будет Kanban Card Да А Вот Здесь Будет Kanban Column Kanban Column Вот Так Да Здесь Будет Kanban View Да Тут Конечно Много Что Поменяется Давайте Я Стили Сразу Подхвачу Быстренько Kanban Kanban View Стиль Чуть Подзаменим Какие Здесь Стили Получаются Ну Вот Вы Можете На паузу Поставить На стилях Мы останавливаться Не будем Вот Такие Стили Вот Такие Вот Такие Футер Можно Убрать Его Не будет Грип Вот Такое Все Кому Надо Ставьте На паузу Чекать И так Ставляем Благо Опять же Повторюсь Мы Вынесли Логику Отдельно И мы Логику Не переносим Это Очень важная История Так Лист Ару Мы Меняем На Kanban Kart Так Немножко Неправильно Вот тут Kanban Kart Вот тут Тоже Kanban Kart Вот тут Тоже Kanban Я Называю Kanban Да не Board Мне так Более Наглядно Более Понятно Что Значит Kanban Просто Board Слишком Мне кажется Такое Широкое Понятие На мой взгляд Опять же Может быть У вас По-другому Так Здесь Мы делаем Kanban Kanban Column И Здесь Тоже Kanban Column Так Сохраняемся Kanban Kart Возьмем Перейдем Вот Сюда И Тут Опять же Там Есть Нюанс Сейчас Мы Будем Все Ребята Еще Менять Не Беспокоить Сейчас Мы Все Поменяем Тут Kanban Edd Тоже Нужно Поменять Kanban Kanban Хорошо Тут Не Лист View Kanban View Вот Ну И Смотрите Наверное Будущее Что Могу Сказать Если У меня В этом Проекте Было Больше Двух Видов То Три Наверное Четыре Тут Была бы Другая Логика Я бы Старался Объединить Все-таки В один Компонент Просто Меня Каким-то Образом Стили Стараться Манипулировать Если Это Будет Возможно Опять же Но Это Уже Было Не Оптимизировано Если Я Сделал То Что Сейчас Сделал Это Актуально Для Двух Для Трех Наверное Видов Но Просто Потом Это Будет Слишком Загрязнять Структуру Просто Имейте Ввиду Идет Kanban View И Готово Да Так Ну Давайте Потестируем Хотя У нас Куча Ошибок По Понятной Прочинам List You Modules CSS Не Может Найти List You Modules CSS А Это В Сдавим Страничку То Видишь Board Открывается Не List А Board Потому Что Из Locals Сор Берутся Данные Нажимаем На Лист Обновляемся Лист Остается Видишь Вот Так Прекрасно Все Работает Так Окей В Board У нас Вообще Все Поехало Вверху Даже Значок Какой Сейчас Будем Редактировать Касаемо По Стилям Там Нужно Стили Чуть Подменить Так Давайте Будет Просто Мажем Топ 5 А Здесь Мы Меняем На Edd Карт Так Будет Более Правильно Писать Потому Что Это Мы Не Линь Добавляем Карточку Конкретную Ну И Вот Это Тоже Можно Вынести В отдельную Логику На самом Деле Потому Что Мы Переиспользуем Да Уже Структура Не Менялась Потому Что Здесь Конечно Очень Много Всего Может Лучше Было По Новой Начать Я Не Знаю Даже Да У нас Структура Совсем Другая Будет Поэтому Давайте Лучше По Новой Начну Итак Класс Нейм Стайлс Кард Комплит Анимеш Апсет Кард Хедер Теперь У нас Будет Кард Бадди То Две Две Ячейки В нашей Карточке Значит Кард Хедер У нас Будет Баттон Грип Да Чтобы Мы Могли Тягать За Него Помните Ну Как Здесь Был Грип Только Грип Он Теперь Будет Карточке Потом Опять же Селект Рядом У меня Будет Галочка Замечательная Потом Поле С Наименованием Непосредственно Потом Будет Контроллер Это С Датой Выбора Ну Точнее Не с Датой А Да Дейт Пикер Потом Приоритетность И Кнопочка Для Удаления Собственно Вот Здесь Не забудем Прокинуть Этот Будет Item ID Хорошо Сохраняемся Так С этим Закончили С Колонкой С Колоночкой Так У нас Есть Value Label Окей Здесь Все Отлично Дальше Дрог Был ID Див Мы Прокидываем Стайл С Так Вот Тут Уже Пошло Несостыковка Определенная Так Отлично Provider Так Это Мы Прописали Вот Колум Колум Хейдинг Теперь У нас Будет Дальше У нас Будет С вами Фильтр Task Драг Это Все То же Самое Только Здесь Kanban Card Вместо Row И Дальше Placeholder Куда Будем Тащить Все И Вот Так Отлично Давайте Все Импортируем Только Здесь Будет По-другому Kanban Edd Card Input Здесь Мы Везде Колум Убираем У нас Не будет Никих Заголовков У таблицы У нас Будет Просто Заменим Это Все На Такую Штуку Только Здесь Мы Чуть Подменим Мы Сделаем Value Это Будет Колум Value И Будет У нас Label Это Колум Label Хорошо То есть Мы Просто Берем Board И В принципе Его Используем Вот И Все Здесь Максимально Все Просто Так Ну Что Смотрим Так Отлично Все Получилось Ребят Вот Гриб За Который Можно Перетаскивать Спокойно То есть Мы Допустим Перетащили Сюда Смотрим Здесь Здесь Тоже Обновилось Мне кажется Превосходно Получилось Ребят Мне кажется Вообще Прям Космос Вынесли Мусор Галочку Ставим Перенос Сюда Сразу Ну Не знаю Мне кажется Космос Нам Осталось Две Сущности Реализовать Это Помодора И Таймблокинг Постепенно Родвигаемся К финалу Окей Это Я закрываю Давайте Перейдем В дизайн И Посмотрим Что у нас По таймеру Значит Касаем Таймеры Тут Какая Будет Функциональность Давайте Быстренько Разберем Вкратце Таймеры Значит Смотрите Здесь Play Pause Стрелка Влево Стрелка Вправо Это Значит Шаг Назад Шаг Вправо То есть Это Либо Круг Назад Либо Круг Вперед Условно Каждая Ячейка Рефреш То есть Полностью Сброс Нашего Таймера До нуля Ну то есть До Вообще Удаления Нашего Таймера Полностью И в принципе Сама Функциональность Таймера Он будет Переключаться Он будет Воспроизводиться И так далее То есть Вся эта история Так Давайте Приступать Итак Ребят Ну что Приступаем К разработке Таймера Правая кнопочка New folder Таймер Напишем Таймер Это наш Будет Путь Файлик Page T6 По классике Для rounds Это круги Я предлагаю Пойти опять же От меньшего К большему Так будет Удобнее Быстрее То есть Мы с вами Сначала Разработаем Вот эти Кругляшки Замечательные Круги Там для них Хуки Сделан И так далее А потом Перейдем Уже Чего-то Большему Там К нашему Таймеру Правая Кнопочка New file И первый Hook Use Update Round Точка Тс Мы с вами Уже Похоже Делали Давайте Посмотрим Что здесь Происходит Use Update Round Query Клайн Берем Для того Чтобы Потом Инвалидировать Запрос То есть Мы Когда Обновим Круг Он Будет Инвалидироваться Потом Мы С вами Делаем Опять Мутацию Классическую Вы Ее Миллион Раз Видели Ничего Нового Здесь Нет Update Round Принимает Себа ID Дату И Мы Чуть Переименовали Более Правильно Значит Смотрите Какой Момент Происходит Обновление Круга Да В любой В принципе Момент То есть Мы Всегда Обновляем Круг Потому Что Круг Это Самое Важное То есть Человек Обновил Страницу У него Была Всегда Свежая Информация То есть В момент Паузы Когда Стрелка Вправо Стрелка Влево Когда Мы Допустим Можно Выставить Каждый 5 минут Каждую Минут Он Будет Обновляться Это Уже Зависит От Вас Опять же От Того Как Сильно Вы Хотите Нагружать Свой Сервер Вы Можете Условно Каждую Минут Отправлять Запрос На Сервер Чтобы У Человек Максимально Свежие Были Данные А Можете Чтобы Они Были Такие Свежие Но Приятно Чтобы Сервак Не Задыхался И Стиль Следующий Формат Очень Прост Опять же Тейл Виндовский Здесь Контейнер Раунд Контейнер Button Раунд Все Это Мы Подготовили Теперь Сами Круги Давайте Реализуем New File Pomodoro Rounds .tsx Итак Давайте Сделаем Pomodoro Rounds Смотрите Значит Мы Фиксируем Импорты Которые Нам Потребуются Опять же Condition Для Классов Это Иконочки Это Типизация Pomodoro Types Стили Интерфейс Для Этого Компонента И Сам Небольшой Div Контейнер Значит Дальше В интерфейс Добавляем Круги Сами Круги Которые К нам Будут Приходить Они Будут Приходить К нам С Сервера Все Наши Круги Дальше Next Round Handler Pref Round Handler Мы Будем Держать Именно Вне Потому Что Там Удобно Держать Это Именно Круг Активный Иначе Мы Не Сможем Его Правильно Двигать Мы Не Будем Понимать Его Положение В Общей Череде Кругов И Так Дальше Это Самое Важное Что Есть В Таймере Далее Мы Это Все Пробцами Забираем Дальше Тут Мы Указываем Условия При Котором Будет Работать Кнопка Влево Она Будет Работать В том Случа Если Существуют Круги И Круги В Кругах Точнее Есть Хотя Б Один Круг Комплитед Логично Логично То есть Стрелка Влево Может Работать Только В тот Момент Когда Хотя Б Один Круг Оставшийся Есть Комплитед То есть Который Мы Можем Очистить Потенциально Если Уже Все Круги Очищены То есть Ни Одного Круга Еще Не Выполнено Стрелка Не Должна Работать Потому Что Это В Не Смысла Никакого И То же Само Делаем Для Правой Стороны Иск Next Round То есть В Правую Часть А В Правую Часть Если У нас Последний Элемент Можно Было Сделать Просто По Минус Один И Как Там Точка Эт Минус Один В Новом Экмос Крипт 22 Года По Мод Это Реализовали Но Не Он Должен Быть False Если Он False Последний Круг Тогда В правой Стрелка Работает Еще раз Повторюсь Влево Работает Потому Что Есть Хотя Один Круг Выполненный А В правой Работает Если Последний Круг Еще Не Выполнен Еще Есть Куда Листать Вот Такая Легкая Проверка Делаем Левую Кнопочку Выключена Она Будет Disabled Если Это Условие Будет Отрицательная Он Клик Если Это Условие Есть То Мы Выполняем Если Нет То False Потому Что Disabled Он Нам Не Поможет Это Чисто Визуальный Момент Нам И Программ Отключить Кнопку Потом Контейнер Будет В контейнер У нас Будут Круги Если Они Есть Мы Все Просто Вводим В один Списочек Там Будут Класс Неймы Определены Если Выполнен То Если Активный То Активный У нас Какой Будет Смысл Выполненный Он Будет Полностью Закрашен Активный Будет Закрашен На Половинку На 40% Это Указано Вот В этой Части А 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 И Правую Правую Собственно Кнопочку Вот Правая Кнопка Так Выглядит Сохраняемся Круги Готовы У нас Отлично Закрываем Теперь Касаемо Дальше Нам потребуется Создать Несколько Хуков Смотрите Первое Это Хук Будет Use Use Load Settings Это Подгрузка Настроек Нашего Пользователя Из Профайла Скажем Так Дальше Нам потребуется Хуки Для Обновления Для получения Сессии Use Today Сession Today Сession Я Сразу Разпишу Чтобы Нам Было Просто Понятно Что Нам Создавать Потом Еще Нам Потребуется Use Timer Понятное Дело Но Это Больше К концу Там Будет Основной Функционал По Таймеру Реализован А По Запрос Нам Что Нам Потребовалось Насколько Помню Нам Потребуется Создание Use Create Session Create Session И Давайте Сейчас Делаем Use Delete Delete Session Так По Таймеру У меня Пока Что Вопрос Мы Если Что Декомпозируем Чуть Дальше Потому Что Там Очень Много Логики Будет И Вопрос Поместится Ли Она Здесь Или Насколько Она Будет Красиво Смотреться Здесь Или Может Имеет Смысл Вынести Отдельно Это Мы Будем Смотреть И Чекать Давайте Предварительно Такие Хуки Оставим У нас Есть Такая Папочка New Folder Сделаем Хук Отлично Новый Давайте Файлик Создадим Здесь Use Slot Settings Settings Погнали Разворачиваем Значит Что Это Будет Максимально Примитивный Хук Примитивный Наверное Некуда Он Будет Брать Наш Непосредственно Профайл И К нему Добавлять Наш Профайл И к нему Добавлять Некоторые Значения Точнее Добавлять Из него Брать Значения И их Назначать Смотрите Значит Мы Берем Дату Профайла Дальше Берем Work Interval Break Interval То есть Время Круга Время Break Interval Чтобы Мы Просто Все Две Строки Не Выносили Туда Куда Нам Не Нужно Просто Объединим В Указан Двойной Вопрос Я Вот Так Буду Называть Либо Операция Двойного Слияния У нас Сработает 50 Значения Дефолт Только В том Случае Если Здесь Будет Нал Или Undefined То есть Если Будет Нал Вместо Этого Либо Undefined Только Тогда Он Сработает В любом Другом Случа Он Отдаст Мне Work Interval Обратно Это К примеру Если Мы Указали Вот Так И Здесь Был бы 0 0 Допустим 0 То Он Был бы Мне Отдал 0 Это Наоборот Он Мне Отдал 50 Потому Что Здесь 0 И Это Считается Как бы Плохо Это Считается На Уровне Фолд И Так Далее А В Break Interval Это Две Существа Которые Нам Потребуются Сохраняем Отлично Первый Закончили Так Рестик Ставим Дальше Use Today Session Use Today Session Today Session Так Hook Погнали Так Здесь У нас Будет Hook Use Query Классически Абсолютно И Помодоро Сервис Get Today Session Который Напомню Как он Выгляд Вот Так Выглядит Потому Давно Уже Это Писали Петч И Success Я думал Может быть Мы Отдадим Просто Целиком Use Query А потом Подумал Что Лучше Пусть Мы Зарезервируем Перемены Заранее Так Будет Мне Просто Поудобнее Сохраняем Готово Это Тоже Готово Все Вот Мы Просто Берем Разделяем Логику И Выглядит Гораздо Красивее На мой Взгляд Сейчас Будем Писать Таймер И У нас Все Будет По кусочкам Разделено Понятно Что Где За Что Отвечает Это Прям Невероятный Кайф На мой Взгляд Опять же Use Create Session Session Точка Тс Готово Use Create Session Точка Тс Здесь Мы Делаем Hook Обязательно Здесь Ситуация Поинтереснее Значит Нам Берем Помодоро Сервис Берем Create Session И Отдаем Здесь Mutate Mutate И Spending Так Как Здесь У меня Был Refetch Но У нас Нет Возможности Физически Про Что Я Говорил До Этого Уже Рассказывал Получить Доступ К тому Самому Use Query То Мы Вместо Этого Должны Инсолидировать Query Client Обязательно И Им Воспользуем Собственно Вот Поэтому Делаем Query Client Как Мы Уже До Этого Миллионы Раз Сделали Query Query Client Потом Делаем Так Подожди Use Query Client Хук Идет Use Query И тут Query Client Invalidate Queries Массивчик И Точнее Сначала Объект В объекте У нас Квери Ключ Массивчик И Вставляем То же самое Сейчас Нужно будет Скопировать И вставить Непосредственно Скопировать Слегком New File Use Delete Session Удаление Сессии То есть И при том И при другом Должно Переобновляться Автоматически Наши данные Вставляем Use Delete Session И здесь Мы Собственно То же самое Вставляем Так Вставляем Сюда И вот Этому Я скопирую Сюда Скопирую Сюда Вставлю Сюда Так Здесь Кое-что Поинтереснее Смотри Значит Здесь Мы Также Мутация Удаление Это Все Понятно Это Мы уже Миллион Рас Проходили Дальше Нам Важно Получить Seconds Left У нас Такая Будет Перемена Ее Пока Что У нас Не Существует Но Я Здесь Надо Получить Что За Перемена Такая Состояние Это Состояние Которое Нам Позволяет Указать Количество Оставшихся Секунд В таймере К сожалению Сейчас Мы Это Выполнить Не Можем По Определенным Причинам Потому Что У нас Нет Доступа Ни К Work Интервал Ни К При Успешном Удалении Это Будет Происходить У нас А Функция Будет Просто Обычно Войд Функция Но При Этом Мы Добавим Этот Функционал Извне Это Обычный Callback Который Прокидываем Извне А Здесь Мы Вызывать Будем Мы Прокидываем Какую-то Функцию Потом Вызываем Внутри Там Где Нам Нужно Вызвать Здесь Вызываем Вот Это И Копируем И Сюда Вставляем Так Сохраняемся Отлично Длит Сэшн Готово Это Тоже Готово Это Тоже Готово Так Не забываем Про эту Историю Мы Потом Ей Воспользуемся Готово Готово И Последнее Use Таймер Остался Я Еще Кое-что Ребят Хочу Сделать Давайте Вынесем В таймере Прям Здесь New New File Format Я напишу Format Для Форматирования Нашего Времени Точка Ну Может Точка Т Составить В принципе Значит Это Будет Функция Export Const Format Time Можно Для Разнообразия Обычную Функцию Сделать Я Редко Пользую Обычными Функциями Но Иногда Format Time Кроме Как В Компонентах Берем Функцию Нашу Так По Привычке Написал Вот Так Хорошо Она У нас Будет Принимать Second Left Second Left У нас Будет Получается Чем Нумбером Да Это будет Нумбер Обычный Нумбер Вот И дальше Оно будет Производить Приманипуляцию С этим Second Left Вот Такого Характера То есть Наша Задача Перевести Секунды В полноценный Таймер Чтобы у нас Были 5 тысяч Секунд А стало 10 0 0 Понимаете Да Вот Поэтому Берем Минуты То есть Секунды Делим На 60 Округляем Это Дальше Мы берем Секунды Вычисляем Секунды Second Left На 60 То есть Процент От 60 И дальше Мы эти Секунды Если 10 Меньше Секунды То ставим 0 И так далее Это обычная Среднестатистическая Функция Которая Позволяет Вывести Непосредственно Время Честно Я сам Даже Не писал Просто Загуглил Скопиров Ставил И все Такие штуки Я считаю Не нужно Придать Велосипеды Взял Использовал И без проблем Вот и все Будет видно Use Timer И так Что нам потребуется Во-первых Нам потребуется Наверное Два А то даже Три состояния Наверное Три состояния Потребуется Для таймера Поставьте на паузу И подумайте Какие состояния Нам могут потребоваться Для нашего таймера Что нам там Нужно фиксировать Спойлер Уже два состояния Я проговаривал В рамках этого видео Уже два состояния Я проговаривал Одно еще нет Но два уже проговаривал Подумайте Какие три состояния Реально могут Пониматься для таймера Поставьте на паузу Думайте и мы продолжаем. Значит, три состояния. Первое состояние. Это из running. То есть, запущен он или не запущен. В каком состоянии он сейчас находится? Пауза, стоп, запущен. Неважно. Second Slay. Сколько секунд осталось до завершения? До завершения нашего таймера. Здесь очень важно, ребят. Мы ставим work interval умножить на 60. На самом деле, то есть, сколько секунд осталось в таймере? Логично для чего, да? И активный раунд. Я про него уже вам говорил. То есть, какой сейчас активный круг? Так, импортируем все, что нам нужно. Так, work interval нам понадобится. Work interval. Я думаю, даже он нам здесь, возможно, и понадобится. Я думаю, что мы здесь и нужно будет вызвать. Сейчас я чуть-чуть подумаю побольше. Давай мы вот этот таймер, вот этот вот, use load settings, я его вызову все-таки там. Он прям напрашивается у меня, да. Я думаю, что он здесь будет прям самое идеальное заходить, поэтому мы его здесь вызовем. Не в компоненте, а именно в этой части. Use load settings, вот. Из него мы уже забираем break interval и work interval. Отлично. Так будет лучше. Так, далее. Итак, теперь разработаем useEffect. UseEffect, который будет выполнять функцию таймера, чтобы он отрабатывал и прокручивал наши цифры. Итак, фиксируем. UseEffect. Срабатывать будет при первом загрузке компонента, при монтировании, let interval not.js.timeout.tip, либо null. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом могли интервал обнулить при размонтировании компонента. Если изранен, то есть таймер сейчас тикает, да, то мы делаем какие-то действия. Иначе, если он не запущен, и при этом seconds left меньше нуля и интервал существует, то делаем другие действия. Я ошибся, когда сказал при загрузке компонента. На самом деле, он будет отслеживать много прям понятий, определенных переменных. Это is running, seconds left, update round. Мы что-то, скорее всего, берем, я думаю, work interval и так далее. Interval. Это у нас будет назначаем тот самый set interval, который будет тикать каждую тысячу миллисекунд, каждую тысячу миллисекунд. И на каждой итерации он будет set seconds left назначать новый second left, минус 1 секунда. То есть, каждую секунду он будет тикать, что логично, собственно. Вот. Тут стрелочная функция, просто которая берет старое значение и минусует минус 1. Вот и все. А тут мы очищаем. Если таймер еще не запущен, да, и не равно нулю, то мы его просто чистим. Тут тоже мы просто очищаем. Вот. Это важно, чтобы у нас не было никаких подлипаний и проблем с оптимизацией. UseEffect быстренько импортируем. Это первый UseEffect. Второй UseEffect. Кстати, давайте мы еще состояние добавим, и все-таки буллин я разделю от этого отдельно. И я еще сделаю из break time, когда будет время отдыха. Чтобы мы тоже с ним работали, потому что так мы не работаем с ним, из break time оставим. Так, ребят, теперь добавим функционал по переключению режима отдыха на режим работы. У нас есть break time, есть work time и так далее. Давайте сделаем UseEffect. Дальше зависимость добавим. Будет реагировать на сколько секунд осталось, на break time, на work interval, на break interval. В React нет, знаете, такого плохого понимания, типа много зависимости, да. И более того, если вы юзаете ESLint, допустим, у вас он здесь будет часто ругаться. Потому что React построен таким образом, что чем больше рендерится будет, то есть это максимально реактивный фреймворк, ну, библиотека, да, более правильно сказать, будет. И чем чаще он переобновляется, тем для него лучше, потому что он всегда держит свежие данные. И поэтому не стоит бояться, что здесь много зависимости, это абсолютно нормально для React. Дальше я убираю лишнюю вложенность. Если seconds left больше нуля, то мы возвращаемся, да, то есть мы просто выходим из этой программы, из этого сценария, потому что дальше нам делать нечего, да. Дальше set is break time мы назначаем обратно от break time, да, то есть мы фиксируем сразу же. А далее set seconds left мы назначаем, если break time сейчас происходит, да, break time, то мы, соответственно, делаем work interval. Если нет, то break interval и умножаем на 60 миллисекунд, ой, на 60 секунд просто. Я добавлю комментарий для вас, чтобы вам было понятнее. Ранний вход, если время не истекло, переключение режима и установка нового времени одной операции. Вот, чтобы у вас просто было понимание, что за что отвечает. Не знаю, не супер, наверное, читаемый получается. Я здесь такой вариант сделал более, ну, более читаемый, наверное, да, через if-else, здесь через тернарные операторы. Наверное, может, не так читаемый получается, да, и не знаю. Но при этом лишней вложенности нет. Тут как бы и так, и так хорошо, как бы уже зависит от задач проекта и вот его правил, скажем так. Так, у нас с вами что в итоге получается? У нас есть work interval, но у нас здесь нету самих кругов, самих раундов, да, нам раунды нужны, на самом деле. Или даже это может не здесь, да, наверное, делать. Смотрите, в чем нюанс? Мы при загрузке, при загрузке вот use today session, мы должны эту сессию автоматически подставлять в текущий активный раунд и назначать, сколько секунд я осталась. Так сказать, подсветить новые свежие данные. Как это сделать, вопрос другой. То есть, точнее, где это сделать? А можно в таймере, где-то там будет слишком длинный, тут и так уже 50 строк кода, это много. Либо здесь это сделать. Тогда нам потребуются данные, да. Давай данные все-таки мы возьмем, пожалуй, так будет более правильно, мне кажется. Хотя, может, вообще-то отдельный хук от этой истории сделать. Короче, я думаю, что, да, по логике было бы здесь правильнее сделать. Значит, что мы делаем? Мы получаем здесь, во-первых, seconds left, seconds left, нам же больше ничего не нужно, а нам нужно больше, да. Давай сейчас интерфейс сделаем быстренько, интерфейс. I used today session. В нем мы укажем с вами, так, нам нужно, получается, set active round, да, это будет dispatch, set state action, и так, у нас active round, это, по-моему, идет i pomodoro round response, да, то есть, i pomodoro round response. Такую штуку делаем. И я просто не помню, она у нас идет undefined или не undefined, да, посмотрим. Да вроде бы не undefined, вроде бы все отлично, да. Поэтому так делаем, закрываем лишнюю скобочку. Так, и set seconds left. Это вот тоже самое будет dispatch, только здесь будет number. Хорошо. Две важные сущности. Вот, ну, я думаю, что так, наверное, будет правильнее. Мне почему-то так кажется. Должно быть правильнее, по идее. Сейчас будем смотреть, как это все будет обстоять дела. Далее, что мы производим? Здесь мы с вами выполняем useEffect. Итак, значит, нам useEffect. Дальше мы отслеживать его будем, то есть, слушать будем success, вот это вот, да, когда все успешно произошло, и rounds. Rounds это, на самом деле, те же самые session response. Мы сейчас добавим переменную. Если success и rounds существуют, мы делаем active round, ищем наш активный round, а наш активный round будет тот round, который первый не является completed. Вот такая интересная задумка. То есть, и здесь вы, наверное, новички не поймут, да, а что здесь такого? Ты как-то странно ищешь, просто ищешь какой-то элемент, условно, да. Но JavaScript работает таким образом, что если мы делаем find и ищем какой-то элемент, то тем самым находится самый первый элемент, который соответствует этому условию. И нам это и нужно. У нас есть целый ряд ячеек, целый ряд кругов, и нам нужна самая первая ячейка, которая пока что еще не выполнена. Выполнены мы не трогаем, они не будут активными, они уже выполнены. А самую первую, которая не выполнена, она нам краски нужна. Вот мы ее указываем. Дальше, set active round, active round, назначаем до активный round. И дальше, если active round существует, и active round total minus не равно нулю, то мы назначаем set seconds left. Вот, фиксируем. Сколько секунд осталось в нашем таймере. Так, сохраняем, только давайте rounds теперь перезапишем. Rounds, значит, это у нас будет отдельная const rounds. Возможно, мы их даже сейчас отдадим, посмотрим, как это будет session response точка data точка round. Вот это раунд наши будет. Active round мы зафиксировали. Set active round не дает нам нормально пройти, потому что undefined нужно указать. Давайте укажем. Вот так, да? Active round total minus. Вопросик ставим. А, потому что там не total minus, там total seconds. Вот. И тут, тут total seconds. Не забываем, да? Теперь мы в секундах, теперь мы не умножаем, получается, на 60. Блин, вот это надо не забыть, потому что мой код, который я в начале этого видео говорил, код, который я писал за кадром, когда проект разрабатывал, я делал в минутах. И это была моя ошибка, потому что у меня вот, когда на паузу ставишь, там, ну или просто сохранение происходит, обновляешь страницу. Из-за того, что фиксируются минуты, секунды не сохранятся. Это плохо. Ты, наверное, хотел бы вернуться к состоянию, которое было. То есть, вплоть до секунд. А у меня не было секунд, были только минуты. Поэтому нужно код что-то будет немножко поменять. И workinterval нам еще не хватает. Workinterval тоже уже получить здесь. Не знаю, возможно, при таком количестве декомпозиций, которые мы сделали, может быть, было бы хорошим решением сделать отдельный state. Допустим, какой-нибудь yotai использовать, либо žуштанд. Было бы идеально, мне кажется, накатить. Вам в рамках практики можете попробовать переделать мой функционал уже под state manager типа yotai или žуштанд. Окей. Это мы зафиксировали, да, в принципе. Так, это лишние скобки можно убрать, в принципе, они абсолютно бесполезны здесь. Да, вроде бы все. Так, закрываем. Здесь нужно будет отдать нам seconds. Не забыть. Workinterval здесь все отлично. Seconds left здесь мы ничего не делаем лишнего. Сейчас проверим. Вот туда, по-моему, стоит seconds left. Workinterval. Не, здесь все правильно. Я просто перепроверяю. Да, здесь все правильно. Окей. Дальше идем. Давай по-другому поступим. Смотри, как мы поступим. Короче, давайте новый сейчас hooks сделаем. Use actions. Use timer. Timer actions. Это именно action будут. Так, hooks. Значит, смотрите, какие нам нужны action. Нам нужен action первый для паузы. Для паузы action. И для стрелочек непосредственно. Итак, для паузы что мы делаем? Мы берем workinterval. Берем, значит, округляем, опять же, да, seconds left на 60. Totals left workinterval. Правильно, наверное, да, но не совсем, не совсем. Здесь опять же обманка идет, да, по той причине, что мы просто с вами, опять же, считаем минуты, а на минуту не подходит. Можно секунды считать. Total seconds. Total seconds. Поэтому более правильная ситуация будет, если мы workinterval переведем в секунды, отсюда минуснем вот эту историю. Seconds left на 60, да, получается. Но 60 мы не делаем, да, мы 60 не делаем, мы просто seconds left минусуем. Вот. Секунды минус секунды. Потом мы делаем writing folds. Выключаем таймер непосредственно, да. Это то, что происходит при паузе, понимаете, да. И если активный круг существует, мы обновляем активный круг, записываем сюда непосредственно total seconds и так далее. Ну и как раз-таки здесь мы можем использовать наш апдейт. Так, подожди, а апдейт где у нас? Мы его в другом месте, да, где-то мы в раундах делали апдейт. Да, у нас апдейт раунд есть. Тогда, подожди, может нам апдейт раунд туда вынести лучше. Здесь он же не используется. Да, наверное, правильно, ребята, апдейт раунд отсюда вынести вот сюда. Тогда вот здесь мы делаем апдейт раунд. Конст. Так, хорошо. Из него получаем вот это и вот это. Причем второе мы отдаем на клиент. Мне он нужен, там будет. Состояние, 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 состояние. Чтобы оно везде спокойно гуляло наше состояние, мы можем его в одну переменную поместить и в один тип сделать. Так, наверное, даже может быть будет чуть правильней. Давай я попробую сделать. Знаешь, как сделать? Попробую. Timer.types.ts. Значит, экспорт. Конст. Мы уже плавно передвигаемся к тому, что мы сейчас там уйдем в какой-нибудь Ютай и Жуштан, допустим, да, либо кто там редакс любит, не знаю. Но я не буду его делать принципиально, потому что, ну, проект уже сделан таким образом, да. То есть я не хочу сейчас тратить миллиарды часов, чтобы это все переделать. Это не имеет смысла. Для вас это будет идеальная практика. На фоне можете сделать. Я же сейчас попробую реализовать инструментами реакта без какой-либо другой истории. Я делаю декомпозицию. Если мы не будем делать декомпозицию, то будет все отлично. Так, экспорт.никонст. Экспорт.интерфейс. I. Timer.state. State. Вот так и сделаем, да. Какие там будут важные поля? Будет... Мы можем прямо отсюда их скопировать, в принципе. Самые-таки используемые. И, наверное, их будем дополнять по мере нужды. Наверное, так сделаем. Давай сейчас посмотрим, что нам здесь нужно. Active.round. Total. Minutes. Только Total. Seconds, да, будет, а не Total. Minutes. Total. Seconds. Тут мы делаем Total. Seconds. Умножить на 60. Math. Floor. Вот так, да, делаем? То есть переводим в минуты, и потом, если это больше workintervала. Ну вот workinterval, он как бы вообще из другой истории, понимаешь? Так, у нас еще раз давай последнюю слово settings. Да, можем ее просто использовать, потому что ничего здесь страшного не произойдет, так как мы используем React Query, который кэширует данные. То есть запроса лишнего не будет, с этим будет все отлично. Поэтому можно здесь их запустить, в принципе. Так, хорошо. И workinterval все забираем. Seconds.left. Я даже думаю, set is running, наверное, не трогать или трогать, или не трогать, или трогать. Все-таки будем трогать, я думаю. Поэтому set is running, active round и Seconds.left. Пока что эти фиксируем. Отлично. Это у нас будет number. Это у меня будет number тоже. Это у меня будет dispatch. Ну и там уже сами все поняли, в принципе. Set, set, action. Boolean. И вот так. Сохранили. Кроме этого, мы еще где-то тоже вот Seconds.left. Где-то еще мне не понравилось, мы с вами недавно делали. Create session здесь? Нет. И delete session здесь? Нет. Ну, наверное, set seconds left нам понадобится еще, я думаю. Давай, наверное, вот так я еще сделаю. Вот так я еще сделаю. И тут сделал number. Все, сохранимся. Отлично. Это мы сделали. Так, и теперь будем это применить. Как мы будем применять? Здесь, здесь вот этим будем это отдавать все, да? Или даже можно не здесь. Не, правильно будет здесь отдать все-таки? Да, правильно будет здесь отдать. И потом мы используем. Вот. Ну, более того, более того, мы можем это удобно вот здесь забирать. То есть, можем взять use timer actions теперь, да? Взять просто props, и они будут вот такого формата. I timer state. Все, вот так будет теперь максимально все удобно. Так, забираем отсюда все, что нам нужно. Active round нам потребуется. Set is running. И, в принципе, на этом все. Так, аидишничек что-то подсвечивается. Но ты здесь, потому что я неправильно указал, да? Active round. Active round, на самом деле, это у нас является I round response, да? По-моему, I round response. Вот либо undefined, по-моему, может быть, или, по-моему, нет. По-моему, не может быть. Нормально. Что дальше? Timer state seconds left еще. Не забываем seconds left. И все, да, в принципе, вот. Вот так уже получше. То есть, чтобы мы не городили интерфейсов, миллионы и так далее, тут type зафиксируем, все будет отлично. Дальше. Есть pause handler, чтобы при паузе происходить. Еще раз. Мы фиксируем, сколько секунд осталось, останавливаем таймер и записываем базу данных, собственно, информацию о том, сколько секунд осталось и выполнено, не выполнено. На основе чего будет, если количество минут равно или больше нужных нам минут по плану, по-нашему. Отлично. Следующие экшены. Еще будет парочку экшенов у нас. Они будут отвечать непосредственно за next и prev. То есть, за предыдущий и за следующий круг непосредственно. Здесь, смотрите, next road handler. Если нету актив раунд айдишника, возвращаем сразу же. Если есть, то мы обновляем. Мы обновляем текущий активный круг. Complete time true. А total minus, у нас тут total seconds теперь уже, да, будет work interval. Но это неправда. Будет work interval умножен на 60. Вот. Переводим в секунду. Предыдущие, значит, мы здесь, смотрите, что используем, я пометил, да, внимание, используем ES 2023. Внимание, да. Хотя на самом деле это не супер круто. То есть, это да, это свежак. Это прям вообще недавно вышло абсолютно. Я решил эту штуку внедрить, чтобы вы знали новые фичи JavaScript. Но имейте в виду, что на продакшене лучше не использовать, потому что, ну, большинство еще использует там старую ноду и так далее. Это может не поддерживаться. Ну, прикольный метод, который они новенькие сделали, это find last. Мы можем найти именно последний элемент. Вот это прикольная тема. Сам последний элемент, соответствующий данным условиям. Это очень крутая тема. Last completed round. Нам нужно найти последний круг, который успешно выполнен. Мы его ищем с помощью rounds. Так, как бы нам rounds'ы получить? Можно, в принципе, его взять, но мы его не можем взять. Здесь уже другая логика идет, да? Но мы раунды отдаем здесь, да? Если что, мы их можем принять. Окей, давай их тогда примем просто. Придется что-то, ребят, городить в любом случае. Берем type, type useTimerActions, iTimerState, и нам нужно раунды принять. Как-никак нам их нужно принимать, раунды. А раунды это у нас будет вот такая штука. Хорошо. Так, приняли. Дальше. И total seconds будет 0. Это у нас следующий, предыдущий круг. То есть, смотрите, следующий круг мы как делаем? Мы выполняем текущий, перелистываемся дальше. Правильно? Правильно, да? А предыдущий круг мы с вами ищем последний самовыполненный. И его мы обновляем и обнуляем, скажем так, идеально. То, что нужно. И setActiveRound нам нужен здесь. Нужен setActiveRound. Задбавляем сюда. Да, ребят, я думаю, здесь прям просится StateManager интегрировать. Вот многие спрашивают, Макс, а где та грань, когда можно StateManager интегрировать? Вот здесь можете попрактиковаться, ребят. Идеальная история, куда его можно интегрировать. Реально, вот это прям... Здесь он прям напрашивается. Мы просто очень много делаем ненужного абсолютно, зато силами реакта. И в конце назначаем активный раунд. Так, все. В конце мы отдаем это, отдаем это. Отдаем это. Отдаем это. Сюда отдаем. Раз, два, три. Отдаем. Сохраняемся. Хорошо, useTimer готов у нас. Так, что еще? Да и в принципе все, осталось это дело подключить каким-то образом. Так, давай попробуем сделать следующим образом. Попробуй свернуть именно iState, iTimerState. Если что, мы его чуть подредактируем. Значит, возвращаем. ActiveRound. SecondSleft. Так, так, так. Так, только здесь undefined, да, наверное? Немножко неправильно мы написали undefined. ActiveRound. Undefined. Вот здесь тоже. ActiveRound. Undefined. Сохраняемся. Да, получается вернуть успешно. Хорошо. Не забываем реотипы прописать там, где можно прописать. Это очень хорошо для оптимизации. Жалко, VizHod пока что не способен это делать. Так. Ну все, ребят, давайте пробовать это все дело интегрировать. Так, useDeletser, не забываем. Он хочет такую штуку применить. Не забываем эту историю применить. Все, мы это все сделали. Теперь подключаем. Здесь в Page подключаем просто обычный компонент, обычную страницу. Pomodoro Timer, Pomodoro Page. Это мы уже с вами делали миллион раз. Я на этом решил скипнуть момент. И создадим новый компонент. New File. Pomodoro. Pomodoro. T6. Отлично. Pomodoro готово. Здесь разворачиваемся. Здесь импортируем. Хорошо. Так, ну что, сразу, ребят, интегрируем. Конст. Нам понадобится useTimer. UseTimer ни в чем не нуждается. Он обособленный абсолютно. Зато из него мы заберем кучу всяких ништяков крутых. И, в принципе, вот так их, наверное, выводить я не хочу. Я, наверное, просто это запишу в TimerState. Вот. И оттуда буду забирать. Мне так больше нравится, чем я сейчас буду доставать оттуда пытаться. Деструктуризация будет слишком. Там две строки кода будет неудобно. Потом не забудем забрать useActions. Сразу же useActions. UseTimerActions. Здесь он уже требует себе как раз-таки вот Timestate. Но, видишь, ему мало Timestate, да? Тут забираем тоже. Так, ну тут я все переведу в Actions просто. Actions. Чтобы, опять же, тоже было поудобнее. Так, ему что не хватает? Ему не хватает rounds. Rounds, rounds. Rounds у нас где есть? Rounds у нас useTodaySession, да, получается. Так, а здесь нам что нужно? Вот это нужно применить. Значит, здесь делаем useTodaySession. Так, здесь применяем вот эту историю. То есть мы берем TimerState, передаем. Хорошо. И отсюда мы забираем. Главное, что не перепутать. У нас так много всего получилось. Так, так. Так, а здесь делаем, разворачиваем, но при этом rounds у нас будут session, response, data, rounds. Даже round я выведу вот здесь, на самом-то деле. Так, с этим закончили. Здесь что ему не нравится? Здесь ему workintervала не хватает. А workintervала почему-то не хватает, хотя должно хватать. Мы можем его спокойно отсюда прям вытащить. UseLowSettings. И забираем. Тут опять же можно iTimerState просто и передать его целиком. Все, чтобы это у нас не висели лишние типы там. Так, сохраняемся. Уже стало, ребят, легче дышать. Зато сколько мы сегодня композировали. Видите, какое количество хуков. Это жестко, конечно. Далее мы все интегрируем, интегрируем, да. Теперь давайте встроим все это в GSX. Сразу, значит, div classname, relative. Там в стиле не буду говорить вам. Если не загрузка, то показываем непосредственно. Вот если загрузка, мы ничего не показываем. А тут показываем формат тайм. Формат тайм мы его импортируем. Сейчас мы это сделаем, да, когда весь код уже вставим. И просто импортируем как отдельную переменную. Дальше мы, если загрузка, показываем лоадер. Если нет, показываем сообщение о том, ну, сначала круги показываем, а тут показываем сообщение о том, что создать новую сессию. По motor rounds передаем сюда круги наши замечательные, экшены. Сейчас мы это все поменяем. Потом берем баттоны замечательные. Если, ну, это баттон как раз-таки play, pause. Если идет сейчас таймер, то пауза, если нет, то play кнопка. Далее у нас идет удаление. Это как раз кнопка рефреша, да, помните, в правом верхнем углу, то есть когда нужно переобновить наш таймер и сбросить его до нуля. И кнопка создания новой сессии. Теперь давайте все подгрузим под наш новый рефакторинг, когда мы все уже вынесли отдельно. Так, формат таймы импортируем. Он себя требует получить один аргумент, это seconds left. Timer state берем, seconds left. Красиво, красиво. Loader импортируем просто. Вообще, в целом, все можно импортировать, что нам, что он хочет импортировать, all missing imports, пусть импортирует. Здесь actions, точка, вот такая история. Здесь actions, точка, вот такая история. Здесь actions, точка, вот такая, ладно, обманул вас. Здесь timer state, вот такая история. Дальше, то же самое, timer state running. На удивление не можем найти, да, видимо, забыли отдать. Давай тогда перейдем сюда. Да, running мы забыли отдать, на удивление. Отдаем. Только теперь нам нужно его пометить вот здесь. Переходим сюда, и это вот сюда мы помечаем, да. Так, хорошо, это будет boolean. И тут все остальное оставляем. Так, дальше идем. Running осталось у нас. Is update round pending. Это мы откуда забираем? Так, update, update, update. Где-то мы его брали с вами. По-моему, здесь он остался, да, у нас update. Да, да, у нас в экшенах он есть, поэтому заберем отсюда. Running также забираем из times state, из running. Здесь мы забираем то же самое. Delete session. Delete это отдельно с хук был под удаление, поэтому мы его здесь интегрируем. Давайте. Const use delete session. Отлично. Для удаления сессии. Она в себя принимает что? Delete session и из delete pending. Так, это отдает, а принимает что? Принимает один аргумент, да, какой-то определенный. Он delete success. Вот теперь мы вспомнили про это. Вот это нужно передать. Set seconds left. Принимает он себя что еще раз? При успешном удалении, да, непосредственно. Тогда вот это мы оставляем. Work interval умножить на 60. Да, вот так, вот так, вот так. Только work interval у нас идет из... Это точно идет из timer state. А вот work interval, это идет куда-то отсюда, да, у нас его пока что нет. Думаю просто, может, его как-то отдать в другом месте? Не хочу просто здесь еще лишнее писать. Давай мы в today session уже work interval забираем. Давай мы его здесь сразу отдадим, чтобы просто было проще нам жить. Вот так, все. Это будет происходить при удалении. Delete session и с deletapending. Хорошо. Так, pause handler. Pause handler это actions. 100% action и наши. То же самое, actions. Мутация это у нас create session тоже. Это отдельная история. Так, отдельно. Я ее перед... Вот тут хочу сделать use create. Пендинг и mutate. Так, все. Фух, ребят. Так, а success нам refresh здесь уже больше и не нужен, блин. Success и refresh нам не требуется, мы его можем убрать отсюда. Success и refresh не нуждаемся. Хотя странно, как мы в них не нуждаемся, подожди. Ну, refresh-то понятно, а success реально только здесь мы его юзаем, что ли? Доверюсь, скажем так. Блин, короче, логика, ребят, жестко. Зато он декомпозировано. Удаление? Удаление. Создание? Создание. Там load settings, load settings. Там таймер, вот весь функционал по таймеру идет. Timer actions, вот все по таймеру actions. То есть все декомпозировано, все красиво уложено и так далее. У меня в черновике здесь было, по-моему, 200 строк кода. Мы уменьшили количество строк кода в два раза. Понимаете, да? То есть разницу. Так что вот имейте в виду, себе на заметку можете свои проекты также декомпозировать. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге по помодорчику по нашему. Так, ошибки у нас на ошибке. Компонент needs use effect. Да, client component. Смотрите, мы помодора делаем здесь вверху. Не забываем указать use client. Use client. Сохраняем. Дальше. Pomodoro rounds module CSS. Подожди, а где у нас? А мы стили забыли или не забыли? Это вроде не должны были забыть. Pomodoro rounds. А, я букву S забыл. Pomodoro rounds. Вот так. Так, use day picker должен быть used day picker provided. Где у нас day picker-то юзается? А, вот. Просто, видишь, неправильный импорт. Просто автоимпорт сделали и неправильно. Видишь, у нас button не отсюда-то идет. Button идет не отсюда. Button идет отсюда. Так, заработало, ребят. Открываем, собственно, инспектор. Консоль. Ошибок нету. Красиво. Попробуем выполнить. Создаем сессию. Сессия успешно создана, как видите. Нажимаем play. Пошел таймер. Идет таймер. Нажимаем пауза. Так, почему-то сдвинулось. Уже баг, я вижу. А если обновим? 50, да, идет. Но у нас сдвинулся круг почему-то. При паузе, да? Так, что по паузе идет еще раз? Да, мы здесь логику немножко меняли, поэтому скорее что-то мы напортачили. Значит, у нас как было? Total minute. Working количество минут. Переводим в секунды. И минусуем секунды. Давай просто посмотрим, что у нас выходит на практике. Не, вроде бы все правильно. У нас здесь, короче, здесь проблема. 100% здесь проблема. Миллион процентов. Просто я проверю. Total seconds. Что мы в итоге видим? Что он хочет записать? Play. Пауза. 2. Видишь, мы видим двоечку. А что значит 2? А 2 нам не подходит. 2. 2 это не то, что мы хотим видеть. Давай я скобки поставлю. Но это странно, потому что умножение так первым делается. Это не должно мешать никак. Не понял, ребята. Я вообще не понял немножко. Подожди. Давай посмотрим work interval. Сколько у нас получается секунд. И seconds left. У нас возможность seconds left неправильности. Хотя такого не быть не должно. Так. Play. Пауза. 32999. Это 50 минут. Все правильно, да? Осталось 2999. Так. Подожди. Все правильно. Так. А зачем мы тогда вообще указываем это? Мы же можем прям напрямую записать. Что-то я не понял. Я же могу прям напрямую теперь записать. Total seconds. Подожди. Потому что это и есть те секунды, которые остались по факту. Так. Обновляемся еще раз. Play. 49. 58. Пауза. Все равно ошибка. Назад стрелка работает? Назад. Видишь, откатывается. Видишь, откатывается назад. Если мы обновим страничку, причем, да, оно останется. Да. Это все работает. А вперед тоже работает. Вперед тоже работает. Обновим страничку. Да, все работает. Удаление тоже работает. То есть, кстати, один баг у нас только остался какой-то определенный. Давай я здесь вложность уберу. Она меня напрягает просто вложность. Давай мы ее просто уберем вот так. Давай. Вот это отдебажить надо. Посмотреть, что в нем происходит. Я пока что ритор напишу, чтобы он запрос лишний не делал. Просто вот так я сделаю. Пауза. Так. 179. 880 почему-то. Что это за дичь такая? А, потому что мы делим на 60. Какой? Подожди. А куда ее умножаем? А мы же делим на 60. Делим на 60 же получается. Это я неправильно. Плей. Вот. Все. Мы делим на 60, а не умножаем. Сохраняемся. Обновляемся. Плей. Пауза. Видишь, сбрасывается до нуля почему-то. Почему? Типа округляется как-то что ли? Давай я посмотрю здесь раунды просто. Пробро посмотреть. Консоль. Лог раунды. То есть, что-то не так происходит. Так, раунды. Вот, смотрим раунды. Это, получается, первый раунд у нас идет. Да, первый раунд. 297 секунд. Все правильно. Это 49 минут 57 секунд. Все отлично у нас здесь считается. Он выводит криво именно. Так, хорошо. А выводит криво. Вводит криво почему? Потому что workinterval минус неправильно. Неправильно. Мы назначаем просто active раунд total seconds. Все. Вот так. Вот. Красота. Плей. Пауз. 49.55. Обновляем. 49.55. Идеально. Идеально. Все, ребят, готово. Погнали. Ну, там уже опять же фонклана можете настроить. Можете сделать, чтобы при стрелочке у вас опять обнулялось. Ну, тут, короче, с этим таймером я с ним возился. Тут можно прям доводить там, не знаю, миллиарды функционала вешать на него. Я сделал такой основной базовый, даже сверх базовый advanced уровень я сделал. А там уже вы сами думаете, там, что с ним делать, добавлять и так далее. Можно вплоть до того, что у нас в базу записывается все. Поэтому можно прям в статистику добавить информацию по таймеру. Тоже вам как домашнее задание будет. Таймер готов. Итак, ребят, продолжаем, собственно. Осталось сделать последний раздел. Он не менее крутой, он очень даже крутой. Это раздел тайм-блокинга или промежутков времени определенного. То есть это временные блоки, которые вы настраиваете под себя. Их можно добавлять, редактировать, удалять, перетаскивать, да, чтобы менять их в порядок. И вы можете отслеживать, сколько у вас часов в день занято этими блоками. Очень полезная штука, на самом деле. Всем крайне рекомендую ее использовать в своей реальной жизни. Потому что она вам реально сократит огромное количество времени. И вы поймете, на что вы тратите время. То есть вы можете конкретно выставить блоки временной. Попробовать хотя бы один день прожить по такой системе. Мне кажется, получится прям круто. Давайте по деталям, по компонентам разберем. Нам предстоит с вами сделать, во-первых, каждый элемент. Вот этот вот, да, тайм-блок по отдельности каждый. У него меняется ширина зависимости от количества минут. Нижний блок, сколько часов осталось на сон. Правый блок, это полноценная форма, в которой есть имя. Дюрэйшн, длительность, цвет и создание. И также эта форма, она будет служить и редактированием. То есть когда мы кликаем редактировать, в этой форме появляются все значения отсюда. Ну и также реализовать drag-and-drop формат, чтобы мы могли перетягивать. Я думаю, начнем с самой формы, а там уже пойдем дальше. Правая кнопка, new folder, будет называться у нас непосредственно time-блокинг. Time-блокинг, окей. Так, пейдж, давайте мы из таймера, наверное, возьмем. Чтобы я долго ничего из него думал. Вот отсюда прям возьмем. И просто переменуем, да. Это у нас будет, получается, здесь помодора. Везде меняем на time-блокинг. Так, time-блокинг. Вот так сделаем. Здесь мы сделаем time-блокинг. Вот так более будет корректно написать. Здесь то же самое. Все остальное мы, в принципе, я думаю, что оставляем. Так, здесь time-блокинг тоже мы оставляем. Хорошо. Пока закомментирую. Его пока что нет. Сохранимся. Так, можно перейти, посмотреть. Time-блокинг переходим. Вот он у нас готов. Хорошо. Далее создадим new folder, форм. Здесь будет лежать наша конкретная формочка для создания. Значит, ну давайте по очереди мы будем. Да, сейчас создадим константу небольшую. Очень, очень такую легенькую константу для цветов. Colors, constant. Или может colors data, да, .ts будет более правильно писать. Это цвета. Цвета, которые будут использоваться в наших вот этих в time-блоках. Давайте я закреплю здесь. То есть я решил особо долго не думать, зачем мы будем придумать цвета, если цвета уже есть в HTML. Прямо в CSS есть готовые цвета. Они разные, я их долго подбирал, чтобы они красиво все смотрелись. То есть есть там огромный список этих цветов. Их там, ну, 100 штук, 200, 300, я не знаю, сколько их там штук. И я выбрал самые-таки подходящие, чтобы они по тону к нам подходили. Теперь сделаем хук для создания формы. Ну, точнее, time-блокинга. Use create time-block. Time-block.ts. Вставляем. Собственно, query-client берем, опять же, мутация. Time-block, create time-block. И при успешной мутации мы также переобновляем query-client. Уже это все разбирали не один раз, уже в этом ролике прям. Мы эти хуки создаем бесконечное количество. Так, ну и то же самое хук сделаем только для апдейта. Давайте, new file, use update, update, time-block.ts. Вставляем. Здесь все абсолютно то же самое, query-client только мы просто обновляем. Вот и все, здесь абсолютно все то же самое. Сохраняемся. Так, здесь все правильно у нас? Здесь time-blocks, да, там тоже time-blocks. Хорошо, дальше. Далее, давай мы сделаем правой кнопочкой, опять же, time-blocking. Time-blocking.form.tsx. Это конкретно будет наша формочка уже непосредственно идти. Тут, короче, расскажу вам интересную тему. На самом деле, эта форма, она очень крутая с точки зрения реализации одной интересной штуки. Мы с вами первый раз в нашем канале будем использовать use-form-контекст. Это штука, которую я давно хотел показать. Ее используют не то чтобы часто, обычно use-form используют. А здесь мы будем использовать use-form-контекст. Для чего он нужен? Для того, чтобы мы не прокидывали слишком глубоко определенные пропсы. То есть, к примеру, я хочу, чтобы у меня был доступ к моей форме из максимально большого количества мест в рамках данного скоупа, скажем так. То есть, чтобы он был и здесь, и у родителей, и так далее. И каждый раз прокидывать, типа, вотчи, всякие регистры, контроллеры, и так далее, через пропсы, это геморройно максимально. Мы с вами это, по-моему, делали где-то в прошлых буквально компонентах, да. Но там было это слишком мало. То есть, там это можно было допустить, скажем так. Здесь же это невозможно допустить, это будет неудобно. Слишком много переменных нужно будет прокидывать через пропсы. Поэтому, как мы будем делать? Мы в главном компоненте, в паренте, когда мы его создадим чуть позже, создадим с вами use-form. Обычный use-form от React Hook Form, да. Но при этом мы его свяжем со специальным провайдером. И вот то, что будет оборачивать данный провайдер, внутри этого всего мы можем использовать уникальный hook use-form-контекст, который абсолютно никак не отличается от use-form, при этом он наследует все то же самое от родителя. Это очень удобно, то есть вы можете бесконечно делать вложенность. Все, что будет происходить внутри вашего hook, вашего скоупа определенного, да, любой уровень, неважно абсолютно, у вас будет всегда иметься доступ к состоянию вашей формы. Это очень удобно. Давайте это инициализируем. Вот, выглядит как обычно use-form, только мы пишем use-form-контекст. И не забудьте, если вы делаете use-form-контекст, вам должно быть на уровень выше, то есть у родителя должен быть провайдер, форм-провайдер. Мы его сделаем чуть позже, но иначе работать не будет. И вот тут мы забираем в любые нужные поля, там регистрация, control, watch, reset, handle submit, get values, все, что хотите, то есть забирайте. Ограничений никаких нет абсолютно. Дальше мы берем ID-шник, да, я его назвал exists-id. Для чего он нам нужен? Он нам нужен для понимания того, а эта форма, она для чего на самом деле? Она для редактирования или для создания? Логично, если ID-шник мы имеем, значит форма для редактирования. Если ID-шника нет, значит форма для создания. Вот на этом будет базироваться наша проверка. Возьмем наши хуки, которые мы только что создали, это useUpdateTimeBlock и useCreateTimeBlock, забираем их отсюда. Итак, теперь создадим функцию для нашей формы, которая будет вызываться при отправке формы onSubmit, submitHandler, typeTimeBlockFormState, data. Значит мы из даты сразу забираем ID и color, потому что ID-шник мы на сервер не отправляем, он идет отдельным путем, только для апдейта, то есть для create ID не нужен по понятным причинам. Color также, color нам нужно обязательно проверить. Если он есть, то мы его отправим, если нет, то undefined, вот, это требует наш backend. Дальше, если ID-шник присутствует, то мы с вами обновляем блок, если ID-шника нет, мы его создаем. Логично, да, то есть если ID-шник есть, значит мы можем обновить блок, значит это существующий какой-то временной блок. Если нет, то мы просто создаем новый. Далее, мы с помощью ресета, как и в других ситуациях, мы просто обнуляем данные. То есть в других ситуациях мы с помощью ресета не только обнуляли, но еще и добавляли initial data. Здесь мы с вами просто обнуляем, просто обнуляем данные, вот и все. То есть мы берем reset, colors, перемену colors, colors land, берем сам последний цвет, он считается у нас самым нейтральным, lights gray, duration 0, name 1, там и так далее. Все это вы сможете задать. Это обязательно задавать именно в таком формате. Мы не можем взять просто ресет с круглыми скобками, потому что он не сбросит все значения. Вот именно нужно в таком формате это делать. Собственно и все, теперь можно инициализировать нашу форму. Так, берем формочку, handle submit, on submit по классике. Дальше берем field, опять же мы его можем взять из авторизации, из других форм, из сеттингов и так далее. Тот же самый field абсолютно, тот же самый field только под number, формат. Опять же в сеттингах мы это уже все делали с вами. И берем с вами select для непосредственно контроллера, для выпадающего списка цвет, когда мы будем выбирать. Вот здесь тыкаем на цвет справа, и у нас выпадающий список появляется. И дальше указываем кнопочку update либо create. Импортируем все, что мы не импортировали еще, посмотрим, что с импортом все хорошо. Button, видишь, не оттуда импортируется, к сожалению, есть такой трабл определен, так что будьте аккуратны. Button, мы уже на это наткнулись, он импортируется не оттуда, откуда надо, хотя странно. Так, здесь все остальное, все правильно, только здесь делаем type добавляем, и наверное все, да, сохраняемся. Вот такой компонентик у нас небольшой получился. Ну буквально там до 100 строк кода, как я и люблю, ребят. Сотка это максимум, это прям максимум. И то его можно сократить, то есть можно вот этот submit вынести в отдельный тоже hook, в отдельную функцию. Можно еще его урезать, но в принципе, опять же, до 100 строк кода, на мой взгляд, это оптималка. Так, закрываем, форма готова. Давайте перейдем в time blocking. Так, это у нас еще получается page, нужно создать time blocking, да? Правой кнопкой time blocking, time blocking.tsx. Хорошо. Здесь у нас будет обычный компонент, он будет обязательно клиентский, не забываем этот момент, да, клиентский. Так, и что еще мы делаем? И мы здесь создаем нашу форму, ту форму, контекст, которую мы потом брали из useForm контекста. UseForm, сохраняем, потом time block берем, да, generic, все то же самое. Методы мы оставляем, методы сейчас нужны будут для провайдера. И дальше все, что мы делаем, это берем форм провайдер из react hook формы, тут type допишу, делаем div, где будут две колонки, раз колонка, два колонка, по 50%. Вот они здесь как раз как у нас указаны, вот первая колонка, вторая колонка. Тут будет блокинг лист, как раз, который мы сейчас будем разрабатывать левая часть, а правую часть мы уже сделали, вот time blocking форм. Сохраняем. Давайте построим, что получилось, обновляемся, ничего мы не видим, потому что мы забыли импортировать. Time blocking мы импортируем. Хорошо, сохраняем, закрываем. Так, смотрим, вот наша формочка появилась. Как видите, выпадает список работы успешно, sea green, допустим, orchid и так далее. То есть реально прикол в том, что мы можем взять обычные цвета CSS, их спокойно использовать. Это прям невероятно круто. Окей, окей, окей. Теперь можно создавать дальше. Дальше time blocking лист. Значит, здесь чуть посложнее уже будет. Нам нужно создать и функциональность перетаскивания непосредственно. Она чем-то будет похожа на то, что мы делали с вами в комбане и в лист view в задачах непосредственно. Но при этом мы будем использовать другую библиотечку. Опять же, по вашим просьбам будем использовать dindikit. dindikit гораздо прикольнее, да, эта штука. Для сортировки она гораздо лучше подходит, именно когда у вас такая идет вертикальная сортировка. Итак, ребят, для того, чтобы реализовать time blocking лист, нам потребуется сначала сделать сами айтемы. Да, перед этим, как мы с вами любим, сделаем красивые хуки и суперудобно. Давайте правая кнопочка, папку создадим, назовем их hooks. Use timeblocksortable.ts. Это специальный хук, который, ну, по факту просто в себе содержит важные для нас элементы для нашей сортировки. Вставляем. Значит, мы используем dindikit библиотечку, напоминаю, да. Она подходит как и для дракодропа, так и для сортировки. Но почему я ее не использовал в Kanban и в ListView? Чтобы там сделать то же самое, что мы реализовали, там нужно просто, я не знаю, такие костыли понаписать. Она очень сложна и, как же так, необоснованно сложна для этих задач. Вот, поэтому ее используем именно в рамках вот. Вот тут она реально хорошо подходит. У них есть крутой пример dindikit sortable. Он работает идеально, вот его могу рекомендовать. Если вам нужно сделать дракодроп внутри списка, делайте без проблем. Но если же вам нужно, как мне, допустим, сделать перетаскивание между колонками, перетаскивание в пустое место какое-то, да, чтобы здесь это написать, вы просто офигеете. Поэтому я не рекомендую. Берем useSortable библиотечку, всякие полезные штучки для того, чтобы у нас дракодроп работал. Дальше мы их интегрируем. И style просто берем. Вот. Просто хук для того, чтобы вынести там, ну, 10 строкодов в какое-другое место. Сохраняем. Следующий хук, это будет хук useTimeBlocks. TimeBlocks. Хук похож будет на useTasks и так далее. Там будет просто по факту грузиться наши данные. Просто берем, опять же, данные сервера, записываем их в переменную, в useEffect, загрузили. Все. Это мы фиксируем. Это, в принципе, отлично, да, сохраняемся. Идем дальше. Дальше. Касаемо перетаскивания, именно функционально по перетаскиванию, давайте его тоже реализуем. Значит, use. Так, useTimeBlockDnd. Это именно функционально по перетаскиванию. Сейчас вы, даже здесь, вы можете сейчас оценить, насколько сложнее работа перетаскивания, чем в той же самой ReactBeautifulDnd, которую делали мы до этого. Итак, развернем базу нашего хукан. Значит, обычная функция. Возьмем, ну, все нужны нам импорты. Дальше посмотрим, как мы их будем использовать. Берем items и set items, те, которые там мы использовали. Вот. И дальше сейчас их будем ранжировать с вами и перемещать местами. Но мы это обязаны делать так, чтобы у нас и на бэкэнде это обновлялось. Помните, на бэкэнде у нас есть понятие как order. И вот мы на бэкэнде с помощью транзакции у каждого элемента делаем правильный порядок. Мы с помощью транзакции обновляем каждый элемент. И подписываем ему нужный order. Очень интересная реализация. Если вы не смотрели бэкэнд, отмотай тайм-код на бэкэнд. Посмотрите, как мы там реализовывали. Это очень важно. Дальше. UseSensor используем, да. Это, опять же, требует библиотечка от нас. Дальше. QueryClient используем. Мутацию используем для обновления именно тайм-блока непосредственно. Ну, точнее, неправильно тайм-блока. Да. UpdateOrderTimeBlock. То есть обновление порядка тайм-блока. При успешном запросе мы также перевалидируем тайм-блок, ну, как по классике. Дальше. HandleDragEnd. Что будет происходить при сбрасывании элемента именно. Смотрим. Мы берем, во-первых, активный и over event. Вот прямо здесь вы сейчас можете сравнить, вот как мы делали ReactBeautifulDind и как делаем сейчас DindyKitty. Вот реально, BeautifulDind в разы лучше. Вот 100%. Смотрите. ActiveOver. Дальше. Если ActiveID не равно over ID и items присутствуют, только при этом условии мы идем дальше. Получаем старый ID-шник с помощью findIndex. Получаем новый ID-шник с помощью itemsIndex. То есть реально, вот настолько, блин, я, ребят, не могу просто по-другому говорить. Это реально настолько неудобно. Просто, вы помните, мы там могли назначить DragableID, DropableID могли назначить. То есть конкретно было понятно, куда ты тащишь элемент. Здесь каким-то манипуляциям нужно делать. Я сначала, если помните, на стриме я хотел сделать вообще через вот эту штуку DindyKit и тот функционал тоже. Но я попробовал, я куча костылей написал, в итоге все просто забросил, плюнул и решил, что я хочу для вас показать красоту, поэтому переписал все на BeautifulDindy. Поэтому проект для меня искренне тяжелый и, ну, ваш лайк ряд незаменим будет. Если oldIndex не равен минус одному и newIndex не равен минус одному, то мы делаем следующее действие. Я здесь комментарий вам подписал, чтобы вам было просто более понятно. Создаем новый отсортированный массив с помощью функции ArrayMove, вот это предоставляет нам DindyKit Sortable. Берем items и с помощью oldIndex и newIndex мы сортируем массив. Обновляем состояние, то есть вот это newIndex берем, обновляем состояние текущее. И далее мы обновляем порядок на сервере. На сервак мы отправляем мутацию, в которую отправляем чисто перечень, если кто помнит, бэкэн мы настраивали в начале этого ролика. Отправляем просто перечень ID-шников в строковом формате, каждый элемент в массиве. И все, и он в таком же порядке им потом назначает правильный ордер. Вот и все, вот это и все, и в конце даем handle drag-end и сенсор. Вот такой хук у нас получился. Так, и давай еще знаешь какой хук напишу? Use calc, напишу calc, calc time. Ничего больше в голову не пришло, ребят. Значит у нас есть такая логика, нам ее нужно тоже как-то обернуть сюда. Так, items, давайте получим сразу items здесь. Items у нас будут по типу, так, какие у нас по типу items? Itime block response, да, идет, itime block response и undefined. Только это массив или undefined. Вот так. Хотя, в принципе, даже, наверное, это лучше не как хук сделать, да? Что у нас происходит вообще здесь? Слушайте, а давайте мы это как отдельную функцию лучше сделаем. Я больше люблю функции, чем хуки, потому что хуки, они хуже оптимизированы, а функции, они лучше оптимизированы. Функцию в один раз достали, и все, она не переобновляется, не пересоздается. Поэтому я предлагаю лучше, давайте сделаем функцию отдельную, так будет правильнее, на мой взгляд. Я напишу calc, наверное, left time. Calc, типа оставшееся время, либо rest time. Ну, наверное, left time больше, более правильно. Так, я поменяю немножко формат. Calc, left, time. Хорошо. И вот здесь делаем export function. Calc, left, time. Вот. И здесь делаем все то же самое, что мы делали здесь, только уже в нормальном формате. Оп. Все, это я удаляю. Потому что здесь излишне будет делать хук, лучше сделать отдельную функцию. Она реально будет более оптимизирована и лучше в нашем случае. Так, function мы делаем, вот так убираем. Хорошо. Импортируем. И в конце просто отдаем эти элементы. Так, мы отдаем. Нам что нужно отдать? Давайте вспомним. А нам только hours left нужно отдать, да? Тогда мы даже поменяем на hours left, вот так. И тут тоже поменяем. Calc, hours left. Вот. И отдаем только это значение. Я даже не знаю. Но я в объекте отдам. Мне так будет, мне так больше нравится, честно говоря. Тут я написал, что мы делаем. Мы в целом вычисляем оставшееся время в наших сутках. Сутки, 24 часа, дальше. Мы высчитываем количество минут с помощью редюса. Кто не знает, редюс, ребят, ну, это уровень джуниора, и не так, что чекайте обязательно. Пробегиваемся по массиву просто. Делаем аккумулятор, item. И там на каждой итерации мы делаем плюсацию, приплюсовываем item duration. Все. Иначе ноль. Это чисто для тэп-скрипта. Total hours. Потом мы убеждаемся, что деление выполняется правильно. Да. Мы делим total минус на 60. И math floor мы его округляем, округляем. И дальше мы округленное значение просто отнимаем и все. Получается, насколько осталось часов в сутках. Так. Ну все, ребят, можно переходить к созданию самой карточки. Не, наверное, ребят, еще вас потревожит. Буквально капельку. Давайте сейчас, знаете, сейчас создадим. Давайте сейчас сделаем use delete. Use delete time block. Вот это мы еще тоже сделаем. Hook. Вставляем. Так. В конце даем delete time block. И с delete time block. Лучше мы это тоже декомпозируем, вынесем отдельно. Лучше сделать так. 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 Хорошо. Здесь, опять же, item id принимаем. Он будет у нас стринговым. Вот так. Тут ту стрингу можно даже убрать. Так. Сохраняемся. Назад. Так. И все. Hook готов. Теперь можно создавать new file. Time block. Прям так и делаем. Это полноценный вот один такой блочок. Так. Принимаем, во-первых, что за item. Item. Это будет у нас item. Time. Так. I time block response. Вот. Во-вторых, мы здесь гирим hook. Первый hook это use time block sortable, который мы с вами сделали. Второй hook это use form context. Вот в чем удобство, да? То есть мы use form context уже использовали в двух местах. А так бы нам приходилось прокидывать очень глубоко пропсы. А так гораздо удобнее. Видите, что получается? Вот. Поэтому реально удобнее. Так. Дальше получаем мы с вами замечательный hook для удаления, да? Const. Use delete time block. Так. Тут id. Addition. Item. ID. Красиво. А здесь забираем, да? Хорошо. Так. Ну, даже можно чуть выше поднять. Итак, по GSX, ребят. Ну, во-первых, делаем div обертку определенную, да? Которую используют ref, который нам дает dnd-kit для того, чтобы он правильно с ним взаимодействовал. Правильный стиль ему наносил и так далее. Сейчас покажу реализацию, как в dnd-ките сделать так, чтобы вы перетаскивали не березый элемент, а чтобы вы перетаскивали березо наш гриб. Помните, у нас такой гриб был красивый. Вот этот вот значок слева. Видите, такой значок. Вот, чтобы именно за него мы тягаем, и он перетягивался. Так вот, чтобы это сделать, я дальше сейчас покажу, как мы это реализуем. Дальше мы реализуем с вами background color, как я и говорил, цвет, который к нам приходит. Это и будет цвет нашего блока. У нас, видите, разноцветные, да, все блоки. И, видите, высота разная, да? В зависимости от item duration. Вот мы указываем height и item duration в пикселях. Дальше. Я думал, какие варианты вообще сделать, может, какие-то расчеты, но я понял, что самое идеальное сделать в пикселях. Дальше берем flex item center. Берем button, тот самый гриб, за который будем тягать. И как мы это делаем, мы просто вот эти два параметра, attributes и listeners, мы назначаем их не верхнему блоку, а блоку, за который будем тягать. Вот и все. А вот эта area describe it by, это очень важная штука, идентификация элемента для всяких там accessibility штук. Ну и в целом это рекомендовал D&D kit делать, поэтому я поставил, ну как бы, можно и не ставить на самом деле. Хотя в продакшн проектах это очень важная история. Дальше. Берем div, здесь название и item duration, время и длительность. И action справа, который у нас будет, редактирование и удаление. Значит, делаем редактирование первоначально и удаление. Значит, смотрите, как работает редактирование. Можем обратить внимание. Мы вызываем reset, казалось бы, да? Назначаем в него новые данные. Дальше. Мы, помните, вот здесь в нашей форме. А, да, вот дальше здесь. Мы четко понимаем, что у нас, оказывается, ID-шник существует, потому что он уже есть в форме, мы его уже заранее-то занесли. И все. И дальше происходит обновление процесса. Дальше. И удаление. Delete time block просто. Все, берем все нужные нам импорты. Здесь type, не забываем указать. Это типизация у нас идет. С остальным мы оставляем. И, в принципе, так, и у нас не хватает стилей. Да, не отсюда стили, стили должны быть из другого места. Давайте зададим стили. Time blocking.module.sss. Готово. Вот такие у нас будут стили. List и Grip. Сохраняемся. Так, time blocking.module.sss. Хорошо. Сохраняемся. Так, time blocking. Здесь мы все сделали правильно. Хорошо. Вот такой у нас компонент получился, в принципе. Так, что еще нам осталось? Нам осталось, в принципе, это все дело перенести в time blocking. Да, наши блоки. И все. И дело в шоколаде. Так, создадим теперь компонент еще один. У нас есть вот time blocking. Это форма и лист. А само листа нет. Давайте лист создадим. New file. Time blocking.list.tsx. Готово. Здесь теперь делаем simple component также. Так, и нам здесь вещи понадобятся. Во-первых, у нас была функция. Сейчас мы с вами сделаем. А во-вторых, сначала вы видим хуки. Use time blocks и use time block dnd. Взяли. Если будет идти загрузка еще элементов, да, то мы показываем loader, мы их не грузим просто. Как я и говорил, то лучше, наверное, сделать skeleton loader. Более молодежно будет и красиво. Ну, а там уже вы сами думаете, как вам лучше сделать. Так, я, наверное, еще, знаете, что сделаю? Я еще const hours left и вызову нашу функцию. Значит, calc hours left. Вызовем функцию, передаем в нее items. Все, пусть готовы. В принципе, можно было вообще вовнутрь сюда поместить, я там что поддавал. Ну, я так уже оставлю. Так, давайте поредактируем наши импорты. Возьмем стиль, правильно. Вот, я еще расскажу, что у нас здесь происходит. Так, time blocking. Time blocking просто вот так. Значит, смотрим, ребят. Что мы здесь вставляем? Здесь, как и в Beautiful D&D, тоже нужен контекст. Контекст и второй контекст. Это как там был очень понятный тег dropable. Dropable, да? Да, это место, куда мы дропаем. А dragable за то, за что мы тягать будем. Здесь же ситуация чуть посложнее. Не так удобно, хотя мне подписчики рекомендовали именно D&D kit почему-то. Не знаю почему. Контекст указываем, важный ему для него момент. То есть drag and что будет происходить при перетаскивании. И дальше sortable context. Это вот то, что внутри чего все будет происходить, куда можно перетаскивать. Указываем items и стратегию. У нас это vertical list sorting strategy. Посмотрите, какие еще есть стратегии. Мне просто интересно. Есть еще rect swapping strategy, rect sorting strategy и horizontal strategy. Если элементы есть, то мы вводим элементы. Если элементов нет, то сообщение о том, что добавь первый таймблок в панели справа. On the right panel можно написать. Или on the right form. А вот здесь hours left. Объект, не забываем. Объект именно из объекта достаем. Вот и дальше. Если hours left больше нуля, мы вводим эту. Если нет, то вводим эту. Сохраняемся. Отлично. Так, вернемся в таймблокинг вот сюда и разблокируем. Обновляем. Так, все у нас серенькие некрасивые. Так, смотрим консольку сразу. Чистенькая, не чистенькая. Вроде бы чистенькая. Давайте попробуем что-нибудь сделать, ребят. Отредактировать, к примеру. Во-первых, перетянуть. Оп. Обновляемся. Идеально. Просто идеально работает. Ребят, я сам кайфую от своего продукта, как он получился крутой. Просто кайф. Смотрите. Нажимаем сюда. Я выбираю цвет какой-нибудь там orange. Update. Вау. Готово. Чистится форма. Автоматически все обновилось. На серваке обновляемся. Все на месте. Breakfast берем. Допустим, там цвет, я не знаю, какой-нибудь Sea Green. Приятненький. Готово. Work берем. Какой-нибудь там синенький. Royal Blue. Update. Идеально просто. Давай попробуем создать что-нибудь. Рекорд видео. К примеру, я каждый день записываю видео, допустим. Рекорд видео. Давай, допустим, там, ну, типа, побольше, да, что-нибудь там. В то минуту я записываю видео. Цвет будет у меня какой-нибудь орчит. Create. Красота. Теперь попробуем перетянуть. Рекорд видео. Оп. Перетянулась. Оп. Перетянулась. Оп. Перетянулась. Обновляемся. Красиво. Разве это не пушка? Разве это не пушка, ребят? Два часов остатка до сна, видишь? То есть, допустим, давай еще там, я не знаю, ланч. Ланч пусть будет там. Ну, давай. Еще два. Давай сожрем там, не знаю, 200 минут прям съедим. Много прям. Tomate. Create. Вон, 200 минут наш ланч. Супер огромный такой. 17 часов осталось. Ну, все, ребят. Мы в полнейшем шоколад. Давай так сделаем. Блин. Насколько я доволен своим проектом, как он получился, ребят. Это просто взрыв мозга. Это просто космос, ребята. Это реально космос. Ставьте лайки. Это очень важно. У нас просто все разделы есть. Даже борт есть. У нас есть таски есть. У нас есть, то есть, борды, помодора, блин, таймблокс, сеттинги. Вау. Что за пушка. Наверное, самые лучшие эмоции, которые только можно взять. Это вот реальные эмоции. Наверное, самый лучший такой продажник, это человек, который поистине рад своему делу, которое он сделал. Поэтому, ребят, ваша лучшая поддержка будет, это, конечно, подписка на сайте, платная подписка. Это причина, почему вы будете покупать реально годный контент и платные крутые образовательные материалы, которые вы там найдете. Это просто такая, ссылка на подписку в описании. И тариф навсегда, ребят, скоро уйдет, не забывайте. В новой версии платформы его уже не будет, поэтому сейчас после возможности его купить. А я, ребят, сейчас подведу итоги небольшие, посмотрю, все ли мы сделали или нет, и уже там будем подводить итоги. Ну и, ребят, наверное, что хотел сказать в конце. Мы реально закончили весь проект. Мне просто интересно посмотреть, как я хронометрашу этого видео. Наверное, оно достаточно долгое, но, опять же, могло быть где-то в два раза дольше. Благодаря тому, что я некоторые моменты просто копировал, вставлял и вам объяснял, получилось лучше. Напишите в комментариях, насколько для вас это было понятно. Или стоит все-таки писать прям совсем с нуля, мучить себя, да, там, и, ну, гораздо длиннее делать ролики, и прям писать с нуля вообще. То есть условно, да, несмотря на то, что у меня уже есть проект готовый, я его заранее пишу, все равно писать прям с нуля, ничего не копировать. Вот напишите в комментариях. Ну, знаете, что это сложнее? Это дольше по времени, и ролик будет дольше, и вам нужно будет тратить больше времени, и мне нужно будет тратить больше времени, и монтажеру нужно будет тратить больше времени. В целом это невыгодно в плане производства Это будет производиться очень долго Ну просто в любом случае пишите свое мнение в комментариях Финально, что хотел сказать Как можно нас поддержать и где скачать исходник Напоминаю, исходник можно скачать будет по ссылке в описании И в телеграм-канале Но при условии, если мы в телеге наберем 6200 подписчиков Осталось совсем немного И если вы это видео смотрите спустя какое-то время Скорее всего уже ссылка в описании обновлена И уже вся эта история доступна Если ссылки нету, значит такой возможности еще нету Еще не набрали 6200 подписчиков Но при этом, если вы уже горите В первый час просмотра, в первые сутки Двое суток и так далее Горите просмотром этого исходника И также хотите получить схему инсомни Которую мы разрабатывали в начале этого урока Начальный исходник для смс-станетной практики Изображение дизайна Если вы это все хотите получить То уже на платформе я за 5 дней до выхода ролика Его опубликую Просто вот так возьму и опубликую И вы сможете, если у вас есть премиальная подписка Получить кучу годного контента, который там уже люди получают Так вы еще будете иметь доступ к эксклюзивным материалам Заранее до выхода ролика Круто, ну наверное круто для людей, которые реально поддерживают нас Кроме этого, не забываем, ребят Если вам было не совсем понятно тема авторизации Сложна, непонятно Мы открываем продажи только для этого видео В течение недели, может быть, 10 дней Будут открыты продажи мастер-класса Который мы не так давно проводили Он получится сочным, крутым Я его закрывал для продажи, чтобы он не расходился, как пирожки Потому что он очень крутой получится Он очень качественный, крутой Поэтому мастер-класс по авторизации «Залетайте, покупайте» Это такой мастер-класс, в котором мы развали три вида авторизации Разного уровня И там вам точно отпадут все вопросы, как сделать авторизацию в своем проекте Три разных уровня абсолютно Вот, ну и в конце, ребят, 2500 лайков ставим Поддержим это видео Ставим реакцию внизу, не забываем, это очень важно И... да и в принципе все Ну и все, ребят, с вами был Макс Не хочется даже прощаться, как-то мы прям очень много всего сделали Фух, все, ребят, всем пока Всем хорошего кодинга Повторяйте, практикуйтесь, наслаждайтесь Всем пока